Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Сегодня я представляю вам новую аудиокнигу. Мы ценим ваши комментарии после прослушивания и подписки на телеканал «Трейлер аудиокниги». Большое спасибо! Город изменился. Внешне вроде бы всё так, как и было. Кто-то спешит по делам, лавируя среди прохожих, кто-то неспешно шагает, поглядывая на витрины лавок и магазинчиков. Обычно это приезжие. Их сразу отличишь по непривычным одеяниям и не здешнему оружию. Запах жарящегося мяса и рыбы. Торговцы с недью стоят буквально через 20-50 шагов и явно не бедствуют. Народа много, и у них всегда что-то покупают. Лавки торгуют всем, с чего душенька пожелает. Люди входят и выходят, и видно, что заходили не ради пустого словца. Таверны и дорогие рестораны полны посетителями. Мужчины и женщины сидят на террасах и внутри помещения. Больше всего на террасах, благо что солнце закрыли облачка и с реки потянул прохладный ветерок, и с видимым удовольствием поглощают всевозможные яства. Готовить в городе любят и умеют. Таверна, в которой служит плохой повар, обречена на вымирание, так что это естественный отбор в действии. Впрочем, после порта есть такие забегаловки, в которых лучше ничего и не пробовать. Или пронесет, или будешь мучиться и сжогой минимум трое суток. Но зато там дешево, как раз для пропившихся, обобранных до нитки матросов и грузчиков. Там можно записать на себя в долг и после заработка отдать причитающуюся хозяину таверну сумму. Само собой разумеется, в полуторном размере. Иначе зачем риск? Откуда-то привалили целые толпы девиц легкого поведения. Они цепляются к наемникам почище, тем, кто выглядит человеком, способным выделить хотя бы мелкую серебряную монетку на своей постельной утехе и находят клиентов, так же, как торговцы жареной рыбой. Если в мире и есть что-то постоянное, так это спрос на еду и секс. Жрать и размножаться – извечное желание любого живого существа. Впрочем, только человек поставил процесс размножения на коммерческую основу. Кстати, насчет постельных утех это громко сказано. Большинство девиц готовы подставить свою потную задницу в первой же подворотне совсем за небольшие деньги. И не только задницу. В городе вдруг возник переизбыток шлюх, и цены на их услуги неминуемо упали. Впрочем, может быть, дело даже не в переизбытке жриц любви, а в том, что уровень покупательной способности клиентов катастрофически упал. Наемники, золотоискатели, весь этот сброд, заполнивший город, экономит каждый медяк, оставляя деньги на покупку коней, снаряжение или копки шурфов и постройку специальных сооружений, помогающих золотоискателю отделять золотые крупинки от пустой породы. В воздухе витает золотой угар. В тавернах по секрету продают карты, которые указывают на золотоносные пески и жилы, и этих карт уже десятки и сотни. По легенде, которую нашептывают на ухо недотепом ушлые жулики, эту карту он снял с трупа золотоискателя, тащившего на себе мешок с золотыми самородками и не выдержавшего долгой дороги. А продает карту только потому, что ему не на что купить снаряжение, да и вообще, его мать больна и зовет ехать на юг, чтобы скрасить ее последние дни. А он, как и всякий добрый сын, не может отказать ей в последней воле, так что заплати двадцать золотых и давай, крепи свое благосостояние. Мне двадцати, но пятнадцать, десять, пять золотых. Но кроме того, народ будоражит слух о том, что степь поднялась. Там появился объединитель родов, и степняки, которые уже лет пятьдесят или больше, только всего вяло покусывали границы империи, серьезно вознамерились покарать белых мягкотелых имперцев. За что покарать? Да просто за то, что они существуют. За то, что богаче. За то, что просто хочется кушать. Жизнь в степи трудна и безрадостна. Охота, животноводство, добыча камней и того же золотишка. Чем еще может жить степняк? А если засуха? А степные пожары? А падешь овец, лошадей, коз? А эпидемии, которые, бывает, выкашивают целые роды, и против которых бессильны самые могучие шаманы? Выгоревшие желто-коричневые равнина с редкими деревьями и оазисами на том месте, где вода относительно близко подходит к поверхности земли, вот тот мир, в котором живут степняки, обходясь жизни только самым необходимым. А под боком мягкотелые, глупые, изнеженные белые имперцы, дома которых полны ценными вещами, в которых нету степняков. Пойди и возьми все, что тебе захочется. В том числе и женщин имперцев, тоже изнеженных, не приспособленных к степной жизни, но зато сладких, нежных, умелых в постельных игрищах. Они со своими похожими на женщин мужчинами и знать не знают, что такое объятие настоящего, сильного мужчины-степника, жеребца, способного покрыть целые стадо этих белых красоток. Красивую женщину можно продать в гарем или использовать в своем шатре, пока не придет в полную негодность. У имперцев слабые животы. Они начинают болеть на обычной степной пище, мясе, кисломолоке и крови. Бесполезный, никуда не годный народ. Одно лишь обстоятельство останавливает степняков. Имперцев слишком много, и надо отдать им должное, драться они умеют. Все, что остается на долю степняков, это поймать караван торговцев и как следует его пограбить. Или просто случайных путешественников. Но в последние годы и это стало смертельно опасно. Имперцы стерегут свои границы, и сильные патрули постоянно перемещаются в приграничной зоне. Впрочем, и границы-то никакой нет. Она абсолютно условна. Просто как-то повелось, что выше по течению реки, именуемой Имперцемиканой, где-то в пяти днях пути вверх, начинается Великая Степь и кончается Империя Ассан. Крайним пунктом границы считается сторожевой пункт Аграган, в котором постоянно находится небольшой гарнизон, примерно в 200 всадников. Они дежурят по месяцу, потом меняются. Все бойцы принадлежат к Имперской пограничной страже, однако содержание пункта ведется из двух источников. Имперской казны и городской, муниципальной, города Вальдеса, степной столицы Империи Ассан, последнего крупного города между Степью и Империей. Считалось, что сторожевой пункт одновременно защищает и город, и саму Империю, так что общее финансирование это нормальное явление. Спорный вопрос, но как повелось, так повелось. Хотя муниципалитет Вальдеса вечно ворчит по этому поводу. Не громко, но постоянно. Меня никто не остановил, когда я шел по улицам Вальдеса. Даже проститутки, которых здесь было столько, что казалось, я попал в огромный бордель. Девицы высовывались из окон, демонстрируя вываленные груди, похожие на рыхлые куски теста. Стояли у стен домов, время от времени задирая подол, якобы для того, чтобы почесать колено, но на самом деле демонстрируя свою красоту, то бишь товар лицом. Просто бродили по улице и приставали к потенциальным клиентам. Я выглядел невзрачно в своем старом дорожном плаще, под которым не было видно ни комзола, ни оружие, по которым легко определить благосостояние клиента. А уж моя физиономия, сморченное, похоже на печеное яблоко, никак не располагало к более тесному общению. Да и глаза, каким-то образом сделавшиеся фиолетовыми, здешний народ откровенно пугали. По легендам, как я знаю, фиолетовыми глазами обладали люди, одержимые демонами. Ну вот, одержал демон человека, тот и зафиолетовил. Делов-то. Кстати, что-то в этом на самом деле есть. Ведь с точки зрения здешних людей я не что иное, как одержимый демоном человек. Демон из другого мира вселился в тело Альгиса. Может, и правы легенды? Может, это и есть признак попаданца? Надо будет присмотреться к таким, с фиолетовыми глазами. Может, кого знакомого встречу. Вот было бы забавно встретить кого-нибудь из сослуживцев. Хе-хе-хе. И ничуть не шутка. Если уж я что и понял за последние месяцы, это то, что ничего невозможного в мире нет. А еще это то, что рассказы о загробном мире не такие уж рассказы. Иначе бы меня тут не было. Извозчика нанимать не стал. Идти не очень далеко. От порта, вернее, от парома. Километра четыре, не больше. Хорошим шагом меньше, чем за час доберусь. И добрался, несмотря на толчую и постоянную опасность попасть под груженную телегу тяжеловоза. Они тут совсем какие-то очумелые. Возьмут, да и припустят свой грузовик по мостовой так, что только искры из-под колес сыплются. А уж грохот стоит. Между прочим, насколько я знаю, муниципалитет запретил ломовикам устраивать такие гонки по городским улицам. И прохожим опасность, и честные горожане не могут прикорнуть после обеда в своих домах. Такой грохот разбудит и мертвеца. Но эти мерзавцы плевали на распоряжение. Как, впрочем, и городская стража, которая якобы должна смотреть за порядком, а в том числе и за тем, чтобы извозчики вели себя в рамках закона. Нет, ну не якобы, должна, но, честно сказать, им глубоко плевать на всяких там извозчиков и прочую мелкую шелупонь. Они делают свой маленький гешефт, докапываясь до приезжих и собираем сду с проституток. Дело в том, что каждая проститутка должна иметь что-то вроде паспорта, разрешения на работу и, между прочим, с постоянным осмотрем у лекаря. То, что проституция, как, к примеру, некогда в Российской империи, в империи Ассан была поставлена на промышленные рельсы, желтый билет, осмотры у врачей, налоги в казну, вернее, патент, оплачиваемый ежемесячно. Но хорошо, если 10% из проституток имеет этот самый патент и осматривается у лекаря. И это только лишь девица из дорогих стационарных борделей. Уличные шлюхи работают на свой страх и риск, расплачиваясь со стражей или деньгами, или услугами. Таверна «Усталая лошадь» не принадлежала ни к дорогим заведениям, ни к дешевым. Заведение средней руки с очень недурной, хотя и незамысловатой кухней, неплохим, но не самым дорогим вином и музыкантами, которые играли весь вечер, со шлюхами, которые были в том числе и подавальщицами. Почему бы не подработать и тем, чем одарила тебя природа? В общем, обычный кабак для наемников и купцов, которым можно и переночевать, если не брезгуешь спать в номере, который использовали в том числе и для быстрого секса, и этим самым быстрым сексом разжиться, чуть дороже, чем на улице, но гораздо дешевле, чем в официальном борделе. И при том, не рискуя остаться без гроша или налететь брюхом на нож, то на улице бывает очень даже нередко. Девицы заманивают в укромный уголок, а там... популярное заведение. Особенно сейчас, когда город наводнен искателями удачи и продавцами холодного железа, то есть наемниками, продающими свои услуги бойцов. В том, что заведение популярно, я убедился сразу, как только вошел внутрь и осмотрелся по сторонам. Битком забито. Тяжелые дубовые столы, каждый на восемь человек вместимостью, были обсижены компаниями по десять, а то и двенадцать седоков. Люди играли в кости, карты, пили пиво, вино, ели, разговаривали, хохотали. Шум стоял такой, что услышать голос можно было только повысив его до уровня крика. Человека, который мне нужен, я заметил сразу. Его трудно было не заметить. Уж больно габаритный это был тип. Двухметрового роста, в плечах, как говорится, коса и сожжень. Мрачный взгляд из-под логи и кулаки, каждый размером с дыню. Попробуй не заметь такого. Он стоял в углу, сложив руки на груди и наблюдал за происходящим в зале. Нет, Громилу не был посетителем. Кольчуга без рукавка под кожаным жилетом, заштопанная в нескольких местах, стальные наручи, кожаные перчатки без пальцев с металлическими накладками на костяшках, высокие сапоги, закрывающие колени и явно защищенные изнутри стальными пластинами. Типичные вышибала, каких в городе ни один и ни два, десятки. Наемники, существа буйные, беспредельные, многим терять уже нечего. А после выпитого из куриного у них едет крыша, так что хороший вышибал оценится чуть ли не на вес золота. Тут ведь как? Главное, это не выбить дебошира из заведения, главное предотвратить дебош, а когда предотвратить нельзя, сделать так, чтобы последствия были как можно более безобидными. Сравнительно безобидными, конечно. Синяки и ушибы гораздо более приемлемы, чем ножевое ранение, уж тем паче сломанная шея. Так-то городская стража лояльно относится к большинству заведений, понимая специфику работы, а еще получая бесплатные угощения, но всему есть свой предел. Если из таверны ежедневно выносят трупы, кому нужны такие проблемы? Такое заведение лучше закрыть, чтобы начальство не трепало нервы стражи, и муниципалитет не трепал нервы начальства. То есть вышибала должен быть сильным, ловким, но еще и умным, хорошим переговорщиком, одним словом видом и словом прекращающим большинство назревающих свар. Я пошел между рядами большого зала, подыскивая себе местечко, и минут через десять мои труды увенчались успехом. С одного из стульев сверзился в дупель пьяный наемник и застыл, похрапывая, пуская слюни прямо на полу. Его товарищей, их было четверо, заметили такой конфуз, правда не сразу. И, с сожалению, встав с места, подняли незадачливого соратника и потащили его к выходу. Освободились сразу четыре места, к которым тут же устремились четверо жаждущих холодного пива парней. Но я был ближе, так что сразу занял место с торца стола, потому одному из парней пришлось обломаться. Впрочем, он не пожелал смириться со своей несчастной судьбой и тут же сходу на меня наехал. «Эй, ты урод! Свали отсюда! Не видишь, мы тут в компании отдыхаем, а ты один! Поищи себе другое место, а не то...» «А что не то?» Просил я негромко своим сиплым голосом тихого. «Да я тебе...» Закончить он не успел. Его руку у плеча сжало огромное лапище и низкий бас пророкотал. «Возьми стул вон там у стены и садись. Места всем хватит. Парень сел раньше, не трогай его. Или уходи». Наемник посмотрел снизу вверх, хотел что-то сказать, но под тяжелым взглядом вышибало притух и покорно пошел к стене у кухни, где и вправду стояли несколько запасных стульев. Через пять минут все сидели за столом, а подавальщицы быстро и ловко убирали со стола объедки и грязные чашки, оставшиеся от предыдущих клиентов. «Что будешь заказать?» спросила меня развощекая, пухлая девица с невероятным по размеру декольте. Груди были видны до самых сосков. «Дай мне похлебку и пирогов с мясом!» попросил я и на секунду задумавшись добавил «Еще сладкого пирога и какого-нибудь сока, похолоднее!» Подавальщица унеслась выполнять заказ, а я снова занялся разглядыванием зала и стоявшего в углу вышибалы. «Как мне до него добраться? Как подать знак? И надо ли это делать сейчас при всех?» Заказ принесли довольно-таки быстро, и я с удовольствием начал есть горячую густую похлебку, заедая ее пирогами с мясом. Пряная начинка, острый суп, такой острый, что у меня даже пот на лбу выступил. Все это располагало к тому, чтобы как следует попить. Или выпить. На то, видимо, и был расчет. Что это за посетители, если мало пьют? А чтобы возбудить жажду, нужно как следует перчить все блюда. Не в ущерб качеству, конечно. Маленькая хитрость, никому не доставляющая неудобств. Большинство людей любят острые, и я в том числе. Сок был ледяным, кисловатым и хорошо утолял жажду. Все вокруг пьют пиво и вино, но я не все. Мои соседи уже хорошенько набрались, видимо, плеснули венца на голодный желудок, и теперь громко обсуждали какого-то петкуса, прижимистого и даже жадного типа, не способного понять широкую душу наемника. Они ради него своей жизни не берегут, от разбойников охраняют, а он премиально им жалеет, скотина толстомордая. Я слушал краем уха, доедая сладкий пирожок с ягодами, вроде брусники. Скорее всего, она и была. И думал только о том, как передать вышибали записку и не вызвать ни у кого подозрения. Ни к чему пока не пришел. И когда мой сосед обратился ко мне с каким-то вопросом, прослушал и переспросил. «Извини, ты что-то сказал?» «Сказал!» Сосед, тот самый парень, которого заставили взять дополнительный стул, вытаращился на меня с выражением полного омерзения и ненависти. «Сказал, что таких, как ты, уродов, нельзя пускать в приличные заведения. Ты мне портишь аппетит своей поганой мордой, ублюдок! Не свалить ли тебе отсюда, пока я тебе башку не разбил?» «Раз, отстань от несчастного, ему и так досталось от жизни!» Поморщился его соратник. «Ешь и пей! Хватит искать на жопу приключений! Сейчас еще вышибалов придет!» «Вот он и прячется за вышибалов, сучонок! Уродина поганая!» Прошипел парень, которому на вид было лет двадцать пять. «Вроде вполне разумный парень, должен быть по возрасту, а туда же!» «Не мальчик!» «Алкоголь в башку ударил, что ли?» «Пошли, выйдем, урод!» Продолжал упорствовать парень. «Или у тебя яиц нет?» «Пойдем, я тебе покажу, как чужое место занимать!» «Пойдем!» Равнодушно, пожалуй, плечами. «Ты как хочешь драться? На ножах? На мечах?» «Ха! На мечах!» Торжествующе хохотнул парень. «Ну все, попал ты, парень!» «Попал, так попал!» «Вздыхаю я даже, увы, последний кусочек пирога. Да, с полным животом драться как-то неудобно. «Все в порядке!» Прогудел над столиком бас. «Все в порядке!» Кивнул я. «Мы сейчас уходим! Разрешим свой спор на улице!» Вышибало, внимательно на меня посмотрел, кивнул, вернулся в свой угол, бесстрастный и холодный, как каменная статуя. Да, он всегда отличался абсолютным холодным безразличием к происходящему вокруг, даже если это была смертельная схватка. Максим считает, что он уже давно умер, а если ты умер, так чего тогда волноваться? Ведь самое страшное уже случилось. Хотя тут я бы с ним поспорил, смерть еще не самое страшное, что может случиться с человеком. Я встал и пошел к выходу, раздумывая о том, что в принципе то, что задумал, сделал. Мне нужно было убедиться, что нужный человек на месте, как мы с ним и договаривались. Максим на месте. Теперь технические детали, как передать ему записку. Но это не сложно. Найду какого-нибудь мальчишку, дам ему записку и пару монет, и он доставит это письмо по назначению. А потом можно идти домой, в замок. «Шагай быстрее!» Прервал мои мысли глумливый голос, и я почувствовал тычок в спину. Ну все. Хотел я оставить его в живых, но теперь каждый заслуживает то, что он заслуживает. И только так. Не люблю хамов. Просто бешусь от хамства. Я вышел на улицу, огляделся. Солнце слепило глаза, и пришлось как следует поморгать. Я вообще не люблю яркий свет, зато вижу в темноте почти как кошка. Такая вот особенность у моих глаз. Для улицы не очень пригодна, а для тоннелей в стенах замка самый раз. Чему я несказанно рад. «Сюда давай, в переулок! Ну быстрее, урод!» Шагаю туда, куда мне было предложено, и через пару минут останавливаюсь, оборачиваюсь и суя руку под плащ. Ладонь легла на шершавую рукоять меча, и он тут же откликнулся. «Привет, хозяин! Давненько мы с тобой не веселились!» «Давненько, лед!» Подтверждаю я мысленно, слушаю какую-то хрень, исторгаемую мокрым ртом моего обидчика. Он несет что-то про грязных уродов, которые мешают жить людям, про мои сексуальные перверсии с животными и мужчинами, про мою семью, которая явно такая же, как я, уродская, и такая же извращенная. Не понимаю этого. Чего болтать? Решил убивать? Так убивай, а не подстраивай под это базу. Не надо чуши, не надо грязи, просто вставай в позицию, и понеслось. В позицию он успел встать. Больше ничего не успел. Лед, тонкий будто шпага, никогда не затупливающийся и прочный, как стальной лом, пропел в воздухе и взрезал горло противника ровно там, где проходит сонная артерия. Фонтаном брызнула кровь. Парень зажал руками тонкий разрез, между его пальцами заструилась, просочилась ярко-алая артериальная кровь. Жить ему оставалось минуту, ну, может, чуть больше. Я не стал дожидаться его смерти. Даже того, чтобы он свалился на землю, просто обошел стороной и пошел прочь, автоматически встряхнув на ходу клинком. Кровь надо удалить. Капли крови, которые попадут в ножны, неминуемо протухнут, и от них будет нести дохлятины. А это не есть хорошо. — Эй, ты чё? Парни, он его убил! Убил! Навстречу мне вышли те самые трое, что сидели рядом с моим обидчиком. Видимо, он уже упал, я не видел этого. Потому первый, кто попался мне навстречу, всполошился и тут же потянул из ножа широкий полуторный меч. Мужик был крепким, плечистым, так что меч казался ему подстать. Серьезный боец. — Стоять! — крикнул он и встал в стойку, которая на земле звалась «Глупец» или «Дурак». Коварная стойка. Меч опущен остриём к земле практически вертикально, и кажется, что его хозяин не намерен напасть или даже защититься. Опасное заблуждение. Из этой стойки можно нанести молниеносный удар или прикрыться, если на тебя нападут. Я на земле интересовался средневековым фехтованием, всегда имел тягу к холодному оружию, так что кое-что в этом вопросе соображаю. Да и тут получил очень хорошую школу. И от Кендалла Оуга, мастера над оружием, и от моего учителя, целителя и мага. Кстати, надо будет к нему зайти, но позже. Не хочу раскрывать своё инкогнито, ведь на мне сейчас магическая маска. Я не похож на себя, оригинального. У нас был бой один на один, я выиграл, шепчу я бесцветным голосом. Дайте мне уйти, и никто не умрёт. Никто не умрёт? Ты умрёшь! Цедит противник и делает почти незаметный шаг вперёд, перенося вес на правую ногу. Сейчас он попробует подсечь мне ноги, а потом... потом добьёт то, что останется. Само собой, я этого не жду. Меч поёт, завывает, предвкушая новое угощение. Живой меч очень прожорлив и любит человеческие души, и с каждой душой становится всё сильнее и проворнее, и умение его растёт. А умение он передаёт мне. Потому человек с живым мечом практически непобедим в поединке, если только не ударить в спину или не пустить стрелу. Но лучников я не вижу, и за спиной у меня только вздрагивающий в последних усилиях удержать жизнь холодеющий труп. Раз! Мой меч отрубает руку мужчины выше запястья прямо через наруч. Лёд его даже не заметил, настолько остёр. Два. Обратной ходкой лёд сносит парню полголовы со стороны затылка. Всё. Бой закончен. Но остались ещё двое. Смотрю на них с вопросом. Итак, что будем делать? Без претензий, парень. Гудит один из тех, тот, что защищал меня за столом. Два дурака вечно куда-то влипали. Вот теперь и дождались. Будешь их чистить? Я вначале не понял вопроса, потом отрицательно помотал головой. Нет, обшаривать карманы не собираюсь. И противно, и незачем. Денег у меня больше, чем мне нужно. И золото. Вытираю меч об одежду уже затихшего трупа, вкладываю меч в ножны и осторожно обхожу наёмников по дуге, готовой к любой неожиданности. Но ничего не происходит. Наемники теперь заняты обшариванием трупов товарищей. А может, не товарищей, а просто сослуживцев. Бог им судья. Не знаю их отношений, я только определённо, если трупы останутся здесь лежать, то через несколько минут от них не останется ничего ценного. А потом исчезнет и одежда. Он уже маячит на горизонте несколько забулдык, вечно обретающихся возле таверн. А берут трупы за милую душу, чёртовы стервятники. Мальчишку посыльного я нашёл в помощниках у зеленщика, стоявшего у продуктовой лавки со своим передвижным магазином. Мальчишке дал пять мелких медных монет, пообещав, что когда он доставит ответ, добавлю ещё пять таких же. Тот поднёсся бегом в нужном направлении и вернулся минут через пятнадцать с тем железком бумаги, на котором было написано. Понял, Максим. Всё. Теперь можно было со спокойной совестью отправляться домой. Дело сделано. Теперь у меня под рукой будет на одного верного человека больше. Глава вторая Лошади хрипят, задыхаются, мокрые, как после дождя. Пена из оскаленной пасти летит на твёрдую, покрытую пожухлой травой землю. Но Скарло погоняет свою лошадь, а за ней скачут две лошади бок о бок, скреплённые специальным устройством для перевозки раненых. На этом устройстве лежит та, которую Альгис назвал Барбарой. Белокожая, слишком белая. Голубоглазая, это ненормально. Длинноногая, это неудобно. Как на таких ходулях стоять на земле? А как сидеть на коне с такими прямыми ногами? И абсолютно бесчувственная. Просто живой труп, да и только. Она ест только тогда, когда ей сунешь еду в рот, и только мягкую еду, вроде кашицы. Тогда Барбара её глотает. Пьёт тоже, только когда жидкость польётся в глотку. А в остальном, в остальном всё печально. Делает она под себя, приходится мыть её каждый раз, как Скарла останавливает свой источник. Не потому мыть, что Скарла такая уж равнительница чистоты. Нет, мухи. На запах слетаются сотни, тысячи мух, и нет от них спасения. И это всё большущая проблема. Но не больше, чем это. Скарла чувствовала, что кто-то идёт по её следу, но заметила преследователей только после третьей ночёвки. Вначале они находились на грани видимости, а потом осмелели, а может получили соответствующий приказ, и теперь преследуют её во весь опор. И кони у них посвежее, чем у Скарлы, или посильнее. С каждой минутой преследователей всё ближе и ближе, а кони с Скарлой уже на пределе, вот-вот начнут спотыкаться и падут. По такой жаре после длительного перехода, что с них спрашивать, несчастные животные отдали человеку всё, что смогли дать, и саму жизнь. Но когда выбираешь твоя жизнь или жизнь твоих лошадей, выбор очевиден. Наконец это произошло. Кобыла под Скарлой схрапнула и стала сбавлять ход, потом споткнулась и улеглась. Благо, что медленно, так что старуха успела с неё соскочить. Соскочить и приготовиться к бою. Так просто она не сдастся. В левую руку кинжал, в правую короткий степной меч, чуть искривлённый, с утолщением кострию, чтобы удобнее было рубить. Но теперь она готова к смерти. В чертоге небесного царя ждут воина, павшего в битве с мечом в руках. И пусть имперцы говорят, что нет такого рая для воинов, что рай совсем другой, сад, в котором гуляют праведные души, наигрывая на дудках или лиарах. Скарла знала, что есть такой рай, где скачут на конях, где в яростном вихре клинков сходятся воины в сверкающих доспехах, и где доблестные воины пируют после битвы, мгновенно залечив свои раны божественным дыханием. Да, она изменила сумму народу, не сама так получилось, но веру свою не предала, и потому может рассчитывать на воинский рай, не делающий различия между мужчинами и женщинами. Главное, чтобы воин погиб в бою с мечом в руках, а что там у него между ног, это дело совершенно третье. Их было пятеро, бывалые, опытные, обожженные солнцем и высушенные ветром. Скарла знала, кто они такие, это ловцы людей, и по большому счету ничего против них не имело, работа есть работа. Торговцы торгуют, шахтеры добывают уголь, убийцы из гильдии убийц берут заказы на людей, а ловцы этих самых людей ловят. Другой вопрос, кто их послал и зачем? Если просто доставить в столицу, это одно, если допросить на месте и узнать информацию, другое. В первом случае ее будут пытать в столице опытные умелые палачи имперского дознания. Эти владеют специальной магией и допрашиваем и никогда не умирают у них в руках, пока они этого не захотят. Ходят легенды о том, как искусны эти умельцы. У человека уже и ноги отрезали, и по пояс нет тела, кишки валяются на полу, а он все живет, может говорить, может жить столько, сколько понадобится палачам. Во втором случае допрос на месте, без всяких изысков вроде магии, но ничуть не менее болезненный и смертельный. Никто не выживает ни в том случае, ни в другом. Ловцы тоже умеют допрашивать, только делают это грубее и грязнее. Скарла не собиралась попадать им в руки, и как только почувствует, что конец близок, сама перережет себе глотку, или воскнет кинжал в сердце. Барбара? А она ничего не почувствует. Насиловать ее бесчувственные тела они вряд ли будут. Побрезгует. Тем более, что последние часы больная еще Тима пованивала. Просто перережут глотку, да и бросят посреди степи. А лисы и волки довершат начатые людьми. Скарле много лет. Слишком много, чтобы она могла противостоять пятерым опытным бойцам. Когда-то она еще могла бы продержаться минут пять и даже уложить парочку из пятерых. Пусть они и опытные разопытные бойцы. Ведь Скарла в переводе со степного языка «жара». Она была очень жарким бойцом. И то, что ее некогда захватил карательный отряд клана, ничего не значит. Для стрелы все равно какой-то опытный боец. Она не разбирает, летит и вонзается туда, куда ее послал хозяин. Если б не глава клана, вылечивший ее на последнем издыхании, Скарла давно не просто была бы мертва, не осталось бы и косточек, изгрызанных зверями или растащенных речными хищными рыбами. Ведь рабов не хоронят, их просто бросают в реку, которая вскипает кровавым водоворотом вокруг брошенного у нее мертвого тела. Ловцы подъехали неспешным шагом, им уже некуда торопиться. Добыча, вот она, не уйдет. Старший, высокий худой мужчина в шапке с лисими хвостами и безгубым ртом. Он спешился, посмотрел на лошадь, покрытую пеной, сочувственно прицокнул языком. Не повезло, да, надо было тебе взять степных лошадей, как мы. Имперские по такой жаре долго не выдерживают. Заткнись и делай свое дело, холодно процедила Скарла. Попробуй меня взять. Возьмем, безразлично кивнул мужчина. Сейчас достанем аркан и набросим. Часть ты отобьешь, но какой-нибудь дозацепит. Ну, а дальше, как всегда. Ты не первая, не последняя. Работа такая, ничего личного. Повезете в столицу? Так же холодно осведомилась старуха. Зачем? Уднял брови худой. Ты и здесь нам все расскажешь. А если я и так вам расскажу, без пыток? Осведомилась Скарла, стараясь как можно больше потянуть время. Пусть и минута жизни, а ее за минуту многое может измениться. Я сожалею, бесстрастно ответил охотник. Мы должны убедиться, что ты не соврала. А это можно сделать только пытками. Но обещаю, как только мы закончим, я тебя убью. Не оставлю умирать на солнце. В конце концов, мы же не звери, это просто работа. А с ней что будет? Карла кивнула на тканевый сверток между лошадьми. Она умрет безболезненно и тихо. Кивнул охотник, вздохнул и приказал. Мадас, Оди. Давайте начинать. Время уже к вечеру, а нам еще работы выше головы. Скарла стиснула зубы и приготовилась. Мужчины, они были примерно такого же возраста, как и предводитель, тридцать-сорок лет, отвязали от седел волосяные веревки, уложенные кольцами. И у Скарла заныло внутри. Обычные пеньковые веревки она еще могла надеяться разрубить, но волосяные. Волос очень крепок и сопротивляется разрезанию. А что она еще могла ожидать? Арканы, в общем-то, и делают из волосяных веревок. Мужчины разошлись в стороны, взяли арканы в руки и начали раскручивать свое оружие. Скарла отвлеклась на них и едва не пропустила снаряд из прощи, который запустил один из тех, кого предводитель не назвал. Круглый камень, выточенный из твердой вулканической породы, чиркнул ее по левой груди, прикрытой кожаным жилетом, и Скарле стало очень больно. Впрочем, было бы еще больнее, если бы она не успела повернуться. Удар в сердце, скорее всего, лишил бы ее сознания. Второй камень едва не угодил в плечо, третий чуть не раздробил колено. Скарла уворачивалась, подпрыгивала и вертелась так, что казалось, она стоит на раскаленной «Сволочь! Такой гад!» Долго это продолжаться не могло. Еще немного, еще чуть-чуть, и Скарла допустит ошибку, или потеряет сознание, или не сможет как следует двигаться, а значит, тоже потеряет сознание. И это равносильно ее смерти. Потому она бросилась вперед, выкрикнув родовой клич, с которым некогда нападала на караваны торговцев. «И она! И его!» Охотники попытались набросить на нее арканы. Один она отбила мечом, от второго уклонилась, и тут же скрестила меч с мечом предводителя, желая умереть достойно, а не под ножом добивающего ее палача. Это был, конечно же, акт отчаяния, абсолютно бессмысленная и бесполезная атака. Предводитель владел мечом не хуже ее, а меч его был длиннее в два раза. Кроме того, сзади из боков у нее стояли соратники охотника, и все, что теперь хотелось Карла нанести врагу хоть какую-то рану, а после перерезать себе сонную артерию до самого позвоночника, чтобы кровь не смогли остановить. Что случилось дальше, она вначале не поняла. Тот охотник, что находился справа, упал и задергался. Скарле показалось, что из груди у него вдруг вырос цветок. Второй, что слева, разматывающий свой аркан, получил стрелу прямо в глаз, и удар был такой силой, что его снесло метра на два. Степной лук, сделанный с двойным изгибом, бьет с такой нет брони. Главный охотник мгновенно взлетел в седло, его оставшиеся в живых соратники тоже, впрочем, не все. Еще один упал на землю, выпав уже из седла. Остальные пришпорили коней, пригнувшись к их холке, и помчались прочь, совершенно забыв о той, ради которой сюда приехали. Жизнь дороже. Скарла оглянулась, пыталась рассмотреть, кто же это сейчас стрелял, но только секунд через десять сумела заметить, как от бугорка, сливающиеся с желто-бурой растительностью степи, а потом еще одна, уже левее первой. Двое? Их только двое? Впрочем, это же степняки, крепкие, сильные, выносливые и замечательные стрелки из лука, что сейчас и было продемонстрировано. Через минуту стрелки стояли перед Скарлой, и она смотрела в их лица, выпачканные бурой и черной краской, превратившие молодых парней в каких-то чудовища из дурного сна. Да, именно молодых, и Мотруду было не больше семнадцати-восемнадцати лет, и они занимали низшую ступень в иерархии степных воинов. Только-только вступили в круг воинов, небось еще и насечки на плече не зажили. Но то, что они были очень молоды, ничего не значило. Каждый степняк с рождения учился владеть луком и мечом, и чтобы вступить в круг, ему надо было очень даже потрудиться. Например, попасть из лука в цель за несколько десятков шагов, а цель размером с человеческий глаз. А еще выдержать бой на мечах с несколькими противниками, по одному и по нескольку бойцов за раз. Не все выживают после таких экзаменов. Эти выжили, а значит, они настоящие бойцы. «Ты выкликнула наш родовой боевой клич!» Без приветствия, без каких-то других слов сказал тот парень, что стоял впереди. «Мы видели, как ты дралась, но не хотели вмешиваться. Ты одета, как имперцы, но ты хрикнула боевой клич рода Аррас. Поэтому я решил вмешаться. Правильно ли я поступил? И кто ты такая?» Имперцы удивились бы, если бы их спросили, правильно ли кто-то поступил, вмешавшись в драку и перебив врагов того, за кого он вступился. Однако для степняков это в порядке вещей. Нельзя вмешиваться в бой чужого человека, если тебя не приглашали. Этим ты можешь лишить его чести. Возможно, он алкал славы, победив сразу несколько противников, а ты ему помешал. И тогда он станет твоим врагом или перестанет быть другом, что, впрочем, одно и то же, в степи. «Ты правильно поступил, вмешавшись в бой», тяжело выдохнула смертельно уставшая Скарла. «В юности эти пятеро были бы для меня на один зуб, но теперь я стара, и многое из того, что было для меня легким и приятным, стало трудным и даже невыполнимым. Так что я тебе обязана за мое спасение, ты настоящий воин. А что касается моего боевого клича, так ты уже успел заметить, что я родом из степи. Мой отец, мой дед, мой прадед». Скарла назвала имена своих родичей, и парни стали негромко переговариваться, отвернувшись от старухи, но посматривая на нее косым взглядом, так, на всякий случай. Первое правило воина, никогда не упуская незнакомца из своего поля зрения. Он может оказаться совсем не тем, кем ты его считаешь. Посовещавшись, старший, тот самый, что заговорил со Скарлой, с явным оттенком уважения и даже почтения сообщил. «Если ты говоришь правду, старуха, то ты приходишься двоюродной тете и нашему собирателю родов, досточтимому Хиссару. Я могу узнать твое имя?» «Мое имя Жара, Скарла». Старуха невольно выпрямилась, и лицо ее стало торжественным. «Да, я дочь нашего с вами рода и никогда об этом не забывала». Она скинула с плеча дорожную куртку и, увидев татуировку, оба парня издали неопределенный звук. То ли восхищение, то ли возмущение, то ли просто удивление высшей степени. «Ты воительница!» воскликнул старший, кивнув в сторону свертку, спросил. «А что это?» «Это моя... моя подруга». Скарла и два заметно вздохнула. «Она очень больна. Она тоже воительница и получила тяжелые раны, после чего впала в долгий сон. За нами гнались враги, я ушла из рабства и перед побегом убила хозяев. Моя подруга убила еще больше. Она меня защищала. А эти, кого вы убили, охотники, которые возвращают рабов своим хозяевам. Так что вы нас спасли. Мне бы хотелось встретиться с моим родственником, двоюродным племянником. Это возможно?» «Конечно, уважаемая. Мы сейчас же все вместе отправимся к досточтиму щасару. Мне кажется, он будет рад обретению такой близкой родни». «Далеко ехать?» «Полдня пути». «Мои кони!» «Мы видим. Придется эту лошадь оставить здесь. Если небесный табунщик над ней смилостивится, она выживет. Вода недалеко. Если нет, такова ее судьба. Этих лошадей мы сейчас отведем к оазису. Там вы передохнете, а утром отправимся к собирателю. Хорошо. Скарла вздохнула и благодарно прикрыла глаза. Ее отпустило. Ноги и руки сразу ослабели и сделались ватными. Все-таки ей уже так много лет, что она забыла сколько. Но тело не забыла, пусть даже оно тренированное и привычное. Второй парень, все это время молчавший, привел лошадей, на которых не было ничего лишнего. Скатка одеяла, худые переметные сумы, запасные стрелы, кожаные бутыли с водой и, в общем-то, больше ничего. Отправляющиеся в дозор и разведку наряды степняков не обременяли себя ничем лишним. Только самое необходимое, то, без чего нельзя обойтись в степи, вода и оружие. Еду можно и нужно добывать самим, как и положено взрослым мужчинам. Да и не настолько необходима еда, чтобы без нее прямо так вот упасть и умереть. Без воды люди и лошади долго не живут, а без еды люди протянут долгие недели. Лошади же приучено есть все, что растет в этой полупустыне, кроме ядовитых кустов и дерева анкар, под которым в тени нельзя даже спать. Капли смолы этого дерева, если попадут на кожу, нанесут такой ущерб, как если бы несчастный выпил яда. Нередко степняки смолой этого дерева отравляют стрелы, которыми засыпают врага. Жаль, что дерево очень редко и найти его трудно. На все стрелы яда не хватит. Да и применять этот яд можно только для боевых стрел. Попадешь в дичь такой стрелой, так это мясо есть будет невозможно. Пустая трата добычи. Оазис оказался совсем близко. Скарла предполагала, что он где-то здесь. Она держала в голове карту основных оазисов степи, как и каждый из степняков, но с годами информация подразмылась, да и погоня не располагает к определению на местности. Тут главное мчаться как можно быстрее, а не сравнивать ориентиры, оглядываясь по сторонам. Поклажу спавшей лошади переложили на лошадей дозорных, коней убитых ловцов удрали следом за всадниками, в том числе и седло, обобрали трупы ловцов, и небольшой караван двинулся в путь, чтобы через час оказаться под сенью хлипких избитых пустынными ветрами деревьев, похожих на каркасы изломанных старых зонтов. Эти деревья росли только здесь, в степи, и это были одни из немногих деревьев, способных выжить в раскаленной духовке, именуемой степью. Глинобитный сарай без дверей и окон, пол, в котором утрамбован десятками тысяч ног проходивших и проезжавших здесь путников, кораль для скота и лошадей, утоптанный до каменной твердости и круглое кольцо колодца, закрытого тяжелой деревянной крышкой. Это место свято, и никто не смеет ни ломать ветки деревьев, корни которых тянутся на многие сожжения вглубь земли до самого водоносного пласта, ни портить воду в колодце, единственным на день пути в окружности вокруг себя. Если кто-то вольно или невольно испортит воду в колодце, его постигнет неминуемая кара, кем бы он ни был. Этот человек или эти люди будут объявлены в розыск, и молва, пущенная по степи, настигнет их там, где бы они ни были. Каждый, кто опознает нарушителей водяного мира, обязан по мере сил покарать святотатцев, испортивших воду оазиса, а кара за это одна — смерть. Вода в степи — главное богатство. Тот, кто лишает воды, хочет смерти другим людям, даже имперцы не осмеливались отравлять колодцы, чтобы нанести вред степным родам. И случаи, когда колодцы травили, были настолько редки, что память о них хранилась в эпических рассказах, передаваемых из поколения в поколение как пример того, что делать нельзя, и какая кара постигает глупых нарушителей. У оазисов было и еще одно предназначение. Если в оазисе встречались заклятые враги, даже те, кто был связан родовой кровной местью, они прекращали от тех пор, пока не выйдут из оазиса. Водяное перемирие свято. Главный из парней, что назывался стигом, отодвинул тяжелую крышку колодца и стал спускать кожаное ведро, в которое для веса были наложены тяжелые камни. Ведро было сделано из толстой кожи толщиной в палец и за десятилетия, а может и сотни лет, стало дубовым, как деревянным. Камни же нужны были для того, чтобы ведро легло на бок и побыстрее утонуло. Колодец очень глубок, не менее пятисот локтей в глубину. Скарла всегда удивлялась тому, как люди могли прокопать такие колодцы, ползая на невероятной глубине, в полной темноте, на ощупь. Бесс страшные люди. Но еще удивительнее то, как они смогли определить, что здесь можно докопаться до воды. Ведь то, что здесь растут деревья, еще ничего не значит. Их корням надо не так уж и много влаги. А чтобы вода в колодце появилась в нужном количестве, то надо быть волшебником. Впрочем, говорили, что именно так и есть. Водяные колдуны видят через толщу земли и знают, где можно докопаться до водного пласта. Зато их и ценят как самый лучший бриллиант. И как дорогих бриллиантов, водознатцев очень и очень мало. Стик дал напиться с Карле, как старшей и самой уважаемой гостьей. Она пила с наслаждением, не обращая внимания на то, как от ледяной воды и заныли зубы и застонало старое нутро. С трудом заставил себя остановиться. Если выпить много, может даже и вырвать. К обильному питью, как и к обильной еде после длительной голодовки, надо приучаться постепенно. Тем более, что здешняя вода особая, у нее немного странный привкус. Ученые говорили, что в этой воде растворены многие минералы, и поэтому она обрела лечебные свойства. Степняки об этом знали, и некоторые колодцы служили для них лекарством от болезней живота или легких. Следом за Скарлой напился Стик, за ним раз, парень помоложе. Он занимался лошадьми, разнуздывая и складывая по клажу сарай. Стик вылил воду в каменное корыто, которое стояло у колодца, снова опустил ведро. И так делал до тех пор, пока корыто не наполнилось почти доверху. Тогда к нему подвели лошадей. Скарла сама сняла Барбару с носилок и немного покряхтев отнесла ее подальше от колодца. Мыться и испражняться возле колодца считалось тяжким грехом, и того, кто такое сделает, вдала как минимум жесткую порку до кровавого мяса, потому Скарле пришлось отнести бесчувственную пованивавшую девушку подальше от глаз степняков. Там она размотала легкую ткань, в которую была обернута Барбара и начала ее мыть, сливая воду из бутылей, бывших ранее на ее лошадях. Во-первых, все равно эту воду надо было слить и заполнить бутыль свежей. Во-вторых, в бутылях вода была почти горячей, лить же на девушку ледяную воду из колодца было бы в высшей степени опрометчиво. Не хватало ко всему прочему получить обычную простуду. Ледяная вода на потное тело — это верная дорога к простудным заболеваниям. — Ох! — услышала Скарла и резко обернулась, готовая к бою, и тут же расслабилась. Это были Стик и Ораз. Парни стояли рядом, а все глаза смотрели на обнаженную Барбару. Для них в ее ноготе не было ничего необычного. У степняков не существовало табу на обнаженное тело. Ну что такого, голая девушка? В шатре спят в повалку без одежды, моются тоже вместе. Все прекрасно знают, как выглядят голые мужчины и женщины. Так что ничего странного нет, что парней заинтересовало, что за девушка ехала, завернутой в ткань. — Она такая белая, с оттенком восхищения и даже восторга сказала Рас. — И глаза голубые, кинул Стик. — Волосы золотые и такие короткие. Я думал, эта девушка тоже из степи. Какая странная. Я никогда не видел таких женщин. — Скоро увидим, хихикнула Рас. Скоро собиратель пойдет войной на империю. Вот тогда мы сможем иметь таких женщин столько, сколько захотим. Целый гарем из таких красавиц. — Скорей бы уж, хмыкнул Стик. Заждались. Скарла посмотрела в лица парней и вздохнула. Дурачки. А кто им сказал, что они выживут в этом походе? Мясо для войны, ее пища, ее кровь. Выживают только те, кто посылает в бой. Эти же гибнут в первом бою, в первых рядах. Они сейчас об этом не думают. Перед глазами груды сокровищ и толпы таких вот прекрасных девушек. И убедить их в том, что все это не так уж и радужно невозможно. Впрочем, Скарла этого делать и не собиралась. Каждый должен получить то, чего он заслуживает. То, что ему послал небесный покровитель. Глава третья Глаза едва заметно светились в темноте, шагов совершенно не было слышно. Зверь сливался с темнотой тоннелей так, будто сам был с густком тьмы. Когти не цокали по старому камню, не втягиваются в подушечки. Мягкие, гладкие, упругие. Но если нужно, в момент вылетят тело врага. Чу, кто там шагает в темноте? Точно это враг. Уничтожить, убить этого негодяя, забравшегося в дом. Шаг, еще шаг, короткая пробежка, застыл, затаился. Враг еще ближе, ближе. Тело все дрожит налитвой энергией. Каждая мышца готова к бою. Хвост вытянут назад, как противовес. Еще шаг, еще, прыжок, попался враг. Ты скоро будешь меня с ног валить, злой котейка. Но нельзя же так. В тебе весу знаешь уже сколько? Соображай, что делаешь. И не надо морчать, не надо слюнявить, не люблю тебя. любишь, я знаю. Вот нехорошо читать мысли. Ворчу я, невольно ухмыляясь. А если у меня в голове что-то тайное, чего тебе не положено знать? Нет у тебя в голове тайного, звучит в голове ехидный голос кота. Что ты хочешь от меня скрыть? Ничего не хочу, фыркаю я. Слишком ты быстро развиваешься, как я посмотрю. Рассуждаешь как взрослый. Откуда у тебя чего взялось-то? Из твоей головы я знаю все, что знаешь ты. Помню все, что знаешь ты. Мы с собой братья. Хм, теряюсь я. Я человек, а ты кот. Разве мы братья? А что такое человек? Только тот, кто ходит на двух ногах? Я много думал, брат, пока тебя нет, мне больше нечего делать, кроме как думать. И вот что я понял. Тот, кто сумел понять, что он человек, тот человек. Что-то ты меня запутал, вздыхаю я. Человеком принято называть такого, как я, ходящего на двух ногах и обладающего речью. Вот этого понятия и надо придерживаться, а то завтра ты каких-нибудь осьминогов причислишь к людям. А почему нет, если осьминоги думают? Давай сменим тему, мой угольный брат, хмыкаю я. Эдак ты меня заведешь такие философские дебри, что в общем не хочу я на эту тему. И не надо выражать такое неудовольствие, я все чувствую, потом как-нибудь поговорим. Я и так с тобой часами разговариваю, а ты в это время в моем мозгу копаешься. Нехорошо, между прочим, я разве давал тебе разрешение копаться у меня в голове? Но я же твой брат, я никогда не сделаю тебе ничего плохого. Я умру за тебя, если понадобится, верь. Я просто не могу не быть у тебя в мозгу. Мы с тобой одно целое. Я чувствую тебя на большом расстоянии, не знаю на каком, чувствую. Только когда ты отходишь далеко, я тебя теряю. А так ты всегда со мной. А хочешь побыть мной? Это как? Теряюсь я, и вдруг в нос мне бьют десятки и сотни запахов. Я чувствую запах самого себя, запах пота, кожи сапог, масло, которым пропитана эта кожа, запах утреннего мыла, которым мылся, еды, которую ел. А еще мир становится светлее. Все-таки кошки и вправду видят в темноте практически как днем. Даже я со своим мутировавшим зрением вижу в темноте хуже. Я кот зеваю и провожу когтями по камню туннеля, оставляя едва заметные царапины. Когти у меня совсем не котовые, острые и твердые как стальные, и это еще одно отличие от обычного кота. И возвращаюсь в свое тело, забавно. Это что, я могу видеть мир глазами кота? Уго, ты крут! Да, я крут, слышал в голове смешок. Ты мне принес поесть? Почему ты не пускаешь меня на волю? Я бы хотел побегать снаружи. Картинка, веселящийся, кувыркающийся черный кот. Уго, брат мой, я боюсь, что если тебя заметят, начнутся разговоры. А если вдруг кто-то увидит, как ты выходишь из тоннеля? Подожди пока, ладно? Опять же, я боюсь за тебя. Вдруг кто-то тебя попытается убить? Картинка, кот, лежащий на земле с кучей стрел в боку. Ты мне очень дорог. Ты единственное существо в этом мире, которое... В общем, ты единственный мой друг и брат. Если с тобой что-то случится, я буду сильно расстраиваться. А ты убьешь тех, кто убил меня? Любопытство, живой интерес. Тьфу, я даже говорить об этом не хочу. Убью. Но тебя-то это не вернет. Смешок. Здоровенная туша прыгает мне на колени, я хихикаю, утираюсь, а этот мурлыка включает свою тарахтелку. Громко так тарахтит на всю комнату. В нем сейчас килограммов шестнадцать весу, не меньше. Пут, а то и больше. За последний месяц уголек или уго развивался так, что мне стало немножко жутко. Физически развился и умственно. Он много ест, очень много. Мне приходится оправдываться перед кухней, куда я одеваю сырое мясо. А уж сколько я его дерьма вытащил. Если некто много ест, значит он немного... Ну понятно. Сам он выносить не может. Значит быть говночистом судьба моя. Одна из комнат тоннелей выделена под содержание уга, так вот она настолько провоняла кошатиной, что я уже боюсь, как бы миазмы не достигли нюха обитателей замка. Ведь тоннели не герметичны, они связаны с общим пространством замка многочисленными отверстиями вентиляции, очень маленькими незаметными и большими проходящими поверху стен. Да, а насчет того, чтобы гулять ночью, правда, почему бы ему не погулять ночью? И дерьмо за ним убирать не нужно. Да, да, врывается в мозг грохочущий голос уга. Гулять, я хочу гулять. Ладно, вздыхаю, я выбираю меньшее зло. Мы с тобой договариваемся, что ты идешь гулять, но только ночью, когда уже темно. Выходишь через проход возле реки и всегда его за собой запираешь. Ни под каким видом ты не выдаешь свое присутствие. И вот еще что, не трогаешь домашний скот людей, ни кур, ни поросят, ни баранов. Уток тоже нельзя, и гусей, добавил уже на всякий случай. Если хочешь поохотиться, ловишь диких зверей. Зайцев там или куропаток, все понятно? Понятно. Уменьшает громкость звука УГО. Да, кстати, все свои грязные делишки делаешь снаружи. Спохватываюсь я. Мне как-то уже давно не нравится моя должность говночиста. Брат, я же тебе говорил, что хочу гулять, но ты был против. Явственно хихикает кот, и желтые его глаза щурится в темноте. Сам виноват. Ну да, ну да. Когда полтора месяца назад он освободился из своей комнаты и начал меня разыскивать, видите ли, скучно ему стало. Я чуть не обделался. Зверина скакнул мне на грудь в тот раз, когда я в очередной раз проник в туннель. Да любой на моем месте помер бы со страху. Знаешь, что тут никого нет и быть не может, и вдруг из темноты выскакивает на тебя зверина со светящимися глазами. И прямо на шею. А посленявил тогда меня, еле оттерся. Обрадовался, понимаешь ли. Ох, грехи мои тяжкие, что я сотворил? Ведь категорически запрещено поить животных магическими снадобьями, развивающими их интеллект. И я понимаю причину запрета. Страшно. Ну, только представить пантеру, обладающую разумом и абсолютно лишенную человеческих запретов. Я читал о таких зверях, которые нет-нет, да и объявлялись где-нибудь в джунглях юга. И тогда это была настоящая беда. Они уничтожали скот, а если люди пытались им помешать, то и людей. И делали это с невероятной хитростью и умением. Если зверю дать человеческий разум, он не станет человеком. Он лишь станет очень умным, но зверем. Угу? Угу как раз исключение. Он каким-то образом умудрился установить ментальный контакт с моим мозгом. Когда кот впервые со мной заговорил, я был ошеломлен не менее, чем тогда, когда он бросился на меня из темноты и обнял своими когтистыми лапами. И самое главное, что меня потрясло, это то, что он свободно копался у меня в мозгу и знал практически все то, что я знаю. Обнаружил случайно в наших с ним разговорах. И когда Угу так просто между делом сообщил, что может читать мой мозг, я офигел. Нет, это не то слово. Тут только матерно можно сказать. И вот тут я впервые пожалел, что провел над ним этот эксперимент. Фактически усложнил жизнь и котейки, и мне самому. Вот что бы мне не ограничиться обычной лечебной магией, что меня подвигло влить ему в пасть это снадобье, а потом еще и усилить его магией. Экспериментатор хренов. Впрочем, после здравого размышления во мне взыграл не только научный интерес, но еще и возникло чувство облегчения. Ведь и на самом деле единственный хм, нет, не человек, единственное существо, которому я тут мог верить, это был Угу. Что бы там ни говорили про кошек, мол, они неблагодарны и ходят сами по себе, нет, это не совсем так. Да, они самостоятельные, да, они свободолюбивые, но я знаю, да подлинно знаю, многие из кошек любят своих хозяев искренне и безгранично и готовы за них сражаться. Помню, читал про ленинградского кота Василия, которого и Васькой-то назвать язык не поворачивается. За счет него во время блокады выжили мать с дочкой. Он ловил и приносил им крыс, и они варили из крыс супчик. А еще ловил голубей и ворон. Сам их загрызть не мог. Он, как и люди, был слишком истощен, но держал, пока прибегала хозяйка и сворачивала шею голубя. Они его очень берегли и носили на руках, боялись, что Василия убьют и съедят голодные люди. И вот так пережили блокаду. А когда кот умер, уже совсем старым, его похоронили в могиле рядом со всей их родней и написали на памятнике «Василий». У меня, когда я это читал, глаза щипало, а я повидал всякое. Кошек котов всегда любил. А когда я был маленьким, в семье у нас жил кот Митька, черный с белыми лапами и белой манишкой. Он ужасно любил смотреть, как мы с отцом возимся во дворе по хозяйству. Сидел, смотрел, щурился. И один из немногих котов, что подходили на улице и позволяли себя гладить хозяевам. Он погиб задавленной машиной, попал под колеса. Говорили, видели, что якобы водитель был пьян и ради развлечения постарался задавить кота. Ну, просто так, от нечего делать. Я рыдал, когда отец его хоронил. Уже будучи в возрасте, я хотел завести кота, и не одного, но так и не решился. Здоровье это у меня было неплохое, но коты живут достаточно долго, двенадцать, четырнадцать, шестнадцать лет. А мне уже много лет. Если я умру, куда пойдет кот? Выбросят на улицу вместе с моим старым шматьем? Кому нужен старый кот? Мы в ответе за тех, кого приручили. Это я помнил с самого детства. И вот теперь у меня появился кот. Или я у него? Тут вопрос сложный. И, кстати, как нам жить дальше, я даже и не знаю. Он выполняет то, что я ему говорю, потому... Честно сказать, не знаю почему. Почему он это делает? Потому что я это ты, братец. Хихикает Угу. Ты уверен, что так надо делать, а значит, это так и есть. Стоп! Столбенею я, только сейчас поняв, что сказал мой четвероногий брат. Как это так? Я это ты. То есть, если следовать твоему посылу, ты... Нет, я не совсем ты. Снова хихикает Угу. Я взял твою память, взял твои знания, а ты сам как-то говорил, что человек состоит из его памяти, из его жизненного опыта. И значит... Так вот, почему ты называешь меня братом, усмехаюсь я. Ты моя копия. Ты скачал у меня часть моей личности и... Постой. А кем ты себя ощущаешь? Максимом Фроловым или всё-таки ты Угу? Я Угу. Но если покопаться в памяти, я помню многое из того, что помнишь ты. Так что я тогда? Угу Фролов. Мой брат. Ухмыляюсь я ещё шире. Вот ни хрена себе. Обрёл братца на старости лет. В ответ смешок и больше ничего. А что ещё можно сказать? Кстати, а может попробовать его легализовать? Ну а что, пусть у кладовщика живёт чёрный кот. Ну что тут такого? Большой? Так коты всякие бывают. И большие тоже. Чёрный? Да мало ли чёрных котов живёт в мире. Один из десятка точно. Или один из двадцати? Ну не знаю я точного процента. Только их много. Чёрных котов. Если Угу не станет на глазах у людей выходить в стену или пытаться с ними разговаривать, то... Стоп. А ну-ка. Угу, а ты можешь разговаривать с другими людьми? Нет. Только с тобой. Фух. Даже почему-то легче стало. Вот бы он поговорил с кем-то ещё. Тут же бы набежала инквизиция. Перевернули бы замок вверх дном в поисках колдовского чудища. Кстати, у инквизиторов есть свои боевые маги и очень даже умелые. Спалят на месте, как головёшку. Но я могу слышать, как они думают. Вдруг снова заговорил Угу, и я чуть не вздрогнул от неожиданности. Что? Слышишь, как они думают? Переспросил я, не веря своим ушам. Брат, я же сказал. Укоризненно ответил кот. Странно. Как я могу чувствовать его эмоции? Вернее так, как я могу понимать, какие эмоции заложены в его слова? А ведь понимаю. Первое время мне было очень трудно с ним общаться. Он не умел сконцентрировать мысли в слова, и я этого не умел. Не так просто разговаривать мысленно. Нужно облекать мысли образа в слова, а слова в мысли образа. Теперь и у меня, и у кота это происходит одновременно. Будто смотришь картинку, комикс, и читаешь подпись под ней. Но на это понадобились долгие недели тренировок. Кстати, коту умение досталось легче, чем мне. Наверное, потому, что его мозг не был забит всякой чепухой на тему «такого не может быть». Уго воспринимал все так, как оно есть. Он может со мной говорить, ну и хорошо. Почему нельзя говорить мысленно, если не можешь говорить так, как это делают люди? Нормальное явление и обмен мыслями. Для него нормальное, а для меня мне это было трудно, очень трудно. Но я научился. Еще бы научиться закрывать свой мозг от его сознания. Зачем, брат? Почему ты стесняешься своих мыслей о сексе? Ведь в них ничего постыдного нет. И не забывай, я это ты, я все помню. Иногда просто хочется побыть одному, признаюсь я. Есть такие вещи, о которых даже брату не хочется говорить, понимаешь? Честно сказать, нет. Уго вытянулся на полу во весь свой немалый рост и прогнув спину, потянулся. Вот этого я у вас двуногих понять не могу. Но придумали себе запретов и сами потом их преодолеваете. Ну да ладно, пойду-ка я посплю, а ночью буду гулять. Только я к драконим яйцам не пойду, они мне спать мешают, в голову лезут. Что? Не поверил я тому, что услышал. Как это яйца в голову лезут? Ты вообще о чем? Ну, они живые. Кот поднял голову с пола и взглянул мне в лицо желтыми глазами и сощурился. Живые. Они все время что-то бормочат, бормочат. Бормочат? Тупо переспрашиваю я и вытаращиваюсь на кота так, что он вдруг подскакивает и прижимается к полу, вздыбливая шерсть на загривке. Какого черта ты молчал? Почему ни разу не сказал об этом? Брат, ты меня не спрашивал. Уга явно ошеломлен моей реакцией и даже слегка напуган. Ты почему так возбудился? Это же драконы. Драконы, понимаешь? Я думал, яйца мертвы. Думал, драконы исчезли. А ты вон, что говоришь. И так, спокойненько, как что-то совсем очевидное. Неужели в моей памяти нет того, как я мечтал найти драконов? Брат, мне было неинтересно про драконов. Зачем мне драконы? И правда, зачем тебе драконы? Прости, Уга, я разволновался. Скажи, а ты можешь их, ну, выпустить? Или спросить у них, как их выпустить из яиц? Выпустить? Прошивает кот недоумевающий. Как это выпустить? Я что-то не понимаю? Или ты не понимаешь? Хорошо, попробую сказать по-другому. Как мне сделать, чтобы вместо яиц получились драконы? Брат, я правда не понимаю. Мысли голос Угу стал растерянным. Покажи мне картинку, чего ты хочешь. Показываю. Драконы бегают, прыгают, летают. А, вон что. Брат, яйца и есть драконы, только они спят. Им снятся сны, как нам, людям. Во сне они пармочут и лезут в голову. Даже голова начинает болеть, понимаешь? А, вон оно что. Внезапно врубаюсь я. Яйца — это окуклившиеся драконы. То есть нет никаких яиц, а есть драконы, которые пребывают в неком состоянии. Правильно я понимаю? Правильно, брат. Голос обрадованный. Мне не хватает слов и знаний, чтобы тебе рассказать. А сейчас всё правильно. Ты знаешь, как их выпустить? Вкратчиво спрашиваю я и затаивая дыхание, будто перед дичью, которую нельзя спугнуть. Драконов? Уточняет Угу и не выдержав я рявкую. Да ну кого же ещё? Угу, мы о чём говорим? И тут же спохватываюсь. Кот очень обидчив. Он же кот. Прости, мне эта тема очень интересна. Переживаю. Я чувствую. Говорит Угу, и по его голосу я ощущаю, что он всё-таки слегка обиделся. Он не велико во ума существо. Пока что. Ему отроду всего несколько месяцев. И то, как он развился за это время, просто волшебство. На самом деле волшебство. Без него ничего бы не получилось. Кстати, интересно, а как ему размножаться? У котов инстинкт с размножением такой, что будет бегать кошек местных дрючить. Если сможет, конечно. Но они-то мелкие. Интересно, как он их воспринимает? Они же безмозглые. Это будет похоже на то, как если бы человек сожительствовал с обезьяной. Ну так, от безысходности и потому, что инстинкт требует. У меня пока нет желания размножаться. Вдруг врывается в сознание Угу. Но вообще твои мысли отвратительны и печальны. Мне грустно. Ты мне создашь подругу? Вот это вопросом вопрос. Если я сделаю Угу подругу, подобную ему, какие у них будут дети? Если такие же умные магические животные, как Угу или как их мать, эдак их потомство заполонит весь мир и в конце концов разумные коты решат, что человек годен только на то, чтобы ухаживать за ними, котами? Лишних людей надо убить или охолостить, а остальные пусть готовят пищу и убирают. А если дети Угу будут обычными котиками, не будет ли это для него потрясением? Обидно, если у тебя такого умного рождаются глупенькие дети. И в том и в другом случае опасная ситуация. Нет, брат Угу, я не создам тебе подругу, прости. Ты плохо обо мне думаешь, брат. Я никогда бы не поднял на тебя лапу. А на других, Угу, на чужих. Люди убивают кошек, издеваются над ними, стерилизуют, не спрашивая разрешения. Почему бы тогда разумным котам этого не делать по отношению к людям? Извини, но я не хочу быть тем человеком, который уничтожит цивилизацию людей. Ты думаешь, почему цивилизация запрещает такие опыты? Именно потому и запрещает. Человек не потерпит рядом с собой разумных существ, равных ему или превосходящих по уровню развития мозга. И обязательно попытается их уничтожить, как, впрочем, и любая цивилизация. Я не понимаю, брат. Чувствую, что ты веришь в то, что говоришь, но не понимаю. Может, потом стану умнее. Оставим эту тему. Говорю и в душе жалею, что стал думать о том, что думал. Он ведь еще котенок. Да, по меркам котового племени ему сейчас лет шестнадцать, наверное. То есть, вроде бы и соображает, но не совсем так, чтобы не совершить какую-нибудь глупость. Давай о драконах. Я хочу их выпустить. Или не знаю, как это назвать. В общем, хочу, чтобы вместо яйца стал дракон. Ты можешь мне в этом помочь? Как, брат? Каким образом? Я же тебе сказал, они бормочут, что-то говорят, но я ничего не понимаю. Это с тобой мы можем говорить, и других людей я понимаю, но эти, ты их называешь драконами, они бормочут, что-то непонятное. Я их не понимаю. Да, все-таки придется снова искать в библиотеке информацию о драконах. Вчера чуть ногу не сломал, полка подломилась, и я с нее навернулся. Почти так же, как тогда, когда я вселился в Альгиса. Вот было бы дело, если бы я вот так же сверзился. У меня там в склепе папаша с сестрой лежат в мертвом сне, а я бы отправился на перерождение. Не гоже так. Кстати, что делать с сестрой? Папашу трогать нельзя. Он сейчас тут такую бучу устроит, все планы мои нарушит. Но сестра... С ней тоже не все просто. Вернее, все непросто. Если я ее разбужу, придется рассказывать ей обо всем, что случилось. О смерти наших братьев, о заговоре, о смерти отца. Как она отреагирует? Может, и с ума сойти. А оно мне надо? Опять же, как объяснить людям, что наследница клана жива? Все видели, что она умерла? Ох, нет. Пусть пока полежит в склепе. Воздуха ей хватит на ближайшие пятьдесят лет. Крысы до тела не доберутся, саркофаги прочные, каменные. Пусть лежит себе спящая царевна и не знает, что у нее над головой проносятся такие страсти. А я постараюсь не помереть, а живлю когда-нибудь. Ты помнишь комбинацию нажатий? Конечно помню, брат. Радость, счастье. Понимаю его. Сидеть в пыльных тоннелях без выхода на волю взвоешь. Помни, никто не должен знать о тоннелях, никто не должен тебя увидеть. Кстати, если ты услышишь мысли человека, который против меня злоумышляет, расскажи мне потом и покажи его. Договорились? Конечно, брат. Я это ты. Я хмыкнул, наклонился и погладил огромную лобастую голову кота. Я его люблю. Он такой гладкий, такой чистый, такой сияющий, как черный бриллиант. Как главное мое сокровище в этом мире. Пррррррррр. Спасибо, брат. Я тоже тебя люблю. Прррррр. вот вспомни дерьмо и тут она когда я объявился в замке выйдя на свет из тоннеля обнаружил дворце замка целый караван из 20 лошадей как оказалось прибыл новый наместник клана конта назначены императором а еще инквизитор с тремя подручными для расследования таинственных смертей нашем замке с наместником его охрана две наложницы одна белая как снег вторая чернокожая а также секретарь мужчина лет сорока худощавый бледный будто век не видел солнечных лучей и в высшей степени опасный почему опасных потому что он маг маг который работает в свете наместника под видом секретаря зачем могу прятаться под чужой личиной уж точно не для того чтобы раздавать плюшки аборигенам расследование ведут без всякого сомнения кстати все инквизиторы тоже были магами только слабыми гораздо слабее даже меня не способного бросаться огненными шарами и всякое такое но у инквизиторов насколько я помню была своя фишка колдовства они умели добиваться правды от преступников воздействуя на их ментальным ударом еще у них в ордене развивали способности борцов со всевозможной черной нежитью наподобие того призрака которого я упокоил в оружейной комнате предтечь свои тайные заклинания они способны вычислить места с концентрации умертвий в общем некогда этот самый орден неплохо помогал людям выживать когда призраками и умертвиями земля была засеяна как земной пасхальный кулич изюмом но когда нечисть искоренили инквизиция переключилась на людей надо же как-то оправдывать свое существование из какого-то времени из организации помогающий людям превратилась в некое подобие гестапо помогавшего власти держать подданных в узде неприятные организации и люди там служат неприятные добра от них точно ждать не стоит глава 4 неприятный замок инквизитор третьего ранга силван массар окинул взглядом громаду приближающегося здания таких замках нечистой силе только и селиться нечистая сила на не предпочитает селиться в головах людей чуть скривив тонкие губы после недолгого молчания прокомментировал инквизитор следователь второго ранга герард масс люди заражены темным дурацкие идеи дурацкие мысли дурацкое поведение все из-за чего из-за того что в них вселяется нечистая сила она и руководит их мыслями их поступками и мы должны искоренять эту нечистую силу даже если придется выжать ее из головы одержимого каленым железом они помолчали и массар утвердительно кивнул глянув на третьего инквизитора здоровенного со шрамом на щеке мужчину лет сорока специалиста по допросам умевшего выудить информацию из самого что ни на есть убежденного фанатичного поклонника нечистой силы у него осознавались все он умел допрашивать так как никто другой а здесь похоже что работа ему будет выше головы убиты наместник императора его ближайший помощника еще несколько человек и самое главное никто ничего не видел ничего не знает все случилось в запертой комнате это верный признак нечистой силы и кому как не инквизиции разбираться с этим преступлением если понадобится они поставят на уши весь гарнизон этого проклятого замка допросят всех его людей выжигать нечистую силу нужно тогда когда она еще не распространилась по всей империи дело очень важное не зря сюда направили лучшую бригаду инквизиторов как сказал глава ордена по распоряжению самого императора дело у него на контроле вблизи и замок оказался еще более давящим огромным тяжелым чем виделась издалека его могучие стены которые невозможно пробить даже камнеметными орудиями способными метать булыжники в половину человеческого роста размером возвышались над землей на два десятка человеческих ростов и по ним ходили стражники ров вокруг замка сейчас был сух и на дне его виднелись вкопанные острые колья на которые напорится тот кто попытается переплыть ров во время штурма заполнить ров водой совсем недолго по специальному каналу ведущему от реки дорога ведущей к замку была старой как и сам замок сделано в незапамятные времена и так искусно что ее не смогли повредить и ломовые извозчики бичи проклятий всех имперских дорог они своими тяжеленными повозками превращают тракты и городские улицы в изрытые колдобинами проселочные дороги выбивая из покрытия булыжники и мешая подушку дороги с жидкой грязью возникающей после дождя давно уже ходят разговоры что ломовиков следует запретить и установить ограничение на вес которое возчик имеет право перевозить свои повозки но дальше разговоров дело не идет ломовики всем выгодны они перевозят основную часть грузов а начни возить эти самые грузы обычными повозками станет в три раза дороже а кроме того если дорога цела как получить от империи заказ на ремонт дорожного покрытия а на этом живут несколько влиятельных кланов поделивших между собой дорожные работы в империи следователь оглянулся на повозку наместника и невольно скривился паскудный заносчивый сынок одного из советников императора этот придворный петух считает себя очень умным и знающим руководителем и рассчитывает из кресла управляющего кланом конта прыгнуть куда-нибудь повыше в столицу а еще как следует повеселиться подальше от родительских глаз он даже сюда взял с собой двух своих любимых наложниц одну белую как снег северянку другую чернокожую южанку которыми проводил все время в дороге рыхлый лащеный считающий себя неотразимым и одновременно глупый как пробка только идиот мог отправиться сюда в такое время если бы не приказ главы ордена следователь ни за что бы сюда не поехал по достоверным сведениям нашествие степи начнется в самое ближайшее время месяц и может даже и недели в принципе в замке определенно можно будет отсидеться его стены практически неприступны насколько времени придется отсиживаться месяцы годы запас продуктов в замке не вечен а степняки по слухам откуда-то притащили и дельных инженеров способных создавать метательные машины а также подкапываться под стены крепостей этому придурку сейчас следует мчаться обратно в столицу моля о том чтобы ветер как следует раздул паруса его галеры они тащиться в угрюмый замок которым еще не известно что их всех ожидает и скорее всего ничего хорошего не ожидает следователь обладал великолепным чутьем на неприятности ты мастер над оружием ты замещал управляющего голос молодого человека надменен и сух как полагается чиновник распекающего своего подчиненного указом императора теперь я здесь управляющий наместник мое имя лоран сиф пола юган наследник клана юган потомственный дворянин я жду от тебя отчета по хозяйственной деятельности клана а также отчета по состоянию отношений с вассалами клана сколько времени тебе нужно чтобы составить отчеты нисколько также сухой надменно ответил кендалл оук мастер над оружием я совсем недолго пробыл управляющим и практически никакой информации о состоянии отношений с вассалами у меня нет как и о хозяйственной деятельности все книги учета пропали и куда их спрятал прежний управляющий я не знаю не знаешь протянул новый глава клана а если тобой займется инквизиция тогда ты вспомнишь куда делись книги кендалл внимательно посмотрел глаза новому наместнику пожал плечами мне сдать свой пост вы назначите нового мастера над оружием наместник слегка растерялся задумался после короткого раздумья выдал пока что нет вначале надо провести расследование а уж потом я приму решение решение смехнулся кендалл да вы тогда примите его побыстрее потому что вам надо будет организовывать отражение набега степи уверен что такой опытный человек как вы они опытного нам и не прислали быстро решит вопрос с обороной замка от двухсоттысячной армии степняков какой армии растерянно спросил наместник и лицо его слегка побелело обычной армии жил плечами кендалл на конях за ними следом идут фургоны на которых степняки собираются вывозить награбленные так что советую побыстрее решить вопрос с обеспечением замка продуктами стрелами людьми для защиты стен нынешнего гарнизона наверняка не хватит для того чтобы оборонить весь периметр степняки умеют воевать влезут и вырежут всех стражников нам здесь нужно как минимум в три раза больше воинов чем сейчас имеется а я справляюсь в отставку так что вам не нужно думать отставлять меня или нет я сам принял решение уйти конечно же после допроса в инквизицию желаю вам удачи господин наместник не в добрый час вы сюда приехали не в добрый интересно кто же это вас так подставил впрочем простите это не мое дело я забылся кендалл повернулся и вышел из комнаты улыбаясь себе под нос а бледный наместник остался сидеть откинувшись на спинку и глядя куда-то на череду отдушин идущих по верху под потолком так он сидел минут пять потом ударил кулаком по столешнице и простонал проклятый дядюшка это твой шанс ты можешь сделать карьеру старая сволочь тебя бы под мечи степняков посидел еще с минуту потом цокнул языком и опять же вслух сказал а может врет а может все не так плохо скачив с кресла наместник почти побежал к двери распахнул ее и выскочил в коридор через несколько минут он уже ворвался в комнату предназначенную следователем для допросов следователь инквизитор был не один перед ним на стуле сидела красивая заплаканная девушка из числа кухонной прислуги исследователь стоял над ней нависая всей своей длинной худой фигурой и что-то грозного прошел когда наместник появился в комнате инквизитор едва заметно скривился но почтительно поклонился помню о высоком статусе вошедшего пусть даже тот и был абсолютным болваном почему мне не сказали о том что степь собирается в набег без предисловия не соблюдая никаких мер выкрикнул наместник почему меня не предупредили выйди и жди в коридоре приказал следователь девушки и дождавшись когда-то выскочит в коридор посмотрел на гостя простите господин наместник удивительный вопрос с явной насмешкой ответил инквизитор разве вы принимая предложение стать наместником клана конца не выяснили обстановку на этом участке границы империи этого просто не может быть вы человек смелый опытный конечно же все узнали раньше нас а теперь просто шутите задавая такие вопросы поздравляю вас замечательное чувство юмора наместник покраснел его пухлые щеки покрылись красными пятнами а на лбу необезображенным ни одной морщины выступил холодный пот оно и понятно хоть в замке и было прохладно но на улице жара можно сказать пекло наверное не успел остыть знаю конечно дрогнувшим голосом объявил наместник и тоном пониже спросил посоветуйте что делать вряд ли мы сможем противостоять объединенной степи мне кажется нужно передислоцироваться столицу и уже оттуда заниматься обороной границ следователь едва сдержал улыбку даже отвернулся чтобы наместник не увидел тот конечно же дурак но дурак со связями а дураки еще ко всему прочему обычно очень мстительны запомнит что над ним посмеялись и при случае отомстит оно ему надо никому не надо уважаемый наместник инквизитор напустил в голос как можно больше пафоса и важности вы вправе решать как поступить вы ведь здесь наместник значит ваше решение главное если считаете что оборонять город и замок лучше всего из столицы кто вас может переубедить вам виднее в главный мы же свою очередь попробуем завершить расследование до того как первые отряды степняков появятся у стен замка а завершив отправимся в столицу ибо наша миссия будет закончена пока что инквизиция не может просто так покинуть этот погрязший в грехе и черном колдовстве замок наместник затравленно посмотрел на инквизитора и во взгляде его прочиталась такая бесконечная тоска такая безнадега что инквизитору снова стало смешно и снова он удержался от улыбки за что себя тут же похвалил нет нельзя с этим недоволком портить отношения я отправляюсь обратно в столицу отдуваясь объявил наместник а вы как хотите придут степняки может тогда их допросите на предмет черного колдовства наместник вдруг захохотал довольный своей шуткой инквизитор отвернулся чтобы скрыть презрительную гримасу невольно выразившие отношения к этому петуху и его тупым шуткам а кого оставите вместо себя господин наместник в кратчево осведомился инквизитор ведь кто-то должен обеспечить защиту замка да кого оставлю то был наместником тот пусть остается тем более что скоро это место освободиться он снова хохотнул и вышел из комнаты инквизитор остался сидеть в самом что ни на есть мрачном расположении духа и правда можете ему тоже отсюда уехать задумался через несколько минут пришел к выводу до уезжать надо и побыстрее но только после того как они все-таки разберутся что же произошло в этом замке тут просто таки воняет измены и черной магией следователь подошел к двери открыл ее выглянул махнул рукой заплаканной девушки она боязливо протиснулась мимо него в комнату и застыла посредине опустив взгляд полу инквизитор прошел на свое место сел посмотрел на допрашиваемую остро будто подозревая его всех грехах то сжалась сгорбилась и видно было что еще чуть-чуть и девушка свалится без чувств на вид и лет 17 не больше самый возраст расцвета когда уже не ребенок уже зрелая девушка но при этом сохранились остатки детской чистоты впрочем какая чистота в наше время девчонки становятся шлюхами чуть ли не сколыбели на нет в мире чистоты а женщины сосуды греховные вот это выглядит сущим ангелом глазки таращит как овечка а вдруг не сидит демон и это она убила и управляющего и кладовщика разденься вдруг командует инквизитор быстро снимай одежду девушка помедлила будто ожидая что приказ сейчас отменят и начала медленно развязывать распускать шнуровку на груди потом одним неловким движением сняла верхнюю рубашку раздевайся быстро прокомментировал инквизитор с удовольствием наблюдая за движениями девицы и чувствую как прилила кровь к паху он любил доминировать над женщинами особенно если это молоденькие красивые девчонки а если их раздеть до гола они сразу теряют свою защиту и начинают говорить можно было бы применить магию но вообще-то заклинание правды достаточно опасно и для здоровья бесследно не проходит его применяют только тогда когда в этом есть абсолютная необходимость например если бунтовщик чернокнижник уже изоблечен но упорствует своих заблуждениях и отказывается выдать своих сообщников тогда против него используется специальная магия ему ведь все равно умирать так что если он умрет прямо сейчас или после использования снадобие станет полудурком это уже никому не интересно главное достигнуть результата кроме того почему бы не получить удовольствие от допроса юбка сползла с бедра отправилась к рубашке теперь девушка стояла только в очень тонкой почти прозрачной белой нижней рубахи все снимай командует следователь и взявшись за края рубахи девушка потащила их вверх инквизитор с удовольствием осмотрел тело девушки остановившись взглядом вначале на руках которыми девушка прикрывала грудь и лобок а потом она сам лобок выглядывающий под ладони как и ожидал следователь нижнего белья на девушке не было а лобок тут принято выщипывать впрочем как и в столице мода такая пошла говорят что так уберегаются от вшей а еще от жары мол меньше потеют а девчонки то меньше лет чем он думал пятнадцать не больше вон как груди торчат еще растут руки по вам ну рявкает инквизитор и девушка безвольно бросает руки вдоль тела из ее глаз буквально сыплются слезы катятся по лицу оставляя на щеках мокрые дорожки шлюха удовлетворением говорит инквизитор встает с места и обходит девушку по кругу шлюха голос его делается чуть хрипловатом в уголках рта скапливаются белые островки пены он возбужден он вожделяет эту девушку и знает что это демонское наваждение это она напустила него морок так что он ее захотел инквизитор работает во имя создателя он не должен поддаваться похоти но что поделаешь если демон напускает на него морок инквизитор рожден человеком и ничто человеческое ему не чуждо следователь подходит к двери запирает ее на засов потом достает из нагрудного кармана своего черного костюма кожаную плеть разветвляющуюся на конце в несколько ремешков и поигрывая ей в воздухе подходит девушки то смотрит на человека в черном с ужасом коротко и быстро дыша так что соски ее твердых красивых грудей то поднимаются то опускаются выписывая в воздухе сложные кренделя удар и на белой коже девушки расцветает красная полоса девушка вскрикивает изгибается будто пытаясь уйти от боли но следующий удар заставляет ее выпрямиться и застонать инквизитор облизывает губы усмехается и хлещет жертву по ягодицам раз другой третий девушка пытается защититься рукой но это ни к чему не приводит плеть огибает тонкое несерьезное препятствие и на миг сладострастно принимает гладкой кожи бедра девицы опустить руки кричит следователь стоять смирно иначе я тебя подвешу вверх ногами руки безвольно опустились девушка замерла тяжело дышая обливаясь слезами плеть извиваясь метнулась гладкой белой кожи еще раз еще еще это не были удары любителей жесткого секса инквизитор бил по-настоящему так что на вспухших полосах выступили капельки крови нет не так чтобы кожа слезла до мяса но так чтобы без особых повреждений причинить как можно больше боли воли это хорошо боли сгоняет демонов демон не любит боль и покидает занятое тело только надо хорошо постараться суметь это сделать инквизитор умел рука устала бить а девушка уже шаталась из хлеста на и тихо постановавшие и что-то бормочущее плачущим голосом инквизитор прислушался мамочка мамочка пожалуйста не надо не надо дяденька не надо мамочка следователь стер с губ белую липкую пену отбросил плеч упавшую в кресло потом схватил девушку за руку и потащил к столу от былой красоты и свежести на девушке не осталось практически ничего кроме нетронутого лица больших зеленых глаз коротких волос чуть длиннее постриженных чем у рабынь тело сочилось кровью превратилась в флошной багровый синий кровопотек как девушка терпела такую боль следователь даже удивился она не должна была вынести такой порки должна была упасть в обморок но не упала а что это значит значит в ней точно сидит демон инквизитор прислушался к своим ощущениям простонал страдаческим голосом и толкнул девушку к столу ложись на спину приказал он и девушка послушно легла продолжая всхлипывать и бормотать инквизитор грубо раздвинул ее ноги спустил штаны она даже не скрикнула и как ни странно оказалась девственницей что заставило следователя поморщиться теперь нужно смыть кровь иначе перепачкает свои штаны они между прочим шелковые чтобы вши не завелись плотяная вошь отвратительная тварь возбужденный он кончил быстро не заботясь о том что будет с девушкой забеременеет она или нет ему было все равно впрочем как и девушки она впала в состояние в котором человек уже не осознает то что с ним происходит и мечтает лишь об одном чтобы все поскорее закончилось и можно будет спрятаться от всех где-нибудь в темном уголке девушка фактически сошла с ума крепкий крепкий попался демон широко радостно улыбнулся инквизитор и рука его потянулась за любимой плетью рукоять обтянута кожей морского гада и не скользит а круглые ремешки делали по специальному заказу это же из кожи морского гада а если на ремешке повесить груз гирьку например или гирьки плеть превращается в смертельное оружие способные убить человека одним умелым ударом девушка все еще лежала на столе я глядя в потолок безумными глазами из нее вытекало семя и смешанные с кровью розовой лужицей собиралась на полу инквизитор поморщился отвратительно и сам грязный и девка грязная и кабинет испачкан а позовешь кого-нибудь убрать сразу же поймет чем он сейчас занимался слухи пойдут дойдет до главы ордена ему это не понравится чистоплюй инквизитор размахнулся и ударил плетью между ног девушки так что она все-таки почувствовала боль сквозь свою завесу безумия завопила забилась и продолжил хлестать на отмашь сопя и пуская изо рта слюни и неизвестно кто тут был безумнее девушка впавшая в ступор после страха и глумления или этот взрослый вроде бы разумный мужчина осатаневший от вожделения безнаказанности инквизитор знал что его вожделение его желание причинять боль суть демонское наваждение избавиться от него можно только одним способом уничтожить носители демона или изгнать из него темную силу что было практически невозможно человек должен был превратиться в бесформенный кровавый кусок мяса прежде чем демон соизволит его покинуть но это равносильно смерти в таком состоянии человек жить уже не может хватит услышал инквизитор и ему в спину подул ветерок мелькнула мысль откуда здесь сквозняк окна закрыты дверь закрыта а потом инквизитор увидел блестящую сталь вылез шуя в него из груди примерно на пять вершков острый узкий кусок стали будто истекал кровью и она капала на пол смешиваясь с кровью изнасилованной девушки тело инквизитора охватила слабость в ушах зазвенело и плеть само собой выскользнула из руки а потом он упал разбрызгивая щекой натекшую из девушки лужицу и умер я вытер меча камзал убитого вложил клинок в ножны волна прошедшая через меня после того как лед пожрал его душу имела какой-то противный сладковатый привкус падали вроде как я съел стаканчик мороженого сидя рядом с разлагающимся трупом мерзко вот же черная душонка вот кто настоящий черный посмотрел на девушку она лежала на столе непристойно раскинув ноги и схлестаной до такого состояния после которого если человек и выживет прежним он никогда не будет шрамы останутся не только на теле но и на душе если только ей не займется хороший врач-колдун а я хороший врач-колдун и просто обязан спасти эту красоту до красоту даже сейчас девушка была очень красиво стройные спортивные фигуры без лишнего жира и отвисающих складок кожи и самое главное лицо девушка была очень похожа на ту которую я отправил вместе со с карлой опасаясь за их жизнь и за свою тоже я вздохнул работа предстояла большая и противная во-первых надо будет убрать отсюда труп а это значит вымазаться в крови и его выделениях а потом оттащить труп до реки где и накормить его плотью речных рыбок пираний собственно это никакие не пираньи мир другой не земля но какая разница я их так зову этого достаточно затем надо вылечить девушку и сделать это так чтобы она меня не узнала вернее так не узнал от того кто ее вылечил ведь вообще-то я кладовщик завхоз а не какой-то там чертов лекарь маг стоп чё это я переживаю насчет трупа есть максим посвящу его в тайны тоннелей пусть со мной вместе занимается чисткой помещений хватит бездельничать для чего я его вытащил и вышибал пусть работает и кстати пускай здесь приберет не царское это дело всякую дрянь с пола вытирать а вот измазать в крови все равно придется девушку мне тащить раздеться что ли иначе весь камзол изговняю потом оботрусь оденусь и все будет норма я стал раздеваться хотя ужасно этого не хотелось перед тем как поднять девушку осмотрел ее пощупал пульс принципе ничего опасного психическая травма но это только время лечит а тело я выправлю постарался конечно этот подонок рубцы уже стали распухать сделали систи не черными придется поторопиться не дай бог еще заражение начнется будет совсем худо чертов маньяк надо было отрубить ему руки а потом еще слегка помучить ну на кой черт было так уродовую девчонку впрочем это не наш метод раздавил таракана и слава богу отрывать ему лапки насаживать на иголку это уже лишнее я невольно закрептел как старик и поднял девушку на руки она была горячей тяжело с хрипами дышала но лицо было таким же прекрасным как и раньше почему-то негодяй не тронул ее лицо может потому что ему нравилось видеть на нем страх и тоску каких только подонков нет во вселенной и этот мир ничуть не лучше других глава пятое еху весело весело грибы коня развивается ветер бьет в лицо копыта стучат о землю лошадиная грудь раздувается и опадает как кузнечные мехи лук тугой тетива звенит это очень хороший лук и самал из него попадает куда целится даже на скаку он очень хороший воин очень а сейчас будет еще и богатый воин вперед вперед эти мехотелые имперцы должны умереть и отдать все что у них есть небольшой караван который направляется к реке уже совсем близко на расстоянии полета стрелы лошади несутся галопом и могут так скакать долго очень долго потому что это степные кони самые сильные самые выносливые они едят сухую траву кусты и даже мясо когда больше нечего есть они пьют из лужи а когда нечего пить слизываю тросу со скалы камней у имперцев нет таких лошадей у них нет таких воинов потому что имперцы изнеженные и слабые но богатые и надо их убивать и забирать богатство и женщин у них хорошие женщины хотя и слабые не могут месяцами есть только кислое молоко и вяленое мясо степные женщины как кони они могут есть все что угодно а еще могут драться как мужчины но имперские женщины очень-очень хороши от них не пахнет кислым они белые гладкие как окатанный пустыней камень уазиса сандерлей и так забавно кричат когда их насилуешь самал знает он брал имперских женщин брал богатство которые были при них но не разбогател тогда он был еще юношей который не вошел в круг а теперь полноправный воин еще и вожак так что выберет то что захочет первый выберет хорошо что он выбрался в этот набег и хорошо что рискнул подобраться к самому городу вот и караван и видно что богатый караван знатные люди опасно да город рядом но разве могут этим перцы победить степных воинов пока только разведка но скоро тут будут все кланы знатный имперец это опасно как сказал старый шаман все знатные имперцы владеют магией у степняков главное это воины шаманы только лечат им нельзя становиться вождями а тут шаманы главные хорошо что шаман а юг дал магический оберег так что самалу не страшен этот маг и и я и вперед только вперед лук со скрипом натянулся стрела молнии прилетел вперед прямо в того белокожего богатого одетого мужчину что ехал в середине каравана и тут же самал почувствовал невыносимую боль его будто подхватила огромная невидимая рука выдернул из седла и вот он уже катится по земле последней своей мысли удивляясь насколько эта земля твердая и колючая а потом свет гаснет самал умер свернув себе шею при падении удар воздушного кулака был настолько силен что амулет изготовленный степным шаманом не смог погасить полностью энергию удара и просто осыпался черным вонючим пеплом что не говори каким бы придурком не был новый наместник он происходил из клана который славился своим умением управлять воздушными массами а если родители у тебя маги воздуха и не из самых слабых волей-неволей ты получишь способности к колдовству и чему-то в этой области научишься даже если не хотел учиться и всячески отлынивал от семейного дела лоран с охраной и челядью выехал из ворот замка и с неудовольствием оглянулся посмотрев на то как за ним тут же опустили решетку трусливые скоты нет бы собрать войско и выехать навстречу дикарям так они вон что отсиживаются в замке но ничего когда нашествие степняков закончится он вернется и разгонит всю эту сволочь а может кого-нибудь и казнит эту черный надо сразу ставить на место возомнили о себе а дядюшки он припомнит золото алмазы ты только правильно подади к делу ага подошел господин господин степняки завопил передний всадник и пристав на стременах указал куда-то вправо от реки лоран даже пристал в седле и недоуменно уставился туда где клубилась облачко пыли вначале ничего не было видно а потом ветер отбросил пылевую завесу и стали видны степняки которые мчались верхом на косматых гривастых приземистых лошадках они приближались так быстро что лоран не успел ничего придумать кроме одного бежать скорее бежать а еще у него в голове вертелась мысль приеду в столицу все выскужить дядюшки а дальше безумная скачка к замку от которого удалились на приличное расстояние ехали к парому и свист стрел которые пока что пролетели где-то в стороне расстояние было слишком большим а когда лоран увидел что убежать не удастся его отряд будет просто расстрелян в спину он выкликнул приказ и охрана сомкнулась в цепь сам лоран встал в центре и начал раскручивать спирали силовых линий управлявших потоками воздуха он был плохим чародеем но способности и кое-какое умение у него было степняков человек пятьдесят неужели один маг и двадцать отборных бойцов охраны с ними не справиться не может такого быть фах уплотнившийся до твердости камня в воздух рванулся вперед сбивая сразу человек пятнадцать степняков покатившихся по земле вместе со своими лошадками и тут же лорана что-то кольнуло в грудь он закашлялся удивляясь неприятному привкусу железа во рту опустив взгляд увидел выросший из груди странный цветок белый с синими полосками и тут же до него дошло что это за цветок пробитая легкая отказывалась работать кровь бурным потоком пузырясь вытекала изо рта наместника но он держался и даже успел выпустить еще два воздушных кулака которые изрядно потрепали отряд налетчиков оставив от него едва ли двадцать процентов состава фактически он в одиночку сумел отразить нападение степняков ирония судьбы и ее причудо и в самом дурном сне лоран никогда не видел себя воином отдающим жизнь на поле брани за империю и ее жителей все чего он хотел сладко есть сладко пить трахать как можно больше женщин всех сословий форм любил он это дело всей своей изнеженной душой и вот надо же вдруг стал героем с этой мыслью он и умер когда пробитые легкие отказались снабжать тело кислородом и полностью залились кровью он уже не видел как из замка вылетели всадники и погнались за немногими уцелевшими степняками не видел как добивали раненых оглушенных магическими ударами степных налетчиков последним его видением была комната наполненная обнаженными прекрасными молоденькими девушками и они передают его по рукам оглаживая лаская приникая к нему губами и вылизывая языками и он ушел счастливым с блаженной улыбкой на лице что потом очень удивило тех кто видел его труп говном был а умер красиво тихо шепнул один из охранников свита наместника своему товарищу тот скривился и также тихо шепнул задницу красивые смерти и все хреновые смерти то жить надо красиво и кстати кто теперь будет платить за нашу работу хозяин нет товарищ глубокомысленно покивал и они замолчали обдумывая ситуации действительно кто теперь будет платить жалование и вот еще что возвращаться в клан теперь нельзя только представить при пароле они в клан и сообщают что хозяина не уберегли а сами остались живы и здоровы ни одной царапины верный способ закончить жизнь прямо там на пороге клановой усадьбы потом решим объявил первый начале хозяина похороним хотя какая теперь нам разница кто его будет хоронить нам все равно за это не заплатят я не видел трагедии который разыгралась под стенами замка в это время я занимался тем что руководил максимом тащившим труп инквизитора по тоннелю по направлению к реке пришлось использовать светильник максим не видел в темноте так как я а потом я выпустил максима наружу на белый свет а сам остался сидеть возле погруженных забытье девушки это я ее погрузил нечто подобное коме сварил кое-какое зелье влил в рот и теперь не очнется минимум сутки или до тех пор пока я не дам ей антидот хорошее средство что-то вроде наркоза один недостаток его нельзя сделать обычному человеку только маг может произвести такое и лучше чтобы он был магом земли а еще лучше ботаником таким как я после того как наркоз подействовал и раздел девушку до гола уложив предварительно на лабораторный стол и внимательно осмотрел ее со всех сторон осторожно поворачивая сбоку на бо ну что сказать хороша девица по здешним меркам она наверно слишком худа здесь любят грудастых задастых девушек пухленьких и сочных это же больше напоминало студентку из моего времени довольно таки развитую физически с крепкой мускулатурой отсутствием лишнего жира но при этом не заморачивающиеся с фитнесом и тренажерным залом крепкая мускулатура у девушки от того что она много работает таскает тяжести на кухне попробуй подними здоровенную чугунную сковороду или котел стирает много ходит вспомнилось что в средние века у аристократов считалось позором иметь развитую крепкую мускулатуру даже у мужчин крупные мышцы только у простолюдинов они тяжело работают так что им положено аристократ мужчина должен быть утонченным хотя и нехилом поверти-ка шпагой на тренировке или дуэль женщина аристократка пухлая постоянно падающая в обморок и нежная неспособная на тяжелый труд негодяя избил девчонку крепко кожа во многих местах рассечена до мяса на 70 процентов тело представляет собой сплошной синяк украшенный кровавыми бороздами на какой сволочью надо быть чтоб так изувечить самую настоящую красотку он что был женоненавистником или получал удовольствие от того что мучил женщин есть же такие моральные уроды им только до беззащитное существо ну а в остальном вполне ухоженная девица даже сквозь синяки это видно волосы на теле сбриты или выдернуты или маг лекарь постарался они умеют и такое на то он и лекарь зубы белые кожа чистая по крайней мере на лице хорошая девочка придется потрудиться чтоб привести ее в порядок все-таки я не лекарь я ботаник так что просто поводить руками и устранить все повреждения не получится надо готовить снадобье хорошо что у меня есть запас трав и даже самой главной травы багана того самого багана которым я превратил обычного котенка в то существо которое теперь зову угу человека брат громыхнул голос в мозгу я невольно сморщился настолько это было громко я человек хоть и с четырьмя лапами уго-уго в том и дело то что не человек ты лучше человека но не человек и вот что не кричит так ладно попробуй снижать громкость когда ты рядом меня просто оглушаешь попробую нотки раскаяния в голосе знаешь брат я тут ходил по тоннелям и знаешь что нашел что кто-то важны разговариваю сугу а руки сами берут собой ступку пестик отделяют листья и стебли кладут их ступку не знаю просто интересны там пещера внизу огромная пещера больше замка пещера мои брови ползут вверх по как ты и нашел как туда прошел покажи мне пещеру картинка огромная полость явно вырубленные скале никаких швов никакой кладки просто дыра в скальной породе и камень оплавлен будто пещеру вырезали бластером может предтечи инопланетяне застряли тут на планете постепенно утратили свои знания почему бы и нет что-то меня не туда потянуло скорее всего это магия так работала маги земли они многое умеют уж не мне ли это знать а пещера огромна интересно как это никто до нее не добрался и что это было такое ладно сейчас не до этого хватит думать о постороннем у меня на столе лежит в коме красивая девушка которой надо снова стать красивой чтобы ни одного шрама не осталось что было такой как прежде если постараюсь все получится с надо бедил около часа минут сорок толок в ступе ингредиенты размешивал разогревал на спиртовке чтобы компоненты слились в одно целое ну а потом минут двадцать насыщал получившуюся массу магией там уже есть магия в багане но лишней магии в этом случае не бывает поэтому усилил ее как мог уже когда в голове начали звенеть колокольчики а перед глазами закрутились красные круги остановил перекачку потока магической силы закончив наложил на снадобье ключ так на всякий случай чтобы магия самопроизвольно не истекала из снадобья в пространство как это частенько бывает с привнесенной магией провел в воздухе извилистую черту и перечеркнул ее крест-накрест знак замерцал желтым цветом а потом втянулся в со снадобьем туда куда я его и отправил потом часть содержимого плошки переправил в кружку и разбавил водой из фляги до состояния мутного вина все теперь можно немного передохнуть устал посидел минут пять раздумывая обо всем сразу и не о чем в частности хотелось спать тут я слишком много сил потратил на запитывание снадобье магии в висках стучала кровь в ушах легкий звон тело ватные и руки слегка дрожат да колдун из меня тот еще все признаки перенапряжение при работе с магией а ведь это первое чему учат юных магов верно оценивай свои силы не перенапрягайся почувствовал усталость тут же бросай работу иначе просто выгоришь обуглишься как полено что со мной случилось почему я так расслабился почему забыл азы работы с магией сам не пойму может это остаточное явление моего соединения с альгисом типа системный сбой все может быть и сбой и просто глупость молодого мага переоценил свои силы вот и результат а если попробовать пережил же я черное снадобье почему бы не попробовать это снадобье действует только на магов усиливая способности примерно половина из них вторая половина у второй или ничего не происходит или или все плохо могу ли я рисковать альгис например так и не рискнул он вообще был очень осторожным мальчиком это я демон засевший его голове склонен к быстрым и радикальным решением чик и нет проблемы главное чтобы меч не подвел а тут я взял кружку с разведенным снадобьем принюхался пахнет травой перцем запах свежий и даже приятный попробовал на язык немного пощипывает но в принципе не больше чем крепкое вино сделаю маленький глоток если что большого вреда не принесет крайнем случае немного поболею и все отпеваю глоток а полицирующей жидкости прислушиваюсь к ощущениям да ничего в порядке немного горячит пищевод как если бы глотнул водки или рома а в остальном норма даже приятно будто выпил энергетический напиток никаких дурных ощущений более того явно стал бодрее ну тогда еще глоток еще выпил половину кружки хватит надо оставить и девушки она не могиня так что ей все равно кстати все-таки это странно животные умнеют набираются маги а человек не может сделаться магом если выпить этого снадоби почему так никто не знает видимо разница в генах таковы генетические особенности человека взбодрила точно усталость ушла руки не трясутся просто замечательно жить хочется ну кровь кипит и кстати ужасно захотелось быть с женщиной я ведь уже столько времени живу как евнух женщины в замке от меня шарахаются и не в замке тоже уж больно рожа страшно а профессионалок не хочу противно да и заразу можно поймать вылечу конечно но думать о том как вылечиться да еще и в процессе все время помнить что этот греховный сосуд полон всякой дряни принесены клиентами с разных сторон материка не располагает к расслаблению и релаксу потряс головой отгоняя грешные мысли и приступил к лечению девушки первым делом натер ее густой пастой с надоби с ног до головы так что девушка стала блестеть будто намазанным маслом кстати пришлось зажечь магический светильник чтобы как следует рассмотреть повреждение тела больной углу это не понравилось и он ушел из комнаты обещав вернуться тогда когда я погашу этот дурацкий огонек ну а я уже при свете как следует рассмотрел девушку и убедился что не пропустил ни одной раны закончив мазать с надобием поднял кружку и потихоньку стараясь чтоб пациентка не захлебнулась стал лить раствор с надобием в рот а когда вся жидкость до последней капли была вылита стал работать с аурой клиентки расправляя уничтожая темные участки сияния это было одновременно и просто и сложно просто в том что надо было всего лишь дотронуться рукой до затемнения в ауре и пожелать чтобы свечение стало ярким и сочным лучше зеленым или синим зеленые синие цвета это здоровье и покой красный цвет боль черный болезнь убираешь черный убирается и красный как убирается я не знаю он как-то всасывается в меня в общем я его выдираю из ауры а потом отбрасываю можно сравнить наверное с фильмом зеленая миля там здоровенный негр которого несправедливо обвинили в убийстве девочек умел лечить живых существ прикосновением а потом болезнь выдыхал изо рта ну в фильме конечно все это упрощено киношно но чем-то все-таки напоминает то что я сейчас делаю высасываю черноту из ауры и потом отбрасываю ее в пространство кстати как ни странно после окончания процедуры я почти что и не устал ощущение такое как если бы у меня вдруг появились дополнительные контейнеры для магической энергии и они мгновенно заполнились этой самой энергии закончив лечение снова осмотрел девушку и остался очень доволен результатом синяки за считанные минуты рассосались оставив после себя только легкую желтизну шрамы практически не видны только тонкие розовые полоски на их месте опухоли исчезли и теперь тело девушки стало таким каким было до избиения гладким чистым можно сказать невинным кстати насчет невинности как бы бедолага не залетела вот только не хватало и беременности от заезжего маньяка придется делать еще одно снадобие есть такое по типу постинора только лучше выпьет и от беременности и следа не останется единственный побочный эффект теперь она до следующих месячных не сможет забеременеть выключает все напрочь и кстати первые месячные придут теперь только через три месяца по крайней мере так написано в трактате из которого я взял рецепт этого снадобие само собой проверить не было никакой возможности вот теперь и проверю полчаса ушла на снадобие а после того как влил его в больную или вернее выздоравливающие задумался а не вернуть ли ей девственность пока она спит и ничего не соображает а потом просто внушить ей что это все был кошмар ей приснилось изнасилование и побои проснется и потом будет думать что ничего такого не было вот тебе и способ избавить ее от проблем с психикой но тут надо тогда еще одно снадобие черт побери то что помогает внушить человеку то что ты хочешь ему внушить старый рецепт больше вы наверное никто и не знает и не узнает на кой черт не делиться знаниями с остальными людьми я им не институт и не колледж магического искусства сам выкопал рецепт старой библиотеке дыша пылью веков рискуя здоровьем и самой жизнью так что это мое знание и только мое еще полчаса работы вот ведь засиделся я в подземельях небось потеряли там меня в замке надо поторапливаться влил в девушку с надобие и на время нужное мне для колдовства вывел ее из состояния комы просто коснулся ауры и пожелал чтобы она проснулась но не совсем не могу передать этого ощущения но в общем она сейчас находится в пограничном состоянии между сном и явью моргает может шевелиться выполнить приказ но мозг отключен вернее сознание отключено вот с чем можно это сравнить состояние барбары зомби который делает то что ему прикажешь только у барбары это наверное навсегда а тут пока не кончится действие с надоби то есть примерно через час я и дал небольшую порцию это сон это был кошмар ты видела сон тебя допросили и отпустили ты здорово никакого изнасилования не было я внушал как мог и словами и мысленно подкачивая в тело девушки магической энергии чтобы поддержать воздействие с надоби а девушка хороша красивая кстати очень похоже на мою барби который сейчас путешествует со скарлой интересно что с ними где они сейчас вряд ли конечно эта девушка имеет отношение к убийце акробатки где столица и где мой замок но правда очень похоже а может мне кажется чего греха таить барбара очень соблазнительные если бы она не была зомби точно тогда не удержался а с зомби я не могу это все равно как с резиновой куклой а потом одевал девушку вначале осмотрев ее одежду много следов крови и всего остального вы таковы следы нашлись и в большом количестве черт подери как им не найтись если она вся буквально сочилась кровью да она сама вся в засохшей крови пришлось брать в руки тряпку кусок мыла и в общем отмыл я ее за полчаса потом как мог оттер и отмыл одежду высушив с помощью магии простейшие заклинания вода просто испаряется управление водой близко к управлению землей ибо земля всегда напитана водой кстати магия земли пусть и не самая боевая проигрывает магии огня но зато она зацепляет практически все области жизни человека ведь магия земли это способность управлять элементами из которых все и состоит другое дело что настоящие маги воды и маги воздуха умеют в разы лучше управлять этими стихиями зато они узко специализированы а маги земли пусть и слабо владеют этими дисциплинами но все-таки владеют только не я я хреновый маг я ботаник немножко лекарь немножко артефактор и сколько не пробовал пускать огненные шары или управлять ветрами у меня это не получается фокус с водой просушиванием это очень просто это делает любой даже начинающий маг так что я на свой счет не обольщаюсь а девственность девушки я вернул это оказалось совсем несложно такая же ткань как и другие ткани человеческого тела теперь попробуй докажи что у нее что-то было с мужчинами никто и никогда не докажет лекари кстати это умеют делать на раз но почему-то считается что такое лечение не этично да с инквизицией будут проблемы эта мерзкая организация считает геменопластику запрещенным черным деянием и за такое можно шибко пострадать впрочем мне пофиг всякое то менее преступно чем убийство одного из следователей инквизиции да и не узнает теперь никто уже когда тащил одетую спящую девушку к выходу из тоннеля она внезапно открыла глаза уставилась мне в лицо и сказала задумчивым мечтательным голосом хозяин альгиз как хорошо что вы вернулись и улыбнулась снова закрыв глаза я опешил как она могла разглядеть мою истинную внешность сквозь наведенную маску и похолодел осознав что сейчас случилось маска слетела видимо после того как я выпил с надобья маска моя вдруг взяла да и улетучилась почему да кто ж ее знает какой-то побочный эффект черт ее подери пришлось срочно реанимировать маску задействовав амулет который висел у меня на шее тонкая цепочка небольшой алмаз больше похожий на кусочек кварца маска была запитана на него чтобы ее содрать с меня надо вначале уничтожить амулет а это очень и очень трудно алмаз все-таки до того как я расправился с управляющей в качестве накопителя магии у меня как раз и был кусочек кварца кристалл мариона он был в разы слабее приходилось ежедневно его подпитывать этого амулета хватало на недели а то и месяцы девушку оставил в коридоре усадив ее спиной к стене там где она не простудится и на нее не нападет пакостная живность вроде крыс скоро проснется решит что устала присела и уснула и пойдет по своим делам а лицо альгиса и приснилось как и мерзкий кошмар с изнасилованием хорошо сработал доволен собой только времени потратил кучу кстати надо вернуться в свою комнату в складе ведь по официальной версии я сейчас там заперся и почиваю если приду снаружи как выбрался нет пока раскрываться не стоит и надо еще разобраться с оставшимися в живых делегатами императора что с ними делать похоже что ввалить всех надо как вышло со следователем исчезли вот и исчезли и так будут исчезать все кого сюда пришлют шум поднимется да и что что я теряю тем более что скоро нас навестят степняки глава шестая ешь тетушка мужчина в одной набедренной повязке посмотрел на скарла пристальным взглядом темных глаз и она невольно усмехнулась последний раз когда скарла его видела он был маленьким очень маленьким чуть выше ее колено и смотрел на нее с восхищением как на какое-то божество но ей тогда было не до него она мечтала о подвигах о войне и что и какой-то мелкий щенок а сейчас теперь он превратился в могучего широкоплечего мужчину и кстати не очень-то похожего на степняка степняки смуглокожие ростом ниже имперцев хотя шириной плечем не уступает этот высокий выше большинства имперцев и кожи его загорелые но не смуглые скарла помнила что его бабка была из имперцев ее никогда захватили во времена бега и потом она стала женой деда хессара женщина сильная красивая она выжила в степи и произвела своему мужу еще пятерых детей на шестом она скончалась от родовой горячки скарла жевала баранину приправленную острым перцем и пряными травами и думала о том как повернется ее судьба как ни странно хессар ее сразу узнал и даже пригласил на обед как одну из близких родственниц там она и рассказала собирателю историю ее бегство из империи почти настоящую историю почему почти потому что не надо им узнать всех подробностей но так очень близко к правде барбара и скарла были рабами молодого господина из клана конта он попал в немилость к императору и его попытались казнить как и братьев господин бежал и отпустил скарлу на волю вместе с впавший в кому барбарой почему отпустил потому что они могли его выдать одному легче скрываться от сагридата и в империи то случилось барбара и кто она вообще такая наложница молодого господина а еще его телохранитель когда они со скарлой убегали из империи барбара убила много врагов а потом впала в кому от переутомления иран где следы ран не осталось господин помазал ее какой-то мазью после чего девушка и заснула шрамы исчезли а вот сознание не вернулась вот в общем то и все девушка имперка убила кучу людей сессар недоверчиво помотал головой потом хлопнул ладоши принесите попутчицу с карлой двое воинов стоявшие возле входа в юрту молча исчезли за опущенные занавеси и вскоре вернулись со свертком в котором была барбара разверните и командовал хиссар слегка хриплым голосом и легко вскочив с места подошел к больной которая лежала с закрытыми глазами воины вроде бы неспешно но очень ловко развернули куколь и по жесту предводители подняли занавеси входа для того чтобы в юрту вошло больше света хиссар жадно впился взглядом в обнаженную девушку исхудавшую так что обозначились ребра и груди и так совсем небольшие практически стали не видны торчали только соски на лицо лицо было невероятно красивым даже для степняков привыкших другим канонам красоты а может как раз для степняков она казалась еще более красивой чем для имперцев ведь в степи у людей нет такой белой кожи и таких голубых глаз а того чего мало в природе хочется больше чем того чего много потому алмазы и ценится что их мало а валялись бы они в каждой куче камней то бы их ценил выше обычного кварца впрочем у алмаза есть свойства и получше красоты как например у той же барбары и и боевые качества гораздо более ценно чем красота красивых девушек много но способных перебить 200 человек наверное больше таких нет красивая хриплым низким голосом выдохнул хиссар щуре глаза не похожие на глаза степняка хороша только тощая очень ты ее не кормишь что ли но почему не кормлю скарла даже слегка обиделась бульон даю жую и лепешки мясо она глотает сама то есть не может а сунешь в рот тогда проглатывает шаманку сюда лекарку эльгу позовите внезапно скомандовал хиссар быстрее скарла на мгновение замерла обдумывая чем ей грозит вызов шаманки а потом успокоилась пусть поработает лекарка а оси вправду подымет девчонку скарла уже устал ее тащить и бросить тоже не может альгиз не поймет можно было бы конечно сказать что барбара умерла в дороге что как-то утром скарла обнаружил ее мертвый но он поймет что это вранье а скарли почему-то не хотелось терять его доверие он для нее был как внук любимый внук своих-то у нее нет так вот альгиз ей все и заменил вся ее жизнь была в альгизе ради него она жила ведь ради чего то надо жить нельзя же просто так коптить небо эльга оказалась довольно таки молодой женщиной самой больше лет тридцати от роду поэтому скарла ее не знал впрочем как и эльга скарлу потому посмотрела на старуху с удивлением какая-то безродная бабка пирует рядом с предводителем с собирателем родов а еще ее удивило лежащие на покрывале обнаженная белокожие девушка худая как после голода с полупрозрачной кожей через которую просвечивали синие жилочки гладкая полностью лишенные волос на теле и прическа очень короткая прическа у степняков принято носить косы даже у рабов имеются косы женщины с короткими волосами вызывают недоуменные взгляды такие прически не приняты в степи на косах сидят охранители духи степи которые оберегают человека от нечистой силы а если нет кос где сидеть охранителем а волосы золотые как браслет на руке эльги и синие глаза странные безжизненные синие глаза девушка открыла глаза через пару мгновений после того как шаманка перешагнула порог юрты и колдунья вытаращила глаза от удивления не сумев удержать возглас а я ты меня звал предводитель шаманка взяла себя в руки и приняла величественный вид ее амулеты сделаны из костяшек человеческих пальцев и гирляндами свисающие с шеей тихо пощелкивали друг от друга поджалуюсь своей судьбе и после смерти нет покоя скарла недолюбливала шаманов с ее точки зрения им слишком много давали воли они осмеливались противоречить вождям родов родовитым воинам попугивая всех рассказами о том что если шаманы исчезнут степным людям точно придет конец на самом деле они были примерно такими же магами как те что жили в империи только здесь не существовало запретов на черное колдовство впрочем и особых успехов в черном колдовстве шаманы так и не достигли если в империи черное колдовство было под запретом так откуда шаманы могли перенять запретные заклинания если у степняков нет никакой письменности а значит и нет возможности сохранять свои знания для потомков знания они или есть у всех или нет ни у кого за исключением маленьких глубоко скрытых групп которые по слухам продолжают хранить тайные знания но скарла всегда считала эти россказни детскими сказками инквизиция работает эффективно и всех отступников давным-давно повыбили сделай что-нибудь с этой девчонкой хочу чтобы она стала нормальной ходила и разговаривала сумеешь эльга подошла к девушке поводила над ней руками будто пытаясь что-то пощупать скарла видела такое и знала что она делает аура она щупает ауру маги лекари так воздействует на больных через ауру убивая болезнь это продолжалось совсем недолго скарла успела только лишь допить кумыс из глиняной кружки и вот шаманка встала и посмотрев на хозяина юрта сказала она здорова это у нее в голове что-то случилось она не хочет просыпаться как это не хочет просыпаться удивился хиссар объясни с ней случилось что-то такое плохое что она отказывается выйти из сна шаманка пожалуй плечами посмотрела на скарлу я не знаю что это такое было но эта девочка не хочет просыпаться у нее очень сильная воля и она держит себя во сне и будет так спать до самой смерти и что же такое с ней случилось что она не хочет просыпаться задумчиво спросил предводитель и тут же без перехода приказал ты должна ее разбудить господин шаманка ошеломленно вытаращил глаза я не могу не можешь или не хочешь жестко спросил хиссар пристально глядя в глаза шаманки не могу аннулила голову женщина это все равно как самоубийство если спуститься в ее мозг оттуда можно и не выбраться а я бы не хотела оставаться в чужом теле навсегда застрять в нем хиссар снова тяжело осмотрел шаманку с ног до головы и за ним скарла внимательно смотрела колдунью ну что сказать ничем не выдающаяся женщина точно не красотка черты лица слишком грубые но фигура вполне неплохая лишнего жира нет хотя в степи насчет лишнего жира это немного смешно тут почти нет толстых людей на солнце пеки до впроголодь когда твое стадо баронов погибло от болезней особенно не растолстеешь взятие скомандовал предводитель и бойцы стражи тут же подскочили к шаманке взяли ее за локти крепко но не так чтобы сделать больно шамана лучше не гневить потом сто раз ты будешь ругать себя за то что был групп с шаманкой только вот уже не знаешь как выпросить у нее прощение вывести и казнить спокойно без эмоций сказал хиссар и скарла вдруг даже удивилась этой обыденности в произношении страшного слова казнить вообще-то у степняков это называлось отправить по светлой дороге но удобнее называть так как называют это событие англичане стой стой господин я согласно завопила шаманка и хиссар усмехнувшись подозна к охранникам отпустите ну что эльга разбудишь мне эту спящую перри да тяжело дыша ответила женщина мне нужно только лишь сходить за снадобьями приготовить средства хочешь удрать широко улыбнулся эй сеге проводи шаманку до юрты проследи чтобы никуда не исчезла а то потом гоняйся за ней ищи эльга беспомощно оглянулась по сторонам вздохнула и поплелась к выходу на самом деле первой ее мыслью было бежать бежать отсюда потом можно и вернуться когда предводитель забудет о своей прихоти но она прекрасно понимала он не забудет она знала его недаром прожила рядом с ним все свои 40 лет до 40 и было уже 40 лет не семьи не детей шаманкой бояться связывать судьбу да она и сама не хотела тем более что красота не отличалась ноги тяжеловаты широкий зад при практически полном отсутствии груди узкие плечи и длинные когтистые руки кого она такая красавица нужно степи ценят длинноногих широкоплечих женщин сильных похожих на мужчин не ну так-то мужчину не были впрочем разве рабы мужчины это так инструмент для получения удовольствия она их постоянно меняла когда надоедали старалась покупать мальчиков лет 14-15 они отличаются энтузиазмом и могут продержаться много часов особенно если подкреплять их нужным снадобьем а что еще остается она ведь тоже женщина когда мальчики вырастали и становились взрослыми парнями она их обычно продавала чтобы не привыкать да и хочется новизны надо было уехать из стойбища еще давно до того как собиратель начал подминать под себя рады но она все медлила жадность здесь больше всего работы много больных раненых много требуется снадобий колдовства и вот дождалась пока собиратель не подмял всех шаманов под себя раньше они были сами по себе уважаемыми членами общества теперь просто воинство собирателя и не дай создатель сказать что-то против тут же башка прочь и не скроешься отступников преследуют как худших врагов и заканчивают свою жизнь они в страшных мучениях одного шамана что посмел противится воле собирателя с помощью других шаманов проклятые задолизы лишили способности колдовать заставив выпить специальное снадобье а потом поджарили в масле живьем в огромном медном котле на медленном огне он сидел в этом котле со связанными руками и ногами и голова его выглядывалось котла эльга до сих пор помнит его глаза и его крики а прожил он довольно таки долго пока кровь не спеклась его нижней половине тела эльга передернулась и зашагала быстрее лучше сдохнуть во время колдовства чем так в котле или на колу чувствую как тупой конец шеста намазанный жиром раздвигает твои внутренности собиратель любит такое развлечение он на краю стойбище полсотни колов с разлагающимися на них трупами и склёванными голодными стервятниками хотя нет не все трупы один вчера еще был жив глава рода который сказал что не желает присоединяться к орде удивительно как он прожил пять дней впрочем чего удивительного если этот проклятый шаман орис поддерживает его колдовством чтобы мучился подольше и не умирал нет эльга лучше бы жила в империи чем в степи там маги уважаемые люди даже аристократы а тут с тех пор как появился собиратель они для него ничем не отличаются от остальных соплеменников и даже хуже их потому что опасны все опасное надо или уничтожить или сделать так чтобы она перестала быть опасным нужно и трава нашла быстро чё их искать вон они все развешаны как положено она даже на запах их в полной темноте найдет тут же истолкла положив в ступку залила водой и стала напитывать магией жидкость стеклянной банки забурлила запарила исторгнув резкий неприятный запах ее сторож который все это время находился за спиной а после отошел на пару шагов и вновь подумалось а если сейчас оглушить его ударом воздуха и бежать куда подальше в империю например и тут же отбросил эту мысль в империи и тут же схватят и определят в рабыне она ей нужно степнякам там совсем не рады особенно сейчас когда поднялась вся степь небось уже до столицы империи дошло известие грядущем набеге ну что ж придется идти делать то что от нее требует эльга встала и пошла на выход и тут же убедилась что ее отказ от побега был совершенно верным возле входа стояли еще трое бойцов из личной охраны собирателя а плюс ко всему этот поганый старикашка ворис ухмыляется подмигивает знает тварь вонючая от него вечно воняет мочой и грязным телом а этот тварь как-то подкатывал к ней мам от тебя не угодит давай переспим дано лучше с охотничьей собакой трахнется чем с этим гадом он опасный лечить не умеет а вот воздушными стихиями владеет так как никто в степи возможно и в империи и ураган может вызвать и пролиной ливень и град размером с кулак кстати троюродный дядя собирателя предан ему как пес или не троюродный но какая-то родня это точно впрочем какая разница какая у них степень родства ибо выжить и пожить если переживет сегодняшний день переселиться в империю как-нибудь отобьется от ловцов работорговцев все-таки она шаманка непростая степная баба и пусть ураган не вызовет но кое-что и она умеет думают что лекарка только вправляет кости она их и ломать умеет и очень даже не дурно а еще насылать проклятие грохнуть бы собирателя вот только после этого она и пяти ударов сердца не проживет убьют на месте или того хуже захватят и тогда ее ждали странная старуха которая сидела рядом с собирателем еще двое мужчин она их знала главы двух самых крупных родов которые первые присягнули на верность собирателю они с интересом посмотрели на эльгу прекратив беседу и снова жадно уставились на обнаженную белокожую девушку которую никто так и не удосужился прикрыть и прелести которые были доступны похотливым взглядом всех кто заходил в юрту эльга даже слегка поморщилась все-таки женщина скорее девушка юная почти ребенок и эти твари так алчат ее тело фу поганцы и тут же усмехнулась почему ей можно желать молоденького тела мальчиков а этим мужчинам нельзя хотеть молоденькую девочку несправедливо да но все равно чтобы они по носам и зашли гады стоп не надо догадаются заждались тебя недовольно бросил собиратель давай показывай свое искусство лекарки сумеешь я поднять я тебя награжу дурной болезни что ли мрачно подумала эльга поганый ублюдок она аккуратно влила с надоби девушки в рот следя за тем чтоб то не захлебнулась а потом допила остаток глядя перед собой в пространство над головами веселившихся мужчин как бы она хотела сейчас их проклясть как бы хотела их уничтожить но тут же смирила себя подавив желание отомстить и легла рядом с девушкой взяв ее руку в свою и сжав вялую безжизненную ладонь больной от той пахло потом мочой и шаманки на миг стало противно она чуть не бросил руку белокожий эльга очень брезгливо что для степняков совсем не типично мать ее была из рабов взятых в империи так что много или переняла у нее черты характера знание жизни а еще грамотность у них были книги их везли в караване в котором ехала и мать эльги степняки как ни странно с почтением относятся к свиткам и книгам так что их не предали огню по ним эльга и училась мать была травницей но не шаманкой а потом у эльги вдруг проснулся дар сознание туманилось голоса стали слышаться далеко далеко а потом эльга погрузилась это была красивая комната стены которые обиты тканью с вышитыми на ней узорами комнате пианола шаманка знала что это такое мать показывала эльги этот инструмент на картинке в книге у столика сидят две очень красивые девочки в пышных юбках и узорчатых кофтах они о чем-то беседуют смеются девочкам лет по 14-15 не больше золотистые длинные волосы уложены в красивые прически голубые глаза поражают своим ярким насыщенным цветом солнце освещает обеих девочек из приокрытого окна и эльга вдруг видит что девочки как две капли воды похожи друг на друга близнецы или так говорит сама с собой кто ты что ты здесь делаешь как посмело сюда войти резко угрожающе спрашивает одна из девушек и встает с кресла она делает нетерпеливый жест рукой и вторая девушка исчезает будто ее никогда не было мерзавка ты все испортила кричит девушка и солнце вдруг меркнет комната начинает превращаться в захламленное грязное вонючее нечто больше похожий на брошенный дом крыша которого прогнила и упала внутрь тканевые обои сползли грязными лохмотьями пианола рассыпалась серый порошок вся мебель вся обстановка в комнате стала ветхой пахнущий тленом буквально за три удара сердца затем стала разваливаться а потом развалился и дом осыпав эльгу порошком почему-то с запахом серы и вот на серой пыльной поверхности осталась только белокожая девушка с тела которой сползло то самое красивое платье обнажив грязную маслостую фигуру на груди боках спине девушки черные пятна и казалось эти пятна шевелятся грызут стерзают ее плоть или собралась что-то сказать но не успела девушка с невероятной скоростью прыгнула вперед к ней буквально размазавшись в пространстве и шаманка ощутила страшно избивший ее с ног удар и понеслось девчонка рычала визжала и била 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 эльга чувствовала невероятную боль ее тело стонало просто таки вопило я погибаю еще немного я умру это знала если ее эфирное тело погибнет здесь в мозгу больной живое тело эльги останется бессмысленной грудой мяса бездушным овощем способным только лишь ходить под себя есть стало страшно очень страшно именно того что сейчас должно случиться она и боялась а девушка била 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 умела профессионально уж в этом-то эльга как и все степнянки с детства имеющие дело с бойцами и войной разбиралась прекрасно эта девица не была похожа на несчастную красивую девушку безжизненно лежащую на полу юрты и вызывающую только жалость это был опытный умелый сильный зверь замазанный в крови по самые уши и мечтающий об одном убивать убивать и убивать эльга поняла что уходит совсем в никуда и даже без возрождения в новом теле потому что в новом теле возрождается душа а душу сейчас убивают и она инстинктивно сделала то о чем никогда не думала и на что никогда бы не решилась она изловчилась поймала девушка в очередной атаке прижала к себе близко совсем близко близко так как ближе и быть не может души эльги и барбары слились объединились стали единым целом уже на последних остатках прежнего сознания эльга с горькой усмешкой подумала что по крайней мере теперь у нее будет новое тело молодое здоровое красивое длинноногая и сознание погасла с карлу едва не трясло от волнения но внешне она была невозмутима как статуя а когда барбара шевельнулась открыла глаза у старухи перехватило дыхание она вскочила подошла к девушке наклонилась над ней спросила как ты я эльга тихо практически неслышно шепнула девушка и старуха невольно изменилась лице она интуитивно поняла что произошло слышала черной магии переселение душ однако не думала что увидит такое и осознав произошедшее надеясь на то что все обойдется также тихо с нажимом сказала ты барбара запомни ты барбара эльга умерла я барбара сказала девушка из уголка ее глаз выкатилась слеза глава 7 тихий ну ты и здоров спать неужели не слышал как я долбил дверь лазис гаран мой помощник на складе а фактически он и есть настоящий колдовщик таращился на меня так будто увидел морского змея с чего вдруг что случилось о чем его тут же и спросил наместника отряд степняков побил мотал головой гаран я уже не помню когда они так близко к замку подбирались видать совсем плохи дела не иначе как аграгану конец я покопался в памяти вспоминая что такое аграган и вспомнил сторожевой пост маленькая крепость на границе империи условной границы конечно же 200 всадников голая степь и полная безнадёга если степь двинулась на империю этого поста хватит на один день а то и меньше он хорош чтобы отгонять банды юных степняков нападающих на караваны и забирающихся сравнительно глубоко на территории империи обычно эти шайки состоят из 20-30 всадников редко 50 так что 200 мечей хватало чтобы их отогнать если что пост отправляет сигнал о необходимости подкрепления и туда стягиваются отряды из соседних кланов например из клана конта но сигнал о помощи не было ветеран смотрит на меня подозрительно будто догадывается что дело нечисто и правда какого черта я столько времени сидел закрытой комнате объяснять что эта комната для меня служит тамбуром для входа в систему тоннелей само собой не собираюсь тороплюсь во двор и застаю уже самый конец этого представления во двор стащили трупы степняков обобрали их и сложили редком у стены у другой стены погибшие бойцы свита наместника и он сам прикрытый шелковым покрывалом лежит чуть поодаль невместно господину лежать рядом с чернью даже если они уже все мертвецы из отряда наместника погибло семь человек а вот степняков тут несколько десятков это он их убил кивает кендалл незаметно подошедший откуда-то сбоку магией воздуха в него попала стрела прямо в легкое но он успел их крепко потрепать можно сказать это он спас своих людей не ожидал человечешка то дрянь погляди-ка пригодился случайность нарвались на отряд молодых волков догнали спрашиваю чисто ради вежливости на самом деле мне плевать догнали они или нет меня больше интересует человек который сейчас осматривает трупы степняков я просто таки чую как от него тащит магией сильный колдун надо его срочно валить человек внимательно осмотрел трупы и повернулся к нам обводя взглядом площадь сейчас заполненную всевозможной челядью и бойцами которые служат конта кстати маловато бойцов можно сказать в обрез едва хватит чтоб прикрыть стены а если навалятся всей мощью то нет не удержим вырежут нас как баранов людей мало варю и кендаллу тихо впрочем как и всегда не удержим знаю также тихо отвечает мастер набираю наемников скоро сами к нам побегут увидишь как только степь встанет на пороге все сюда побегут будем пускать с условием что встанут на защиту стен а горожане дети женщины кендалл посмотрел на меня тяжелым взглядом потом вздохнул и ответил всех не уместим ты же понимаешь ни припасов не хватит ни места сейчас закупаем продовольствие завтрашнего дня начнут возить караванами я заслал в город дельных ребят говорят цены выросли в полтора два раза идиоты сплюнул я скоро и так бросят или степняки разграбят жадные твари жадные а что поделаешь пошел плечами кендал кстати твой максим очень хорош умный парень и могучий я даже не знаю смогу ли я с ним сладить если без меча не сможешь не задумываясь ответил я и тут же спросил что за тип там у трупов это маг знаю кендалл чуть поджал губы кто такой не представляю инквизиторы мне не сказали он сам не представился наместник тоже ничего не сказал и кстати когда наместник уезжал этот тип остался здесь с ним его не было темная личность убирать его надо он опасен возможно опаснее всех вместе взятых инквизиторов кстати их осталось двое ты поднял брови кендалл я он девчонку насиловал пытал тварь все они твари кендалл бросил неприязненный взгляд на двух инквизиторов которые подошли к неизвестному магу и о чем-то с ним говорили ничего хорошего от них не видел где инквизиция там беда моя проблема не думай о них считай их нет шепчу я и повернувшись иду к складу сделал несколько шагов и вдруг замечаю двух девушек которые сидят возле трупа наместника чернокожая и белая как снег только сейчас их разглядел вблизи и невольно удивился ну да чё ж красивые чернокожая не такая как на земле те что мне на земле встречались были толстогубами с пористой кожей почему-то в большинстве своем толстозады и вообще отягощенные лишним весом видимо не везло видел же я на картинках вы найти черных девушек очень красивых даже с голубыми глазами но вот не попадалось таких и все тут даже желание не возникало с такой переспать а тут черты лица тонкие кожа гладкая и сине-черная и глаза не голубые но серые прозрачные как слеза и фигура вот эта фигура как выточены из черного камня крепкие и стройные ноги круглый зад небольшая явно твердая грудь да умел наместник выбирать себе наложницы а вообще странная раса они черные как антрацит но лицо как у европейки вот если взять какую-нибудь итальянку или испанку только не толстую да покрасить ее из краскопульта вот и получится такая девица вторая удивительно на нее похоже только белая как снег даже волосы белые и начали подумал что альбиноска но глаза не красные альбиносов красные глаза а в этой тоже серые как и у черной соратницы фигура грудь черты лица копия черный может сестры но как такое может быть это негатив а та позитив нет скорее всего подобрал по своему вкусу не слишком высоких не низеньких красивых так как он это понимал а понимал наместник правильно его вкусу можно только позавидовать девушки были одеты только в набедренные повязки и перевязи на груди но и на ногах босоножки с кожаными ремешками опутывающими голени до самых колен богатые босоножки выкрашенные золотом и ошейники их были тоже золотыми или позолоченными волосы короткие как и положено рабыням но почему-то женщины с короткими волосами не всегда нравились больше чем пышно волосы сам не знаю почему даже лысые как бильярдный шар и те меня возбуждали свыше меры когда видел таких так и хотелось погладить их по гладкой черепушки и вот стоят две моих так сказать мечты и льют слезы над трупом своего бывшего хозяина интересно кому они сейчас принадлежат кому достанутся эти рабыни собственность покойного наместника так что все его имущество должно перейти к наследникам а кто наследники его клан а кто был его кланом конта он же стал наместником конта и в момент смерти ему оставался а значит значит эти две девицы принадлежат мне я тут же разворачиваюсь и возвращаюсь к удивленному кендаллу с минуту излагаю мою версию вступление в наследство имуществом покойного наместника потом кендалл с минуту глядит на меня с выражением полного непонимания затем непонимание переходит в удивление удивление в смех я не впервые вижу как кендалл смеется но это бывает так редко что все такие случаи можно пересчитать по пальцам в общем событие ты хочешь этих двух девок он все еще улыбается не обращая внимание на недовольные взгляды инквизиторов да забирай я изложу инквизитором твою версию наследования официально это я сейчас наследник наместника это если следовать твоей версии я пришлю их к тебе куда прислать знаешь выдели мне апартаменты альгиса хмыкаю я то есть мои апартаменты я там буду жить они будут мне прислуживать твои хмурится кендалл опасно заподозрит в чем в том что ты самодура раздаешь апартаменты кому ни по поди кстати сказать не больно то они и шикарные папаша меня не любил так что загнал в дальнее крыло потому никто не удивится что эти самые апартаменты отдал кладовщику хорошо тогда я пришлю услуг чтоб тебе подготовили комнату и этих девок представляю какие будут рожи у инквизиторов когда их обрадую вестью что рабынь наместника отдал уроду кладовщику я анга это чернокожие я авито это белая а я я тихий улыбаюсь девицам как можно более ласково отчего они содрогаются едва не падают в обморок ну да страшен но ведь не страшен 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 чё придуряться-то наведите здесь порядок вытрите пыль смените белье в постели и принесите из кухни что-нибудь поесть стоят растерянные кулачки груди прижали и чё такого приказал чё застыли то господин мы не умеем нас не заставляли работать по хозяйству да и нахрена их себе забрал сперматоксикоз точно играй гормон называется так захотел исполнить извечную мечту мужчин белая плюс черненькая что не подумал о том что из себя представляют девицы а ведь я слышал о таких их с самого раннего детства готовят к роли постельных рабынь учат тренируют воспитывают они не могут забеременеть у них с помощью магии отключили эту функцию даже месячных нет всегда должна быть готова к соитью у них повышен болевой порог для особо страстных хозяев желающих жесткого очень жесткого секса они получают удовольствие от такого секса который заставит рядать не только обычную девушку но даже постельную рабыню них абсолютно отсутствует чувство брезгливости а выносливость как у степной лошади они готовы заниматься сексом всегда и везде и не просто готовы а желают этого мечтают об этом им ввели в голову что постельные утехи это главное что есть жизни а мужчина который владевает такой девушкой суть верховное божество и ему можно все и вся в общем эти девки стоят огромных просто нереальных денег и доступны только очень и очень богатым людям где вас обучали спрашиваю чтобы до конца уже выяснить об этих персонажах все что можно узнать в столице школа гитау готовность отвечает белая настолько недавно продали мы прошли полный курс и господин нас выкупил да мы только недавно закончили школу господин нас не учили заниматься хозяйством вторит ей черные а сколько вам лет спрашиваю я с удовольствием разглядывая прелести девица мне шестнадцать говорит черные мне семнадцать белая и когда вы попали в школу спрашиваю я уже догадываюсь о том что мне ответят слышал я слышал об этих школах братья рассказывали покойные братья всегда там были вздыхает белая как себя стала осознавать так я там и была да так и есть повторяет черные так а что же вы умеете прошу я и тут же останавливают девиз которые взялись за набедренные повязки и начали их стягивать стоп я про то что вы умеете кроме секса верю что в постели вы сто очков вперед дадите всем женщинам замка да господин черная чуть улыбнулась показал белоснежные зубы мы умеем возбуждать желание у мужчины и у женщины можем усиливать наслаждение так что наш господин или госпожа кричат от восторга мы знаем множество способов удовлетворения мужчин и женщин наша школа лучшая в империи и мы очень дорого стоим за нас отдали золото столько сколько мы весим ух ты не выдерживаю я что на самом деле да ладно клянусь создателем бьет себя в грудь кулачком белого волоса и за выпускницами нашей школы стоит очередь не всем нас продает а только самым богатым самым влиятельным и нас мало почему удивляюсь я что мало красивых девушек у нас в империи господин тут дело не только в красоте улыбается черная красивых хватает но не все становятся выпускницами школы покупают для школы сотню а до выпуска добираются десяток самые красивые самые умелые самые желанные а остальных куда девают хмурясь я не уж то убивают нет что вы господин пугается белая их продают желающим по гораздо меньшей цене и не ставят на плечо клеймо выпускницы видите у нас знак что мы прошли полное обучение и сдали экзамен вот и этот знак наносится магии его подделать нельзя и правда круглая пятнышка сантиметра три диаметром на левом плече у каждой девушки светилась магией я это видел внутренним зрением в круге вписана начальная буква заведения простенькая со вкусом а как же вы сдаете экзамен не удержался и спросил но правда же интересно мы выходим из школы девственницами улыбается черная и начинает рассказ о том как проходят экзамены в этой самой школе я слушаю и дивлюсь какие к черту девственницы после такого хотя и на земле мне попадались девушки и взрослые женщины которые считали что главное чтобы эта тонкая перепоночка называемые девственностью была на месте и тогда ты девственница а скольких мужиков ты обслужила без разрыва плева это не считается ведь проникновения не было знал я одну даму тридцати с небольшим лет замужнюю которая искренне считала что оральный секс не является изменой это так услуга другу но пожалела друга да и все тут и чего муж так возмущается это все его друг в общем назвать девственницами девиц обучавшихся в этой школе можно было только с натяжкой за время обучения не попробовали все кроме обычного нормального секса и первым кто лишит ее девственности должен быть тот кто ее купил ну вот такие у них правила типа вот тебе клиент небольшой бонус геменом вдышло мы играем на многих музыкальных инструментах танцуем поем можем поддержать беседу о чем угодно продолжает рассказывать белая мы обучены хорошим манером и знаем как держаться за столом в высшем обществе мы многое умеем кроме как вести домашнее хозяйство мы не можем портить кожу рук и фигуры тяжелой работой если вы господин будете заставлять нас тяжело работать мы потеряем в цене а так вы нас можете продать и выручить кучу золота а ничего что я такой урод спрашиваю ухмеляясь делаю как можно более ужасную гримасу вы не урод тихо говорит белая вам не повезло но у вас очень красивые глаза и фигура вы стройный у вас красивые тонкие пальцы гладкой кожи рук длинные ноги уверенно вы великолепны в постели и мне очень хочется с вами заняться сексом очень и мне вторит черная и глаза ее блестят мы всегда хотим господин такими нас сделали такая у нас душа мы рождены для секса я встряхнул головой отгоняя на вождение и чуть-то двинулся от этих двух сестричек показалось, что они сейчас просто напрыгнут на меня и изнасилуют маньячки, да и только да, без вмешательства психику тут не обошлось и я это вижу совершенно определенно впрочем, я ведь читал об этом, точно их напаивают с надобьями и вбивают в голову это неприходящее желание на самом деле несчастные девочки из них сделали дорогих суперэлитных шлюх шлюх, которые всегда довольны и мечтают только лишь о сексе на самом деле идеальная работа мне вдруг стало грустно и я задумался, а надо ли мне это не будет ли это чем-то вроде секса с зомби и тут белая сбросила с себя и на бедренную повязку и тряпочку с груди и я сразу забыл о своих добропорядочных мыслях настолько девица была прекрасна гормоны заиграли в полную мощь и я задавил в душе все душеспасительные порывы увы, я слаб, я ведь просто человек, мужчина, который не был женщиной уже несколько месяцев само удовлетворение это совсем не то ночью я бесшумно поднялся с постели, оделся и также бесшумно покинул мои апартаменты вечер прошел просто... не знаю, как это назвать вот когда я узнал, что такое элитные секс-рабыни, которые готовили с самого детства описывать это глупо, да и неинтересно просто не передать словами единственная мысль билась в голове и не оставляла меня черт подери, не подсесть бы они ведь как наркотик после них все женщины будут казаться пресными, неинтересными, как резиновые куклы сегодня вечером я будто пересел с ржавой девятки на майбах или на бентли впрочем, возможно, что на меня подействовало многомесячное воздержание после которого даже некрасивая женщина будет казаться чем-то вроде супермодели утрирую, конечно, но смысл понятен голодному икорка хлеба будет казаться пирогом а если уж ему на самом деле дать пирог? вошел в тоннель там, где входил долгие годы, когда еще был просто альгисом в нише, в которой когда-то хранили тряпки, метлы и швабры в тоннеле меня никто не встретил, и это немного огорчило ужасно хотелось прижать к груди это черное чудовище, погладить его мягкий животик кнуться носом во влажный холодный нос обожаю чудика как хорошо, что я не прошел мимо и не дал его на растерзание тем ублюдкам впрочем, я и не мог поступить иначе, ведь я же человек на экипировку не ушло много времени метательные звездочки, смазанные парализующим ядом, узкий кинжал, что мне еще надо? я ведь не собираюсь вести боевые действия зарезать спящего, что может быть проще? единственное, что проверил амулет, который защищал меня от магического воздействия все-таки я иду убивать мага, а от него можно и нужно ждать любой гадости я ведь не специалист в магии, а люди этому учились долгие годы трубку с усыпляющим порошком брать не стал во-первых, долго возиться, с надобью у меня закончилось а во-вторых, чего сложного, войти в комнату и воткнуть кинжал в объект? чего-чего это я делать умею? меч не буду брать, неудобно зацепишься им за угол или за мебель, грохот будет, клиент проснется то, что этого колдуна надо валить, никакого сомнения у меня не было и в первую очередь его вот чую, опасный тип как он на меня поглядывал во дворе, будто что-то чуял дверь открылась бесшумно, как обычно, умели строить предтечи на ногах у меня мягкие кожаные сапоги нарочно такие купил, чтобы шаг, как у кота эх, где ты, мой уголек? где гуляешь? повадился шастать по подземельям, да ночами по воле бегать боюсь за него ужасно конечно, он же ловкий, сильный один на один с ним не справится даже мечнику но стрела, как и пуля, она дура прилетит, и ага, нет моего уголька и даже косточки похоронить не смогу эх, котик мой котик, теплый животик вот теперь трясись за тебя, переживай делаю пару шагов по комнате, держа в руке кинжал обратным хватом и вдруг в мозгу будто красные сигналы зажглись вместе с сиреной вью, вью, вью я прилип к полу и не просто прилип, а застыл, как статуя будто муха, залитая прозрачной пластмассой ну, наконец-то слышу я ехидный голос и темная фигура поднимается с постели колдун одет, будто и не ложился спать я уж думал, никогда не явишься я молчу и по одной простой причине рта не могу раскрыть ловушка это была ловушка что, не получается, да? сделанным сочувствием спрашивает колдун и подходя смотрит мне в лицо потом зажигает магический светляк яркий свет заливает комнату и я вижу перед собой довольное лицо человека лет сорока который, моргая на свету, внимательно меня разглядывает так, бормочет он наведенная маска подпитывается от амулета давай-ка его разрядим взять я не смогу, пока ты запечатан а вот разрядить, ага готово лицо у меня закололо, будто сотнями иголочек и по коже пошла волна холода все, засветился и кто же тут у нас такой ох ты ж наследничек клана последний конта вот это удача вот это я дал двух уток одной стрелой хе-хе колдун усаживается на стул, задом наперед кладет руки на спинку и улыбаясь, продолжает на меня смотреть потом, видимо, распираемый желанием унизить, дать мне пендали, начинает рассказывать я ведь ни в какую мистику не поверил сразу предположил, что убитый наместник и все остальное дело рук местного мстителя а еще я уверен был, что в замке есть потайные ходы хотел даже приказать, чтобы сломали стену но решил пока обождать присмотреться думаю, они сами ко мне придут просто обязаны прийти а еще, мой глупый юный друг опрометчиво разговаривать даже шепотом если ты находишься в прямой видимости с магом воздуха воздух уносит слова если далеко, слова теряются а на расстоянии нескольких шагов да плевое дело для любого мага воздуха надо быть идиотом, чтобы шептаться рядом с такими, как я вы с Оугом два идиота и башки лишитесь вместе а пока постой с татуей завтра тобой займусь вернее уже сегодня до рассвета осталось совсем ничего глава восьмая он проснулся, потянулся, выгнал спину и с наслаждением подставил черный блестящий живот лучам восходящего солнца хорошо сыт, выспался и есть нет, надо еще поесть остатки пойманного ночью зайца лежат под кустом и просто-таки просят съешь меня, съешь легко, одним текучим движением поднялся на лапы и двинулся к окровавленной кучке того что ночью бегала кругами пытаясь обмануть охотника но куда там чем быстрее бежала жертва чем больше финтов она делала тем больше удовольствия вызывала у преследователя забывшего обо всем кроме этого скачущего теплого комка плоти у нее не было никаких шансов потому что охотник быстрее ловчее и самое главное многократно умнее одним движением могучих челюстей зверь прокусил голову зайца а потом с наслаждением вылизывал содержимое черепной коробки зверь не знает жалости к дичи каким бы он ни был умным им руководят лишь инстинкты а инстинкты говорят догони убей съешь человек если содрать с него тонкий налет цивилизации точно такой же зверь на двух ногах так что нельзя обвинять хищников в том что они хотят убивать иначе они просто не могут легкие практически не слышные шаги заставили прянуть ушами и черный отблескивающий в лучах солнца зверь остановился повернул голову и взглянул туда откуда слышались эти самые шаги три степных волка некрупные поджары и опасные как сама смерть стояли и смотрели на кота и в их глазах не было ничего кроме вопроса насколько опасно это существо получится ли отнять его добычу кот молча двинулся в сторону троицы и сделав пару небольших шагов снова застыл а потом вдруг взвыл диким голосом так что у волков поднялась шерсть на загривках а после выгнал спину поднял хвост распушился сделавшись больше чем он был а был размером с этого самого волка и заскакал на стаю странно как-то боком изогнувшись и хлеща в воздух вытянутым хвостом волки такого ужаса не перенесли тявкнули попятились а потом понеслись прочь галопом летящим над заросшей пожухлой травой степью они никогда не встречались с котами переростками и поэтому не знали насколько те опасны но то что волки увидели им очень не понравилось инстинкт им сразу объявил бежать и как можно быстрее эта тварь опасней всех на свете кот радостно фыркнул и состроил рожу высунув язык в сторону убежавших грабителей а потом приступил к утренней трапезе есть не очень хотелось но не оставлять же еду тупым мародером пусть сами попробует поймать зайца нечего отнимать у соседей кости хрустели на зубах остывшие за ночь мясо приятно холодило пасти пищевод кот доел оставив только лапы и клочки шерсти и побрел искать водопой впрочем особо его искать и не приходилось рядом протекала степная речушка впадающая в большую реку так что с водой проблем не было главное не попасться речным тварям которые заходили в речушку из этой самой большой реки сунешь нос в воду и тут же без него останешься откусят гады попил из маленькой лужицы заливчика где глубина только лапы замочить и все просматривается до дна лакал аккуратно стараясь не поднимать мути он не любил пить мутную воду вот теперь можно и поспать а то ж поел надо спать все порядочные коты спят после еды а он самый порядочный из всех порядочных котов место у него для сна есть то место где можно было не заботиться о безопасности а то приходится спать в полглаза все время водить ушами нет в этом месте тоже не совсем уж так безопасно но безопаснее чем если просто растянуться на песке и заснуть глубоким сном заснешь можешь и не проснуться вон три подлеца хотели его добычу сожрать эдак и самого сожрут единственное место где он может безопасно отоспаться это замок где живет его брат и где он сам жил до сих пор хотя почему жил он сейчас живет а то что стал уходить в степь на сутки и больше так инстинкт не прикажешь по крайней мере так сказал брат кстати соскучился по нему так приятно когда его рука гладит голову чешет брюшко перебирает лапки рука твердая но такая ласковая и родная нет ближе в мире существа чем этот человек когда кот долго его не видит очень скучает так точно он ведь всю ночь пробегал весь день а потом еще ночь никогда еще так надолго не уходил брат наверное беспокоиться он в прошлый раз очень расстроился когда уго ушел надолго переживал говорил что могут подстрелить злые люди или разорвать злые звери мог пускай уго не приближается к людям и обходит зверей подальше смешной такой брат он все считает угу маленьким котенком уга подозревает что брат до старости будет считать его котенком а ведь югу теперь размером с не очень крупную собаку и весом с нее когти клыки а скорость да с такой скоростью с какой движется угу ни одна собака не может двигаться наверное как-то он решил поглядеть на караван который двигался вдоль реки и на него набросились собаки целая стая огромные волкодавы ростом выше степного волка и гораздо массивнее сильнее так он от них попросту убежал собаки так старались так упирались гнались а уга бежал нога за ногу еле-еле успеваю еще оборачиваться и шипеть им в морду грязные людские ругательства коих брат знает превеликое множество памяти уга много чего хранится а когда на уга напал степной шакал кстати на сонного напал едва не укусил уго его просто разорвал драл бил когтями душил шакал был сам не рад что связался с черным существом а вот и не надо было лезть мы войны не хотим но и спуску не дадим убил шакала да только брат потом сильно ругался говорил что эти степные твари нередко болеют страшной болезнью если больные укусят можно умереть только кто же им даст укусить разве какой-то жалкий шакал сумеет соревноваться в скорости с ним угу кстати этот гад оказался еще и невкусным противное мясо вонючие лучше ящерку сожрать или змею у них мясо как у сырой курицы только змее надо сразу голову откусывать у яда вкус неприятный кислый да надо возвращаться домой брат заждался муга помчался по степи все ускоряя и ускоряя бег ему нравилось бегать в начале было трудно подушечки лап не привыкли к сухой земле и колючком все-таки ходить по тоннелям замка совсем не то что по открытой степи а потом лапы загрубели и колючки сделались не страшны теперь бег доставлял только наслаждение до места входа в тоннель добрался к полудню когда солнце уже высоко стоял над головой аккуратно приподнял крышку укрывающий дверь в тоннель но прежде огляделся по сторонам вдруг кто-то за ним сейчас наблюдает кнул в дверь в нужном порядке нажимов и она открылась пахнув из проема знакомым запахом древних камней прохлады которую так трудно найти в дневной горячей степи вперед по коридору вперед брат где ты брат зверь несся по переходам черной тенью и глаза его мерцали во тьме лапы ступали абсолютно бесшумно белые острые клыки прятались под нежными губами которыми так приятно целовать брата вечно смеющегося когда уго тычется ему в нос хорошо брат это хорошо откликнись брат где ты молчание и полное отсутствие запаха его мыслей что случилось где он зверь тихо зарычал завыл от разочарования и злости что-то случилось он чувствовал что-то случилось пошарил по замку пытаясь в мыслях людей уловить то что ему было нужно узнать и буквально сразу наткнулся на картину брат застывший как статуя погружен в повозку вокруг стоят люди лица их мрачны несколько человек двинулись к повозке но тут же были сбиты с ног и обездвижены и тоже погружены в повозку окруженная редкой цепью стражников повозка выехала из ворот и набирая скорость нещадно пыля поехала по дороге все на этом картинка заканчивалась последнее что увидели люди то как повозка приближается к переправе да это было очень плохо очень брата увезли плохие люди ему грозит опасность что делать что делать что делать спасать спасать брата чего бы это не стоило но вначале его надо найти как уго заезжал бессильный злобе его когти оставили на камне тоннеля заметные бороздки он бесился с минуту потом пришел себя и стал думать как узнать искомое и понял надо снова прислушаться к мыслям людей в замке он потратил на это два часа пока наконец-то не набрел на мысль одного из стражников и теперь знал что ему делать снова на свободу из замка по берегу скрываясь за кустами к переправе бежать надо по правому берегу единственное место где он уго может пробраться на борт корабля и помочь брату это будет ближайший порт уго не может вплавь пробраться на корабль он погибнет в воде с единоречными тварями и тогда брат точно погибнет из мысли людей в замке уго знал что люди которые забрали брата очень неприятные существа и они сделают братом все что угодно а потом убьют потому уго должен поспешить ему повезло небольшой караван который вез продукты из близлежащих деревень проехал мимо уго тогда когда тот сидел в засаде и коту не составило никакого труда метнуться к последней повозке и забраться под брезент там он и оставался до тех пор пока весь караван не перебрался через реку затем бег по улицам города уворачиваясь от прохожих от всадников от телег и повозок вслед кричали ругались за уго погнались две здоровенные собаки которые копались в помойке возле харчевни ну куда там разве могут эти тупые твари догнать угу а если бы догнали точно им радости бы это не принесло он бы не стал их пугать просто убил бы на месте настолько уго был зол и настроен по-боевому сейчас он порвал бы любого кто встал у него на дороге вот и городу конец теперь бежать вниз по течению реки пока не сможет уловить мысль брата ну а там уже можно будет подумать что ему делать можно будет посоветоваться с братом уго бежал и бежал бежал и бежал концу дня лапы устали и начали мелко дрожать тогда он прилег отдохнуть но прежде поймал и съел ящерицу похрустывая нежным мясом и с интересом наблюдая как шевелится сброшенный длинный хвост затем съел и сам хвост отдыхал недолго снова помчался вперед уже в ночной темноте до него что день что ночь все едино только ночью почему-то всегда прибывала сил и хотелось скакать и радоваться жизни брат как-то ему пояснил что такое происходит потому что уго изначально ночной житель ночной охотник а значит его организм требует ночного веселья то-то уго днем всегда хочет спать и нет лучшего удовольствия чем лечь в теньке и подремать до вечерней прохлады и снова бег 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 уже под вечер следующего дня за ним увязался медведь молодой шустрый бежал слюнями брызгал потом устал взрывел и пошел в кусты тогда уго остановился демонстративно описал здоровенную сосну со следами когтей зверя чтобы неповадно было гоняться хотелось есть но на охоту не было ни времени ни сил он догадался что делать пошел к реке и опустив лапу в воду побултыхал ей привлекая внимание обитателей глубин само собой вся эта речная пакость собралась чтобы откусить эту самую лапу вот только скорость реакции речных тварей была гораздо меньше чем у простого колдовского кота уго мгновенно уцепил когтями здоровенную зубастую рыбину и выбросил ее на берег потом еще одну еще в общем наелся от пуза и даже позволил себе с часок подремать под кустом в полглаза конечно же вокруг лес дикие места сожрут и не подавятся корабля нагнал на третий день почуял брата и вначале не поверил своим ощущениям показалось но через полчаса бега устал и запыхавшийся понял точно он попытался поговорить но ничего не получилось мысли слышны но слабо-слабо брат будто спал и в голове увитали образы слова желания уго понял с братом не все в порядке его лишили разума он без сознания кота затопила волна отчаяния он не знал что делать ему казалось он настигнет людей которые увезли брата и тогда тогда будет ясно что делать главное догнать догнал а дальше что код проводил взглядом галеру которая медленно и величаво шла вниз по реке и фыркнул ощутив чутким носом запах нечистот который принесло речным ветерком корабль просто таки вонял человеческими испражнениями и кот недовольно помотал головой его племя гораздо чище чем люди как можно жить в такой вони не уж то нельзя закопать свои какашки уго обычно так глубоко их хоронят что даже не поймешь что они тут были спрятаны отдохнув побежал дальше и бежал до самого вечера пока нос не почуял запах дыма запах скопления большого количества людей да это был город порт и в этом порту корабль обязательно должен остановиться до ночи уго отсыпался в кустах возле реки предварительно наловив рыбы и наевшись так что еле шевелил ногами между корнями старого дуба было так сладко так спокойно спать что уго пришлось заставить себя проснуться когда небо стало черным как его шерсть и тогда он пошел городской стене уходивший одним своим краем прямо в реку влезть на стену и спуститься с нее было легче легкого старые камни грубая кладка легкая дорога для существа которые своими когтями может сделать бороздки даже в камне а уж известковый раствор для него как кора дерево стражник на стене может и видел черную тень метнувшуюся мимо него и растворившуюся в темноте но предпочел сделать вид что ничего не заметил мало ли что пригрезится в полу сне полу яви особенно после фляжки вина настоянного на желтых ящерицах для крепости на посту запрещено пить но ведь никакой опасности нет так почему не подкрепить себя глотком другим чтобы выбить из груди навеянную прохладным речным ветерком сырую простуду житейское дело и никому не мешает уго бежал по улице мощеной круглым булыжником абсолютно точно выбирая направление движения он знал где находится брат он чурил его но только не носом а чем-то другим тем что находилось его голове это как если бы он приближался к огню чем ближе тем теплее мелькали дома пару раз он наткнулся на людей одни стояли возле стены в переулке чего-то ждали другие злобно шипя и ругаясь тащили по земле человека который явно был мертв за человеком оставалась темная полоса от которой ощутимо несло кровью и уго вдруг подумал что после сна он не успел поесть и после запаха крови ему остро захотелось чем-нибудь перекусить но это можно сделать и в порту где стоит корабль до порта бежал быстро он находился недалеко от городской стены пришлось снова перебираться через стену порт отделен от города и ночью в него так просто не войдешь но тому кто легко перебрался через высоченную городскую стену что ему какая-то припортовая стенка уго просто отошел на несколько шагов и с разгона взлетел на стену а уж оттуда спрыгнула землю все причалы были заняты на кораблях горели небольшие фонари освещавший пространство размером всего лишь пять на пять шагов но яркого света и не нужно уго ночной зверь темноте видит как как кот человек возле фонаря наверное должен был следить чтобы никто не мог проникнуть на корабль но он почти что спал облокотившись на борт клевал носом и казалось вот-вот упадет на палубу уго осмотрел корабль и заметил толстые канаты которые притягивали судно к причалу и были прямыми и твердыми как ветки деревьев уго довольно фыркнул тихонько больше про себя это у него означало высшую степень довольства вот всегда подозревал что он умнее людей вот как не забраться на судно по такому канату это же самая настоящая дорога меньше минуты понадобилось уго чтобы мягко ступая лапами пройтись по канату и спрыгнуть на вонючие пахнущие нечистотами кровью судно именно кровью недавно тут кого-то убили а может не убили а только мучили люди жестоки они любят мучить себе подобных ни один код этим заниматься не будет поиграть мышка или крыса это одно а мучить существо своего рода совсем другое уго этого не понимал ведь всегда нужно держаться стаей выяснить кто стоит главное это само собой подраться занять приличествующее тебе место но чтобы убивать глупо глупо по людски как же тут воняет люди которые сидят на веслах и сторгают запахи грязного тела нечистоты гнили уго откуда ты знал что некоторые из них проживут совсем короткое время так от них пахло болезнью кот недовольно поводил черным носом прищурил чуть мерцающие в темноте глаза и пошел дальше ориентируясь на запах мыслей брата внутри разгорался огонек радости и надежды добрался нашел теперь все будет хорошо шаг за шагом прижимаясь к стене прячась в тенях инстинкт безошибочно вел кота так чтобы его никто не смог заметить цвет шерсти уго позволял раствориться в этих самых тенях кот был идеально приспособлен для охоты для убийства брат рассказывал что читал в своем мире ученые признали домашних кошек одним из самых безжалостных убийц в мире уничтожающими все живое вокруг человеческих поселений ящерицы мыши птицы все то что шевелится все живое служит добычей для милой домашней мурлыки и не потому что кошки голодны так требует их инстинкт а инстинкт смог побороть только человек да и то не на сто процентов кошки и не собирались с ним бороться дверь была закрыта на засов и на нем висел замок большой такой замок тяжелый но если бы и маленький как кот его может открыть да никак окно окно закрыто изнутри и что делать уго в отчаянии ударил лапой по замку и чудо случилось чудо замок открылся уго замер хлеща хвостом по бокам он не мог поверить своему счастью получилось все получилось оставалось достать замок из засова но это в общем то совсем несложно толкнул вверх он и вывалился лапы конечно это не человеческие руки и замок тяжелый но уго непростой кот и силы у него хватает на десяток котов или на двадцать или на тридцать уго вдруг задумался насколько он сильнее обычного кота но тут же выругал себя и облизнулся не до того потом поговорит об этом с братом сейчас нужно его выручать он там в этой комнате замок бухнул по палубе так будто кто-то нарочно врезал по ней палкой уго тихонько фыркнул от разочарования не удержал были бы руки а лапы лапы для этого не годятся дверь тихо приоткрылась из комнаты через щель между дверью и косяком пахнула запахом нечистоты запахом крови его крови брата уго выгнал спину его когти впились в палубу вонзились почти до основания твердые и острые как гвозди но кот не обратил на это внимание он был в боевой ярости готовы рвать кусать биться до последней капли крови как они посмели брата уго убьет всех кто на него покусился их не спасет ничего даже стальная шкура которую они называют кольчугой разорвет выдернет кишки двинулся вперед протиснувшись в узкую щель и сощурился уберегаясь от яркого больно бьющего в глаза света но успел разглядеть двух людей в черном и одного в серой одежде который улыбался глядя на замерзшего на месте кота я же вам говорил за ним обязательно придут его исчадить мы вот смотрите уго не стал дожидаться когда как следует проморгается он атаковал сходу одним прыжком и даже успел ударить лапой по лицу самого крупного человека в черном раздирая плоть вырывая его темный глаз но тут же был спеленут могучими плетями затвердевшего воздуха и повис в пространстве над палубой беспомощный как муху попавшие смолу дерево он ничего не мог сделать даже пошевельнуться и только яростно и беззвучно визжал беззвучно потому что не мог издать ни одного звука это что код недоверчиво спросил один из инквизиторов тот что помоложе код только черным колдовством превращенный слугу чернокнижника важно кинул второй и обернулся колдуну вы настоящий мастер наверное самый сильный мастер стихи в империи наверное рассеянно кинул колдун кстати я его едва удержал настолько он быстро силен глаз цел цел кинул инквизитор спокойно даже как-то безучастно прикладывая к разодранной щеке нечистый видавший виды платок я с этой твари шкуру живьем сдеру и пусть побегает так жарко же надо одежду снимать ты как всегда шутишь расхохотался второй инквизитор ничуть также спокойно ответил первый завтра я на глазах у этого чернокнижника сниму шкуру с этого демонского помощника а он пускай смотрит а потом буду снимать шкуру с него самого глава 9 хорош инквизитор заметно напрягаясь поднял связанного зверя за задние лапы и закрепил веревку на вбитом в крюке он половину человеческого веса вытягивает это точно код 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 заверил 2 это демонический код я слышал о таких делах но сам не видел с помощью черного колдовства и зверей делают помощников и они умнее людей да ладно умнее охотнул первый полез каюту как дурак и нас даже не почуял а для чего мастер нас околдовывал чтоб запах отбить и магическую защиту поставил говорят эти звери слышат мысли кстати как мастер сказал так все и вышло демон не по дороге на нас напала в порту река охраняет от демонов вся нечисть таится в городах я всегда это знал и хикнул 2 инквизитор где люди там и демоны а текучая вода от них защищает и речные гады смехнулся 2 до мастер как всегда на высоте сразу сказал нападут в первую ночь как мы зайдем в порт и самое глухое время после полуночи все так и вышло хорошо что его с нами послали или нас с ним снова хихикнул первый посерьезнел если б не он скорее всего мы пропали бы также как наш брат ну что я готов а ты готов зверюга инквизитор ткнул пальцем в живот зверя и тот заизвивался задергался в бессильной попытке вырваться лапы его были связаны пасть тоже так что он совершенно ничего не мог сделать своим мучителям пора будить чернокнижника бросил 2 инквизитор но первый помотал головой нет пусть мастер будет я опасаюсь начинать без него чего ты боишься чернокнижник опоен он не может колдовать он вообще теперь никто обычный человек руки и ноги скованы и необычными цепями усиленными так что ничего не сможет сделать и кстати он же никогда не отличался магическими способностями нас же инструктировали перед поездкой ты что не помнишь этот щенок вечно возился саду травку выщипывал цветочки за что покойный папаша его и не любил позор клана не парень вот братья его те были сильные да их сумели хитростью взять иначе бы они наделали делов а этот что-то не вяжется он долго прятался в замке под магической личиной это как тоже не умеет колдовать а в столице рассказывали что он сумел убить главу клана и перебить 200 человек его стражи это как не верь мало ли чё болтает это быдло всякие там рабы да слуги а что касается магической личины для этого не нужно быть сильным магом достаточно знаний самого низкого уровня тем более что возможно он и не сам накладывал эту личину она ведь завязана на артефакт а его мог создать кто-то другой жаль что этот подонок молчит терпеливый даже не вопит только кряхтит и стонет впрочем мы ведь еще и не начали как следует мастер запрещает его калечить хочет целеньким представить при дочи императора вот именно целом маг говорил не громко но так весомо что инквизиторы невольно подтянулись как солдаты перед своим командиром впрочем он и был их командиром они лишь подставными фигурами годными лишь чтобы выманить преступников из их укрытия что и получилось замечательно получилось господин мастер мы готовы заливать с надобие заливайте кивнул колдун и поудобнее расположился на привинченный к полу скамье мне ужасно не хотелось уходить из сна во сне так хорошо во сне ничего плохого только радость только счастье и ничего не болит еще мой котик так приятно гладить его прижимать груди он стал таким большим таким увесистым таким сильным но для меня всегда останется моим маленьким котиком я не хочу его терять ни за что мне ударили по щеке сильно и очень больно во рту горечь видимо влили какое-то снадобье губы болели распухнув от ударов язык болел обожженный снадобьем прикушенный моими зубами а еще болели ребра грудь болел живот и внутри меня что-то болело то ли почки отбили то ли печень а может и все сразу нет они били так чтобы я не умер и даже чтобы не покалечить но ведь грань между больно и покалечить так мало так незаметно чуть сильнее удар по расслабленному телу и вот уже моя струя мочи окрасилась кровью и вот у тебя ноет в подреберье отбитая печень ты не умрешь если у тебя разбита часть печени но жить тебе будет очень некомфортно хорошо хоть пальцы не ломают хотят представить перед очень императора целом не поломанным а вот потом уже начнется главная потеха если я что-то не придумаю глаза затекшие опухшие почки плохо работают отбили суки с трудом раскрылись и я с ужасом увидел висящего на столбе уголька он висел вверх ногами подвешенный за задние лапы передние и морда его были связаны убы извивался урчал ревел как трактор и даже пытался ударить задними лапами с выпущенными когтями прямо в лицо инквизитора стоявшего рядом с ножом в руке и мне стало так плохо так больно как никогда на этом свете я понял что сейчас произойдет и и готов был на все чтобы этого не случилось а еще я не слышал уголька я его не слышал черт подери эти твари каким-то образом заблокировали мои каналы проводящие магическую энергию и сейчас я был простым человеком который прикован к стене и не может двигаться кроме как звеня короткими толстыми цепями на руках подобие наручников кандалов на ногах тоже и даже лежать не могу только сидеть это с вытянутыми крестом руками уголек если слышишь меня я сделаю все что возможно прости меня прости это из-за меня ты попался я передавал мысли коту не рассчитывая что тот услышит но помню что тот вообще-то слышит мысли обычных людей вот только говорить мысленно с ними не может ведь они лишены магических способностей уголек котик мой я с тобой глупо глупо и страшно мне ужасно страшно я сделаю все что угодно чтобы кота освободили если б я знал я бы запретил ему сюда лезть этот чертов колдун выше меня по магическим способностям на три головы на пять на десять голов он на самом деле мастер я его боюсь он сделал меня как ребенка да я расслабился до привык что все мои противники уступают мне в силе ловкости хитрости и вот получил щелбан по носу да такой щелбан что чуть голова не отвалилась и отвалилась бы если бы этому чертову колдуну не нужно было доставить меня в столицу ну что чернокнижник готов говорить доброжелательно без ненависти и злобы даже как-то весело спросил колдун тут мы твоего помощника поймали он как извивается не хочет умирать он одному из нас чуть глаз не вырвал так несчастный поклялся что живьем снимет с этого кота шкуру и отпустит бегать говорит жарко ему в шкуре пусть разденется вот сейчас и приступим а ты пока подумай что можешь нам сказать например как ты занимался чернокнижием какие заклинания знаешь как ты злоумышлял против императора и вообще кто ты такой одержимый демоном или просто глупый наследник решивший стать великим колдуном я вернулся к палачу давай приступай оставь шкуру на морде и на лапах остальное сдирай стой прекратите мой голос охрип и я еле выдавливал из себя слова не трогайте его я вам все расскажу все только обещайте его отпустить клянусь все расскажу отпустите кота подожди довольно кинул колдун ты он кинул другому инквизитору возьми бумагу перо будешь записывать а ты начинай рассказ и без утайки я чувствую когда кто-то врет не забывай перед тобой магистр инквизиции я правду определяю без всяких заклинаний так вы отпустите кота не унимался я глядя на инквизитора с ножом в руке он тебе так дорог то ли искренне то ли дело наудивился колдун ладно отпущу если когда все расскажешь начинай не мешкой я начал я рассказывал два часа подряд все рассказал кто я откуда взялся что делал потом разберусь с этим главное это выручить уголька инквизитор едва успевал записывать оба инквизитора таращили мне глаза колдун удивленно поднимал брови и мотал головой будто не верил но не прерывал а когда я закончил этом сообщил колдун задумчиво сказал я так и знал одержим демоном хорошо демон максим ты не лжешь я это почувствовал но ты многого не договариваешь мало рассказал о твоем мире об оружии который там применяется о том какую выгоду ты можешь принести империи ты должен все это рассказать и как можно подробнее я не оружейник я был специальным агентом тайной службы на службе у государства что я могу знать об оружии я даже не представляю как устроен обычный пистолет не могу нарисовать его деталей я вам все рассказал что мог и что знал даже то что от вас утаили на вашей службе отпустите моего кота выполните ваши обещания колдун задумчиво посмотрел на уго который прекратил попытки вырваться и просто висел вниз головой на инквизитора так и державшего в руке нож и вздохнув с сожалением сообщил извини мне придется его убить во первых я обещал моему помощнику что он снимет шкуру с твоего исчадья во вторых хочется посмотреть что внутри в этой твари третьих я опасаюсь что если его отпустить он начнет мстить и нанесет большой вред нашему ордену и самому императору потому нет он будет убит колдун кивнул ухмыляющемуся инквизитору и тот ухватив отчаянно извивающегося кота за шею вонзил ему кончик ножа под кожу живота и потянул вниз раздвигая распарывая мягкую плоть кот завыл заурчал кровь капала на пол а я смотрел на это похолодевший остолбеневший превратившийся соляной столб и в голове было пусто пусто как в гулком цинковом ведре а потом нахлынула ярость и ненависть шипучая взрывная вулканическая я наверное никого и никогда так не ненавидел так чтобы мечтать уничтожить весь мир лишь бы этих тварей не было никогда и нигде мой мозг распирала от прилившей крови она стучала в висках билась затылок искала выхода и что-то случилось все эти дни в моменты просветления обычно когда меня допрашивали я пытался дотянуться до магической энергии но как объяснил мне тот же колдун каналы принимающие магию прочно закрыты специальным снадобьем так прочно что никто и никогда не сможет их открыть никакими средствами нужны годы и годы чтобы закупоренные каналы начали функционировать хотя бы на 10 процентов а если всего лишь раз в месяц пить это снадобье не откроется никогда и вот теперь я будто расширил разорвал каналы по которым магия могла питать ту часть моего мозга которая отвечала за работу с колдовством я не знаю как это происходит какой участок мозга отвечает за магию но то что такое есть это очевидно и он находится в спящем состоянии после того как заблокировали питание энергии и вот в меня хлынул невероятный по обильности бушующий клокочущий поток магии он затопил меня целиком с ног до головы не только мозг но и весь я стала тем самым органом управляющим магией и мир остановился застыл как на стоп-кадре компьютера я увидел потоки магической энергии которые нитями толстыми веревками тянулись ко мне мерцая в пространстве и скручиваясь в жгуты нити магии которые шли к колдуну и к двум инквизиторам которые тоже были магами только слабыми со специфическими умениями в основном для того чтобы пытать причинять боль выламывать из мозга информацию мир вокруг меня изменился я видел ауры неодушевленных предметов и мог изменять их свойства я слышал голоса людей за пределами каюты так ясно так четко как если бы они говорили рядом в открытое окно жгуты воздуха доносили до меня их речь их запахи их эмоции да я вдруг увидел жгуты воздуха и понял что могу ими управлять стоит просто захотеть и такой ласковый такой приятный морской ветерок превратится в клинок тверже острее которого нет рука инквизитора державшая нож отвалилась по самое плечо брызнул фонтан крови сразу заливший скрывший от глаз белую будто сахарную кость плеча вернее и обрубленный сустав и тут же отвалилась вторая рука воздушный клинок будто и не заметил преграды прошел через нее как сквозь пустое пространство второй инквизитор упал разрублены на уровне бедра и отрубил ему ноги по самую задницу по жизни никогда не был кровожадным человеком но эти люди они совсем не люди я всегда придерживался того мнения что некоторым тварям в человеческом обличье жить не надо даже так само их существование совершенно противопоказано этому миру и второе они должны получать то что давали своим жертвам мало повесить охрану концлагеря их надо убивать так как они убивали узников а потом их сжечь в штабелях так как они это делали и никто никогда меня не убедит что это не наш метод вла-бла-бла как аукнется так и откликнется эти двое мучили меня пытали я бы понял если бы они это делали по службе без удовольствия просто потому что так надо но они наслаждались глумились надо мной над моими убитыми братьями над нашей семьей обещая при этом для меня различные изысканные пытки а еще вспоминали как пытали попавших в их руки людей со смаком вспоминали наслаждались самими воспоминаниями когда этого нужно было только стыдиться мастер-колдун догадался от происходящим только тогда когда двое инквизиторов уже валились на пол искалеченные воющие как стая шакалов все произошло практически мгновенно вот инквизитор стыкает нож в угол и вот оба валятся на пол с отрубленными конечностями он успел поставить защиту непробиваемый щит из твердого как сталь воздуха для этого теперь я знал не нужно много времени всего лишь микроскопическая доля секунды и много очень много энергии чтобы поставить такой щит надо обладать энергией которую могут пропустить через себя минимум пять сильных колдунов и это был на самом деле магистр орден инквизиции знал кого посылать мой замок император почему-то опасался меня как никого другого это удивляло все равно как на арест мелкого дебошира пьяницы отправить отряд спецназа фсб глупо и смешно я ударил по щиту всей своей энергии который потоком заливало мое сознание я ударил так что само пространство закипело возмутилась и над кораблем стал раскручиваться гигантский столб урагана море закипело вокруг на мили и мили в окружности я видел это слышал это мои руки глаза созданные ветрами дотягивались до самого горизонта я был всесилен сейчас и мог творить все что угодно и щит не выдержал лопнул со звуком порвавшейся гитарной струны а после я вырвал сердце у колдуна просто раздвинул грудную клетку двумя жгутами воздуха и ухватив трепещущий пульсирующий комок вынул его из груди своего врага и со всей силы ударил омопола расплескивая превращая в кровавую кашу оковы упали на пол срезанные молекулярным лезвием так чисто будто сделаны были из хлебного мякиша я подошел к угу взял его на руки срезал путы прижал груди и начал качать как маленького ребенка ковотик мой котик тепленький животик как хорошо что я успел хорошо брать откликнулся угу и тут же пожаловался больно но какие плохие люди правда можно я на них помочусь можно улыбнулся я чувствую как щиплет глаза и туманится взгляд господи как хорошо что я успел никому не дам тебя в обиду только ты не уходи далеко ладно не бросай меня не уйду улыбнулся уга и я крепче прижал его к себе он был такой невесомый большой невесомый родной я залечил ему разрез на животе это было просто слава богу палач не распорол ему брюшко он же собирался снять суга шкуру чтоб кот подольше мучился так что распорол только кожу кровь потерял но это восстановит ничего страшного я успел все таки я успел пойдем разыскивать наших вздохнул я и толкнув дверь вышел на палубу вышел и только сейчас вдруг вспомнил что во первых я голый как младенец и во вторых хватит и во первых кровь синяки ссадины порезы шишки опухоли это все пройдет выпью правильные снадобья и все пройдет я шел по палубе от меня разбегались матросы настолько я наверное был страшен эдакое кровавленное чудовище упырь вставший из могилы им уже рассказали что я черный колдун чернокнижник которого ждет благодатный огонь костра и теперь эти придурки прыскали от меня как тараканы из-под сапог только один решился на действие и выпалил в меня из арбалета здоровенного такого арбалета стрела могла пробить меня насквозь если попала конечно но она не попала я ее остановил в воздухе а стрелок тут же полетел за борт моих соратников кендалла и максима я нашел носовой каюте служащий на корабле чем-то вроде тюремной камеры сюда сажают буйных матросов прежде чем принять решение по их судьбе они были сильно избиты кендалл хрипел и плевался кровью в груди у него булькал и он практически не двигался ему досталось больше всего максим несмотря на кровопотеки сломанный нос и надорванное ухо был как всегда невозмутим а на вопрос о самочувствии махнул рукой что мне сделается я привычный а вот ему досталось вдвоем его топтали твари что будем делать господин какие будут приказания приказания у меня пока не было я не сходя с места как мог накачал кендала здоровьем запустив регенерацию на разрешенный максимум больше сделать было нельзя противном случае организм съест сам себя ему сейчас надо очень много есть и здороветь ну а потом мы пошли к капитану капитана я нашел на мостике окруженного охрана из матросов и стражников все ощетинен оружием целятся у меня из арбалетов и луков так что пришлось быстренько вставить им мозги на место выдергивал из рук луки арбалеты а кое-кого швырнул на палубу как кегли но чтобы не загораживали проход и дали доступ к капитанскому телу мне не хотелось его унижать перед командой поднимая в воздух за ногу капитан сейчас ты разворачиваешь корабль и поднимаешься по реке туда откуда меня забрал и тогда я тебя не убью и не убью больше никого из твоей команды если отказываешься это сделать нет нет не отказываюсь капитан был здоровенным грубым мужиком лет сорока явно видавшим виды совершенно пиратская морда но он перепугался так что едва не наделал штаны особенно тогда когда уго подошел и вдруг встал на задние лапы заглянув ему прямо в глаза на добрым словом и пистолетом можно сделать гораздо больше чем просто добрым словом еще и потребовал чтобы нашли и принесли нашу одежду а также дали мыло и много воды мы вымылись смыть себя кровь пот и нечистоты нас никто не выводил сортир а когда закончились мытьем и оделись я взял пачку бумаги исписанную красивым мелким почерком отправился на камбус где под испуганным взглядом кока отправил бумагу в огонь очага а потом перемешал пепел кочергой так на всякий случай кендалл мылся сам после моего лечения ему стало гораздо легче он уже не хрипел и не плевался кровью хотя и шатался как дерево под осенним ветром я приказал прибраться в каюте и выбросить трупы инквизиторов за борт а потом смотрел как вскипает красная пена там где мелькают быстрые тела речных гадов закономерный конец эту организацию вообще нужно уничтожить всю полностью инквизиция заражена и давно уже смердит как гангренозная нога а такую ногу врачи рекомендуют ампутировать иначе смерть всему организму нам принесли еду горячую вкусную вкусную скорее всего потому что мы не ели с тех пор как нас захватили в замке а потом мы улеглись спать в чистой вымытой каюте из которой я выдрал остатки цепей закрепленных на стене максим стал на страже с мечом в руках оружие я тоже потребовал и никто не осмелился мне возражать мы лежали на тюфяках я обнял своего котейку а он так громко мне тарахтел мурлыкал что наверное этот звук был слышен по всей галере он мне рассказал как гнался за кораблем как разыскал меня а я ему о том как глупо меня захватили и как я был неосторожен едва не став виновником гибели его и моих друзей и самого уголька моего брата моего самого лучшего друга и попросил у него прощения на что уго рассмеялся и сказал что он сам был глуп потому что полез в расставленную ловушку его бы мы дураки и нам нужно как можно скорее умнеть и я его в этом поддержал все хорошо что хорошо кончается да не дай бог вот так это просто чудо что я сумел разорвать расширить сосуды для передачи магической энергии а если нет честно сказать мне даже страшно об этом думать просто мороз по коже лучше будут думать о хорошем например о теплом животике моего котейки и его холодном носе которым он меня просто затыкал а язык шершавый но как наждачка ей богу глава 10 возвратились даже быстрее чем плыли вниз по течению я потребовал от капитана поставить паруса и хорошенько разогнал приличный такой ветерок подгонявший галеру не хуже чем мощный дизель только успевай правь то что при всем этом хлистал проливной дождь стекло градом и волны смывали с берега мусор в виде веток и хвои так это побочный эффект не имеющий никакого значения и кстати сказать мне не пришлось стоять на палубе и сосредоточенно поддерживать движение воздушных масс я лежал на кровати и мысленно представлял как все это происходит и честно скажу мне ужасно нравилось мое новообретенное умение гораздо больше чем умение кидать огненные шары и зажигать неприятеля плазменной сетью все-таки от воздушного колдовства больше прока чем от огненных игрищ дождь всегда нужен полям особенно если они находятся в зоне рискованного земледелия так например в моем мире называли степи за волжья да и все степи что там имелись то есть посадишь зерно в землю и не факт что она прорастет если прорастет не факт что растение не засохнет чуть позже и что ты сможешь убрать урожай а его не унесет налетевший полевой бурей когда мы покидали корабль я видел как капитан галеры сделал знак поклонения создателю радуюсь освобождению от опасных пассажиров вообще-то я не собирался ему ничего делать плохого знал что он человек подневольный не мог отказать инквизитором однако он был одним из участников нашего захвата так что по-хорошему должен был огрести по полной захоти ему отомстить чтобы он мог сделать но я не захотел мы забрали имущество инквизиторов у них с собой оказалось наличие очень даже кругленькая сумма и в монетах и в банковских векселях на предъявители в городе имелся имперский банк так что я мог в любой момент обналичить эти векселя их было на 50 тысяч золотых и это даже не кругленькая это огромная сумма в этом мире зачем куда вез такие деньги магистр инквизиции я не знаю да и не хочу знать может собирался передать деньги местным инквизитором но из-за спешки не смог это сделать очень уж он спешил попасть на корабль вместе со мной слишком ценная добыча могли ведь и не дать увести если б сообразили стрелять спину никакая магия не спасет от выстрела в спину и ни один человек не сможет не спать несколько дней к ряду если бы максим и кендалл сообразили как надо действовать инквизиторы не ушли бы живыми наверное мне так кажется в общем все мы сглупили но теперь возвращаемся домой с победой если только так можно это все назвать почему это сомнительная победа да все очевидно во первых я засветился потеряв наведенную магическую маску а значит теперь все знают что я жив и нахожусь у себя в замке и теперь я просто мед для мух не более не менее во вторых мы убили инквизиторов а значит теперь нашим врагом является самой могущественной организации империи впрочем с другой стороны а что разве до этого эта организация не была нашим врагом нашим потому что максим и кендалл мои люди а значит заплатят по счетам так же как и я пунтовщик теперь наши с ними судьбы свиты в одну веревку и так о том что случилось на судне и в замке скорости узнает вся империя и в том числе ее глава и мне придется сидеть в замке безвылазно по крайней мере они все так думают следует ждать карательный экспедиционный корпус который попытается поставить меня на место вернее положить семейный склеп положить но это случится только после того как прекратится нашествие степняков это совершенно очевидно я не могу назвать императора его сына идиотами а значит легко будет проследить ход их мыслей а думать они будут так скоро нашествие степняков и конта первыми попадут под удар орды так зачем тогда нам тратить ресурсы если дикари все сделают за нас дождемся когда конта и степняки как можно больше покрошат друг друга придем и добьем оставшихся хороший план элегантный и эффективный мы ехали по улицам города на лошадях принадлежащих ранее инквизитором и нас никто не узнавал плащи с капюшонами скрывали лица ну а лошади они лошади есть и ничем не отличаются от других лошадей плащи не вызвали удивление потому что после моего вмешательства в природу в городе и вокруг него шел бесконечный тягучий дождь уже превративший канавы вдоль улиц полноводные ручьи а пыль на немощенных улицах окраины в жидкую вонючую грязь паром не работал паромщики сидели в своем домишке и ждали когда выгранит солнце успокоиться ветер не опасный для парома но холодный и неприятный не любит здешний народ холодных дождей и ветров привыкли к жаре и пыли а я вот наслаждался вдыхая прохладный напоенный дождевыми каплями воздух и ничуть меня дождь не напрягает я даже порадовался что устроил такой потрясающий катаклизм пока степь не просохнет армия степняков никуда не двинется месить грязь это не в привычках степных воинов кендалл и максим едва не пинками выгнали паромщиков под дождь и те ворчая оглядываясь на своих обидчиков поплелись к паромной платформе на которую мы скоро и водрузились на что-то я раскочегарил стихию под ногами чавкающая грязь с небес потоки ледяной воды если мне подковы лошади пяток раз точно грохнулись бы на бок хорошо что в сумах инквизиторов нашлись плащи закрывающие нас с ног до головы специфические такие плащи черные инквизиторские теперь мы похожи на здоровенных черных ворон усевшихся на лошадей двери замка закрыты и как бы мы не стучали никто не собирается нам открывать и это при том что явно нас видели со стен в смотровые отверстия и вдруг с опаской подумал о том что как бы еще и арбалетного болта не получить мягкое брюхо в нашем замке явно недолюбливать инквизицию небось решили что пускай инквизиторы потусуются под дождем мол не заметили как они там у дверей стояли ну вот посмотрели и все тут авось свалят свою нору и не будут бродить по замку как стая шакалов пришлось кендалу скидывать плащ и вопить перекрывая шум ливня только после этого ворота медленно поднялись и за опущенной решеткой появилась знакомая фигура это кто кендал это точно ты лази из гора ну тебя что глаза повылазили открывать демона тебя раздери мы тут уже целую вечность под дверью толчемся замерзли мать вашу так слава создателю махнул рукой старый вояка а мы уж думали не дождетесь усмехнулся кендал его улыбка означало высшую степень веселья он редко улыбался тем более хохотал мы проехали через ворота въехали под навес возле конюшни я спрыгнул с лошади и мысленно сказал хватит дрыхнуть вылезай ленивый кот не такой уж и ленивый мыкнул угу и толкнув не застегнутую крышку переметной суммы выбрался наружу огромный черный блестящий как первоклассный антрацит он был прекрасен потянулся под взглядами обалдевший стражей сбежавшейся прислуги и протяжно зевнув уселся и стал разглядывать собравшуюся толпу толпа протяжно вздохнула а потом я снял капюшон нет не скажу чтоб все полениц и даже на колено не опустились хотя был самый подходящий момент ну как в кино все так поразились прослезились и прямо ко мне ручку целовать типа хозяин наконец-то ничего такого увы не было но народ как-то сразу расслабился что ли может это моя эмпатия сработала вот почувствовал облегчение толпы да и все тут а потом посмотрел и когда успели набежать да тут весь гарнизон собрался слуги рабы даже собаки эти собрались кстати одна попыталась тяпкнуть наугу но когда тот двинулся к ней подняв трубой хвост тут же ретировалась взвизгнув поджав хвост не ее уровень точно всем привет неловко сказал я окидывая молчащую толпу взглядом не ждали и не дожидаясь ответа тут же добавил ну вот и я теперь я глава клана конта а значит ваш хозяин нравится вам это или нет сразу же хочу сказать нахожусь в розыске по обвинению в заговоре против императора а еще недавно я убил троих инквизиторов по толпе прошел шепоток и снова воцарилась тишина такая сочная такая глухая что было слышно как по крыше навеса стучат крупные капли и как дышат люди изо рта которых поднимался порог похоже что температура снизилась до таких величин которых тут никак не могли ожидать моя вина с воздухом надо работать умело получилось так как если бы некто пытался нарубить хлеба топором из столешницы в хлам и хлеб разлетелся по комнате ну так что мне меня никто не учил работать с воздушными массами все по наитию самоучкой так что нечего меня винить да и не до тонкости мне было попробую потом потренироваться но не сейчас когда нибудь итак все те кто боится последствий кто не будет стоять за меня можете покинуть замок прямо сейчас пока не стало поздно если останетесь и вдруг придадите меня в разгар битвы убью на месте вопросы есть молчание никто не пожелал выйти вперед и сказать что не будет мне служить бояться не бойтесь откажитесь ничего вам не будет просто уйдете и все есть желающие нет господин глава раздался голос лазиса мы будем вам служить пока живы и пока есть силы даже если к нам притащиться вся имперская гвардия стражники которые стояли мокры под дождем закивали за улыбались и я вдруг с очевидной ясностью осознал что скоро многих из них не будет живых молодые парни взрослые полуседые мужчины скоро на кладбище возле замка прибавится могил и и ничего с этим не поделать они сами выбрали свою судьбу и свою службу я же вам говорила я видела видела это был господин альгиз а вы мне не верили голос девушки звенела в нем чувствовалась искренняя радость я знала знала что он вернется да это была та девушка которую я вылечил все-таки она меня запомнила ну что ж пусть как этом зовут не помню я имени никогда не обращал на нее внимание но и неважно пусть теперь прислуживает мне как тебя звать поманил я девушку юга юга норрис девушка поклонилась по ее щекам текли капли дождевой воды и мне вдруг показалось что она плачет но нет губы ее улыбались и на порозовевших от холода щеках девчонки эдакие симпатичные ямочки красивая да и правда очень похоже на барби как сестра так бывает илга будешь мне служить приказал я и девушка поклонилась приготовь мне горячую воду ванну пусть принесут поесть приготовит и постель перестелит и наложницы мои где а вон вижу пусть тебе помогают а пока все расходитесь по своим делам кроме гарана лазис ты сейчас тут командовал гарнизоном да кто же еще вздохнул помощник лысика я тут самый опытный а когда инквизиторы вас повязали и быстро свалили они не оставили никаких распоряжений что нам делать и кто тут теперь командует так что пришлось мне брать власть свои руки без проблем махнул я моим спутником и мы пошли по замковой площади ко входу в здании разбрызгивая сапогами лужи между булыжниками ну как без проблем туманно пояснил лазис было конечно пара ребят решили что теперь власти нет значит они тут главные потому как большие и сильные пришлось им пояснить кто в доме хозяин живы с интересом осведомился кендал ну почти усмехнулся лазис даже кости целы так слегка помял навел порядок стал ждать чего ждать усмехнулся я да чё ждать чего-нибудь пожал плечами гаран и вздохнул кто-то ведь должен поддерживать порядок в доме пока нет хозяев но вот я и поддерживал честно сказать подозревал что вы как-нибудь да выкрутитесь я всегда знал господин альгиз что вы давай на ты приказал я и без господина продолжай в общем я всегда считал тебя хитрым парнишкой который всем еще надает по ушам эти идиоты том числе твой покойный папаша прости альгиз твой папаша не видел очевидного а я ему всегда говорил у парня большое будущее кстати кендал ты тоже ни хрена не видел каюсь не видел вздохнул кендал альгиз всегда был хороший на мечах и умом отличался но я и представить не мог чтобы в общем дурак был давайте ближе к делу поморщился я мои замечательные способности обсудите потом на досуге что случилось во время нашего отсутствия было что-то заслуживающее внимание было господин вздохнул гаран прискакали пятеро стражников из поста на границе нет теперь поста эти чудом ушли стражу степняки вырезали прислугу взяли в рабство и убили теперь между нами и степью никого хорошо хоть дождь пошел степь сейчас сплошное болото телеги не пройдут лошади вязнут и устают да и ногу могут сломать создатель нам благоволит я внутренне усмехнулся какой к черту создатель это я криворукий нагнал сюда туч да так что залил водой степь на сотни километров вокруг если мне это дальше продолжил гаран приезжали гонцы из города городской глава требует пустить замок лучших людей города когда появится орда а еще выделить на защиту города свой отряд они собирают ополчение из наемников всех мастей вот и от нас требует участие мол клан конта всегда стоял на защите города зато с него и налоги в городскую казну не берут и вообще мы сидим у них на шее так пускай послужим нагло и такое письмо а еще местная инквизиция нас собирается посетить завтра или послезавтра зачем вдруг прогудел молчавший до этого максим да зачем нужна инквизиция пыркнул гаран дотрахаться до столба и спрашивать его зачем он занялся чернокнижием ночью еще делает инквизиция мозги выедают у людей больше ничего не впускать приказал я и осмотрев присутствующих невольно вздохнул послушайте еще раз скажу вы вообще понимаете что дальше будет я сбросил маску не по своей воле но сбросил теперь все знают что кон то жив и что им правит бунтовщик которого разыскивает империя все кто меня поддерживает становятся бунтовщиками может вам уйти пока еще можно ты смеешься глава пожал плечами кендал во первых я дал клятву служить клану конта пока жив хоть один из клана клятва действует и кроме того да я уже бунтовщик мы с тобой убили инквизиторов да да ты убил но кто это знает кроме нас были вместе то же самое касается максима если бы не убили все видели как мы пытались тебя отбить во дворе замка все знают что мы пошли против инквизиции так о чем речь о том что скорее всего у меня нет будущего сухо заметил я с вами все понятно гаранты ты ведь не нападал на инквизиторов ты можешь уйти куда усмехнулся старый вояка мой дом тут замки тут я и умру кроме того я тоже давал клятву конта а значит должен служить и насчет того что не нападал я ведь не пустил замок инквизиторов из города а еще дал ответ городскому бургомистру чтобы он шел в зад со своими требованиями и чтобы не появлялся у замка а то получит стрелу в задницу так кто я бунтовщик само собой мы тут все такие замолчали в мозаичное красно-сине-зеленое окно бился ветер стучал крупными каплями дождь над столом горел магический светильник прикрепленный к специальной люстре кресле сопел угу время от времени шевеля ушами и на душе у меня было грустно и светло в отличие от альгиса у меня есть друзья которые пойдут со мной до конца только вас вправе ли я их втравливать во всю эту суматоху на самом деле а что мне теперь делать нам делать друзья негромко сказал я нарушая тишину что нам делать как думаете что нас ждет высказывайтесь нужно составить план действий кендал ты то как не мастер над оружием может составить стратегический план действий начинай первое что нам предстоит уцелеть после нашествия степи после паузы начал кендал перед этой задачей меркнут все остальные бежать нам некуда замок на разграблении мы не оставим а значит будем отсиживаться пока степь не сходят назад туда откуда пришла а если не схлынет хмыкнул гаран схлынет всегда так было плечами кендал пограбят город поубивают людей заберут в рабство город на какое-то время обезлюдиет за это время император соберет армию армия остановит степняков разобьет их и они откатятся назад еще на несколько десятков лет так было всегда почему должно измениться другой вопрос сумеем ли мы просидеть за стенами все это время хватит ли нам продовольствие а ты не думал что в этот раз стены могут и не устоять гаран нахмурился знаешь что рассказали выжившие пограничники собиратель родов согнал всех колдунов шаманов что у них имелись степи и теперь они идут вместе с ордой их сотни они снесли стены пограничного поста за несколько ударов сердца а потом выжгли весь гарнизон за исключением тех кто сумел прорваться надо будет поговорить с уцелевшими вспомнил я и приказал максиму приведи их потом сюда после того как закончим хочу на них посмотреть и переговорить и так степняков разбили и сколько времени это займет год примерно кендал равнодушно пожал плечами склады наполняли как ты сказал вот только пока нас не было продукты не возили а так запасено на несколько лет если считать только наш гарнизон если больше будет народа тогда не знаю а нужно больше кивнул я горожан сюда тех кто может держать оружие в руках я верю в крепость стен замка его не люди строили а предтечи и они строили с таким запасом прочности что не людям разрушить эти стены а вот на защиту стен людей мало это ведь придется с семьями забирать махмурился кендал представляешь сколько тут будет людей сколько нужно воды и продуктов а где им жить одно крыло замка практически не используется ты ты знаешь пусть занимают комнаты устраиваются с условием что мужчины защищают стены замка они будут защищать здесь их семьи будут стоять до последнего защищать детей завтра отправишь глашатая на базарную площадь и объявишь о том что мы принимаем людей с условием что они будут защищать стены замка обучением новичков займешься ты кендал но кто же еще смехнулся мастер над оружием теперь давайте сюда пограничников поговорим с ними интересно будет узнать как степняки стены крепости завалили кстати глава а что с погодой сталось осторожно осведомился гаран мне парни тут кое-что сказали но я так и не понял это ты и я я сознаюсь я криво усмехнулся и посмотрел на гарана у меня вдруг способности проснулись к управлению ветрами я не обучен вот и наделал делов подгонял корабль и нарушил равновесие вон а как гаран широко раскрыв глаза смотрел на меня я слыхал что в общем папаша твой тебя не хвалил не хвалил снова скривился я я ведь таник был а как же ты стал таким колдуном не унимался гаран рассердился очень вот в голове и щелкнуло обрел способность ответил я не задумываясь что я еще мог ему сказать что выпил снадобие от которого или умирают или сходят с ума и что это оно что-то сотворил с моей головой и что до этого снадобие некая девица заставила меня глотнуть еще одного снадобие от которого тоже можно сдохнуть и возможно именно но способствовало тому что я не сдох от второго снадобие долго объяснять рассказывать да и зачем пусть принимает как факт я теперь могу управлять воздушными массами и с помощью воздуха творить всякое непотребство или потребство но это с какой стороны посмотреть гаран собирался еще что-то спросить но тут в дверь кабинета освещались кабинете моего отца постучали я откликнулся и в комнату вошли пятеро типичные бойцы пограничья обветренные загорелые лица жесткие взгляды темных глаз там кстати много и полукровок в пограничниках на лицах руках следы ожогов но не такие явные сильные как я ожидал увидеть кто старший спрашиваю строго не предлагаю вошедшим сесть кстати они с оружием то вообще-то противоречит правилам клана как и к императору все чужие должны входить кабинет главы без оружия потом с этим разберусь вижу кендал уже наготове рука на мече впрочем остальные не спят мало ли я веско медленно говорит тот что постарше спросили в волосах явный полукровка глаза уже чем у имперца салан говор как сумели уйти от степняков спрашиваю в лоб глядя глаза мужчине почему-то мне не нравится сам не знаю почему может слишком надменное лицо губы сжатые в ниточку что-то с ним не то быстро скакали нас не успели схватить также веско отвечает это самый салан и глаза его чуть щурится будто снайпер выбирающего цель брат мысленный голос уга полон тревоги это плохой человек он желает тебе зла он желает зла всем кто тут он хочет вас убить вот как быстро скакали кивая быстрее ветра да кендал бросает на меня быстрый взгляд потом смотрит на максима и тот встает в дверном проеме до быстрее ветра подтверждает мужчина с каменным лицом кто тебя послал так же спокойно и весело спрашиваю я зачем тебя послали внедриться в ряды защитников замка открыть ворота врагу почему ты предал он двигался очень быстро очень мгновение и меч в его руках шаг ко мне замах и мужчина застывает скованный затвердевшим воздухом остальные тоже схватились за мечи и повалились обливаясь кровью максим двумя ударами уложил двоих этот гигант когда хочет двигается молниеносно даже и не поверишь что такое здоровило который весит не меньше ста тридцати килограммов может так двигаться двух других завалил кендал но это не вызывает никаких вопросов победитель турниров мечников что ему два степняка пусть даже и опытные тренированные умелые они даже его меча не сумели коснуться своими ковырялками одному вскрыл горло другого убил уколом в сердце изящным длинным выпадом как понял спокойно осведомился кендал вытирая меч об одежду одного из убитых не понравился он мне отвечаю не собираюсь раскрывать тайну моего кота ни к чему им знать даже кендал так на всякий случай пусть это будет нашей сугу тайной тут ведь еще и гаран вдруг он по пьянке кому-нибудь болтнет не хочу чтобы в этом знали многие потом как-нибудь расскажу кендалу и максиму при случае не понравился повторил я глаза бегают но и вообще ожоги слабые хотя говорят что ушли чудом обожженные похоже что ожоги нанесли специально если бы их коснулась огненная сеть они бы с нами не разговаривали так ладно допросить его надо кендалл ты как не боишься руки замарать кендалл бесстрастно посмотрел на меня чуть поджал губы и дернул плечом да прошу все расскажет ведь расскажешь придурок придурок стоял с вытаращеными глазами и раскрыта в крике ртом и ничего не мог сказать по мере сейчас может самому допросить все-таки меня учили допрашивать в том числе и с применением специальных средств можно снадобие сделать сыворотку правды только долго это лень пусть кендалл допрашивает с него не будет а я пойду вымоюсь и немного посплю одежду сменить нужно истрепался пропотел гигиена наше все глава 11 солнце пекло не милосердно скажу уже не в том возрасте чтобы долго стоять на солнцепёке тому медленно и незаметно переместилась под навес позади собирателя там он жару и солнечные лучи было абсолютно наплевать мощный мускулистый он стоял по пояс голому перев руки в бока и с радостной улыбкой предвкушая смотрел на то как перед воротами крепости выстраивается треугольник состоящий из нескольких десятков шаманов разного возраста разного пола роста шаманы стояли взявшись за руки и заунывно распевали что-то непонятное на один мотив что-то вроде скарла знала что это такое но никогда не видела в действии у нее по коже бегали мурашки даже не обладающий магическими способностями мог ощутить какая невероятная сила накапливается в этом единении магов человек не может ей управлять не может применить магическую силу в своих нуждах но ощутить когда энергия просто таки кипит и бурлит в пространстве это запросто скарла слушала когда учителю рассказывал маленькому альгису о магии откуда-то берется кто ей может управлять волей-неволей слушала занимаясь в комнате хозяйственными делами или просто отдыхая тихонько сидя в углу на пуфике так вот из этих лекций она вынесла несколько неоспоримых фактов первое это то что никто в мире не знает что такое маги второе люди не знают чему одни из них могут управлять магией другие нет но и вдобавку к двум пунктам абсолютно неизвестно почему одни становятся могучими магами другие еле-еле справляются с самым маленьким ее потоком учитель объяснял что это как с физической силой присущий человеку они рождаются сильными другие дохлечками и да как и физическую силу магические способности можно натренировать с годами они развиваются все больше и больше но опять же не у всех и не всегда так вот он и рассказал о способе который может увеличить силу магов десятки сотни а то и в тысячи раз это так называемый клинок делается он так маги выстраиваются в нечто подобное клинку меча и взявшись за руки вначале приводят себя в нечто подобное состояние транса распевая простейшую мелодию заклинание а потом по команде того кто стоит на острие клинка и кто собственно будет использовать эту магию маги подключаются к своим источникам энергии получается нечто могучее невероятные по своей мощи этим клинком можно сносить города и уничтожать рати противника вот только одна беда у этого самого клинка тот кто стоит на острие рискует потерять и магию и саму жизнь если он не сможет совладать потоком энергии который бушуя рвется сквозь него то как минимум выжат у себя в мозгу каналы служащий дорогой для магической силы а как максимум просто сварит свой мозг и потому на острие обычно ставят самых сильных самых умелых волшебников которые способны контролировать протекание энергии сквозь свои каналы не допуская слишком ее быстрое течение но и в этом случае маги невероятно рискует у того кто сейчас стоял на острие выбора не было откажись и его тело украсит один из кольев на окраине армейского лагеря собиратель не прощает отказа и карает быстро и безжалостно походе будто давит надоевшую букашку все эти дни недели сессар таскал скарлу за собой зачем она не знала он приказал выдать ей юрту а когда шаманка эльга умерла отдал скарле все имущество колдуньи юрту все содержимое юрты рабов и даже украшения которые имелись на теле погибшей похоронили тело эльги без почестей но и не бросили гнить степи просто закопали в сухую землю на три локтя рабам пришлось хорошенько потрудиться чтобы выдолбить узкую могилу когда тело эльги опускали в землю барби расплакалась что вызвало неподдельный интерес у тех кто видел это погребение пришлось скарле цикнуть на свою подчиненную это сразу же натянула на себя обычную маску беспристрастности эльга теперь играла роль барбары чье сознание улетучилось неизвестные миры самое главное на что рассчитывала скарла и что на самом деле случилось эльга вместе с телом получила и подчиненность нью барби то есть если сознание личность барби была подчинена альгису а с его подачи из карли то теперь эльга также подчинена своему хозяину и тем кому он передал свои права и это очень облегчало задачу скарлы какую задачу атакую ей нельзя было выдать слишком много информации сессару эльга должна была изображать барби которая очнулась и стала жить но забыла практически все что с ней происходило до этих пор и слава создателя что скарла успела первыми короткими фразами привести барбару эльгу к подчинению а самое главное направить ее по нужному пути то есть не дать разоблачить ту же скарлу невольно завравшуюся по самую макушку офисар терпеть не мог когда ему врут врунов он просто казнил ну что тетушка нравится как тебе это офисар похлопал скарла по плечу и она вздрогнула рука его была тяжелой и горячей лицо красное от возбуждения глаза горят а угол керта белый клочок пены скарла внутренне содрогнулась собиратель на самом деле был слегка не в своем уме а может и не слегка красиво улыбнулась скарла кинула настрой шаманов а какой смысл так сложно уничтожать эту крепость здесь мало чести добрый клинок вот спутник настоящего воина тесар расхохотался и довольно помотал головой узнаю тетушку мало чести успокоившись вытер глаза тыльной стороны ладони продолжая наблюдать за раскачиванием шаманов с усмешкой сказал ты отстала от жизни тетушка честь не в том чтобы размахивая мечом забраться на стены крепости а потом сдохнуть прокнутым копьем имперского мехотелого слизня честь в том чтобы победить чтобы как можно больше отправить на тот свет твоих врагов и для этого любые средства хороши и мне плевать на то что кто-то скажет будто в использовании шаманов против врага мало чести главный результат а сейчас мы тренируемся перед тем как пойдем на империю там крепости гораздо больше и сильнее так пусть пока снесут эту и мы посмотрим что они могут а началось смотри тетушка передний маг что-то выкрикнул и все застыли на месте из карла увидела как задрожал заструился воздух перед стрелой созданный из шаманов как он стал непрозрачным а затем затем произошло ужасное стена крепости довольно таки высокая сложена из огромных камней просто разлетелась в щебень не стало ни башен по углам ни зубьев за которыми прятались стрелки туча песка щебня пыли и кровавого мяса поднялась к небу и величественно застыла будто поддерживаемые невидимой рукой затем рухнула погребая под собой калеча убивая размалывая в труху все на что упали эти самые крепостные камни крыши казарм домов конюшни с бьющимися в них несчастными лошадьми все было завалено и разбито и мало кто из защитников крепости остался в живых теперь лишь осталось войти в крепости добить тех кто раненый или оглушенный все еще был жив на их несчастье и на радость победителям хиссар хохотал дико взахлеб тыча пальцем сторону крепости он приседал хлопал себя поляшком оглядывался на скарлу и снова хохотал огромный мускулистый больной ребенок и скарла с ужасом представила что ждет империю когда в нее войдет этот кровавый маньяк но это было еще не все отсмеявшись хиссар подозвал одного из телохранителей и что-то ему сказал тот вскочил на лошадь и помчался туда где возле готовых к бою спешившихся бойцов виднелись султаны десятников сотников и тысячников скоро повеселимся тетушка скоро будет пир по поводу захвата первой крепости и я приказал как можно больше имперцев захватить в плен я сегодня намерен насладиться муками этих мягкотелых имперцев сегодня будет хорошее представление я думаю тебе это доставит удовольствие ведь ты так долго была у них в рабстве а что слаще для раба как незрелище умирающего на колу бывшего хозяина хиссар подумал и добавил а может предоставить тебе возможность отличиться в искусстве пыток снимешь кожу с живого имперца или вспоришь ему живот прибьешь кишки колу и заставишь бегать вокруг него кругами представляешь как это весело скарла представляла и ничего веселого в этом не находил пытки ради пыток убийство ради убийств как это может быть веселым только ненормальный человек наслаждается пытками только больной убивает ради удовольствия конце концов это же ресурс это деньги зачем убивать человека если кто-то может дать за него выкуп опять же его можно использовать в качестве раба а что толку от того что ты посадишь пленного на кол и будешь смотреть как он стонет и корчится в предсмертных муках где тут удовольствие где тут выгода но говорить об этом собиратель она ничего не стала ни слова не полуслова скарла уже знала как быстро он переходит от смеха и умиротворения состоянии абсолютного бездумного бешенства он убил своего телохранителя только за то что тот не расслышал его слова и не ответил на приказ собирателя задумался понимаешь ли зато и лишился жизни страшно лишился хиссар сунул его головой в кипящую баранью похлебку и держал так пока несчастный не отдал душу создателю а потом приказал выбросить труп в степь на съедение степным шакалом скарла была согласна что парню следовало быть внимательнее на посту но если он и заслужил смерть то не таким же образом но отрубил ему голову и все или приказал вогнать кинжал сердце или можно было всего лишь хорошенько высечь но варить живьем в кипятке своего преданного слугу соратника это уже слишком кстати он потом спокойно ел эту похлебку как будто в ней только что не варился человек и приказал налить миску скарли которая сосредоточенно изобразила будто ест эту смертную похлебку только бы не злить опасного племянничка в живых осталось 10 пограничников все раненые все помятые кого-то вытащили из-под обломков зажатых упавшими бревнами камнями вот оглушила его подобрали в бессознательном состоянии тяжело раненых не было похоже их добили на месте чтобы не тащить в лагерь на себе скарла смотрела на ряд окровавленных перепачканных пыли пограничников и на душе у нее разливалась тоска она представила родной замок которым провела практически всю свою сознательную жизнь представила знакомых бойцов которые вот так будут стоять перед сессаром понимая что жизнь их кончилась и что впереди нет ничего кроме страшных мук и бесславного конца из карла знала так она все и будет потому что перед такой силой перед такой мощью не устоит ничто на белом свете жаль парней смотрят хмуро все понимают но не дрожат и не плачут впрочем они не знают что ему готова на эй имперские свиньи сегодня я добрый со смешком начал свою речь кисар явно рисуясь перед окружившими площадку его шатра воинами они стояли так тихо что гулкий голос хиссара разносился если не до самых задних рядов то очень и очень далеко да я добрый поэтому представляю вам возможность выбрать смерть которую вы скоро получите а выбор такой вас посадят на кол сварят живьем в масле или снимут живьем кожу и отпустят что выберете кто первый начнет толпа степняков хохотала вот это выбор вот это шутник собиратель такой мастер шутить об этой шутке потом будут годами рассказывать во всех стойбищах племянник внезапно решилась карла у меня есть тебе интересное предложение какое тетушка с улыбкой обернулся к женщине хиссар хочешь сама с ними позабавиться нет я уже стара для таких молодецких забав широко улыбнулась карла я хочу предложить тебе нечто иное помнишь ты хотел посмотреть как моя барбара убивает людей давай предложим этим пленникам пусть попробует ее убить а если смогут ее уложить то тогда уйдут живыми и здоровыми все пусть возьмут меч и убьют ее вот это будет делом чести настоящий поединок красивое представление а если они правда ее убьют задумался хиссар я ведь обещал их убить и назвал как это сделаю не будет ли перемена решения моими людьми воспринято как слабость отпустишь если убьют ты же властитель а властитель тем и отличается что он может менять решение когда захочет даже из прихоти и это как раз признак силы только сильный человек который не боится того что подумают о нем другие может изменить свое решение хорошо кисар медленно кивнул ты как всегда права ты мудрая женщина и в самом деле что интересного в том что мы посадим их на кол или сварим в масле это мы и так делаем каждый день а тут да ты молодец хорошо придумала скарла тихонько перевела дух если уж этим парнем суждено умереть они умрут не в мучениях уж об этом барби позаботиться она уже вошла в силу скарла тренировала ее каждый день восстанавливая былые умения и была уверена что нынешней барби ничуть не хуже той что вырезала целый клан душа несчастной барби улетела в иные миры но ее знания и умения все осталось в прекрасном белом теле которая уже восстановила былую форму хорошая сытная еда сон постоянные непрерывные тренировки под руководством хорошего тренера а скарла хороший тренер все это дало замечательный результат хоть барби пока еще и тощева то но назвать ее скелетом уже никто не решится упругие мышцы гладкая кожа барби сейчас чем-то походила на саму скарлу в ее лучшие годы впрочем чем походила тут сомнений нет никаких своей смертоносностью выносливостью и скоростью реакции только в барби все это было помножено на 5 пока что на что будет дальше скарла могла только догадываться веди ее сюда приказал хиссар и объявил свою новую волю и воинам эта воля очень понравилось особенно когда он сказал что девушка будет драться обнаженной что лучше зрелище голой красотки которые танцуют танец смерти когда воин попадает в рай он встретит там сотни таких красоток и они будут сражаться с ним каждая по очереди и каждый он потом овладеет и это будет сладко ибо нет слаще этой победы убить этих людей барбара эльга ахнула и тут же помотала головой я еще не готова ты готова и ты сделаешь это дура резко сказала скарла и оглянувшись на двух молодых рабов возившихся у очага и прислушивающихся к разговору приказала пошли вам отсюда быстро сейчас же ну сдерусь вас кожу придурки рабы прыснули из шатра и две женщины остались наедине но скарла все равно говорила тихо чтобы не подслушали если ты их не убьешь они умрут страшной мучительной смертью этого хочешь не хочу пожила плечами барбара но и подставлять свою голову не хочу они опытные бойцы а я а ты сильнее быстрее и опаснее всех кого я знаю за исключением альгиса разумеется потому не неси чуша собирайся и кстати драться ты будешь голой голой с какой стати снова ухнула барби с такой что хиссар хочет изобразить из тебя небесную гурию мол вот что вас ожидает когда вы попадете на небеса мрачно буркнула старуха и снова рявкнула и вообще какого демона ты изображаешь из себя не дотрогу сама рассказывала как тебя имели когда ты была рабыней самого детства имели как тебя обучали удовлетворять мужчин и сколько десятков мужиков через тебя прошли так чего сейчас изображаешь из себя невинность это было не я это была та чье тело я ношу чье настоящее имя ты повелела мне забыть и никогда не называть резонно заметила барби это ее отучили от стыда и брезгливости а если ты не помнишь 40 лет прожила уважаемый богатой шаманкой которую ублажали молодые рабы которые ни в чем не знала недостатка в отличие от владелица этого тела у которого ничего не было кроме красивой мордашки длинных ног крепкой задницы и узкой щелки про сиськи забыла равнодушно бросилась карла сиськи у нее красивые вон как торчат а ты всегда была уродиной уродиной померла быстро вышла из шатра и пошла на аресталище приказ ясен ясен убьешь всех чисто безболезненно четко и не дай создатель тебе позволить убить себя я тебя и на том свете достану сучка ты шаманская пошла ну если ты не была нужна моему альгису я б тебя шакалом скормила поганка вонючая раз заняла место нашей барби так будешь делать все что я прикажу вперед барби сопровождаемую с карлой воины встретили свистом воем улюлюканьем они были в восторге при виде белокожей с яркими фиолетовыми глазами молоденькой девушки а когда она безразлично спокойно разделась не оставив на себе ни единой нитки кроме золотой цепочки на шее шум поднялся такой что некоторое время нельзя было говорить не слышно ни слова кое-где в толпе вспыхивали драки воины дрались за право разглядеть белоснежную воительницу пытались въехать в толпу на конях и уже с их спин как следует насладиться зрелищем самых умных стаскивались коней обязательно били что ничуть не останавливало других любителей красивых представлений увидев барби пленники оживились и на их щеках появился румянец что может им сделать молоденькая не достигший еще полной зрелости девушка которые головой то не дотягивает до подбородка рослым отборным пограничникам до убивать ее жаль такую красоту но если альтернативой убийству мучительная смерть вместо свободы так горе она огнем это прекрасная девица девиц на свете много а жизнь моя одна барби выдали узкий меч прямой чуть изогнутый к самому кончику имперский меч она сама такой попросила такой же меч дали первому из бойцов пограничников выбранному всеми оставшимися в живых вероятно он был лучшим из всех бойцом вина руки сухой широкоплечий через все его лицо вспух длинный спускающийся солба и до самого подбородка шрам но больше никаких повреждений видно не было по крайней мере с первого взгляда мечом он владел прекрасно это было видно потому как он его держал как он им поигрывал криво усмехаясь в лицо приближающейся к нему девушки но после первых секунд боя лицо его обрело мрачный оттенок и после минуты боя печать обреченности запечатал его сжатый в тонкую линию губы он все понял эта девчонка была не просто мастером боя она превосходила и по скорости и по умению и все то время пока пограничник с ней сражался девушка с ним только играла позволяя наносить удары и не воспользовавшись десятком возможностей быстро и легко его убить пограничник не знал что скарла приказал девушки не убивать его сразу растянуть бой на как можно большее время без потери ее лица пусть она убьет противника красиво после представления доставляющего удовольствие собравшимся зрителям и не в полной мере раскрывает свои феноменальные способности убийцы барби должна быть эффективной убийцы но не такой чтобы и начали бояться самые сильные из бойцов так что она плясала танец смерти нанося пограничнику все новые и новые ранения но при этом позволяя тому пытаться достать ее и делать это так чтобы казалось еще немного и поперек крепкой почти не прыгающей груди девушки протянется глубокий рассекающий кости разрез густо сочащийся темной пахучий кровью убила она аккуратным точным разрезом сонной артерии кровь из которой брызнула фонтаном и залила кровью ее небольшую ладную фигурку ставшую от этого еще более прекрасные желанные для степняков даже хиссар с удовольствием сказал глядя на то как барби вытирает окровавленный клинок об одежду покойника об этом представлении будет говорить вся степь спасибо тетушка твоя рабыня прекрасно жаль что ты не хочешь мне ее подарить может хотя бы на одну ночь моя плоть так восстала что я ни о чем больше думать не могу кроме как об этой белокожей демонице скарла лихорадочно придумывала ответ когда навстречу барби вышел другой боец и хиссар забыл о том что сейчас сказал пока что забыл в этом скарла была уверена как и в том что эльга в теле барби будет очень недовольна тем что из нее сделают подстилку для собирателя хотя может это ей понравится хиссар видный мужчина и жеребец изрядный это видно потому как он приподнимается спереди на бедренной повязкой придется и возляжет барбара с собирателем противном случае вполне вероятно им обоим не жить скарла посмотрела на небо которые затягивали тучи и удивилась в это время года да еще в степи неужели на самом деле на выжженную землю падет дождь если это будет настоящий ливень степь на несколько дней а то и недель станет абсолютно непролазной и значит у замка будет больше времени чтобы подготовиться к нашествию впрочем после сегодняшнего штурма пограничной крепости скарла уже не была так уверена что стены замка выдержат атаку десятка шаманов слишком уж велика их сила а в клане конта больше нет сильных боевых магов только ботаник который способен только лишь растить нужные утравы и готовить из них редкие снадобья хорошее умение но не для боевого мага так что замок орис все-таки обречен и что делать скарли когда умрет последний конту что она вообще собирается делать как жить в дальнейшем остаться советницей безумного маньяка купаться в роскоши по представлениям степняков до тех пор пока хиссар не прикажет ее казнить по какому-нибудь глупому поводу или за то что она не выдержит и выскажет лицо все что о нем теперь думает скарла думала а тем временем забрызганной кровью гибкая и стремительная барби убивала своих соперников одного за другим и последнего она убила тогда когда на землю хлынула стена холодного перемешанного с кусочками льда ливня на том представление и закончилась ругаясь грозя небо степняки не отличающийся особым страхом перед небесными правителями разбегались по своим шатрам а барби стояла под дождем ногая прекрасная и мрачная как 33 безутешных вдовы эльга не была особенно чувствительна она видала всякое но убийцы шаманка никогда не было ей всегда претила отбирать жизнью людей а тут она убила десятерых хороших парней которые ничего не сделали а только лишь служили своему правителю верой и правдой но эта жизнь ничего тут не поделаешь или они или барби а барби то есть эльги ужасно хотелось жить особенно сейчас красивый молодой и опасный как степная змея мурунга убивающие своими укусами целое стадо коров глава 12 осторожнее не дай вам создатель испортить хоть один свиток или порвать книжку лично морду набью берем аккуратно переносим складываем стопки и возвращаемся гарант материалы завезли завезли и глава только это мокрые они доски знаете ведь что на дворе делается сушить надо если бы я не знал что делается каждый день каждую ночь потоки воды с небес и самое интересное дождь не только не прекращается он становится все сильнее сильней незаметно сильнее но сильнее что я вытворил в небесах не знаю вот только у меня ощущение что я подтянул дождевые тучи со всего континента и все ветра которые блуждали по миру ветер выхлёстывал окна забрасывая них мусора ветки деревьев в городе местами даже срывал крыши в образовавшиеся дыры потоками лилась ледяная вода иногда пополам со здоровенными градиными нет я не ожидал такого эффекта вот что значит не уметь управляться с магией и нарушить хрупкое равновесие и проконсультироваться не с кем что делать то начни сейчас разгонять облака и можно добиться ровно обратного эффекта вместо нормальной погоды установится засуха и тогда всем вокруг по-настоящему станет кисло жрать тогда что будем дождь можно перетерпеть под дождем все растет а вот если солнце выжат поля хотя и это спорные заявления мне уже сказали что некоторые поля затоплены вздувшийся и разлившийся рекой а другая часть поля превратилась в болотные хляби которые можно погрузиться по пояс а если не вытащить вовремя головой я в такие рассказки не верил но точно знал что если погода в ближайшие пару недель не изменится урожай сгниет на корню или будет смыт в коричневую от дождевых вот реку и тогда результат такой же как и после длительной засухи в общем наделал я дел и не дай бог об этом узнает благородный народ сожрут ведь заживо фигурально выражаясь а если не фигурально могут и стрелу в башку послать откуда-нибудь из-за угла разъяренный голодный люд скоро на расправу и медлителен когда дело касается прощения как результат еще больше вздорожало продовольствие уже не потому что люди ждут нашествия степняков его продовольствие осталось очень мало просто нет подвоза селяне в лице моих и чужих вассалов придерживают продовольствие справедливо рассудив что настали трудные времена и она им самим пригодится крестьяне тоже не желают продавать излишки заработанного по тем же самым причинам часть продовольствия привозили корабельщики с низовий из центра империи но и этот подвоз прекратился центре империи жуткая трескучая засуха а кроме того корабельщики боятся подниматься вверх по реке первые причины нашествия которого ждут со дня на день вторая причина вздувшаяся бурная река скорость течения которая усилилась раза в два а воды и и засорены повальными деревьями которые несутся по воле волноке торпеда с атакующего миноносца и эти торпеды вполне могут проделать приличную такую дыру в деревянных бортах и днищах торговых галер и кому надо такое удовольствие и ради чего то ли заработаешь то ли окажешься на холу у степняков кому нужен такой риск это надо до безумия любить деньги чтобы отправиться в такое время в несчастный сносимый ветрами и ливнями вальдос замерзший в ожидании немилосердных степняков движение по реке практически остановилась если не считать редких кораблей которые плыли от вальдоса в столицу увозя от опасности самых умных и самых богатых горожан способных заплатить за эвакуацию чеканным золотом в десятикратном размере против прежнего людей много кораблей на всех не хватает ну а я ежедневно получаю информацию происходящим в городе и вокруг него нашел способ успокоить свои нервы убить время тем чем собирался заняться с той самой минуты когда мне волей-неволей пришлось скинуть свою маску уродливого простолюдина а именно навести порядок в древней библиотеке разложив и систематизировав все находящиеся в ней свитки и книги руководила процессом та самая спасенная мной девчонка которая назвалась илга норрис ну как назвалась она и была илга норрис горожанка которая родилась в вальдосе и попала на службу в замок случайно ее увидел один из старых слуг илга помогала матери торговать пирожками и предложил служить в замке мать илги была больна и знала что долго не проживет так что легко и с радостью отдала ее в клан конта это илга так мне рассказывал кстати два пункта этого рассказа меня немало удивили нет даже не так не удивили а царапнули по разуму первое это то что мать илги торговала пирожками которые сама же и делала будучи больно тяжелой формой чахотки то бишь туберкулеза и сколько людей она успела заразить удивительно что сама илга ничем от несчастной родительницы не заразилась мать умерла через полгода после того как илга оказалась в замке и второе что меня задело это то что мать спокойно отдала дочь неизвестно кому и это в современном обществе которая спокойно воспринимала любые извращения том числе и педофилию если ты принадлежишь к родовитому дворянству то можешь делать все что захочешь но только со своими рабами или слугами в разумных пределах конечно ведь нормальный человек не будет мучить своих разумных животных а с неразумным хозяином садистом если о том прознают в обществе никто из приличных людей общаться не будет моветон как говорят на земле нет но так то я понимаю когда ты умираешь оставляя навсегда единственное родное существо ты готова пристроить его куда угодно справедливо полагаю что лучше уж дочь приземлиться в постель родовитого господина чем окажется на улице и как закономерность в борделе если раньше не умрет от голода и болезней тех кто хрустит булкой средневековья мечтает о романтике засунуть бы вас вот в такой романтический город где воняет нечистотами и падали где люди не моются месяцами а то и годами и где вы будете умирать на улице и все равнодушно перешагнуть через ваши изъеденные язвами и крысами тела или отпихнут ногой в канаву с нечистотами чтобы не мешал проезду как ни странно илга не стала наложницей никого из конта ее пристроили на кухню где она нормально отъелась под руководством главной кухарки могучий как три рестлера тетушки мосы у мосы не было детей и что там произошло в голове безжалостной громогласной кухарки не может сказать наверное она сама только теперь илга жила как цыпленок под крылом бесстрашной клушки бросающийся на любого кто посмеет угрожать ее сокровищу увы моса не смогла уберечь илгу от инквизитора выхватившего девушку прямо в коридоре и узнала что илгу потащили на допрос уже после когда закончила свои дела с поставщиками мясо и круп она пыталась сломать дверь что-то кабинет где находился инквизитор и ее пришлось оттащить в подсобное помещение кухни где связали и положили чтобы успокоилась могли обвинить в бунте при этом она умудрилась поставить фингала под глаза двум здоровенным бойцам клана моса тогда лежала на мешках с пшеном и тихо рыдала представляя что сейчас творят с ее девочкой и не было далеко от истины от картинок которые всплывали в ее мозгу когда илга появилась возле нее и разрезала путы моса обняла девушку и сказала что за нее убьет весь белый свет и они рыдали вместе а кухонные рабы и кухарки боялись проходить мимо кладовки где сидят две женщины моса никогда не отличалась терпимостью и рука ее было очень тяжело мосе 40 лет и 25 из них она провела на кухне замка клана конта верой и правдой служа клану которому некогда она отдала свою клятву все это я узнал от илги от моих наложниц которые умело собирали информацию по всему замку как ни странно мои день и ночь как я стал звать наложниц умели не только вытворять разные забавные штучки в постели но были еще невероятно коммуникабельны и умели найти подход к любому человеку в замке будь он самым последним из рабов или могучий охранник разгибающий подкову и способный поднять за колесо груженую бочками телегу был у нас один такой туповатый парень ростом под два метра невероятно сильный хотя что в их коммуникабельности невероятного их годами учили тому как найти подход к своему хозяину или к тем кому он этих наложниц подарит на время или навсегда фактически эти девчонки хрупкие изнеженные на вид были не так уж изнеженные слабы как могло показаться со стороны они умные наблюдательны хитры и как говорилось на земле знают с какой стороны на хлеб намазано масло их будущее теперь связано со мной и чем мне лучше чем комфортнее жить тем их возможное будущее станет светлее приятнее поэтому они можно сказать пустили в ход все свои наработанные природные возможности и в считанные дни превратились мечта средняя между секретаршем и шпионками при этом не забывая своих служебных обязанностей получаю от них несомненное удовольствие я чувствую когда женщины имитируют оргазм а когда на самом деле наслаждаются сексом наложницы помогали илге заниматься разборкой библиотеки подсказывая если она что-то упускала из виду я уже нанял бригаду столяров которые произведут ремонт библиотеки установят новые полки и сделают к ним удобный доступ лестницы и все такое само по себе помещение библиотеки сухое и удобное книги и свитки были подпорчены где-то в другом месте на что указывают и следы копоти оставшиеся на некоторых пергаментных свитках и тяжелых фолиантах украшенных серебряными окладами я лихорадочно бессистемно искал книгах то что мне нужно во первых надо было разобраться со своими новоприобретенными способностями как управлять погодой не испортив ее на полгода вперед как с помощью воздуха отбиваться от орды врагов чем больше расстояние до объекта тем меньше эффект от удара воздушным кулаком закон потери энергии а еще я пытался найти способ оживления драконов и не только оживление вот например оживил я дракона и он вылез из яйца упрощаю конечно как сказал мой кот дракон это яйцо яйцо это дракон в общем получается что драконов каким-то образом утрамбовали превратив в здоровенные яйца бриллианты и теперь нужно понять а что будет когда драконы появятся на свет почему-то все думают что дракон как только вылезет из яйца так сразу и полюбит того кто разбил его скорлупу а с какой стати ты ну вот зачем драконенку любить того кто вывел его на белый свет для меня это загадка произвол авторов книг в которых это событие описано и может быть гораздо хуже помню читал саймака заповедник гоблинов забавная старенькая книженция которая 100 очков вперед даст современной мировой фантастики ну так вот там дракон был заключен в некий артефакт который и являлся этим самым драконом то есть артефакт это дракон дракон это артефакт аналогия полнейшая за исключением одной детали здесь полупрозрачные прекрасные как драгоценные опалы яйца там черный параллелепипед но суть то остается той же увы у героя саймака были специальные очки которые являлись прибором для считывания электронных книг он посмотрел через эти очки в артефакт и дракон вышел на свободу а мне какие надеть очки да здесь никаких очках и слыхом не слыхивали у них подзорную трубу начали делать всего лет пятьдесят назад да и то трубы их дерьмовые и показывают вверх ногами еще не додумались как сделать нормальную зрительную трубу не искажающую реальность в общем не знаю как освободить драконов а если освобожу не попаду ли я им на зуб вспомнилось как один герой книги освободил джинна джинн этот самый был невероятно зол тем обстоятельством что его так долго никто не освобождает вначале он хотел исполнить освободителю три желания потом дать награду попроще в конце концов решил убить героя как можно мучительней только пускай выберет свою смерть не помню чем там закончилось вроде как герой упаковал джинна обратно в бутылку ведь джинны по определению совершенно тупые любой маломальский соображающий парень легко определит их обратно в бутылку авторский беспредел работа в библиотеке шла полным ходом мои наложницы мельком просматривали выносимые книги когда это не мешало и не грозило испортить листы ветхих книг и сразу разделялись топки по разделам чтобы потом систематизировать окончательно этим же занималась и моя секретарша илга она ведь была грамотной правда только на всеобщем имперском языке старые языки времен предтеч она не знала почему я в такое время занялся оборудование библиотеки а почему бы нет а когда еще то знание сила старая формула которая в этом мире как никогда имеет большое значение если я узнаю о драконах если сумею их выпустить и подчинить себе мне никто не страшен не степняки не император ну наверное если верить преданиям на драконов не действует магия они ее просто впитывают но тут есть нюанс ну хорошо магия на них не действует например вызванные огнеборцами магический огонь а управление стихией воздух это не магический элемент я просто беру этот самый воздух с помощью магии уплотняю до твердости стали отправляя в противника как это может подействовать на врага обладающего защиты от магии да так же как она не обладающего защиты ты не можешь проклясть защищенного ты не можешь воздействовать на него напрямую магической энергии если у него магическая защита но если ты хватаешь голыбу с тебя ростом и отправляешь ее в полет с целью приземлиться на макушку супостата что тебе может помешать какие амулеты никакие само собой и вот что получается самая сильная боевая магия это магия воздуха насколько я знаю самые сильные магии могут даже летать а чтобы с помощью жгутов воздуха поднять некий объект это не то что запросто а так как если поднял ложку или вилку кстати сказать с некоторых пор моим любимым развлечением стало жонглирование различными предметами не касаясь их ничем кроме жгутов воздуха лежишь себе на кровати а над тобой перемещаются чашки ложки ножи и кувшины и задача твоя не дать ему пасть на многогрешное тело ибо оно больно обидно и даже опасно если нож упадет острее вниз в начале я частенько выпускал контроль над каким-нибудь объектом и даже на двумя а потом так наловчился жонглировать что мог бы наверное выступать в цирке если таковой цирк как понятие тут существовал господин голова господин послышался голос позади меня и я увидел молодого стражника запыхавшегося от бега там у ворот у ворот господин кендалл за вами прислал что у ворот автоматически спросил я уже понимаю что ответ ничего для меня не значит какая разница кто там если меня зовет кендалл он ведь зря звать не станет и я не ошибся за опущенной решеткой стоял целый отряд человек 30 стражников из городской стражи пятеро инквизиторов своих характерных одеждах и три человека с серебряными цепями на шее и табличками на груди эти трое похоже были из магистрата администрации города местные министры из числа разжиревших на торговле купчишек нет я ничего не имею против торговли и честных торгашей но уж больно не люблю корпоративные сговоры и жлобства присущие большинству из этой публики что в этом мире что на земле конце концов совесть надо иметь обдирать своих граждан объединившись в монополию стрелять таких гадов надо цены на продукты в городе подскочили на раз будто кто-то щелкнул пальцами и по мгновению его руки ценники изменились в большую сторону это ведь не случайно немедленно откройте ворота инквизитор пухлый похожий на поросенка низкорослый мужчина гордо дернул подбородком будто указывая на опущенную решетку на его величественный жест выглядел смешно по лицу пухлечка текли дождевые капли маленькие глазки залиты водой так что казалось он плачет а знаменитый инквизиторский плащ который почему-то не был защищен от воды специальным заклинанием обвис намокшие грязный в подоле и выглядел в высшей степени непрезентабельно грязь из-под копыт летела куда попало в том числе и на одежду всадников не могу господин инквизитор терпеливо объяснял кендал я всего лишь мастер над оружием у меня есть хозяин а он запретил нам открывать ворота кому бы то ни было и что я могу поделать какой еще хозяин яростно рявкнул инквизитор этот бунтовщик этот проклятый чернокнижник открывай сейчас же иначе ты вместе с ним пойдешь на костер после того как тебе переломают все кости и ты откроешь имена заговорщиков вот видите господин инквизитор спокойно и даже уныло ответил кендал тем более вам открывать нельзя вы же меня арестуете будете мучить нет уж ждите хозяина разрешит он открыть ворота значит так тому и быть не разрешит пойдете вы своя си у нас не любят инквизиторов пожалуйста уходите что здесь происходит вмешался я неслышно подойдя сзади скорее всего кендал меня уже давно услышал но сделал вид что ничего не замечает вот господин глава пришли пугают требует открыть ворота кендал показал на толпу за решеткой и вытер с лица воду я им сказал чтобы уходили они пугают и называют бунтовщиками глава взрывел пухлячок какой еще глава маленький засранец ну-ка быстро открыл ворота тебя уже палач заждался откройте ворота поднимите решетку приказал я глядя на спины инквизиторов к нам приближался очередной обоз с продуктами и мне волей-неволей придется открыть доступ в замок кроме того с обозом шли человек пятьдесят рекрутов из наемников которых навербовал мой человек один из помощников лазиса не такой возрастной как он но мужик с опытом и сединой он еще вчера говорил что отряд наемников в полном составе собрался поступить к нам на службу от них приходил переговорщик и сегодня с утра мой вербовщик отправился в город выяснить как обстоят дела бойцов нам все еще катастрофически не хватало ну вот он и вернулся со всем отрядом инквизитор рванул лошадь вперед так что едва не сбил меня с ног я чудом увернулся отпрыгнув сторону следом за ним важно проследовали остальные инквизиторы за ними деятели из магистрата и стражники угрюмо посматривающие по сторонам им явно не нравилось происходящее но что они могут поделать это их служба а магистрат организация которая платит деньги как известно тот кто платит заказывает музыку взять его приказал пухляк инквизитор с ненавистью глядя на меня но стражники не сдвинулись с мест они не были идиотами чтобы вот так запросто войти в чужую крепость и попробовать арестовать ее хозяина на глазах у двух с лишним сотен его бойцов понятное дело что инквизитор рассчитывал на вековечный страх перед его организацией но не посмеют противостоять инквизиции но только забыл о том что мне-то уж точно нечего терять и потому я буду драться до последней капли крови а может и не забыл но только совершенно не брал меня в расчет я ж ботаник чем я могу угрожать и тут на лошадь налетела черная молния код вцепился в шею животному конь встал на дыбы тряся гривы и пытаясь избавиться от этой черной пиявки и как следствие всадник вылетел из седла и плюхнулся в грязь разбрасывая брызги дождевой воды в перемешку с конским навозом коим была усеяна площадка напротив ворот нет мне не стало смешно и даже чувства мести никакого не возникло единственное о чем я подумал это о том что надо дать выволочку лазису за то что его подчиненные плохо убирают замковую площадь ну где это видно чтоб говно валялась на самом видном месте уго выпустил лошади гордо пошел ко мне задрав хвост трубой и облизываясь красным язычком он был так прекрасен даже мокрый я просто таким залюбовался как я успел отреагировать сам не знаю все таки реакция у меня сейчас нечеловеческая уловил движение и как глаз реагирует на угрозу закрываясь веком так и я среагировал раз и арбалетный болт повис в воздухе не долетев до угу буквально метр я посмотрел откуда этот болт прилетел всадник держит в руке небольшой стальной арбалет которыми пользовались именно всадники он еще и усилен магией маленький компактный легко заряжаемый если есть прицельная приспособа аналог пистолета в этом мире столь же смертоносный но зато практически бесшумный кстати я очень недурно стреляю из арбалетов подобных этим нормальное оружие спецслужб сильные бесшумные только у меня был арбалет с коллиматорным прицелом и с лазерным мысль воспоминание пронеслось мгновенно и тут же вылетела не оставив за собой следа мной овладела жажда действия и такого действия что в общем голова стражника слетела с плеч и с шеи срезанный как топором палача фонтаном брызнула кровь только секунду посидел в седле а потом свалилась на мокрые грязные булыжники туда где только что катилась отрубленная голова вон отсюда ублюдки гаркнул я на ошеломленную толпу гостей и эту падаль за собой берите я указал на труп стражника я как ты смеешь начал говорить поднявшийся земли инквизитор но я не дал ему договорить никакого колдовства просто прыгнул к нему и с размаху пнул ногой в живот инквизитор согнулся его вырвало звонила кислятиной смешанный запахом крови я сосредоточился и мысленно крикнул лошадям вон пошли вон отсюда лошади не то что заржали заревели завыли и понесли помчались по грязной дороге закусив у дела и не обращая внимание на усилия всадников испуганно вытаращивший глаза через несколько минут во дворе никого из гостей не осталось а на земле так и лежал обезглавленный труп обрубком шеи уткнувшийся в макушку своей голове не знаю с какой стати этот придурок выстрелил то ли перепугался то ли решил что это сойдет ему с рук но мне не интересно почему стражник так сделал он сделал и все дело в этом никто не смеет трогать моего кота глава 13 слышь командир это что за щенок огромный плечистый наемник лет сорока от роду презрительно оглядел худощавого картинно красивого парня в щегольском мундире черным с серебром парень равнодушно и как-то даже сонно осматривал ряды наемников поигрывая ножнами узкого с простой рукоятью меча меч смотрелся как-то даже неуместно на фоне новехонького красивого костюма тут бы украшенные самоцветами и золотом ножны до рукояти усыпаны сверкающими даже под дождем бриллиантами но никак не простенький меч цена которому вооруженной лавке несколько серебряников и это глава клана как его представили и обещал нам службу настоящего главы они у этого щенка ему лет шестнадцать семнадцать не больше заткнись прошипел командир отряда внимательно слушавший речь мастера над оружием и думавший только об одном как бы сейчас забраться под крышу и напиться горячего травяного отвара может тогда из костей идет эта дождевая дрожь и ломота он был уже не молод и многочисленные ранения никак не способствует хорошему самочувствию при такой погоде этот придурок оттягивает время вдруг услышат хозяева замка есть что тогда пошлют из замка подальше можно сказать на смерть безнадежных стен замка скоро будет не выжить а денег на то чтобы убраться из вальдоса давно уже нет цены взлетели до небес и кошельки наемников порядком растряслись скоро начнется голод купцы совсем охренели так задрали цены на продукты что глаза лезут на лоб я не хочу подчиняться какому-то щенку которого от земли то не видать гудел неугомонный зараз вечный залетчик и создаватель проблем как нажрется так его и тянет на подвиги вроде и взрослый уже видал виды но вино действует на этого секирщика таким образом будто после кружки вина из головы зараза кто-то вынимает мозг задницей начинает думать не иначе или передницей а часто и тем и другим сразу зачем такого держать в отряде да затем что он невероятно силен а еще владеет своей секирой как священник серебряной ложкой для причастия не устает совать ее в головы желающим получить такую услугу и более не боится впадает в ярость и тогда остановить его можно только смертельной раной кстати вот у кого недостатки легко вырастают в достоинство главное не допускать его до спиртного и не позволять слишком уж расходиться на отдыхе с врагом же пускай творит что угодно но щенок кавычках услышал его сонные глаза вдруг блеснули можно даже сказать засияли и командир наемников поразился глаза парня были нереального фиолетового цвета и будто светились изнутри красиво но одновременно немного страшно казалось внутри этого парнишки сидит демон и смотрит на мир этими самыми фиолетовыми глазами а еще одессу вдруг заметил что на этом самом черном серебром мундире конта нет ни одной капли влаги парень стоял под проливным дождем и струи дождя каким-то образом обтекали юного главу клана конта не оставляя на нем ни одной самой маленькой капельки одесс был старым воякой видел всякое и для него не составляло труда сложить два и два парень был магом воздуха вернее магом стихий магию воды и магию воздуха порой трудно разделить и при том очень сильным магом так как долго держать невидимый зонтик защищающий от ливня может только очень сильный колдун с огромным запасом магической энергии это совершенно ясно не ясно только одно за каким демонам могу такой силы нужен меч тот что висит у него на боку не хочет показать свои способности так он уже показал только что мимо проскакал отряд городских стражников во главе с инквизиторами один из которых был изрядно помятый перепачкан а в луже лежал обезглавленный труп стражника и разрез на шее явно был сделан ни мечом и не топором подойди сюда бесцветным голосом приказал колдун указывая на секирника да ты секирник с независимым видом вышел из строя придерживая на плече огромную похожую на бабочку секиру и встал над парнем возвышаясь над ним едва ли не на голову на фоне этого громадного мужчины голова конта смотрелся совсем уж тщедушным эдаким стебельком рядом с огромным луговым лопухом что тебе не нравится боец спросил парень пристально глядя в глаза наемника который явно был на веселе от него исходил густой запах самогона и лука которым секирник закусывал свои ядовитые пойлы ты отрезал секирник дерзко глядя в фиолетовые глаза парня ты не нравишься я думал глава клана взрослый мужчина а тут щенок да также бесцветно закончил за него глава да бесстрашно глядя в глаза своему несостоявшемуся начальнику рявкнул секирник и тут же замер ощутив у дека острый как игла кончик узкого меча когда глава успел вынуть меч и приставить его к шее наемника за раз заметить не смог движение было совершенно неуловимым быстрым смазанным вот только что глава клана стоит в расслабленной позе и через мгновение клинок у шеи наемника кстати сказать за раз всегда говорил для мечника ширина плеч и масса на костях совсем даже не критичны большинство мастеров меча не могут похвалиться ростом и статью они небольшие даже щуплые хотя и жилисты запястье у большинства вдвое шире чем у обычного человека но скорость их движений гораздо выше чем у большинства людей те кто могут похвалиться мощной мускулатурой как правило тут секирники где и живут обычно не очень долго и вставят в первые ряды зато ярко и героически чтобы махать тяжеленной секиры день день скорей напролет надо обладать огромной силой и выносливостью сейчас что скажешь просил глава и за раз увидел как по шее великана скатились алые капли крови тут же разбавлены дождевой водой то ли он неудачно вздохнул то ли мечник чуть усилен ложим но только острейший клинок пробил толстую кожу наемника и все-таки добрался до его крови хочу принести тебе присягу господин усмехнувшись сказал секирник я был не прав хорошо кивнул альгиз встань в строй сейчас вы присягнете конта как и говорил вам мастер над оружием и обращаюсь ко всем после того как вы примете присягу дорога назад вам будет закрыта вы станете частью конту будете выполнять приказы и получать свое жалование а если кто-то попытается оскорбить клан или совершит преступление на территории клана нанеся тем самым ущерб клану и принявшему присягу я лично отрублю ему голову ну или просто раздавлю как таракана альгиз посмотрел вниз и его губы вдруг раздвинулись в легкой довольной улыбке а за раз удивленно вытаращил глаза возле ноги альгиза прижавшись к нему боком сидел кот самый настоящий черный кот по виду почти ничем не отличающийся от обычных домашних котов но только невероятно огромный он был размером с крупную собаку и похоже что не собирался останавливаться в росте по крайней мере за разу так показалось ну чуял он что этот кот еще очень молод уж больно котовая морда была шкодлива и весела как обычно и бывают у молоденьких котят зараз слышал про кота главы клана но не ожидал что это будет такая огромная зверюга он едва не дотягивал размером до черной пантеры хотя на взгляд зараза превосходил ее в ширине и объеме груди но за раз не был уверен в этом может просто та пантера которую он видел в фургоне бродящих комедиантов была плохо накормлена и таща комедианты и сами-то досы то не едят а уж прокормить огромного зверя вот она и отощала наемники принесли присягу мастер позволил им не вставать на одно колено так как плюхаться в лужу было бы полным идиотизмом зачем эти формальности главное присяга принесена ну а потом наемники пошли устраиваться в казармы получать матрасы одеяло пропитание и все что положено иметь стражникам замка в решетке ворот замка уже стоял новый караван крытые брезентом повозки с продуктами овсом и сеном растянулись на 300 шагов ввозчики на облучках сидели нахохлившись как больные птицы на ветке дерева а дождь все лил 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 давай сюда приказываю я и беру в руку кружку с травяным отваром в холод и слякоть нет ничего лучше чем прогреть душу и грудь горячим травяным отваром очень похожим на земной чай только на мой взгляд здешний отвар гораздо вкуснее может из-за мерзкой погоды когда согреть может только одеяло и кружка с горячим чаем и горячая женщина это точно лучше сразу две с двух сторон мне сейчас было не до женщин а вот горяченького взвара выпить будет самый раз как и моим гостям их было девятнадцать человек мои вассалы все оставшиеся у меня вассалы среди них ни одного крупного основные сбежали в другие кланы когда отец начал тупить и повел совершенно дурацкую политику по отношению к своим подданным эти платили налоги через раз каждый имел задолженность за несколько месяцев и у всех у них была своя правда не урожай нашествие степняков саранча и все остальное что выпадает на долю селянина фактически эти вассалы были чем-то вроде зажиточных крестьян которым клан некогда предоставил на дело земли и выдал некоторые финансовые материальные подъемные продукты в замке это все от вассалов за исключением нескольких вассальных хозяйств занимающихся кузнечным делом окраской тканей и производством солярных изделий но этих совсем немного и почему то их числе гостей вовсе не наблюдалось может сбежали успели свалить до начала нашествия может просто не сочли необходимым эти хозяйства находились дальше к югу по левому берегу реки пришедшие живут близко от границы со степью гостям налили травяного узвара чая расставили по столу ложки с вареньем блюда с нарезкой копченой рыбы и мясо овощи свежие лепешки все что нужно для того чтобы утолить голод путнику целый день пробиравшемуся к замку под холодными струями дождя дождевики спасают от влаги но так приятно погреть замерзшие руки окружку с горячим чаем я дождался когда гости как следует отопьют из своих кружек некоторым пришлось еще и доливать выпили залпом отдуваясь и кряхтя от удовольствия и только потом стал и объявил слушаю вас господа что имеете сказать старший у вас есть чтобы один говорил в общем то я знал что они скажут их интересовал один единственный вопрос есть ли место у меня в замке могут ли они спрятаться под надежными стенами когда в империю придет большая беда каждая такая семья жила в небольшом остроге вполне способным защитить своих хозяев от набегов шальных степняков но выдержать длительную осаду остроги точно не смогут потому вассалы прибежали ко мне а где еще найти защиту кому идти можно сказать чистая формальность но на самом деле они должны были и спросить разрешение собраться под крышей замка на то я и являюсь их господином моя функция как у государства не только собирать налоги но еще и защищать договорились что они в самое ближайшее время объявятся у нас со всей своей челядью рабами и стражниками и вольются в ряды защитников замка ну а места у нас хватит на несколько тысяч а то и десятков тысяч человек большинство из помещений замка пустует вопрос только в продовольствии хватит ли его для длительной осады но в случае с вассалами проблем скорее всего не будет никаких припасы они привезут с собой закопав остальное в тайные ямы чтоб после нашествия вернуться и выкопать с тем мои вассалы и отбыли разбрызгивая грязные лужи копытами лошадей похожие на огромных мокрых ворон с каждым из них было от пяти до десяти охранников так что на время во дворе замка стала гораздо свободней но именно что на время потому что начался исход из города к воротам замка шли и ехали толпы народа с лошадьми подводами или просто пешком люди толпились под дождем у тяжелой стальной решетки ворот кричали протягивали руки требуя их впустить а их подпирали все новые и новые беженцы протягивающие вперед маленьких детей и требующие 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 я не знаю что с ними делать у большинства беженцев нет никаких запасов продовольствия а их мужчины не только не могут как следует держать оружие но и не хотят этим заниматься я слушал толпу посылая в нее лепестки ветра и ничуть не удивился когда услышал о том что клан конта просто таки обязан содержать горожан ведь клан опутал своими щупальцами самые лучшие земли высосал из города все соки не платит ему налоги пользуясь всеми городскими благами непонятно на самом деле какими такими благами в общем сосед дай пожрать а то под порог тебе нагадить нечем замок может принять тысячи человек но он не безразмерный и продуктов у нас не хватит для долгой осады если вассалы привезут продукты с собой то у горожан совсем ничего нет кроме небольших узелков я даже умудрился услышать такие шепотки что мол мы закопали продукты дома вернемся будет что поесть окон то с его громадными запасами продовольствия не обеднеет и продукты в лавках все дорожали хотя куда уж больше то цены выросли в десять раз против обычных лавочники совсем оборзели наняли охрану из наемников яростно стригут бабло рынок однако хочешь жрать плоти нет всех подряд пускать замок нельзя и пусть в глазах горожан я мерзкое подлое чудовище но если запустить этих разносчиков моральной заразы они разложат и остальных беженцев поднимется бунт и тогда прольется кровь и хорошо если это все произойдет не тогда когда армия степняков будет стоять возле стен замка я приказал не пускать горожан замок тех горожан которые пришли налегке да это жесткое решение но будет так пусть уходят пешком вниз по реке пусть идут к центру империи но им тут нечего делать что касается продуктов есть у меня способ как заставить лавочников продавать продукты по нормальным ценам только вот не хочется проливать кровь не люблю я этого делать и никогда не любил как тогда служил в очистке да вот так и служил тех кому нравится лить кровь там не держали любят убивать только маньяки а я профи а что касается альгиза так он вообще был самым настоящим ботаником и абсолютно не желал никого убивать потому и отошел в тень своих братьев и отца и только когда я попал его тело слился с его памятью альгиз во мне стал тем кем стал нет мы с ним не стали любить убийство но теперь акт лишений жизни человека сделался для меня альгиза чем-то обыденным как мытье посуды есть грязная посуда мне ее надо помыть я беру ее в руки и мою хотя мне противно очищать чашку от присохших мне и кусочков пищи рутина что еще сказать надо значит надо я стряхнул с капюшона капли дождя усмехнулся опять забыл поставить защиту от ливня а может не забыл может подсознательно хотел выглядеть как все представляю что думают люди глядя на то как я шагаю под дождем и капли меня не касаются когда вычитал об этой защите в одной из книг посвященной стихийникам очень обрадовался вот она теперь я не буду промокать до костей или париться под непромокаемым дождевиком идешь себе посвистываешь а дождь бьет по невидимому зонтику ну да вначале было забавно потом надоело когда люди видят такое нарочитое проявление магической силы они от тебя просто шарахаются боятся одним словом а я не хочу чтобы меня боялись хочу чтобы уважали хотя это наверное глупо в склепе темно через небольшое окошко затянутое узорной решеткой едва брежет свет уходящего вечера небо в тучах прижавшихся к земле так будто хотят лечь на него и никогда больше не уходить ливень бесконечный ливень непрекращающийся ливень и до меня начали доходить слухи что в южной части империи и дальше трескучие горячие как огонь засуха солнце уничтожает посевы высохли реки озера происходит массовый падеж скота ему тупо нечего есть и пить и это все я чертов колдун не обученный но самоуверенный и слишком слишком сильный для такого как я неумехи но здесь я не для того чтобы поправить погоду я займусь ей чуть позже когда решусь на это еще немного почитаю книги в которых пишут об устроении погоды и решусь потерпите еще денек-другой обещаю все устрою как надо как надо понятие растяжимы искусственно устроенный сезон дождей отсрочил нашествие степи минимум на два месяца и позволил вам сделать запасы продуктов накопить силы организовать защиту замка город спасти невозможно и все это знают но часть людей тех кто сможет начать все заново я все-таки спасу ремесленников кузнецов оружейников гончаров всех кто что-то умеет делать руками всех мастеровых без которых мир просто скатится в пропасть не безвозмездно да за то что они отсидятся в моем замке за то что я буду их защищать они станут работать на меня 10 лет не бесплатно конечно будут делиться прибылью а я предоставлю им все условия для работы уверен многие из них после того как поработают на меня забудут о своих амбициях и станут трудиться на меня уж я об этом позабочусь тут я потому что пришло время посмотреть на спящих так я их стал называть и первое кого хочу оживить моя сестра вернее сестра альгиса они то есть 17 лет красивая даже слишком красивая кукольные личико стройная фигура ростом не вышло на пропорции как у супермодели откуда знаю я видел не я альгис видел когда блуждал по тоннелям заглянул в дырочку и вот она стоит обнаженная две рабыни и моют стыдно было ведь сестра но оторвался от дырочки не сразу смотрел 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 секунд десять не меньше а потом ругал себя за такую извращенность хотя в этом мире бывали такие случаи когда женились и на сестрах не приветствовалось но и постыдным это не считалось если надо сохранить чистоту крови клана почему бы и нет и девушка осталась в клане не ушла на сторону белая как мел лицо девушки спокойно как у царевны из земной сказки только хрустального гроба не хватает но здесь толстенные каменные плиты крышки которые с трудом сдвигают несколько сильных мужчин как я сдвинул да что мне то с моим талантом к стихиям толкнул воздушным кулаком и сдвинулась плита будто сделана из пенопласта хорошо быть магом наклонился просунул руки под спящую поднял ее на руки и удивился как легко это сделал не потому легко что с помощью магии а просто потому что я стал гораздо сильнее чем был ранее вырос наверное повзрослел она похудела все-таки несколько месяцев лежала в гробу без возобновления ресурсов организма а ведь что ни говори это как у аккумулятора вроде ты его и не используешь а заряд-то утекает и в конце концов энергии уйдет совсем навсегда максим позвал я и мой помощник и телохранитель с готовностью протянул сложенные на руках покрывала мгновенно замотал безжизненное тело и мы пошли от склепа в мои покои уже отойдя на пару шагов вспомнил что не закрыл склеп вернулся повернул три раза здоровенный ключ со сложными бороздками и догнал максима в моих покоях мы выгнали из комнаты всех моих наложниц рабыню уборщицу и мою секретаршу илгу и только тогда развернули покрывало уложив аниту на кровать у меня все было готово с надобие антидот но самое главное я был напитан магической энергией так что казалось сейчас взорвусь от переполнявший меня силы влить в рот девушки с надобие 5 секунд накачать ауру энергии приказать взбодриться еще пять секунд вот и все колдовство никаких спецэффектов никаких ураганов и радуг деловито спокойно и без красивостей только что девушка спала а теперь порозовела глаза и и медленно-примедленно открылись и у меня вдруг перехватила дух а вдруг ее души в теле уже нет вдруг это пустая оболочка которую кстати мог селиться кто-то иной ну как я вальгиса один раз прошло так почему снова не может альгис голос девушки был хриплым можно сказать что она каркнула не сказала я подал знак максиму и он передал мне кувшин с теплым соком разведенным водой специально приготовил на этот случай долго лежала гора пересохла я поднес кувшин губам аниты жидкость полилась и в рот девушка все-таки закашлялась но меньше чем если бы от холодной жидкости от кашлявшись жадно начала пить попила убрала губы от кувшина огляделась по сторонам как как я тут оказалась я легла спать и больше ничего не помню она присмотрелась ко мне брови ее сошлись глаза расширились альгис это точно ты что с не глазами ты вырос когда что случилось я вздохнул поставил кувшин на прикроватный столик и усевшись рядом с сестрой медленно сказал мне многое тебе нужно рассказать и такое во что ты не сразу поверишь ты слушай не перебивай а когда я закончу будешь задавать вопросы максим встань за дверью и проследи чтобы нас никто не подслушал и так моя дорогая сестра начнем с того что твой сон был совсем не сон глава 14 я ожидал чего угодно истерики и обвинений даже нападение ведь все таки это я сделал так что сестра пролежала в гробу несколько месяцев и могла остаться там навечно но ничего такого не было даже слез чем они то меня поразило до глубины души я человек достаточно жесткий видел всякое мои руки можно сказать по локоть в крови но при этом слегка сентиментальный кошек люблю они тоже не выпустила ни слезинки она выслушала меня потом с трудом поднялась села на край кровати опираясь руками на постель а потом обхватила меня руками за шею и уткнувшись лбом в мой лоб тихо сказала бедненький сколько тебе пришлось вынести один-одинёшник теперь ты не один теперь я с тобой мы семья мы клан на все-таки альгиз сидит во мне и крепко глаза защипала и это у меня тертого перетертого волкодава приезжал сестру к себе и вдруг в самом деле почувствовал а ведь сестра точно частица моей матери моя кровь вот папаша то сейчас лежит в гробнице и тихо видит сны у меня таких чувств нет чужой да и только а тут просто будто током пробила родная душа вложил ее на постель достал заранее приготовленный пузырёк влил несколько капель в рот девушки они-то порозовела и заметно смущаясь сообщила есть хочу даже внутри все трясется можно нужно улыбнулся я довольно и поморщившись подошел к двери открыл ее заходи потом высунулся в коридор и приказал поджидавший меня елге тащи сюда еду мясной отвар в него разотрите мясо немного никаких приправ только соль и мне что-нибудь принесите отвар это для в общем тащите все и побыстрее и оглянулся на непонятный звук позади себя и обалдел мой котяра стоял на донитой глядя и глаза и облизывался таращись как на свежую говяжью печенку они тоже улыбалась надо она ничуть не испугалась звук который я услышал был тихим смехом руки девушки поднялись коснулись лобастой головы зверя который мог бы легко одним ударом когтистые лапы вспороть ей шею уга несколько раз облизнулся потом сообщил от нее хорошо пахнет она такая как ты но не такая не злая мысли ее хорошие какой красивый какой большой ты мне ничего не сказал про него это твой котик а как ты думаешь слегка сварливо заметил я кто бы еще мог забраться в мою постель с грязными ногами я вообще-то вылизываюсь слегка обиделся угу и прежде чем тебе прийти все хорошенько вылезал в том числе и лапы как бы я хотела иметь такого котика вздохнув грустно сказала они то папа не позволял мне завести кота говорил что от них шерсть везде и они гадят о теперь ведь ты глава позволишь мне завести котика нет отрезал я и глядя в глаза по мрачнейшей сестры весело ухмыльнулся только кошечку тебе положено кошечку коты это для мужчин они то захихикала и снова погладила угу между ушей и этот зверюга этот убийца шакалов гроза волков инквизиторов вдруг улегся рядом с ней вытянув лапы и замурчал и звук был таким будто рядом тихо работал в небольшой тракторный дизель предатель хихикнул я про себя как ты смеешь ложиться рядом с незнакомой девушкой забыв обо мне твоем брате у нее ногти острые и чешет она хорошо отозвался предатель и вообще брат как я могу тебя забыть ну пусть немного почешет чего уж там спать я все равно приду к тебе только пусть твои самки так не шумят как прошлой ночью ну зачем так вопить когда им хорошо или они так хотят показать тебе какой-то замечательный самец люди иногда так странно себя ведут я роюсь в памяти и не нахожу объяснение некоторым вашим действиям кстати я тебя давно прошу сделать мне подругу сделай и пусть она будет с твоей сестрой станет ее охранять любить муга я не знаю получится ли так как с тобой вздохнул я станет ли кошечка разумный или же погибнет во время эксперимента а если не погибнет будет ли такой разумный как ты даже если она станет немного глуповатой пусть будет у явно улыбался его чувствовал ментально ваши самки женщины тоже не все такие мудрые однако вы все равно любите ишь ты поразился я в какие философские глубины ты забрался растешь брат расту снова усмехнулся угу я стал очень большой знаешь меня все собаки боятся хотя их и не трогаю муги год и гавкают из-за амбара вот глупые интересно сколько ты еще больше расти пробормотал я и видимо получилось что вслух потому что откликнулась анита да такого громадного кота я никогда не видела ну какой красивый просто черный бриллиант ты посмотри как он сияет правильная девушка довольно мурлыкнул кот и повернувшись на спину вытянул лапы через всю кровать подставляя живот довольно порозовевший аните и как ты меня представишь родственницы дальние родственницы троюродной сестрой например не понимаю зачем такие трудности сказать так как есть малыши близ приняли за мертвую теперь вот проснулась почему так нельзя потому что люди начнут бояться найдутся те кто скажет мы я занимаюсь черным колдовством и поднял мертвых а ты живой мертвец и где гарантии что не пустят стрелу в тебя или в меня или в обоих сразу у нас уже полторы тысячи беженцев и будет еще больше среди них кого только нет есть и религиозные фанатики есть просто трусливые люди которые боятся всего на свете пусть отстрелу и поминай как звали нет пока что походишь в маске а когда все закончится мы тебя объявим ладно только кошечку мне подари они-то забавно улыбнулась остроив рожицу и подмигнула правым глазом симпатичная девчонка не просто красивая она очень очень красивая а еще и симпатичная есть красавицы которым и подойти-то страшно них наружах написано вселенское презрение ко всему на свете кроме того что обеспечивает их материальными благами это заочно не его ненавидят всеми фибрами своей души есть симпатичные милые девочки они не обязательно такие есть ангелоподобные милые но эти девицы хотя бы умеют казаться такими а нити незачем казаться милой она милая и есть на удивление миленькая хорошенькая вот не было бы моей сестрой точно бы на ней женился и надо будет подыскать их хорошую партию цепочку с крупным бриллиантом на шею они ты это не просто бриллиант это амулет довольно таки большой вместимости что я говорю небольшой огромной вместимости если его как следует накачать силой он будет поддерживать магическую маску не менее года главное чтоб касался тела хозяина снимешь маска исчезнет и демонстрировать его не стоит хороший маг сразу увидишь на девушке надет магический амулет впрочем тут никаких магов нет кроме меня разумеется моего отца надеюсь один маг скоро появится если не успел уйти из города мой учитель обществоведения и естествознания а также приемов единоборства с оружием и без оружия он меня обучил таким хитрым приемом какие наверное не знал и сам кендал зачем могу единоборство зачем владение оружием но во первых когда он меня обучал параллельно с кендалом давшим основы я был абсолютным ботаником и моя магия не имела никакого отношения к боевым искусством и вот если я не владею боевой магией и не могу процнуть соперника мечом как защититься в наше непростое время тот факт что я умею выращивать полезные растения никак не напугает врага когда тот придет меня убивать в наше время можно ожидать чего угодно ну и во-вторых все маги в том числе и боевые учатся владеть единоборствами без оружия и различными желательно всеми видами доступного нам оружия единоборство развивают тело делают его совершеннее каждый дворянин обязан владеть мечом и должен ответить на вызов другого дворянина если такое последует смысле вызов на поединок чести но и это не главное главное главная сила в боевом магии не вечно он восполняет ее черпая из океана энергии который плещется во вселенной и что будет если кончится энергия в аккумуляторах тела если ты остался беззащитным выпустив во врага все огненные шары которые сумел создать или исчерпал магию на ветра и воздушные кулаки тогда только кулаки и меч старый добрый меч отточенный до бритвенной остроты ничего нового здесь пока не придумали кстати были мысли начать прогрессорство с того что я сделаю порох ведь знаю все его компоненты знаю в каких пропорциях их смешивать знаю как сделать стволы ружей и колесовые замки знаю как лить пушки и ядра и рудники есть и умелые мастера которые все это подхватят слету только вот зачем мне это нужно если вбросить в этот мир огнестрельное оружие владычеству магов может прийти конец любой простолюдин сможет с дальнего расстояния ничем не рискуя всадить пулю какому-нибудь сильному магу а мне это надо я ведь тоже маг это же дворянин и не хочу чтобы мне прострелили башку пулей которую я сам же изобрел я не хочу ничего менять даже рабство не хочу пока что трогать хотя рабство всегда вызывало у меня не просто отвращение а чувство близкое к яростной ненависти как человек может владеть человеком как скотом как вещи пока что мне не до социальных преобразований обойдусь я без типичного прогрессорства мне нравится жить в дворце нравится быть магом так пусть все остается так как она есть зачем раскачивать лодку тем более что я вообще-то мелкая сошка не влияющий ни на какие преобразования в стране и в мире мелкий провинциальный дворянин вот кто такой вот был бы императором да и тогда сто раз бы подумал прежде чем отменить рабство на меня тут же бы напали мои соратники и после того как вытерли бы свои предательские мечи а мою такую красивую одежду с цветами конта казали бы что вынуждены были так сделать ибо я попрал обычаи и надломил скрепы империя выросла и возвысилась на рабстве крышка сдвинулась легко так легко как если бы сделана была из соломы или картона но нет эту крышку надвигали 10 человек вручную ибо никакой техники пока не существует кстати как не хватает хорошенького такого танка или засу с не кончающимся боезапасом но я ведь не сказки я в обычном средневековье пусть даже и на мирном будем работать тем что есть магии конечно интересно а танк выдержит удар фаербола а воздушного кулака огненная сеть сможет его разрезать ну что мне всякая чушь в голову лезет я ведь пришел оживлять отца вернее забрать из склепа оживлять я его буду не здесь и не сразу вначале посмотрю как следует что такое с ним случилось что он резко поглупел да и оживлять его нужно осторожно а вдруг с дури жахнет фаерболом это равносильно как если бахнуть из противотанковой пушки куда только моя шметочки полетят стоит только лишь ему узнать что такое с ним сотворил нелюбимый младший сын забирайте командую я и максим с кендалом подходят к саркофагу впервые вижу как испуган кендал он побелел губы сжаты в ниточку руки дрожат я ему все рассказал но он не маг и наверное происходящее кажется ему чем-то запредельным черным колдовством ведь человек саркофаги определенно похож на мертвеца бледно синий с обострившимися чертами лица покойник точно а я чернокнижник который хочет оживить труп нет вратце не хочу совсем не хочу его оживлять нет у меня к нему родственных чувств никаких странно на к сестре есть родственные чувства к нему нет не нравится он мне никогда не нравился обижал ни за что вел себя неадекватно за что мне его любить ни одна моя ипостась его не любит не альги из хозяин тела не я приблудный демон зачем тогда достаю труп из саркофага почему не оставил на месте чтобы нелюбимый папаша скончался тихо и мирно ну во первых я не тварь какая-то и не собираюсь убивать папашу альгиса только за то что он вел себя по отношению к нему как самый настоящий самодур и злой отчим я не собираюсь отбирать у него клан пусть хозяйствует если может черт бы с ним уеду подальше туда где меня никто не знает и буду жить свое удовольствие благо что денег у меня выше крыши золотишко управляющий много на тырил как и камешков самоцветных покоя хочу и я хочу и альгис тело которого я занимаю ботаники мы оба пусть и с руками по локоть в крови но главная причина по которой я его сейчас разбужу защита замка нельзя пренебрегать орудием главного калибра надо достать его и пустить в дело маг огня опытный сильный умелый пределах видимости к нам безнаказанно не подойдешь не сделаешь штурмовых башен не поставишь всякие там дурацкие требушеты и катапульты спалит на раз и даже не поперхнется а что касается наших отношений потом все выясним когда замок удержим и дождемся армии императора нам в подмогу вернее не нам а городу который скоро будет уничтожен так уже было и не раз степняки отхлынут как морской прибой и снова на берегу во царице тиши благодать до следующего нашествия максим не испытывал никакой робости никаких сомнений не глядя на кендала он легко будто морковку из грядки выдернул моего папашу из гроба дождался когда на того набросит покрывало и взвалив груз 200 на плечо потащил его туда куда ему указал папашины покои я продолжал жить своих покоях вернее в покоях альгиса мне там было уютно и комфортно и в покоях имелся вход в тоннели которыми никогда не пользовался со мной рядом всегда была скарла а я не хотел открывать тайну тоннелей даже ей потому никогда не входил в подземелье из своих покоев альгис не хотел он всегда подозревал что скарла доклада в голове клана и приставлены к нему чтобы следить и доносить ну и как телохранитель но это уже вторично впервые за все время я вошел в покои отца тут конечно все просторнее и богаче чем у меня хотя справедливости ради можно сказать что ничем особенным эти самые покои не отличаются только оружие на стенах да узорчатые разноцветные стекла в окнах положили отца в кровать под балдахином предусмотрительно завернутым наверх положили так как он был одет в черном серебром костюме как и приличествует члену клана конта я влил ему в рот приготовленные снадобья и тут же через несколько секунд другое первое противоядие от вечного сна второе дается он обычный живой человеческий не хочу чтобы папаша сразу проснулся пускай полежит да всхрапнет немного а я тем временем посмотрю что же с ним такое случилось в том что все-таки случилось я уверен практически на девяносто девять процентов через пять минут лицо отца порозовело и он начал дышать вернее так он и до этого дышал только очень незаметно как в литургическом сне и сердце у него билось раз в несколько минут сейчас он дышал нормально и сердце билось как у человека который спит глубоким сном все как и должно быть и тогда я приступил к обследованию и начал само собой с мозга и через пять минут уже знал ответ кстати все очень странно нет это я не болезни тут как раз все ясно а себе я теперь не просто видел ауру я видел все видел органы видел как движется кровь видел как пульсирует сердце и как по кишечнику продвигается его содержимое но самое главное понимал что происходит понимал как все должно происходить и знал где источник болезни как он выглядит что с ним надо делать я слышал о таком от своего учителя он же маг лекарь высшей категории но чтобы вот так чтобы это делал я никогда не думал что со мной это возможно вот результат варварских экспериментов над самим собой да закончилась хорошо даже лучше чем хорошо но ведь рисковал да так рисковал что и говорить об этом не хочу один раз мне досталось порции снадобья из прелестного ротика барби плюется она исключительно точно учили наверное но второй-то раз я выпил лекарства самостоятельно просто взял и выпил смертельно опасное снадобье как если бы глотнул аспирина дурак что еще сказать мальчишка альгиз во мне иногда все-таки берет верх не уследишь он что-нибудь такое возьмет да и вытворит глаз да глаз за ним в общем я теперь классный лекарь с голоду не пропаду ежели папаша отправит меня по эротическому адресу или я его с болезнью все просто вроде как просто следов магического воздействия нет хотя они могли выветриться со временем могли проклятие наслать а вот опухоль мозга есть давняя похожая на сменога разбросавшего щупальца сидит в мозгу и нормально так разрушает психику человека дело его глупее заставляя совершать идиотские поступки вероятно он испытывал приступы головной боли доводящий до безумия так просто эту опухоль в мозгу не сидит она ведь давит разрывает плоть а черепная коробка не растягивается значит головные боли а еще опухоль оттягивает на себя поток крови который должен питать весь мозг жрет и гадит тварина чтобы устранить эту чертову опухоль мне понадобилось два часа поменьше чем хирургической операции но к концу работы я был мокрым как мышь мой запас магической энергии изрядно поубавился кроме того что я тонкой струйкой силы убивал опухоль разрушая ее на частички смываемые кровью мне пришлось еще и очищать кровь выводя остатки опухоли через мочевой пузырь и потовые железы а также через желудок ванище жуть какая папаша мочился под себя потел кровавым потом его рвало желчью и водой которую максим и кендалл и вали ему в рот чем-то блевать надо пришлось раздеть больного до гола прежде чем начать операцию вложить его на пол теперь заблеванные загаженные до полного безобразия впрочем у начальников и командиров есть свои привилегии убирать и отмывать бывшего покойника пришлось максиму и кендалл они ведь мои подчиненные так что пусть стараются не царское это дело псевдопокойника от дерьма отмывать пришлось им и принести горячей воды но в конце концов все завершилось условно чистый одетый папаша лежал на постели и мирно посаповал вся пакость с пола убрана кендалл даже не поморщился ни разу а ведь второй человек в замке комната проветрена и теперь только стук дождевых струй за окном и свежий запах мокрой земли и листьев идущий из сада вот кто сейчас процветает растение в саду такого пышного роста и цветения я давно не видел и вот настал момент x вливаю в рот отцу противоядие снотворного и глаза медленно скрываются моргают раз два человек явно не понимает где находится и что с ним произошло потом поворачивает голову и видит меня сидящего с ним рядом на постели я тоже слегка обтерся мокрой тряпкой стер с себя едкий пот но волосы всклокочены и вообще вид мой далеко от облика истинного наследника конта папаша всегда был очень строг в этом деле требовал от наследников пристойного вида и безупречно чистой одежды типа надо соблюдать приличие держать лицо мне это всегда раздражало хотя и было справедливым требованием ты глаза мужчины расширяются он пытается сесть и без сил падает назад на кровать как ты тут оказался что ты тут вообще делаешь потом отец обвел взглядом комнату увидел максима кендала и неверяще помотал головой что случилось откуда вы все здесь взялись кто ты это максиму я вздохнул дежавю да и только недавно что-то подобное было с анитой и вот все заново ну что ж повторим куда ж деваться отец сказал я строго и даже жестко что явно было для него непривычно слушай меня и не перебивай я тебе сейчас все расскажу мужчина замер уставившись на меня а я начал свой долгий рассказ впрочем не такой уж и долгий столько событий столько произошло за эти месяцы и все уместилось в часовой отчет вот так и вся жизнь вроде и долго живешь рассказать всю жизнь можно всего за полчаса а у некоторых она вообще умещается в одно предложение родился жил и помер но это точно не мой вариант глава 15 и опять я что называется в шоке как должен был поступить нормальный человек услышав о гибели своих сыновей например схватиться за сердце упасть мертвым или наоборот пасть в ярость и начать все крушить а потом отправиться убивать императора и всю его комарилью нет все это книжное киношно нормальный человек порыдает а потом начнет заливать горе спиртным уйдет запой и не выйдет из него никогда циник я наверное или слишком много повидал все перечисленное точно видел да и к папаше никакого пиетета слишком много он нахера вертел я разгребать уже замучился такое дикое желание треснуть его по башке и сказать ну что ж ты наворотил старый козел вот жри теперь да не обляпайся в общем-то старым его назвать можно только с большущей натяжкой его похоже еще и пятидесяти нет крепкий сухощавый мускулистый могучих плеч не имеет тяжелая мускулатура это не для аристократов так и на земле было но развит физически он великолепно эдакий спортсмен легкоатлет сухой и широкоплечий из памяти альгиса помню по умению владеть мечом его превосходил только кендал а кендалл это мастер из мастеров в общем папаша выслушал мое горестное повествование минут пять сидел молча закрыв глаза неподвижный как статуя потом с трудом шатаясь поднялся но сам без моей помощи и медленно волоча ноги прошел тяжелому столу который иногда был обеденным столом иногда местом совещания самого ближнего круга то бишь головы и его наследников он сел на свое место в торце стола на стул спинка которого возвышалась над головой сантиметров на двадцать трон право слова они стул потом поднял взгляд на меня поднялся со своего стула и пересел на другой справа от трона указав рукой мне на стул напротив а затем хриплым голосом приказал покиньте нас все кроме альгиса присядь сын кендалл и максим взглянули на меня прежде чем покинуть комнату и отец это заметил тонкая горькая улыбка появилась на его губах да теперь он тут никто совсем никто его просто нет он умер а мертвые назад не возвращаются и не могут никому приказывать не могут ничем владеть даже своим гробом я кивнул и мои помощники вышли из комнаты тихо притворив тяжелую дверь темного дерева окованную стальными полосами эта дверь могла бы выдержать штурм толпы секирников в течение нескольких часов не удивлюсь если дерево и металл ко всему прочему укреплены еще и магии земли с помощью этой магии можно дерево сделать твердым как сталь кстати таким образом насколько я помню укреплены замковые баканы тренировочные деревянные мечи усевшись напротив отца я положил руки на столешницу и приготовился выслушать то что он мне скажет а что он не может сказать отдай мой клан как-то посмел да все что угодно может сказать и похоже что от моей родни можно ожидать всякого я не поставлю копейки против рубля за прогноз ты мне не сын мрачно выдал папаша и меня вдруг засосало под ложечкой у нас это называлось здравствуй жопа новый год думал что папаша излечился от своего тупоумия а нет он чего выдает но теперь идем продолжение как там поступают с не сыновьями занявшими трон я хотел бы чтобы ты был моим сыном но ты мне не сын альгиз продолжил папенька пока что не выказывая желание меня сжечь взорвать и вообще всякое распылить все что ты сделал правильно и никто не мог бы сделать лучше тебя моя вина что я обезумел сам не знаю почему и погнал моих мальчиков на смерть нет мне зато прощение гореть мне в аду что со мной сталось я не знаю вспоминаю то что я делал в последние годы и не нахожу себе объяснение поступком и то как я обращался с тобой ты должен меня ненавидеть и я это пойму надо же все-таки прозрел что-то уж больно быстро или я такой хороший лекарь браво великий альгиз что он там несет про то что я не его сын и кто же мой отец если не ты не выдержал спросил с сарказмом слышал я эту версию про кузена и все такое император папаша сказал это просто так просто что я почему-то сразу поверил поверил и вдруг понял все что со мной происходило и предсказание гадалки и покушение и все что с нами случилось убирали ведь не братьев убирали меня только зачем так сложно меня не было я тогда гонял степняков на границе тяжело сказал тот кого я считал отцом альгиз и и не знал что нас посетил император со свитой он раньше любил вот так нагрянуть какой-нибудь клан вроде как с гостевым визитом все бегают суетятся прислуживают а ему нравится когда суматоха когда челядь перепугана братья твои были со мной мать оставалась замки он пришел к ней ночью изнасиловал ее она понесла мне ничего не сказала говорила что ты родился раньше времени и только когда умирала в родильной горячке созналась рассказала отец вздохнул помотал головой лучше бы она этого не говорила я тебя возненавидел убить не мог ты ведь ни при чем но и видеть тебя перед глазами каждый день каждый день было выше моих сил меня спрашивали почему я так тебя не люблю пришлось придумать что мать изменила мне с кузеном не мог я сказать что ее изнасиловал император нас тут же бы обвинили в заговоре против трона и всякое такое и все подтверждается у тебя проявились способности мага стихийника а мы конта все огневики император стихийник что нельзя было меня отослать учиться например или дать мне денег чтобы я жил где-нибудь подальше от тебя занимался любимым делом и не мелькал перед глазами зачем нужно было держать меня здесь неприязненно холодно спросил я уже в общем то знаю ответ и он последовал я хотел предъявить тебя императору и попросить себе место в совете не поднимая глаз от столешницы сказал папаши да слышится это мерзко но я действовал ради клана возвышение клана это моя цель моя жизнь ради этого мы жили и живем человек ничто клан все цинично гадко я все понимаю но это мой грех и я действовал ради вас я послал письмо императору и в нем рассказал что воспитываю его бастарда и что хочу компенсации за нанесенную мне обиду за умершую твоими родами жену и за то что я никому не сказал ни слова и воспитываю его сына император ответил на удивление тепло и пообещал мне поддержку и место в совете пообещал приблизить меня к трону сделать своим советником ну ты идиот не выдержал я и выругался по-русски дебил да да ему легче уничтожить всех нас чем тащить провинциалы себе в подбрюшье небось намекнул что расскажешь как он по пьянке изнасиловал твою жену папаша молчал но по лицу его было видно точно ляпнул многоумный додумался и поперся за плюшками столицу как последний лох придумал причины почему ему надо а сам в общем опухоль она не просто так в мозгу сидела теперь я это понимаю но тогда казалось правильным я намекнул родовитому дворянину о том что у него передо мной неизбывный долг дворянин признал долг и согласился его отдать дело чести я совершенно забыл о политике вот и результат я потерял своих сыновей потерял клан и теперь не знаю как мне жить и самое главное зачем жить все в прошлом зря ты меня разбудил сын сын ты же сказал что я не сын тебе не важно кто сделал важно кто воспитал так ведь говорят я был тебе плохим отцом знаю но позволь называть тебя сыном и раз ты меня разбудил я помогу тебя всем чем могу а потом уйду то есть не понял я куда уйдешь твоим братьям к любимой жене мужчина как-то сразу осел побелел и стал выглядеть гораздо гораздо старше чем он был на самом деле мне даже стало его жалко в самом деле он ведь тупил и самодурствовал не сам по себе попробуй поживи с опухолью в башке у тебя голова болела просил я неожиданно для себя принципе какая мне разница болел у него голова или нет болела постоянно болела удивленно подняв брови ответил отец откуда ты знаешь и отвар и пил с надобью принимал в городе покупали я не хотел чтобы кто-нибудь знал о моей болезни в конце концов привык опухоль у тебя была в голове сухо ответил я от того и голова болела от того ты принимал глупые необдуманные решения с императором случайно лекаря не было мага когда у тебя начала болеть голова ты застал императора до его отъезда застал до лекарь него был меня тогда слегка ранили во время рейда стрелой в плечо лекарь императора лечил с надобием не давал а болеть голова начала через несколько недель после отъезда императора мама красивая была очень с чувством сказал отец невероятная потрясающая красавица удивляюсь что она вышла за меня говорили ее сам император сватал но она ему отказала любила меня и даже после того как столько раз родила осталась красавицей все так просто все так тупо просто а я то карьер и россыпи шахты а тут любовный треугольник один любит женщину на то ему отказывает выходит за другого первый все-таки настигает насилует она чтобы не подставить мужа молчит до самой смерти молчит но зачем сказала действительно зачем кроме мести ничего в голову не приходит решила на смертном одре поквитаться с насильником а каковы тогда мотивы императора почему он хотел меня убить папаша так сказать не хотел признавать бастарда боялся подгрызу ножки трона этот повалится странно ну где император и где я каковы мои возможности да я вошка против него загнанные в угол крыса стоп а если это не император если это наследник престола ну тот самый кто командует армиями ну а что зачем ему лишний конкурент еще один братец вдруг я козни против него начну строить хотя все-таки нет это рука императора сынком конечно но оба решили бастарда истребить как мне кажется так вычисляется кстати теперь понятно почему меня раньше не трогали а никто не знал о моем существовании вернее моем существовании роли бастарда благодаря папаша все узнали о том что я есть я посмотрел на отца тот сидел молча уперев взгляд столешницу и ждал моих слов каких интересно ругани обвинений в том что он призвал беды на наши головы а что это изменит нам нужно отбить нашествие отец негромко сказал я и увидел как дрогнули плечи этого сразу состарившегося человека когда его назвал отцом а потом мы будем отбиваться от войска императора а когда отобьемся займемся им самим мы должны отомстить но он же твой отец мужчина посмотрел на меня из подлобья его кровь в тебе с чего это вдруг его кровь усмехнулся я материнская то точно но никак не его на кого я больше похож на мать без раздумий сказал отрезал бывший глава она была красавицей ты в нее пошел вы с анитой в мать удались видишь этот негодяй тут и ни при чем смехнулся не отец он мне и никогда им не будет он пытался меня убить я буду пытаться убить его и это навсегда дурак я какой я был дурак отец даже застонал схватился за голову как я мог быть так глуп так недальновиден опухоль говоришь да какая бы ни была опухоль как я мог послушай отец сейчас тебя показывать нельзя какая нету я сделаю тебе магическую маску ты будешь моим советником магом наемником на службе а когда все закончится я имею ввиду со степняками мы тебя раскроем и тогда займешь полагающееся тебе место а я уеду куда слегка опешил бывший глава и тут же добавил нет нет я больше не хочу быть главой клана ты глава клана у меня нет никакого морального права занимать это место я погубил клан пускай даже по болезни от него остался только ты да они то и вам нужно восстанавливать клан а я вам помогу ты найдешь они те хорошего мужа который войдет в нашу семью и станет одним из нас они то нарожают детей ты женишься тоже сделаешь детей вот и будет жить клан конта а я буду возле вас но только возле клянусь памятью любимой жены клянусь могилами моих сыновей я никогда больше не займу место главы клана еще клянусь отомстить за смерть моих детей если буду жив и прошу тебя мой сын отомсти за братьев не дай уйти от расплаты этим негодяям любят они тут пафос ну что сказать средневековье не хухры-мухры все же можно было сказать проще ну хватит с меня работы ухожу на пенсию я устал я мухожук вы тут санитой размножайтесь и плодитесь ну а я как вы сплюсь вам что-нибудь насоветую и да постараемся на пакости температуру впрочем пафос для аристократов как мед для пчел пафосные клятвы обеты и все такое прочее но что характерно аристократы тут как ни странно стараются придерживаться данных ими клятв особенно если клянуться чем-то святым а что может быть святее своих детей но что касается размножение я всегда за кстати сказать какого черта папа не все-таки этот человек мой папа не а не ублюдок который воспользовавшись отсутствием хозяина дома трахнул его хозяйку не смогу я насильника назвать отцом даже если он и есть мой настоящий отец по крови отец тот кто воспитал даже если он хреново исполнял свои родительские обязанности в общем странная мысль пришла в голову а если на самом деле никто никого не насиловал если маменька альгиса отдалась императору по доброй воле а чтобы оправдаться взяла да и рассказала мужу о том что ее изнасиловали только вот зачем она это сделала в отместку за что-то или на что-то рассчитывала например для меня может считала что император узнав что у него есть бастард приблизит его меня к трону а может это ее идея написать императору и попросить должность и кучу плюшек к ней да разве ж теперь узнаешь матери не спросишь отец с ним все ясно только вот непонятно какого черта он себя похоронил крепкий еще мужик женится пойдут дети если женщина будет не одна бастарды да какая разница почему не признать ребенка от наложницы нет рано он себя записал старики тем более после того как я его вылечил ведь я не только опухоль убрал я ведь подлатал его организм крепкий способный к производству наследников мужик какого черта он тут ноет сын оставь меня одного я помолюсь за наших мальчиков отец поднялся на ноги и побрел в угол комнаты где видел салтарь с изображением богов и создателя всего сущего там он пал на колени согнулся першись бомб в пол и спина его затряслась в рыданиях вот теперь как-то более-менее адекватно а то я уж и напрягся у него сыновей всех перебили он тут рассуждает строит планы я бы на его месте волком выл а потом пошел убивать так что он сейчас на первом этапе а по второму я подскажу ему когда он должен заняться своей местью вот нашествие степняков переживем и тогда подумаем кому и как напакостить оставляю его плакать выхожу в коридор мучительно соображая куда папеньку поселить в отцовские покои нельзя с какой стати чужой человек будет жить в покоях бывшего главы конта а тогда куда и насчет амулета забыл ему повесить на шею ладно чуть позже вернусь решу вопрос надеюсь догадается что выходить из комнаты пока что нельзя впрочем может ну и запереть нет не буду запирать не знаю как отреагирует взяли и заперли хозяина замка он ведь настоящий хозяин не я да черт бы с ним пусть будет то что будет устал я что-то решать за все изо всех интересно что он на самом деле обо мне думает он стыдится брат громыхнул в голове голос угу я едва не присел от неожиданности кот свалил куда-то погулять его давно не было видно сутки его не слышал не меньше фунт напугал прогнулся и мысленно куда бегал-то по тоннелям ходил пускался под замок пещеру смотрел там летучие мыши забавные такие шипят но вкусные эй ты чё не ешь эту гадость тебе еды мало что ли от летучих мышей вся зараза ну будто голодный самом-то деле это охота брат свежая кровь они так приятно хрустят на зубах внутри раза лучше скажи что отец про меня думает козни не строит нет он гордится тобой он надеется на тебя он хочет тебе помогать а еще хочет умереть глупо конечно но он мечтает погибнуть драки считает себя виновником смерти своих детей а он и есть виновник вздыхали и ему с этим жить не позавидую папаше кстати насчет меня он не врал нет он тебе не отец он не врал я пойду еще погуляю ладно справишься без меня вали отсюда хвостатый справлюсь ли я как-то раньше справлялся стой драконьим яйцам подходил да они видят сны они спят я разговаривал с ними но не спят их три самочки и три самца и они летают во сне надо будет сходить к ним вместе с тобой хочу посмотреть их сны но потом сейчас некогда пролежали они тысячу лет и еще полежат все беги хвостатый постой дай тебя поглажу только не бросайся на грудь айхи засранец разве можно так и нечего хихикать вали отсюда потираю ушибленный зад встаю сбил с ног поганец и убежал хвост трубой еще и хихикает сколько он весит интересно сдается килограммов пятьдесят не меньше может и больше полцентнера мышц когтей зубов крутой котяра точно а жрать здоров может половину баранов присесть сожрать но если не половинку четверть точно то-то он летучих мышей лопает растет ведь интересно когда рост остановится и еще одна мысль вертится в голове если простой кот может стать таким что ж тогда было бы с настоящей пантерой багира размером с быка в мороз по коже теперь понятно почему такие эксперименты запрещены инквизиции тут я их поддерживаю но все животные равны но некоторые ровнее мне можно господин глава господин это один из стражников там караван говорят вассалы пускать их пускай немедля командую я и думаю о том что нашему управляющему сейчас приходится туго с приездом вассала в жизни у станет совсем уж не сладкой ну что поделаешь берешь налоги так помогай кстати с теми вассалами что по беспределу свалили из под нашего крылышка я еще разберусь я ведь нашел документ по которому империя передавала нам земли на которых правит клан конта а еще договор с вассалами и не один и в этих договорах нет ничего о том что вассал имеет право уходить к другому сюзерену захватывая землю на которой он хозяйствует что-то эти ребята попутали берега потеряли как говорит кое-кто на земле будем ставить им путеводный маяк чтобы не разбились оскалы или наоборот чтобы разбились оскалы сепаратизма я не потерплю смешно причем тут я ведь решил же как только вся эта грязь закончится свалю куда-нибудь подальше где меня никто не достанет и не заставит жить по законам и правилам на острова например построю там дом и буду жить с котом наложницами секретаршей еще кого-нибудь прихвачу ну чтоб веселей было или вообще в другую страну свалю что-то противила мне империя только за братьев отомщу и свалю и за мать и за себя что-то я раздухарился отомщу жестоко отомщу мне бы еще вторжение пережить а уж потом подумаем как поступить с императорской кликой это я что мачех утрахал на балу это же ветерина императора а значит моя мачеха фу извращение какое-то но я не виноват и она мне никто заняты своими глупыми мыслями вышел во двор и тут же едва не наступил на что-то серое грязное едва шевелящийся эдакий комочек слипшейся шерсти пытающийся заползти под куст комочек жалобно пищал и я тут же вспомнил первую мою встречу с угу он также пытался скрыться полз что было сил я у крохотных лапках а теперь вон какой зверюга вымахал и нагнулся поднял котенка ухмыльнувшись заглянул ему под хвост и ничего не понял то ли кот то ли кошка в этом возрасте определить пол котенка можно только с большой натяжкой да и то когда котейка чисто вымот и все его причиндалы хорошо видны а тут нет я не колебался поднял котенка и пошел в свои покои там точно найдется тазик теплой воды а если не найдется принесут как миленькие хозяин я тут или не хозяин кстати начинаю входить во вкус оказывается быть главным пусть даже в таком небольшом анклаве это довольно таки приятно и удобно котенок моей руке притих видимо пригрелся я улыбаюсь непонятно чему затопал погулкой каменной галереи предвкушая как от мою котейку и как попробую его трансмутировать при моих нынешних способностях лекаря я точно не дам ему умереть и хоть бы это оказалось кошечка но даже если кот все уга будет веселее да и безопасней а то бродит один черт знает где каждый раз опасаюсь что он не вернется глава 16 чудо самое настоящее чудо белоснежные глаза голубые не котенок а игрушка какая-то все-таки кошечка или кот вымыл лично под странными взглядами моих соратников и рабынь вытер полотенцем и моково прижал груди смотрит мне в глаза мурчит теперь я его мамка или ее голодных чувствую поставил на пол к мисочке с жирным домашним молоком принюхался лакает аура позеленела спокойная такая здоровая кстати на удивление здоровый котенок не тебе болезни не глистов я ведь вижу насквозь вижу худоватый только дать молока от матери не доставалось вдоволь но ничего это мы поправим будет таким же гладким и блестящим как угу как назвать пусть будет будет снежка если это девочка а если пацан так снежок котенок белый как свежий снег пусть так и зовется кстати я что-то соскучился по настоящему белому снегу тут я его даже на вершинных гор не видел где-то на севере наверное снег есть но здесь только если в виде града вчера кстати так врезала жуть градины чуть не с голубиное яйцо хорошо что быстро кончился но кое-кого посекло пришлось перевязывать ссадины на головах приказал с непокрытой головы не ходить мало ли что может случиться завтра грас куриное яйцо полетит так мало не покажется вот я натворил дел хотя все в тему такую погоду никаких завоеваний только редкие залетные отряды степняков состоящие из безбашенных от чаюк пацанов осмеливаются делать вылазки на нашу территорию но их быстро отгоняют наши патрули орда стоит степи и не двигается степь превратилась в хлюпающее болото которым кони вязнут по самые бабки а местами чуть ли не по колено город пока что затих никто из властимущих городской администрации нас не беспокоит не требует странного например все отдать и самим повеситься после той самой демонстрации моих возможностей а я это наружно сделал никто не решается приехать к нам с указанием как следует жить и уж тем более не желают меня арестовать впрочем им сейчас не до чего слышал что городская власть снялась из города и отправилась докладывать императору о состоянии дел оставив вместо себя третьих четвертых замов и всю стражу который теперь предоставлен сама себе и опять же по слухам успешно разбегается по лесам и полям в городе хаос грабежи и бесчинство одни наемники режутся с другими параллельно граби и насилуя несчастных горожан если те не способны себя защитить сегодня отправил отряд из семнадцати наших стражников во первых проверить на месте ли мой учитель истесознания и он же лекарь высшей категории если на месте привести его сюда под защиту замковых стен во вторых закупить продовольствие по нормальным ценам не по тем которые установили оборзевшие торгаши не отграбить их не будем просто заберем продукты оставим справедливую плату двойную против мирный но не десятикратную как сейчас не хрена наживаться на своем народе а если будут возбухать пусть только попробуют бойцы крепкие умелые и жесткие как старая подошва кавалерийского сапога в общем тиранью по силу возможностей черный властелин точно вчера повесили двоих горожан воровали убеженцев один еще и попытался изнасиловать девчонку вывели на крепостную стену надели петлю на шею и сбросили вниз только хрустнула никаких отсидок никаких каторг у нас нет времени заниматься судами и содержать заключенных наказание за преступление одно смерть кстати хорошо когда у тебя есть код который слышит мысли иначе я бы не решился без суда и следствия казнить человек мало ли кто наговорит или кому-то покажется лучше простить одного виновного чем наказать невиновного ну что будем из тебя тигра делать я взял на руки пушистый комочек прижал груди не бойся ничего с тобой не случится я-то рядом достаю пузырек с жидкостью пальцами раскрываю пасть котенку и осторожно капаю черную пахучую жидкость ему на язык котенка не нравится он фыркает отбивается лапами но слизывает жидкость хватит много нельзя теперь накачать процесс силой кладу котенка на стол провожу над ним рукой засыпает мгновенно как выключили теперь главное не упустить не дать надо безжечь организм во время мутации но я это уже умею помню как все было с угу и тут должно быть полегче потому что угу тогда был болен процесс занял полчаса не больше я запустил мутацию отрегулировал параметры сделав преобразование не таким бурным как если бы оно шло без контроля и оставил котенка лежать на постели с улыбкой накрыв его краем одеяло коты и дом что может быть лучше и шапит розовым носом как ребенок нет у меня детей по крайней мере я ничего не знаю о том если у меня дети иногда такая от этого тоска нападала но домашних животных завести на мой взгляд это было бы преступлением умерли от старости и болезни и что будет с ними выкинут новые хозяева квартир и животинок на улицу и будут мои котейки умирать на помойке больные голодные не понимающие за что их так и куда делся любимый хозяин только эта мысль меня и останавливала иначе точно завел бы кота или собаку я бы их сразу а вот теперь даже случись что со мной уга не пропадет и снежку не даст пропасть да я готов к тому что могу погибнуть на меня идет такая мощь что и подумать страшно но я не отступлю не сбегу слишком уж много судеб на меня завязано слишком много отряд который я послал в город вернулся в потрепанном состоянии у пятерых ранение средней тяжести одного стрелой в грудь другому плечо разрубили третьему в общем досталось ребятам еще пятнадцать человек легко раненых можно сказать царапины не требующие внимания мага лекарь маг лекарь среди них был мой учитель естествознания как оказалось никуда не уехал причины этого я до конца так и не понял похоже что его обманули корабельщики он наговорился отплыть утром заплатил за перевоз вещи на корабль доставил вернулся за семьей корабля то уже и нет и остались у разбитого корыта ни денег не барахла нет ну основной барахло все равно осталось все то они с собой забрать не могли но самые ценные похитили чертовы кидалы сумки с новой одеждой и все такое прочее я узнал название корабля имя капитана и взял себе на заметку когда-нибудь встретимся мир вообще-то очень тесен эти твари надеются что не доживем до встречи напрасно если чему меня и учили вбивая опыт едва ли не палками так это выживание всегда и везде выживать вот мой лозунг и таких как я увидимся гады смуглая кожа длинная белая борода длинные до плеч волосы учитель ассан явно не прочь покрасоваться впрочем почему бы и нет он ни у кого ничего не украл а то что заботится о своей внешности так я тоже не хожу в рванье и выгляжу очень даже достойно черный с серебром мундир волосы до плеч красивый меч на поясе кинжал красавец да и только если есть возможности и желание почему бы и не по пижонничать жена у него красивая и уютная обожаю ее пироги и лет я всего тридцать с небольшим по моим меркам то вообще девочка ну по моим меркам того земного мужчины мне то было семьдесят дара ее звать и у моего учителя губа не дура альдина старшая дочка ассана красивая уменьшенная копия матери глазки мне строила и явно была не прочь завязать отношения чем меня честно сказать слегка пугала не меня альгиса но какая разница его на месте альгиса да ничего бы я на месте альгиса умным он был мальчиком ну трахнул бы он эту самую альдину а дальше-то что доброе отношение к себе со стороны учителя его жены точно бы потерял жениться на альдине альгису никто бы не дал ассан хоть и дворянского роду из какого-то южного захудалого клана но точно не соответствует уровню клана конта альгис слишком дорожил и дорожит мнением своего учителя чтобы вот так взять и лишить девственности его дочку как говорится не гать там где живешь младшая дочка ассана нарина они с альдиной погодки не зная что погодки решишь что не близнецы но две копии одного и того же лица маминого нарина только постройнее или вернее похудей чем сестра и грудь у нее чуть поменьше а так как из одной формы отлит еще отличие нарина не бросается мне на шею как сестра в переносном смысле конечно а так увидела меня завизжала и еле успел поймать счастье полные штаны я для нее как братишка никаких сексуальных позывов можно даже сказать что она чуть поглупее своей сестры а уже четко знает чего хочет или скорее кого хочет меня соответственно особенно когда однажды ее папенька когда я был у нее в гостях сказал что у меня большое будущее и что дураки те кто этого не понимает я тогда посмеялся оказалось напрасно времени прошло совсем ничего а я уже глава клана мы обнялись дара поохала разглядывая меня какой большой вырос какой плечистый настоящий мужчина потом я отправил ее с дочерьми устраиваться в замке пока еще есть комнаты мы с осаном ушли в мои покои где я в общих чертах рассказал им обо всем что со мной происходило за последние месяцы и по секрету о том что поведал мне мой отец осан выслушал меня несколько минут молчал обдумывая пока я сам не нарушил молчание не спросил учитель у меня складывается впечатление что ты знал о том что случилось это так ну ну мальчик мой ты преувеличиваешь мои возможности улыбнулся одними губами и вновь посерьезно во первых не стоит обвинять твою мать в тех грехах которые ты ей приписываешь то что я слышал о нашем императоре вполне укладывается в версию изнасилования он еще тот мерзавец когда касается женщин для него нет никаких запретов зато однажды чуть не лишился головы когда гвардейский генерал поднял мятеж после того как император соблазнил его жену или даже изнасиловал поговаривают что ему доставляет удовольствие именно запретный плод возбуждают чужие женщины особенно чистые и невинные и не важно что они замужем невесты или просто домашние девочки понимаешь это как наркомания когда человек ради сию минутной прихоти ради своей похоти уничтожает жизни женщины которые он соблазнил или взял силой и свою жизнь которая могла бы пойти другим путем так бывает поверь слушая учителя я вдруг вспомнил один роман который читал на земле по моему драйзер титан там успешный предприниматель постоянно горел на связи с женщинами то соблазнить жену своего благодетеля поддерживающего бизнесе этот начинает ему стить то трахнет невинную дочь партнера это становится врагом и рушится то что он строил годами десятилетиями зачем считаю это психическая болезнь что-то вроде шизофрении но ведь от того не легче и что мне теперь делать как жить не выдержал я задав на самом деле абсолютно глупый вопрос если я не знаю как жить кто тогда знает этот человек похожий на сказочного ректора хогвартса не знаю за плечами осан после долгого молчания я бы сказал что тебе нужно бежать отсюда и как можно быстрее пока на тебя не обрушилась мощь всей империи ты ведь и сам знаешь что они тебя в покое не оставят ты угроза трону особенно после того как устроил бойню в клане саюти и после того как проявил свои магические способности теперь или ты или они но ты ведь не уедешь я-то знаю не бросишь всех этих людей которые прибежали к тебе в поисках защиты ты их единственная надежда кстати все что ты сейчас делаешь абсолютно верно и никто бы не смог сделать лучше тебя а почему ты учитель не приехал замок знал ведь что я здесь ты представляешь что сделали бы с твоими женщинами степняки да что степняки наемники которых отогнали мои бойцы осан скривился так будто что-то неприятное горько кислое попал ему в рот вздохнул пожал плечами собирался приехать замок но не успел спасибо твоим бойцам и тебе не дали пропасть надолго меня не хватило я согласно кивнул не хватило бы при всей его магии при его владении единоборствами он бы не удержал дом против двух с лишним десятков распаленных жаждой наживы и похотью наемников превратившись в шайку оголтелых бандитов власти нет грабь насилуй а когда ты знаешь что в доме живет лекарь а все лекари люди обеспечены почему бы не вломиться в дом тем более что там еще и три красивых девицы похоже что кто-то навел а может какой-нибудь из наемников воспользовался услугами лекаря и во время визита видел обитателей дома вот и возникла задумка грабить и насиловать кончилось все дурно для грабителей дурно мои люди появились тот самый момент когда эти придурки начали лезть через стены а лекарь и его жена с дочками сбивали их стрелами из арбалетов и лука они все равно бы залезли в дом и тогда даже думать не хочется что тогда семья осанок горько бы пожалела что их не убили сразу кстати сказать представляю что сейчас делается в городе разведчики уже донесли все очень и очень плохо если осан еще как-то мог сопротивляться грабителям то что делать тем кто вообще никогда не держал руках оружие плакать и терпеть терпеть и плакать больше ничего может послать в город отряд покрепче человек 200 и пусть патрулирует улицы при первом же признаке грабежа и насилия негодяев враспыл горожанам полегче будет по крайней мере до того как появятся передовые части войска степняков и вот тогда начнется все самое дурное а кроме того я подвергну опасности тех кто гарантированно может защищать замок их могут ранить и убить ранить то ладно у нас есть хороший лекарь да и сам я могу лечить по высшему уровню но если руку отрубят или ранят и не дотерпит до лекаря нет уж простите горожане но нам не до этого быть бы живу первые лучи солнца мы увидели через две недели я даже глазам не поверил когда посреди серого хмурого дождливого дня вдруг будто кто-то включил студийный осветитель яркие лучи солнца залили стены замка и люди во дворе замерли как если бы увидели чудо настолько уже привыкли к бесконечному дождю что казалось это теперь будет вечно навсегда до скончания веков и вот кто-то улыбался подставляя лицо горячим лучам светило у кого-то на лицо палом мазка озабоченности и горечи эти люди прекрасно понимали что означает возвращение солнца то чего все ждали и так опасались скоро сбудется больше никаких отсрочек если солнце вступит свои права и начнет поджаривать степь так как это было до катаклизма неделя максимум 10 дней и земля превратится в ту степь которую все знали раньше и орда двинется в путь неумолимая жестокая как бродячие муравьи пожирающие на своем пути все до чего доберутся их острые жвала но солнце победила не сразу каждый день в начале на полчаса час потом на несколько часов она выглядывала из-за туч а дождевые капли становились все мельче и мельче пока дождь не прекратился совсем оставив после себя только серы черные дождевые облака но наконец-то ушли и они и светило засияло на пронзительно голубом небе похожее на раскаленный стальной диск оно будто с ума сошло поджаривая землю и все чего коснулись его руки лучи люди раньше выглядевшие как кучи трепья в своих плащах и одеялах намотанных на головы и плечи раздевались до набедренных повязок рабы и рабыни до нога везде по двору на веревках и просто на земле сохло многочисленное барахло питавшие себя дождевую влагу и начавшие уже покрываться вездесущей плесенью люди лишенные домов и имущества берегли каждую тряпочку потому истово спасали свои немногочисленные сокровища вспыхнули несколько драк за лучшие места для просушки барахла и мне пришлось жестко пресечь эти зародыши бунта зачинщиков прилюдно высекли плетками не до увечья но вполне ощутимо неделю не смогут сидеть на заднице и опираться спиной порядок прежде всего замок теперь походил на какой-то рынок они на обиталище старого клана конта бегают детишки лают собаки но не бросишь ведь их на произвол судьбы умирать с голоду шмыгают кошки совершенно обалдевшие от шума собачьего лая и всего этого бедлама веселуха да и только кому веселуха кому и не очень организовали питание собрав с беженцев все продукты которые у них были тот пытался протестовать мол мы и сами прокормимся не хотим с нищебродами вместе питаться но им тут же указали на их место хочешь питаться своими продуктами нет проблем за воротами здесь все участвуют в обороне и все участвуют в обеспечении питания кстати сказать с подачи управляющего сделали так что все питание проживание одежда и обувь предоставленные тем кто ничего не имея притащился в замок рассчитывая что тут получит все посчитали по вполне щадящим расценкам и заставили хитрецов или просто бедняков дать расписки в том что они рассчитаются за предоставленные им услуги питание проживание опять же под страхом того что их выгонят из замка навстречу страшной орде кто-то мог бы сказать что это неправильно что благотворительность наше все но почему те кто приехал с продуктами должны обеспечивать тех кто продукты припрятал в тайных ямах в расчете на халяву в замке тем же кто сдал продукты зашли их по справедливым расценкам и конта выступает гарантом того что им будут выплачены причитающиеся деньги за вычетом того что съедят сами в общем управляющему пришлось дать в помощь еще троих заместителей и как ни странно на эти места замечательно подошли мои наложницы день и ночь и моя секретарша которая великолепно справилась с реанимацией библиотеки все три девушки оказались на удивление разумными и даже жесткими начальниками которые мягко без руганий но четко регулировали отношения в этой массе народа так что все боялись ими только перечить а даже глянуть неодобрительно сторону бывших постельных рабынь и кухонной девки охранники которых им дали в помощь расправлялись с недовольными прямо на месте самых борзых до крови и потери сознания охаживая тренировочными баканами я не вмешивался в этот процесс сразу заявив что до меня должны дойти только самые сложные проблемы например если нечто сделанное человеком заслуживает виселицы или декапитации в остальном пусть делают по своему разумению но если узнаю что они злоупотребляют моим доверием им конец не прощу даже их я всегда был жестким человеком и жесткость моя обычно проявлялась в экстремальных ситуациях а сейчас она и есть экстремальная ситуация но в общем все шло по накатанной и к тому времени как солнце все-таки окончательно вылезло из-за туч в замке образовалась некая организация с четкой иерархией с распределенными обязанностями законами судом и неотвратимыми карами за преступления эдакое государство в государстве кстати сказать неожиданно наш гарнизон пополнился тренированными бойцами из числа городской стражи хотя неожиданно тут в общем то ничего и нет стражники по сути своей аналог земных полицейских тоже люди у многих из них есть семьи которые надо кормить и защищать и они лучше чем кто-либо представляли что станет с их близкими с ними самими когда орда войдет в город а удержать накат степняков не городская стража не армейский гарнизон точно никак не смогут если гарнизон все-таки готовится к обороне города командир гарнизона просто идиот помешанный на честь и дословном исполнении приказов стражники решили что лучше всего защищать город глядя на него с неприступных стен замка орис и только так героизм это не синоним идиотизма да я ценник злой человек и все такое но лучше бы армейский гарнизон пришел в замок они бесславно закончил свои дни в поле перед городскими воротами стена у города чисто условная только чтобы коровы по улицам не бродили оставаясь за этими самыми стенами и чтоб караваны с товарами не могли войти в город без оплаты пошлины чтобы их защитить нужен гарнизон как минимум в 10 раз больше чем тот который имелся в наличии 300 армейских всадников пусть даже хорошо вооруженных одетых в латы по типу рыцарских что они против целой орды забрасывающие их тяжелыми свистящими стрелами каждый из которых макнута в горшок с разлагающимся дерьмом даже царапина такой стрелой приводит к нагноению и лихорадке если рядом нет хорошего лекаря то и к смерти я уважаю героизм армейцев но черт подери они так бы мне пригодились в замке умелые тяжело вооруженные дисциплинированные как мне не хватает бойцов мои люди тренируют народное ополчение но разве эти мужики от сахи равноценная замена опытному воину еще неизвестно как торговцы зеленью мастеровые поведут себя в реальном бою когда рядом сыплются стрелы когда на себя бежит воющий как волк степняк сокровавленной саблей в руке когда или ты убьешь его или умрешь и другого тебе не дано земля в достаточной мере подсохла через неделю после того как тучи разошлись и солнце снова стало катиться по небу похожее на огромный раскаленный щит и не ветерка не малейшего дуновения только разогретая земля над которой поднимается и дрожит горячий воздух только злое солнце спасение от которого нет даже в тени и тогда мы увидели самые первые передовые отряды орды разведчиков которые радостно улюлюкая подскакали практически под самые стены замка на расстоянии полутора полетов стрелы они вертелись на своих быстрых лошаденках хохотали показывали неприличные жесты в сторону крепости а потом ловко выстроились в одну шеренгу задом крепости приподнялись в седлах и все 20 человек дружно спустили штаны показав горожанам свои натруженные седлами зады а потом дико хохоча помчались в степь подгоняя лошадей ударами пяток в тугое под брюшье степных коньков я все это видел со стен крепости и мог уничтожить всю шайку одним ударом но не стал и остановил отца который в ярости хотел выпустить во врага серию фаерболлов что толку если мы сейчас их убьем жалкая кучка молокососов которые решили добыть себе сокровища славы враг узнав что в замке два сильных боевых мага насторожиться примет меры а нам зачем это надо пусть идут на приступ пусть соберутся кучкой вот тогда вы порезвимся пожалуйте бриться господа готовьтесь к перерождению глава 17 господин господин скорее там там я подавился куском мяса проживал быстро запил его яблочным соком вернее чем-то напоминающим яблочный сок ибо растение на яблоню только походило и встал со своего места за столом ел я обычно вместе со своими помощницами наложницами если они не были заняты каким-то делом а еще со своими котейками если эти самые котейки присутствовали во время трапезы уго обычно ел сидя на стуле возвышаясь над столом как человек снежки сделала небольшую приступочку полочку которой она могла доставать еду уго очень уважал свою печенку и фарш без специй снежка почему-то обожала похлебку с покрушенным туда вареным мясом сырое мясо наела очень мало хотя и заставлял ее есть в сыром мясе витамины а без витаминов она не вырастет такой же большой как ее друг это я и так говорил она слушала щурилась мурчала и отделалась с односложными ответами типа да папочка хорошо папочка да на старости лет заделался котовым папочкой именно так у меня в голове переводились мысли образы кошечки россия вая зараза пушистая будто плюшевая глаза как у меня вместо того чтобы быть желтыми или голубыми они сделались фиолетовыми и будто светились изнутри кстати тоже как у меня по крайней мере мои женщины мне так говорили мол люди пугаются когда я на них смотрю взгляд будто лучами их пронизывает чушь конечно же пугаются они не глаз а того обстоятельства что я в розыске как бунтовщик и мне заказан ход в любые города империи если только не приду в город с целой армией снежка подросла ела очень много спала играла бегала суга по тоннелям счастлива и довольная как как кошка которую любят хозяева у которой есть хорошая компания говорить она стала уже через неделю после того как я подверг ее трансмутации пока односложно и не громко но говорить и думать но мой кота брат уга был просто счастлив он дважды свалил меня с ног вылезла своим жутко шуршавым языком а когда любовно вылизывал снежку мурчал так что казалось будто рядом завели трактор впрочем кошка от него не отставала чего-чего оттрахтеть она умела для нее нет лучшей доли чем забраться ко мне на грудь и лежать прижавшись и мурлыкая время от времени щуря глаза и разглядывая меня будто стараясь запомнить навсегда хорошая девочка славная я просто от нее таю кстати сказать ее полюбили все в моем окружении ласковая красивая она не была такой уж доверчивый но как и уго слыша мысли людей позволяла себя гладить особенно детям а если кому-то не позволяла гладить и шипела сразу становилось понятно что человек этот имел грязные нехорошие мысли эдакой индикатор намерений выросла надо размеров обычной домашней кошки и продолжала расти уверен да растет до габаритов уго который вроде как остановился в росте достигнув около 70 сантиметров в холке когда я выходил во двор и уго шел со мной люди шарахались в стороны чем вызывали у ехидного кота очередной приступ веселья он любит попугивать людей собак окошком относится снисходительно презрительно как если бы он был человеком а простые кошки голозадыми обезьянками когда выхожу во двор и кошки желают меня сопроводить обычно они спят или гуляют по тоннелям когда они едят уга идет слева от меня снежка сидит на плече я как ледокол рассекаю толпу шарахающуюся от меня как от прокаженного на днях проходил по двору а там какая-то девчушка горожанка разговаривал со своими одногодками девчонками и стояла спиной к замку не видела меня когда же собеседницы замолчали почуяла что-то неладное обернулась вот шумеют девки визжать ультразвук точно на грани слышимости в обморок правда не упала новых уго сказал что от нее сразу же запахло не стал уточнять чем не интересно и не сексуально сегодня ходил в библиотеку рылся в старых свитках полдня на то убил все пытаюсь найти что-то про драконов и про методы хранения их стазис поле а это судя по всему она и есть и ничего не нахожу сплошные легенды рассказы об его эффективности этих летающих огнеметов ну и все кроме сказок и фейков больше ничего полдня как не бывало лучшим в огороде поковырялся давно уже своими лекарственными растениями не занимался впрочем пока что вроде и незачем если только для своего удовольствия когда очередной мой отряд отправился в город на поиски продовольствия а также мародеров которых следует повесить я попросил командира отряда заехать в лавку торговца лекарственными снадобьями и магическими ингредиентами что он сделал притащив мне в замок целую повозку всяческих трав и минералов их хозяин успел сбежать бросив свое хозяйство на растерзание вандалом даже дверь в лавку не закрыл видимо для того чтобы ее не сломали а лавку потом со зла не сожгли мародеры пришли пошарились по ящикам и полкам кое-что высыпали на пол пока лазили но основное осталось на месте так что теперь нам есть чем лечить людей хорошо что мой учитель в замке будет кому лечить раненых и больных прежний клановый лекарь сбежал из замка вместе с нерадивыми вассалами так что кроме меня лекарить тут было и некому и так встаю из-за стола и дожевывая на ходу иду следом за посыльным знаю так просто за мной не пошлют не тот уровень значит случилось что-то из ряда вон выходящие смотрю решетка ворот опущена ворота наглухо закрыты поднимаюсь на стену гляжу в сторону реки опа это что такое толпа людей только люди если меня отказывает зрение голые человек 200 не меньше мужчины женщины детей не вижу а за ними степняки человек 500 часть сидят на конях часть держит коней под усы шумят улюлюкают подпрыгивают на месте как дети радующиеся новые игрушки а игрушками тут служат люди как я понял это пленные горожане а может и не горожане но то что им перцы это точно зрение у меня очень даже не дурное хотя на солнце она немного падает из-за способности видеть в темноте за все ведь надо платить и за это тоже смотрю и так мне это зрелище что-то напомнило фильм старый хороший фильм апокалипсис там от стеки пускали пленных бежать по дорожке площадки похожий на стадион и соревновались кто красивее ловчей попадет в беглеца стреляли из луков метали камни из прощи кидали копья в общем развлекались по полной здесь было почти то же самое только бежали сразу по трое спину им стреляли в основном только из луков с коней из земли никаких прощей не было на моих глазах убили троих которые пробежали половину расстояния до ворот замка двух мужчин лет пятидесяти и женщину примерно такого же возраста кстати заметил в толпе не было юных девушек и молодых юношей это ведь товар а зачем товар уничтожать откуда бы еще взять рабов а вот такие вышедшие в тираж люди это замечательный мишень для стрелковых игрищ как-то ведь надо развлекаться опять же средства психологического воздействия на защитников замка там где пали эти трое уже лежали чтоб десять трупов все со стрелами в спине и голове точно стреляют степняки и луки у них очень мощные композитные из дерева и кости с двойным загибом как у наших скифов кстати они чем-то и напоминают скифов такие же воинственные безжалостны а еще лица очень похожи на европейские только кожи для европейцев слишком смуглые что делать будем глава мрачно спросил кендал глядя на происходящее отец мой который стоял рядом ничего не сказал просто посмотрел на меня и снова повернулся к этому зрелищу и правильно зачем говорить лишнее и так все ясно наши силы наш потенциал раскрывать нельзя нас прощупывают вызывает на действия готовь отряд скомандовал я не отрывая взгляд от происходящей трагедии хиты тяжелые доспехи я поведу я обернулся ко мне отец нет отрезал я ты наш скрытый резерв про меня они уже знают про тебя нет кольчугу наденешь кендал посмотрел на меня остановившись у лестницы ведущей со стены некогда и незачем умотал я головой с нажимом добавил торопись сейчас ведь всех перебьют кендал кивнул и помчался по лестнице на ходу отрывистый громко отдавая команды своим помощникам я пошел следом не спеша обдумывая то что сейчас предстояло сделать собирались минут 15 не больше но за эти 15 минут лишились жизни 10 горожан последний мужчина и женщина лет 40 50 умерли буквально на наших глазах женщину стрелой в затылок мужчину дротиком в спину и он был жив когда мы выехали из крепости наверное это были муж и жена мужчина уже умирая сидя на земле прижал женщину груди обнимая одной рукой за голову другой за плечи и смотрел в ее открытые глаза а изо рта у него текла струйка крови я видел это также четко как если бы не показали на широком экране кинотеатра бледное лицо женщины лицо мужчины залитые кровью с гримосой боли и невероятного страдания явно не физических боли и страдания они ближе всех сумели подбежать к воротам крепости и упали уже метрах в десяти от моста закрывающего наполненный водой ров это не первая моя война я видел всякое и никогда не мог понять почему люди находят удовольствие страданий других людей в чем тут интерес в чем наслаждение если перед тобой враг и он старается тебя убить убей его не хочешь убивать возьми в плен заставь работать на себя но зачем пытать зачем причинять живому существу страдания мужчина конечно же умер не дождавшись помощи я не мог выйти из атаки и заняться спасением раненого а мой учитель не успел к нему добраться я запретил ему выходить из замка у нас всего два лекаря мага и потерять одного из них было бы глупо и расточительно так что я продолжил ехать рысь его главе отряда латников за мной сто пятьдесят опытных бойцов а еще быстрым шагом за нами шли пехотинцы с тяжелыми щитами по типу римских скитумов тяжелыми копьями мечами и дротиками эти прикроют дорогу в замок если вдруг враг решит обойти нас и ударить сходу прорубив себе дорогу в сердце твердыни латники остановились у моста прикрывшись стеной щитов а мы понеслись дальше разгоняясь все быстрее и быстрее как пыхтящий паровозом бронепоезд или нет скорее напоминала атаку псов рыцарей из старого фильма александр невский свиньей клином на острие клина я холодный злой полный до краем шипучей тяжелой темной ненавистью ненавижу изуверов мучающих животных людей я бы им бошки отрубал без суда и следствия нас конечно же заметили и тут же в воздух поднялась туча стрелы дротиков я выставил защиту из уплотнившегося воздуха и снаряды бессильно осыпались на землю разочарованно свистя в полете копыта глухо врезались еще мягкую после дождей землю лошади всхрапывали роняя слюни позвякивала притороченные к седлому висящие на поясах оружие копья смотрели вперед острыми жалами отыскивая вожделенную добычу еще ближе еще я не могу ударить с этого расстояния степняки как щитом прикрыты толпой перепуганных людей лежать кричуя во всю глотку усиливая голос потоком воздуха эффект такой как если бы я крикнул в микрофон громкоговорителя всем лечь поняли наконец-то поняли толпа голых людей брякнулась на землю скрывая мне простор для маневра теперь пора и я ударил всей мощью своего мутировавшего мозга всей накопленной магической энергии всей яростью ненавидящей души и это было страшно невидимое лезвие прошлось по строю изготовившихся к атаке степняков разрубая их пополам разрывая разбрасывая в стороны как изломанных кукол как щепки после удара лесоруба мне жаль только лишь лошадей они за что страдают что они сделали плохого за что им такие страдания лошадиное ржание даже не ржание виск несчастных искалеченных умирающих животных людские крики стоны проклятия лязг металла и вонь мерзкая смесь запаха крови и внутренностей запах который я еще не забыл и уверен мне его забыть не дадут лезвие из уплотненного воздуха с каждым метром пройденного пространства теряла свою силу и если первые ряды были рассечены на куски то те степняки что были позади в большинстве своем остались живы с поломанными руками ногами ребрами уцелела небольшая группка всадников позади человек пятьдесят не больше их ударила уже остывшей волной но и они остались седле и лошади устояли на ногах только присели на задние и подались назад за мной крикнул я пусть пешие добивают кендалл обернулся к сигнальщику тот издал переливчатый свист из свистка висящего на шее и латники разом подняли щиты и неспешным шагом не разрушая строя пошли вперед не зря отрабатывали маневры все эти месяцы под дождем матерясь шипя мокрые злые как голодные мыши зато теперь наше войско выглядело настоящим римским легионом конь вытянулся в струну грива по ветру копыта бьют о землю мышцы ходят ходуном я пристал на и упорно посылаю вперед своего жеребца не пятками нет и не шпорами боже упаси я прошу я требую него скачи быстрее еще быстрее и вливаю мышцы коня магическую энергию поддерживающую усиливающую энергию стирающую усталость он немного застоялся в конюшни за эти месяцы дождевого сезона но он здоров сыт а с помощью магии может творить чудеса и он творит я вырвался вперед обогнав всех моих приспешников и без труда настиг быстрых ловких но не таких быстрых как мой жеребец степных коняшек и снова ударил магией что есть мощи так что из моих ноздрей от перенапряжения закапала кровь будто великан вздохнул ахнула поднялась пыль закрутился огромный вихрь поднявший в воздух сухую траву куски дерна ветки кустарника и что-то красное бесформенное то о чем сейчас не хотелось даже думать я придержал коня чтобы не въехать в дождь из падающих на землю предметов а потом повернул его к замку делать там больше нечего никого из убегавших не осталось живых а я не хотел видеть то во что они превратились и опять же мне было жалко только их лошадей люди разве это люди степняки жалости не были достойны соберите оружие припасы то что можно собрать лошадей разделайте снесите мясо в ледники я потом зайду заморожу мясо нам очень пригодится трупы в реку иначе болезни начнутся одежду со степняков тоже заберите оденьте горожан с ними все как обычно кендал молча отслютовал а я поехал к замку не глядя на то как добивают раненых степняков и стараясь не слышать как кендал приказывает добивать умело не портя одежду лишними дырками да я умею эффектно убивать но кто сказал что мне это может нравиться отец встретил меня во дворе сам лично принял у меня по воде жеребца и виде мое состояние тихо сказал иди умойся у тебя все лицо в крови а потом добавил глядя на меня странным долгим взглядом горжусь тобой сынок а я вдруг подумал о том как причудливо закручивается судьба только недавно я был позором своего отца никчемным его отпрыском ничтожным и ни на что не годным ботаником и вот я вдруг стал орудием главного калибра и гордостью клана только почему это меня не радует почему в душе такая горечь и опустошение и я побрел свои покои усталый выжатый как лимон как бы мне хотелось просто выращивать красивые экзотические цветы огромные сливы каждый свой кулак и травку который вылечивает самые страшные болезни по моему это гораздо более достойное занятие чем убийство только вот почему-то в истории остаются только те кто убивает как дышит но редко люди вспоминают врачей спасающих жизни врачей без которых не может жить ни одна цивилизация парадокс без военачальников жить можно а ты попробуй проживи без лекаря хотя что тут парадоксального папа папа пришел пушистое существо взлетело мне на грудь прыгнув прямо с загривка черного как смоль зверя зверь сверкнул глазами и на его морде явственно проявилась улыбка папа может быть может быть может быть и рассеянно погладил мурчащие белоснежные создания и перед глазами вдруг возникло лицо девушки с которой я встречался в своей молодости я тогда учился в спецшколе в подмосковье она жила рядом в небольшом городке сателлите столицы красивая девушка брюнетка с короткими волосами небольшого роста не худая и не тонкая умненькая начитанная и вообще имеющая свое мнение по любому вопросу но не навязывающее это самое мнение мы занялись с ней сексом после пятого свидания абсолютно случайно на речушке в кустиках на пляже целовались обнимались и вдруг сам не понял как это получилось бах и все тут она была девственницей а через несколько месяцев мы расстались я ничего не мог ей сказать кто я такой чем занимаюсь и куда меня направили просто исчез да и все тут паскудно вышло точно и кстати сказать мы ведь с ней не предохранялись а значит значит что где-то на земле может бегать моя копия если только танечка не решила избавиться от нежелательного довеска грустно у меня могла быть семья могли быть дети но я все это променял на опасность на кровь на жалование на которые яхту точно не купишь на службу родине которую я любил больше чем себя впрочем как и большинство моих сослуживцев других в нашу службу и не принимали с тех пор у меня было много женщин красивых и не очень брюнетах и блондинок белых черных желтых даже красных но танечка всегда останется в моем сердце надеюсь как и я в ее тебе не поздно завести семью брат громыхнул в голове голос уга который слышал все о чем я думаю ей богу придется учиться выставлять защиту я не эксгибиционист потому мысль о том что твои мысли и ощущения считывает некое существо пусть даже любимые абсолютно не приводит меня в восторг надо же сохранять какой-никакой интим черт подери ты не можешь держать стену беспрерывно кихикнул в голове угу ты во время случки расслабляешься и у тебя вообще никакой защиты нет фу не случка занятие сексом выругался я сколько раз тебе говорить случка только у животных а мы люди разве есть какая-то разница усмехнулся угу явно намереваясь углубиться философские дебри и я тут же присел к его поползновения мне было не до этого все хватит философии давай рассказывай что видишь яйца положи руку на меня брат и не отрывая пока смотришь и ты сам все увидишь я помедлил почему-то внутри все сжалось и заледенело сам не знаю почему боюсь неужели боюсь чуждые существа из невероятно далекого прошлого коснуться их сущности не опасно ли это не опасно смехнулся угу брат я с тобой ты просто увидишь то что вижу я я медленно положил руку на загривок коту другой рукой придерживая мурлычащую снежку и замер ожидая прихода и он не заставил себя ждать вспышка и я парю парю в небе восходящие потоки мягко поддерживают мои крылья снизу река похожие на тонкую серебристую веревочку пытаясь понять на какой высоте я парю но не могу нет ориентиров не с чем сравнить хотя что это корабль точно галера маленькая такая даже не игрушечная похожий на рисунок узор на ковре настолько мало цит корабль хорошо прохладный воздух омывает чешую горящую синим пламенем в лучах яркого солнца кровь мощными толчками пробивается по телу разнося сытости дрему после обильного обеда всегда так можно приземлиться на вершину горы укрыться крыльями и дремать 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 удар по чешуе со скрежетом скользят когти оставляя на них видимые царапины поводырь кричит и тут же его крик обрывается затихает в потоке яркого белого пламени видимого даже среди солнечных лучей а потом скрюченная обугленная фигурка с прижатыми груди руками летит к земле кувыркаясь поворачиваясь сбоку на бок и горе горе затапливает душу и ярость ярость рвется наружу и нет уже места жалости есть только желание убивать убивать во что бы то ни стало или умереть в битве если не хватит сил покончить с обидчиком ревущие пламя из пасти и вот уже поводырь красного дракона вопит тонким истошным глазком и два гиганта синий и красный схватываются в смертельных объятиях терзая друг другу острейшими когтями выдвинувшимися из острых лап боль ярость мышцы на пределе возможностей и красный дракон беспомощно машет разорванным перекушенным левым крылом пытаясь предотвратить то что ему предназначено судьбой а синий дракон не успокаивается он налетает сверху бьет когтями метя в огромные желтые глаза красного жжет его пламенем уворачиваясь от встречного потока плазмы и вот закономерный результат красный дракон с размаху падает на острые скалы превращаясь в груду истекающей кровью плоти синий дракон делает круг торжествующий протяжно трубя а потом летит туда куда упало тело его любимого брата его поводыря он жалобно курлычет оплакивая того кого знал самого детства того с кем вместе спал ел о ком знал все что можно знать о существе с которым ты объединен душой и мысли которую слышишь днями и ночами и огромные сердца дракона рвутся от горя переполняющего его душу и он знает что только время излечит эту боль пятнадцатый поводырь они ведь так мало живут так мало и уходят отрывая кусочек души дракона маленькие мягкие существа ради которых дракон готов убивать и умирать я с трудом вырвался из чужих воспоминаний перевел дух из глаз стекли слезы я был этим драконом я чувствовал все что ощущал он и это было просто потрясающе и требовал осмысление кто напал на дракона почему напал кто такие поводыри что это за существа такие а еще мне ужасно захотелось полетать вот так на драконе чтобы ветер лицо чтобы мир стал маленьким маленьким и чтобы я сливался с драконом всей своей душой как а Продолжение следует... Продолжение следует... Разведчики, о великий! Они подобрались близко и видели происходящее из холма. Имперцы из замка собирали трупы и возили их в реку. Трупы уже раздетые. Многие разорваны на части, будто ударили магией. Пять сотен всадников! Лучшие разведчики! Откуда в замке взялся шаман? Скарло! Ты ведь говорила, что в замке нет шаманов, и что их всех убил император. Как так может быть? О, великий! Скарло внутренне сжалась, но не подала виду, что ей страшно. Всё так, как я тебе сказала. Всех наследников клана Конта предательски убил император. Глава клана и его дочь умерли раньше и похоронены в родовом склепе. Я не знаю, кто сейчас правит замком, и откуда в нём взялся маг. Или маги. Я нахожусь здесь уже несколько месяцев, и совсем ничего не знаю о происходящем в замке. Возможно, что император прислал какого-то мага, и вот теперь занимается защитой замка. Мне это неизвестно. Зато мне известно. Собиратель родов щерет жёлтые зубы. Это твой бывший хозяин, мальчишка Альгиз. Мои агенты сказали, что он обладает магией стихий. Недавно он напал на стражника городской стражи и снёс ему голову ударом магии. Альгиз? Магия стихий? Скарла неподдельно удивилась, да так, что глаза её вытаращились, и челюсть отпала едва не до груди. Как такое может быть? Он всего лишь ботаник, лекарь, травки растил. Он теперь не травки растит. Он теперь правит кланом Конта, хотя и находится в розыске, как бунтовщик. С гордостью сообщил Собиратель и насмешливо скривился, глядя на ошеломлённую старуху. «Что, тётушка, удивлена? У меня есть свои способы узнать правду. Ты думала, я только развлекаюсь, да кумыс пью? Ха, то-то же. Иди в свою юрту, собирайся. Завтра выступаем в поход. Земля уже пылит, трава ещё зелёная. Будет корм для лошадей. Пойдём налегке. Еды на три дневных перехода. Воду найдём в дороге, а потом припасы возьмём уже на месте в городе. Обозы пойдут сами по себе». «Припасы?» С сомнением протянулась Карла. «Какие могут быть припасы после того, как горожане узнали о набеге?» «Всегда есть припасы», — оскладился Собиратель. «Люди прячут их в ямы, надеясь, что гроза пройдёт стороной и можно будет вернуться в дом. Стоит прижарить им пятки, всё покажут и сами принесут. Ползком!» Он захохотал, не глядя протянув в пространство пустую пиалу, и в неё тут же полился густой белый кумыс, в котором плавали жёлтые кусочки масла. Старый кумыс, хмельной, услада желудка и радость для сердца. Не то, что прокисший виноградный сок имперцев, от которого болит голова и печень. Кумыс — это и еда, и питьё. Если у тебя есть достаточно кумыса, ты не умрёшь с голоду и от жажды. А ещё у тебя не будут выпадать зубы и волосы. Настоящие питьёды настоящих мужчин. Выпив, бросив серебряный кубок назад, слуге, который только что наливал кумыс, вытер губы запястьем и с хрустом потянувшись объявил. «Командир Автардов ко мне! Быстро!» И, обращаясь к Скарле, ухмыльнулся. «Сегодня безыгрыш. Пусть не приходит. Завтра выступаем». Скарла медая накивнула, встала, и, поглядывая на сидевшего истуканом и прикрывшего глаза собирателя, попятилась к двери. Ощущение у неё сейчас было таким, как если бы она выползла из пещеры, полно ядовитых змей, на какое-то время впавших в спячку. Перешагиваешь через них и опасаешься. Вдруг сейчас очнётся. Вдруг вцепится в ногу. И выбраться хочется побыстрее, и боишься поднять шум и задеть смертельно опасную верёвку. Уже когда за ней закрылась тяжёлая парчёвая занавесь на входе, Скарла негромко выдохнула, ощутив жжение в груди и сообразив, что не дышит уже минуты две, и тут же припустила по улице между шатров, направляясь к своему, доставшемуся в наследство от покойной шаманки. Барбара сидела возле очага, на котором в большом котле варилась баранина и задумчиво медленно ширкала по клинку короткого меча бруском точильного камня. Увидев, Скарла сморщила нос и с оттенком страдания тихо спросила. «Что опять? Я чувствую себя мясником. Как это всё надоело!» «Мне, думаешь, не надоело?» Буркнула Скарла с разбега, плюхаясь на пласт одеял, наваленных у стены. «Нет, не сегодня. Завтра Орда выступает!» Барбара шумно вздохнула и отложила меч. «Наконец-то!» «Дура!» Зло скривилось Скарла. «Будешь теперь обивать не на потеху этому?» «Хм!» Старуха замялась, оглянулась на стену юрты, не подслушивает ли, понизила голос. «Не на потеху, а в бою. И там тебе башку снесут. А я должна тебя доставить Альгису. Ты его собственность. Он приказал мне доставить тебя к нему, и я доставлю!» Барбара внимательно посмотрела в лицо Старухи и промолчала. А та после паузы спросила. «Ты кто?» Барбара непонимающе вытащила глаза. «То есть?» «Ты Барбара или шаманка? Ты не можешь мне соврать! Ты обязана сказать правду! Ну, рассказывай! Все рассказывай!» «Я... Я... я не знаю...» Выдавила из себя девушка. «Наверное, все-таки Барбара. Хотя и помню все, что знала Эльга. Только смутно, будто сквозь туман. А вот все, что знала Барбара, помню. Я и не Барбара, и не Эльга. Я что-то другое, совсем иное. «Как думаешь, твои собратья из гильдии попытаются тебя отомстить за то, что ты отступила от приказа и не убила Альгиса?» «Да, обязательно. Но прежде убедятся, что я отступница, а потом убьют. И пришлют нового брата или сестру. У Альгиса нет шансов выжить. Братство приняло заказ, а значит, цель должна быть достигнута». «Но пока они убедятся, что ты отказалась убивать, ничего не предпримут, так?» «Так. Мы об этом уже говорили». «Я уточняю и думаю. Как остановить вашу гильдию? Как отменить заказ?» «Никак. Я ведь уже говорила. Даже если убить нашего отца, заказ будет выполнен. Только если уничтожить всех братьев и сестер, тогда можно остановить братство. И об этом мы уже говорили». «Но как? Как вас остановить? Демона вас задери!» Скарлыдова не застонала, дернула себя за косу и помотала головой. «Я целыми днями об этом думаю. Ведь должен быть какой-то способ остановить гильдию убийц. Ведь кого-то они не убивают, не берут на них заказы». «На братьев и сестер», просто сказала девушка. «И на тех, кто заплатил братство за убийство. Что? То есть, если заказать кого-то братству, тебя никогда не убьет?» Всполошилась Скарла. «Нет». Улыбнулась девушка. «Я понимаю, о чем ты подумала. Так не получится. Если заказ на клиента был принят раньше, чем он сам сделал заказ, вначале уберут, а потом уже исполняют его заказ. Иначе возникла бы неразбериха. А что касается приема в братство, тут вообще ничего не может получиться. Потому что в братство не принимают, в братство берут. Маленьких детей покупают, и потом они воспитываются в братстве, пока отец не сочтет, что брат или сестра способны служить братству. И только так. Только смерть может избавить цель от братства. Мы ведь с тобой не раз уже об этом говорили, и ты снова начинаешь. «Цыц, заткнись!» Яростно выдохнула Скарло. «Сколько нужно, столько раз и будем это обсуждать. Ты хотела его убить, сучка. Теперь думай, как его спасти. Это твоя судьба. Ты подчиняешься ему и навсегда, поняла?» «Да что ж тут не понять?» Барбара похлопала ресницами, и Скарло в очередной раз удивилась странности ее глаз. Они раньше были ярко-синими, теперь фиолетовые, как у Альгиса, и будто светились изнутри. Скарло задумалась, кто эта девушка? Что в ней от Барбары, а что от шаманки? Наблюдая за тем, как та себя ведет, что делает, Скарло с каждым днем убеждалась, что личность шаманки то ли растворяется в этом теле, то ли улетучивается, испаряясь, как вода на раскаленных камнях. Барбара с каждым днем все больше захватывала это тело, вытесняя и вытесняя несчастную Эльгу. Но при этом, и тут Скарло внимательно следила, шаманка не забирала с собой имеющиеся у нее знания, и умения. Личность уходила, но кирпичики, из которых она была сложена, никуда не девались. Скарло не знала, как так получается, и не надеялась узнать. В мире достаточно такого, что не может быть понято человеком. Божественный промысел, и только так. А вот причина возврата Барбары, которая никуда не девалась, а так и застряла в этой прекрасной голове, Скарло, в общем-то, знала. Барбару заставляли делать то, что она умела лучше всего — убивать. Собиратель любил две вещи, кроме войны и вкусной еды. Это красивых, необычных женщин и поединки. Каждый день против Барбары выставляли по несколько человек в одиночку и сразу толпой, и она их убивала. Все обставлялось, как в первый раз. На теле Барбары никакой одежды, в руках мечи или меч и кинжал. Противник с любым оружием, кроме лука, и без какой-либо брони. Максимально небольшой щит, который одевался на кулак. Противниками Барбары были и пленные, в том числе и захваченные солдаты империи, и профессиональные поединщики степняков, которых ради такого случая привезли издалека, со всей степи. Ну и простые всадники, у них вначале было так много, что приходилось вести жесткий отбор, доходило до драки. Потом поток желающих сразиться с белой шаманкой, так стали звать Барбару, резко уменьшился. Однако совсем не прекратился, ибо каждый мечтает в раз разбогатеть. Дело в том, что Собиратель объявил, тот, кто сумеет победить Барбару, получит золото столько, сколько он весит. А для нищих степняков это не просто огромная сумма, это... вся жизнь. Стадо скота, много жен, красивая одежда и лучшие кони. Это возможность подняться на несколько ступенек выше в иерархии степи, в том числе и образуя свой собственный род. И образование рода неизбыточная мечта любого бедного пастуха или всадника-воина. Ну, а между тем Барбара убивала пленников. Они тоже старались ее убить, но все-таки это выглядело так, как если бы старый воин бился с малышом лет десяти. Барбара убивала их быстро, умирали они без мучений. А вот искателей золота, жаждущих повредить ее прекрасное тело, Барбара не жалела и буквально нарезала их на куски. Возможно, для того, чтобы претендентов было как можно меньше, посмотрят на кровоточащие обрубок, которые она превратила в стяжатели, и передумают выставлять свою кандидатуру на бой. В конце концов, так и вышло. Златолюбцы резко поубавились в количестве, и теперь только самые жадные и самые самоуверенные пытались счастья на ресталище у шатра-собирателя. Себе же на беду. Скарла не раз задумывалась, а не использовать ли Барбару по назначению. Приказать ей убить собирателя, и все это безобразие закончится. Орда, поход на империю и все такое. Но после здравого размышления она отказалась от этой идеи. Во-первых, потому что, скорее всего, Барби не удастся осуществить задуманное. Собиратель не идиот и охраняет свою персону со всей возможной обстоятельностью. Сквозь телохранителей Барби, возможно, что и пробьется. Скарла никогда в жизни не встречала такой ловко-эффектной убийцы. Но ведь остаются еще и шаманы, двое из которых всегда стоят за плечами собирателя. Они наготове и разнесут в клочья любого, кто приблизится на опасное расстояние. Такое уже было. Один из воинов хотел, видимо, бухнуться в ноги собирателю с просьбой или мольбой, но стоило ему приблизиться на расстоянии пяти шагов от собирателя, полетели куски окровавленной плоти, заливая кровью всех, кто находился рядом. Шаманы потом были награждены ценными подарками, дорогим оружием и чашами из серебра. Заслужили чего уж там. А вот телохранители, проморгавшие нападение, были высечены до полусмерти, но не казнены. Тому после этого Скарла даже заподозрила, что нападение устроил сам собиратель для проверки своей охраны. Как оказалось, совсем нет. А не казнил он бойцов, потому что теперь эти парни точно не пропустят к нему непрошенных гостей, помня о том, что случилось раньше. Сам об этом сказал. Ну, а второе, Скарла очень любила жизнь, хотя, казалось бы, куда ей еще жить? Пожила. То, что Барби живой не выпустят, это совершенно однозначно. Какой бы ловкой и умелой она ни была, выйти из середины многотысячного войска ей не суждено. Но когда падет Барби, настанет очередь Скарлы. Ей придется перерезать себе горло, чтобы не попасть в руки палачей. Умирать долго и трудно очень, знаете ли, не хотелось. Скарла хозяйка Барбары, а значит, отвечает за ее поступки. Потому ответит по полной. Ну, а что тогда остается? Остается плыть по течению и ждать, когда подвернется случай сбежать. Пока что такой случай никак не подворачивался. Собиратель не дурак, и за Скарлой постоянно ведется наблюдение, как и за Барбарой, любимой его игрушкой. И очень профессионально ведется. Скарла в этом совсем не новичок, но и она с трудом улавливает движения наблюдателей, мелькающих за юртами, стоящих в толпе ордынцев. Их выдает взгляд, внимательный, проникающий в самую душу. А кроме того, среди наблюдателей есть и шаманы. Вот от тех совершенно невозможно спрятаться. Найдут где угодно. В общем, Скарла с нетерпением ждала, когда закончатся дожди, подсохнет степь и орда двинется на Империю. Только тогда шанс сбежать увеличится многократно. Сразу же возникает вопрос, а зачем ей это? Живет в достатке, есть, пить, всего этого вдоволь, подарки получает от Собирателя. Так зачем тогда Скарли стремится попасть в усажденный замок и фактически готовиться к смерти? Ну, во-первых, она не бросит Альгиса, он ей как сын. Если мальчишка умрет, у Скарла исчезнет цель существования. А если не будет цели, зачем жить? Во-вторых, находиться рядом с Собирателем, это все равно, как гладить ядовитую змею. Ты не знаешь, когда она обернется и нанесет смертельный укус. Скарла искренне считает, что он совершенно ненормальный, сумасшедший. Как сумасшедший может управлять таким количеством людей? Как заставил их подчиниться себе? Так сумасшедший совсем не обязательно должен быть идиотом. Наоборот, от сумасшествия до гениальности один шаг. И Скарла всегда считала, что человек, наслаждающийся муками, болью живых существ, самый что ни на есть сумасшедший. И вот таким является Собиратель. Сегодняшнее сообщение о том, что Орда все-таки выступает, привело Скарлу едва ли не в восторг. Наконец-то. Хватит сидеть на месте, пора улепетывать. Сложить в переметные сумы самые ценные, золото, серебро, драгоценные камни, редкие снадобья и артефакты. И как только представится возможность, рабы, которые живут во второй юрте поменьше, соберут остальное. Но все это, и рабов в том числе, придется бросить. Уходить надо налегке, опять же, если им позволят уйти. Пыль. Она лезла в нос, в уши, першила в глотки. Пыль была везде. Почва, вначале влажная, под копытами лошадей и огромными в рост человека колесами повозок, превращалась вначале в нечто подобное пасти, а по мере высыхания в порошок, тут же взлетающий в воздух и висящий в нем подобно туману. Ветра не было совсем. Белое, жестокое солнце жарило так, что можно было подумать, оно мстит миру за все эти месяцы своего вынужденного отсутствия на небосклоне. Орда двигалась медленно, проходя в день не более 40 тысяч шагов. Но это было движение неумолимое и безжалостное, как поток раскаленной лавы либо нашествие кровожадных бродячих муравьев. После Орды оставалась полоса взрытой, вскопанной сухой земли, на которой не было ни одного ростка, ни одного водоема с невыпитой водой. Впереди скакали отряды воинов-разведчиков, за ними передовые всадники ударной армии, следом основная масса бойцов на лошадях, которые могли воевать и в пешем строю. Что они и делали, когда наступал их черед захватывать города. Шаманы шли в середине Орды, шли и ехали на лошадях, в повозках, кто как хотел. Они были слишком ценными бойцами, чтобы стать передовыми или замыкающими. И те, и другие могли подвергнуться неожиданному удару, потому пусть лучше шаманы идут в центре войска. Первый имперский отряд встретили уже на подходе к городу. К собирателю подскакал посыльный, бросился на землю и лёжа ничком быстро забармотал. «О, Великий, сведения от разведчиков Тугара! Имперское войско? Встань!» доказал собиратель, вглядываясь вдаль и морщаясь от лезущей нос пыли. «Количество! Что собираются делать?» «По первым прикидкам около двухсот человек!» отрепортовал посыльный. «Стоят в поле, ждут приближения нашего войска!» «Двести!» опешил собиратель. Потом захохотал. «Ха-ха-ха! Двести человек! Против наших десятков тысяч! Они сумасшедшие! Что это за войско такое?» «Не знаю, собиратель. Имперское, как сказал предводитель Тугар. Больше ничего не знаю». Посыльный снова упал на живот и протянул вперёд руки в знак полного подчинения. Собиратель пренебрежительно фыркнул, махнул рукой. «Свободен!» И снова махнул уже своей свите, которой была и Скарло со своей рабыней. «За мной! Посмотрим, что это за безумцы!» И они поскакали вперёд в проход, образующийся в тесном порядке войска. Оно расступалось перед своим собирателем, как масло перед раскалённым ножом. Ну, а кто не успевал, был сбит, послыша отмечал охранителей, служащих остриём этого самого ножа. «Будь расторопней, соображай!» «Не успел отпрыгнуть, сам виноват!» Окинув быстрым взглядом ряды имперцев, Скарло прикинуло. «Точно! Двести человек, не больше!» Но они впечатляли. Закованные в сияющую броню с ног до головы, кони тоже в броне, могучие, высоченные, длинные копья, усёдел, мечи и ещё какие-то боевые орудия. В центре строя, в её середине, трое мужчин без брони, судя по всему, боевые маги. Им нельзя в броне, магия блокируется. Их броня — магия. «Это что ещё за комедианты?» — ряхнул собиратель. «Убрать!» «Может, шаманов? Пусть снесут их магией!» — предложил один из глав родов. «Это имперские регулярные части. Похоже, что гарнизон города. Это не пограничники. Это всерьёзнее. Я хочу посмотреть, на что способны наши бойцы. Без магии!» — покойно сказал собиратель. «Пускай лучники вначале с ними разберутся. Ну, а потом...» Глава рода Ансан кивнул и поспешил к бойцам. Собиратель не терпел промедления. Все его приказы следовало исполнять незамедлительно. Через пять минут вдоль фронта армии выстроились лучники. Скарла не могла видеть, сколько их было, но не менее пяти сотен. Может, больше? Скорее всего, больше, потому что, когда стрелы со свистом и гудением полетели в сторону закованных сталь-всадников, на земле отчётливо проявилась тень, будто от грозовой тучи. Стрелы застили солнце. Первый залп заставил собирателя вырваться сквозь зубы, самой чёрной бранью, которую он знал и знал из Карла. Что её удивило? Неужели в самом деле думал, что солдаты регулярной армии, посвятившие всю свою жизнь армейским тренировкам, настолько плохи, что их можно вот так запросто сразить одной стрелой, и что имперские маги гораздо хуже, слабее любого степного шамана? Осознание такого факта даже вселило в Скарлу некую иллюзорную надежду на скорую победу. Если этот больной на голову тип так недооценивает противника, победить его будет гораздо легче, чем думалось в самом начале. Стрелы не ударили в латников. Они осыпались на землю, встретив невидимые препятствия. Армейские маги успели поставить защитное поле из твердеющего под ударами воздуха. Чем быстрее летит объект, тем гуще, тем твёрже становится воздух этого барьера. Многие стрелы сломались, разлетелись в дребезги, будто ударили в гранитную скалу. Мда, ума собрать гигантскую орду у собирателя хватило, но чтобы как-то научиться правильной тактике в борьбе с регулярной армией, этого нет. Офицеры империи годы проводят в учении, прежде чем их выпускают на службу. Тактика, стратегия, учёт опыта множества поколений военачальников — всё это вбивают им в головы едва ли не дубинками, а иногда и дубинами. Телесные наказания в офицерской академии хоть и редкое явление, но бывает. «Шаманов сюда! Вперёд! Уничтожить!» — завопил собиратель, но прежде чем шаманы заняли своё место впереди войска, отряд имперских латников пришёл в движение. После команды, отданной дудкой горным, сияющей доспехами воинство пришло в движение, и топот их тяжёлых, затянутых бронёй коней был настолько тяжек, что, казалось, земля начала трястись. Удар был страшен. Бронированные чудовища врезались в конную и пешую толпу, и, оставляя за собой безжизненные и дергающиеся тела, прошли сквозь передние ряды, как раскалённый нож сквозь брусок масла. Огромные кони сбивались ног и людей, и степных лошадей, а всадники, не обращая внимания на удары копий и кривых мечей, работали своими мечами, размахивая ими со скоростью лопастей воздушных мельниц. Броня имперцев спокойно выдерживала удары клинков и копий степняков, оставлявших на ней лишь зарубки и небольшие вмятины, а длинные мечи всадников рубили безжалостно и точно, разрубая степняков, лишённых стальной защиты, от плеча до самого паха. В считанные минуты вернулись в прах не менее трёхсот степняков, и при этом ни один имперец не был повержен с коня. Шаманы не могли бить по стальным всадникам, боясь задеть своих, потому имперцы практически безнаказанно перемалывали скучившихся степняков, которые уже начали разбегаться в стороны. В монолитном строе степняков образовались водовороты, проплешины, охваченные ужасом захватчики разворачивались и бежали, куда глаза глядят, спасаясь от неминуемой смерти. Собиратель рычал, ругался, грозил карами-дезертиром, но ничего поделать не мог. Вот когда начала крушиться теория о мягкотелых белых людях, не способных дать отпор настоящим воинам степи. Стало ясно, как никогда, что захват империи точно не будет лёгким, и что к этому делу нельзя подходить наплевательски, без тактики и стратегии. Это не пленных пытать и не пограничников гонять. Эти закованные встали убийцы так просто не сдадутся. И тогда собиратель отдал приказ шаманам бить по имперцам, невзирая на то, что они могут задеть своих. Если свои такие идиоты и предатели, что бегут с поля боя, нет к ним жалости. Пусть дохнут, как и положено, трусом. У отряда в 200 человек не было шансов против войск в десятки тысяч воинов, и они знали это. Но всё, что могли сделать, отдать свою жизнь подороже, как и следовало поступить настоящему имперскому гвардейцу. И они отдали её, забрав на тот свет каждый под десятку захватчиков. Возможно, что в скором будущем их подвиг воспоют, назовут атакой двухсот, но им было на это наплевать, они умерли с честью. Последними погибли трое имперских магов. Те вначале остались на месте и пошли в атаку, когда увидели, как пал последний имперский солдат, роняя на землю императорский штандарт. Ни у каких солдат нет шансов против воздушного кулака или огненной сети, даже у закованных в сталь бойцов. О чём, кстати, в скорости узнали степняки, размётанные, расплющенные, перерезанные пополам, убитые дождём из острых, как кинжал и сосулек. Имперские маги взяли с собой почти столько же, сколько и воины в блестящей броне, не менее двух тысяч человек. Один поставил защиту и держал её, пока не выбился из сил. Двое других колдовали боевые заклинания. А когда объединённая мощь десятков шаманов степи разметала защиту имперца, третий присоединился к своим товарищам и последним усилием выпустил во врага всю магическую энергию, что у него была, проделав в строе врагов целую улицу и пал, убитый разорвавшимся в мозгу сосудом. И это была не самая плохая смерть, потому что через минуту его товарищи лежали в земле измятые, захлебывающиеся кровью из разорванных лёгких и молили создателя о скорой смерти. И она, милосердная, в скорости пришла. Ярость собирателя была такой неистовой, что от него попрятались даже телохранители. Если небольшой отряд имперцев сумел нанести такой ущерб, что же будет, когда подойдёт основное войско? И ответ был очевиден. В Орде резко изменилось настроение, и воины начали поговаривать, что идея набега на империю вообще-то не так хороша. И не стоит ли подумать, как следует и вернуться в степь? Похоже, что это приключение перестало быть весёлой прогулкой. Видимо, на это и рассчитывали безумные защитники города. Глава девятнадцатая Что там? Пока не пойму. Кендал прищурил веки, вгляделся, выругался. Демоны их забери. Это горожане. Оставшиеся горожане сюда идут. А за ними степняки наседают. И тут же добавил мрачное зло. Конец им. Пока дойдут, договаривать не стал. Всё и так было ясно. Расстояние от переправы до замка им не пройти. Не успеют. Я уже хорошо видел, как кружатся вокруг радостной стаи всадников. Будто мухи над изнемогающим истекающим кровью раненым животным. Впиться хоботком, попить свежей крови, насладиться муками умирающего, что может быть слаще. Отряд! Команду я, поворачиваясь к спуску со стены. Я пойду впереди. Сын, ты не можешь. Ты наше главное оружие. Я пойду. Отец пытается удержать меня за плечо, но я уворачиваюсь и командую. Отставить! Ты тайное оружие. Про меня они уже знают и пусть знают. Кендал, пять сотен, остальные наготове, прикрыть ворота. Минуты тянулись долго, очень долго. Пока собрались все, кто нужен, пока полностью вооружились, пока выстроились боевой порядок, уже слышны крики, вой женщин, плач детей, залихвастки, посвят степняков, осыпающих отступающих горожан стрелами и дротиками. Били они в основном не по толпе, били по тем, кто стоял щитом перед женщинами и детьми. Человек тридцать закованных в сталь латников, от которых отскакивали стрелы и рикошетировали дротики. Возможно, что их ранее было больше, но осталось именно столько. Три десятка залитых кровью в исцарапанных помятых латах всадников. Они пятились, прикрывая собой толпу людей, и когда степняки в очередной раз бросались в атаку, срывались с места и будто косой вырубали незадачливых агрессоров. Но их явно не хватало. Стрела не разбирает, куда летит. Вот упал один, стрела в глазной щели шлема. Вот спешили другого, конь его упал, подрубленный специальными стрелами, похожими на летающие лезвия. Но они все-таки шли, оставляя трупы соратников и множество трупов врага. Наконец решетка поднята. Наш отряд на рысях идет вперед, я трясу спереди. Именно что трясусь, потому что как всадник я полное дерьмо. Никакого сравнения с моими спутниками. Вот если бы это был какой-нибудь УАЗик или даже БТР... Хватит фантазировать. Вперед! Огибаем толпу беженцев, и в голове вдруг забилась мысль. Почему стрелы не летят в мирных беженцев? Почему только в строй латников? И тут же понимаю, а зачем в мирных? Это ж товар. Куда они денутся из замка? Их потом можно прибрать к рукам, сделать рабами. А вот латники эти да... Время от времени то один, то другой падает с коня. Стрелы коварная штука. Если массово стрелять по смотровым щелям, никакой танк не выдержит. Опять же лошади, которые хоть и в броне, но слишком много частей тела у них открыты. Рыцарь без коня не особый боец, его сила в скорости. В толпе беженцев нет мужчин, только женщины и дети, так что они лишние обузы защитникам замка, а не военная сила. Мгновенно оценив ситуацию, командую «Все назад! Хватаете сколько можно беженцев и в замок! Потом возвращаетесь за следующими! Вперед!» Кендал не стал спорить. Положить здесь отряд идиотизмом. Ну а я скачу в середину строя, спрыгивая из седла, становлюсь лицом к врагу, как раз запустившим очередную тучу стрел. Стрелы затмевали солнце. Это не придумка автора очередного исторического эпоса. Каждая стрела хоть немного набросает тень на землю, а если их тысячи, десятки тысяч. В общем, солнце померкло. Задержись я еще несколько секунд и мне конец. Но я успел. Купол, непонятно как созданный моим умением, остановил смертоносную тучу. Стрелы буквально посыпались с небес как страшный пестрый дождь. У каждой стрелы было свое оперение, своего рода, да и просто прихоть мастера, раскрасившего свое изделие. Так что, когда стрелы вертикально вонзились в землю, это было похоже на расцвет тюльпанов где-нибудь в Оренбургской степи. Вся уже ударил. Широким фронтом узкой полоской окаменевшего до твердости стали воздуха. Ряды степняков смело напрочь, оставив на земле бьющуюся в судорогах умирающую протоплазму. Фонтаны крови, ржание несчастных лошадей, умирающих по прихоти человека. Люди, перерубленные пополам, изломанные, искалеченные, но мне никого не было жаль. Зачем вы сюда пришли? Отнять у людей последние? Заставить их работать на себя и плевать в ползающих на коленях несчастных? Фашисты. Мерзкие фашисты. У меня на генетическом уровне заложена ненависть к агрессорам, к этим ублюдкам, решившим, что они лучше других и потому имеющим право на все, что угодно. Мы били вас, мрази, и будем бить, потому что правда сильнее. Сила в правде, брат. Шагаю вперед. Жнец смерти, еще получите, еще. И вдруг, чувствуя впереди непреодолимую преграду. Кочевники впереди, те, что выжили, расступились, открывая ряды людей, одетых в незнакомые мне длиннополые одежды. И я буквально почувствовал, как моя магия разбивается об этот строй, как о несокрушимую скалу. Они создали стрелу. Черт убери, похоже, что это ловушка. Но ведь как коварно и умно. Пожертвовать тысячами, чтобы заманить в ловушку одного, самого опасного, самого желанного врага. Меня охватило оцепенение, такое, будто я попал в абсолютно прозрачную липкую смолу. Руки двигались, ноги двигались, но медленно-медленно, так медленно, что это было похоже на то, как если при каждом движении мне мешали тугие резиновые тяжи. И только теперь я заметил сбоку, чуть далеки от первой стрелы, еще одну. Похоже, что это и была основной. Она защищала вторую от разрушения. Стрелы, камни, магия. Вторая работала исключительно на меня, и я ничего, совсем ничего не мог поделать с этой мощью. Десятки, а может и сотни сильных магов против одного, пусть даже и выше среднего уровня, можно сказать, сильного мага, хоть и не особо умелого. Я был сильнее каждого из них, может быть, даже в несколько раз сильнее, но их много, очень много. О, Господи, попал! Я попал! Превозмогая бессилие, поднимаю руку, оп, застыло. Теперь я как статуя в хрустальной глыбе. Магия не работает, меня отрезали от потока силы. Господи, да что же это такое? Бог, если ты есть, помоги! Но не должно заканчиваться так глупо, так просто и буднично, не должно! Я не Бог, брат, но помогу! Громыхнуло в голове, и черная тень мелькнула мимо меня. Он бежал настолько быстро, настолько молниеносно, что было непонятно, как выдерживают связки и мышцы, как легкие успевают накачивать кислород в кровь, как он вообще успевает что-либо видеть на такой скорости. Магический хит против быстролетящих предметов, таких как стрела, камень из прощи, брошенный клинок, а еще против магии. Я читал, что животные, обладающие магическими свойствами, не подвержены воздействию магии, но теперь видел это сам. Уго ворвался в строй шаманов, и первым, кто попал под удар у когтей и клыков, оказался тот, кто стоял на острие атаки, тот, на кого стекалась вся магическая энергия, и для мага это оказалось фатальным. Я не знаю, как это действует. Альгиз не особо интересовался такими сложными построениями. Зачем ему? Он ведь ботаник, а это боевая магия. Так что случившееся стало для меня полной неожиданностью. Маг просто взорвался. Эдакий фонтан крови и ошметка в плоти, разлетевшиеся в стороны метров на пятьдесят, если не больше. Наверное, та энергия, что фокусировалась на его организме, превратила шамана в нечто подобное баллону со сжатым газом. И Угу, повредив этот организм, нарушив концентрацию колдуна, будто поджег этот самый баллон. Вызвал неуправляемую реакцию, то бишь взрыв. Аковы сразу спали, и я получил возможность двигаться, и, не раздумывая, на одном инстинкте принял решение бежать, и как можно скорее. О чем сообщил своему спасителю, который в это время превратил в кровавые месива второго мага, возглавляющего вторую стрелу. Угу заверил, что он уже бежит, так как совсем не глупый кот, еще мечтает о котятах. И не обманул. Я еще не преодолел и третье расстояние до ворот замка, когда мимо меня с криком «Догоняй, брат!» промчалась черная стрела, поднимая облачка легкой пыли. И я догонял. Что есть сил догонял. Наверное, никогда в жизни так не бегал. И когда ворвался в ворота, по инерции пробежал несколько шагов и только тогда начал бессильно опускаться на землю. В глазах чернело, вертелись красные круги, а воздух никак не желал насытить мою едва ли не кипящую кровь. Мышцы болели, связки ныли. Я внутренней магией подстегнул организм, заставив его бежать так, как не может бегать обычный человек. Меня подхватили, тут же унесли в тень, уложив на растерянное одеяло, дали глотнуть воды, подкисленной красным вином. А попив, я позвал к себе Угу. И когда тот пришел, обнял его лобастую голову, прижал к себе и попросил. «Не уходи, полежи со мной. И спасибо тебе». Угу промолчал, но я чувствовал, как он улыбается и слышал, как он сопит. От кота пахло кровью, из его пасти несло черти какой тухлой дрянью, но я крепко прижимал его к себе и не отпускал. «Друг!» «Мой друг!» Потом рассказали, что когда я бежал, за мной вырастал целый лес из пущенных вслед стрел. Они чуть-чуть да не успевали за мной. Никто и никогда не мог предположить, что человек способен бежать с такой скоростью. Подумалось, а ведь на земле я мог бы стать олимпийским чемпионом. Чушь, конечно. На земле почему-то нет магии. А жаль. Потом я ел, отлеживался, и Угу вместе со своей подружкой не отходили от меня ни на шаг, а я и не возражал. Они уже успели помыться. Угу был чист, вылезен до блеска, его черная шкура, как всегда, каким-то образом умудрялась сверкать на солнце. Черный бриллиант, да и только. А когда я влез на стену, улучшившееся было настроение резко испортилось. Куда ни глянь, до самого горизонта, шатры, шатры, шатры. Горят костры, ржут лошади. Всадники, похожие в своей массе на перемещающихся бродячих муравьев, вытаптывают оставшуюся еще траву копытами своих лошадей. Как можно сладить с такой силой? Как победить это? Ответа у меня не было. Все, что мы можем, отсиживаться в замке. И то до тех пор, пока у нас есть припасы. А их не так уж и много. Об этом мне сообщили и мои советники, Кендал и отец. Я только молча кивнул и попросил пригласить ко мне старшего тех латников, что прикрывали отход мирных жителей и едва не стали причиной моей гибели. Интересно, ведь за кого чуть не положил свою голову. Гостей я принял в зале для советов, где обычно отец принимал важных посетителей и устраивал совещания. Их было трое. Крепкие, высокие, плечистые мужчины, далеко за 30, лет около 40 возрастом. А может и старше. Точно определить возраст человека, особенно сейчас, в условиях стресса, войны, дело нелегкое. Теперь все кажутся старше, чем есть на самом деле. Они представились. Старший оказался в чине, соответствующем земному капитану. Другие — лейтенанты. Гарнизоном командовал майор. Как оказалось, майор увел основной отряд навстречу наступающей орде, чтобы с честью принять бой и убить как можно больше врагов. Латники на конях, аналоги наших рыцарей, совершенно бесполезны в городе, которые практически невозможно защитить. Только в поле, только ударив всей массой, так как их учили, можно одержать победу и над гораздо более превосходящим в численности противником. А вот эту полусотню он оставил, чтобы сопроводить семьи гвардейцев в мой замок и прикрыть их от возможных набегов степняков. Теперь уже не полусотню. Их осталось гораздо меньше. Честно скажу, я впал в ярость. Ну вот как так? Мне не хватает опытных, сильных бойцов, а эти черти, руководствуясь своей дурацкой гордостью, просто идут и самоубиваются, отправившись на абсолютно безумное мероприятие. Ну что, что могут сделать двести латников против десятков тысяч степняков? Красиво умереть? Да кому нужна эта красивость? Надо красиво жить, сдохнуть мы всегда успеем. Идиоты! Вы идиоты! Не выдержал я. Не бойся гордитесь своим поступком. Он как пафосно рассказывает о том, что погубили двести с лишним лучших бойцов. Да вас за такое судить надо, а не честовать. Капитан побелел, как мел, скачил с места и схватился рукой за рукоять меча, висевшего на поясе. Как ты смеешь, мальчишка? Что ты понимаешь в чести? Твой язык повернулся сказать такое? Мой телохранитель Максим выдвинулся вперед, держа руку на здоровенной секире, с которой он не расставался, но я сделал ему жест рукой. Не надо. Я мальчишка? Это вы, мальчишки, глупые, безрассудные, напичканные по самую макушку глупыми представлениями о чести. Честь не в том, чтобы самоубиться и бросить на произвол судьбы своей семьи, жены, детей, отцов и матерей. Честь в том, чтобы любой ценой защитить близких, защитить мирных жителей и не позволить противнику себя одолеть. Вот в чем честь, глупый человек. Мы пожирали друг другу взглядами, и я увидел, как в лице капитана что-то дрогнуло. Он первый отвел взгляд. А за моей спиной раздался спокойный голос отца. Капитан, извинитесь перед главой клана. В противном случае собирайте свои вещи и уходите. Ищите смерти там, за пределами замка. Нам неблагодарные идиоты не нужны. Капитан повесил голову, упершись взглядом в пол, и с трудом выдавил из себя. Простите глава. Возможно, что вы и правы. Не вы к нам пришли, а я к вам пришел. Мы пришли. Несмотря на то, что император объявил вас вне закона, но для нас дороги наши семьи. Командир приказал доставить их в замок, а сам пошел умирать. Это его выбор. Может быть, и неразумный. Но я уверен, что мои товарищи, погибая, забрали с собой столько врагов, что это нашествие не показалось им легкой прогулкой. Ладно, капитан. Я устало опустился в кресло. Я тоже погорячился. Стало обидно. Нам так не хватает опытных бойцов, чтобы прикрыть стены, а тут... В общем, тоже извините за резкость. А что касается гонений на меня императора, когда его войско приступит к замку, а это когда-нибудь дослучится, я не буду настаивать, чтобы вы были на моей стороне. Вы свободно уйдете из замка, куда хотите. И даже если захотите, сможете присоединиться к войску и участвовать в штурме. Никогда. Мрачно ревкнул капитан. Моя честь этого не позволит. Мы лучше уйдем в отставку, чем так. Но до этого нам еще надо дожить. Вздохнул я. Сегодня меня чуть не поймали. У них сотни шаманов, каждый из которых может и слабее, чем я и мой отец. Но зато их много, и они могут объединять свою силу. Скоро будет атака на замок, и я не знаю, сумеет ли он устоять. Конечно, этот замок не чита новым строением, но опасения есть. Но пока вы поступаете под командование мастера Оуга, он выдаст вам задачи, поставит на обеспечение. И удачи вам, капитан. Хорошо, что вы здесь. капитан отсалютовал, и то же самое сделали его лейтенанты. А я подумал о том, что неплохо бы сейчас перекусить и немного отдохнуть. Тяжелый выдался денек. Штурм начался на следующий день, около полудня. И, как я предполагал, конечно же, первыми выступили шаманы. Помню, что сотворились форпостом пограничников, я этого и ожидал. Конечно, замок — это вам неусловно непроницаемые стены форпоста. Громада замка, сложенная из огромных глыб наподобие тех, из которых воздвигали самые большие египетские пирамиды, это вам не жалкий степной городок. Но все же, мало ли какую силу соберет этот чертов собиратель. Насколько знаю, он ограбил всю степь, поставив под ружье даже самые маленькие, самые зачуханные роды и семьи. И уж точно всех шаманов, до которых сумел дотянуться. Кстати, так и не понял, как можно заставить работать на себя людей, которые могут убить одной силой мысли, и которых трудно убить чем-то обычным, человеческим. Остановить стрелу — плевое дело. Заставить противника застыть, как статуи — ничего проще. И вот к тебе являются и сообщают, что ты должен послужить собирателю, в противном случае... А что в противном случае? Что будет? Ну, если хорошо подумать, ну вот представить некоего могучего шамана, которого все почитают, боятся, и который никому не желает служить. Пришли к нему, сообщили о желании собирателя иметь его во всех видах и позах. Что сделает шаман? Он или пошлет этих гонцов, или просто без затеи убьет на месте, ибо он великий, и никто ему не указ. И вот тут начинается самое интересное. Никакой карательной экспедиции со стороны собирателя. Никаких попыток уничтожить шамана. Зачем? Просто племя, в котором этот шаман живет, уходит и сообщает шаману, что его присутствие в племени совершенно нежелательно, ибо собиратель пообещал посадить на кол всех, кто даст шаману хоть крошку еды, хоть каплю воды. И становится шаман отверженным, голодающим, убогим, никому не нужным бродягой, ведь он не может жить вне социума. Шаман ничего не производит, он лишь оказывает услуги, например, вызывает дождь, или наоборот, разгоняет облака, защищает рот от набегов соплеменников, лечит, и за все это его кормят, поят, обеспечивают всеми благами. А если этих благ нет, как может жить шаман, не способный самостоятельно ни баранов пасти, ни стаду лошадей гонять по степи? Он не может жить один. И тогда шаман идет на поклон к собирателю, и тот, не поминая из старых обид, принимает колдуна, осыпает благами и делает из него своего верного сторонника. Конечно же, тут невозможно и без эксцессов, какой-нибудь особым отмороженный шаман может попытаться убить собирателя, ведь нет человека, нет проблемы. Изменить личность, наложив магическую маску, пробраться в шатер супостата и размазать его по стенам шатра. Но собиратель совсем не дурак, у него есть такие же сильные и верные шаманы, которые установят защиту от иллюзий. Это делается довольно-таки легко с помощью специальных амулетов. И даже не успев подойти к шатру своего противника, шаман окажется под прицелом луков телохранителей. И можно даже без магии ввести систему паролей, поставить вокруг три ряда стражи, скрытой и явной, и любой, кто не знает пароли, автоматически будет уничтожен. Защита от физического воздействия не бесконечна, она зависит от ресурса, от емкости организма колдуна. Все равно как аккумулятор магии, исчерпал, вот тебе и кончилось колдовство, надо подзаряжаться. Это хорошо, если как у меня ресурс практически не исчерпаем, у меня очень быстрая подкачка, широкие каналы зарядки, а у степняков с этим гораздо хуже. Вероятно, генетическая особенность степного народа. Там есть сильные колдуны, как я слышал, но вот с запасом магических сил у них все гораздо печальнее. Первое, с чего начал противник, создал гигантскую стрелу. Я даже подумал о том, выживет ли тот, кто сейчас стоит на острие стрелы. Это только представить, какая энергия, какие силы протекают сейчас через него. Выжжет все дотла, ничего в мозгах не оставит. Никто по доброй воле на такое не согласится. Хотя, может, у них есть какие-то неизвестные нам технологии, при которых острие стрелы не выгорает. Почему бы и нет? Мы о степи знаем постольку, поскольку это известно из рассказов самих степняков и практически ничего не знаем о возможностях степных шаманов. И так созданная шаманами стрела начала напитываться энергией. Даже отсюда, со стены замка, с расстояния по меньшей мере 800 метров, было видно, как строй шаманов окутался голубоватым сиянием, которым со слышным даже отсюда грохотом мелькали белые молнии. Они гудели, сворачивались с клубки, стекали по невидимому куполу, уходя в землю. Вокруг стрелы не было ни одного человека на расстоянии не менее 200 метров. Понятное дело, страшно. Магия всегда вызывает у людей страх и даже отчуждение. Вроде бы и полезно, но кто знает, как повернется через секунду. Может, вырваться из-под контроля и ударить по окружающим? Мне не по себе, мрачно сказал посеревший лицом Кэндалл. Вы только посмотрите, какая мощь. Да, я тоже такого не видел. Так же мрачно сказал мой отец и, взглянув мне в лицо, со вздохом спросил. Как думаешь, сын, выдержим? Должны выдержать. Сквозь зубы процедил я, и мне было так же страшно, как и им. Ничто не устоит перед такой мощью. По моим грубым прикидкам собирается что-то вроде тактического ядерного заряда. С дюжем или нет, большой вопрос. А что делать, вопрос еще серьезнее. Пускать на них угу? Нет, ни за что. Раз у нас получилось, можно сказать случайно, больше такое не прокатит. Он не защищен от стрел и копий. Выпустят по нему тучу стрел, хоть одна его да прибьет. Смысл в такой самоубийственной атаке? Нет, надо что-то совсем иное. Вот только времени уже нет. Теперь можно рассчитывать только на крепость стен замка. Глава двадцатая. Воздух будто искрился. Я чувствовал движение магической энергии, и кожу мою слегка жгло, как если бы ее коснулся раскаленный воздух из разогретой печи. Никогда не видел такого количества магов и никогда не предполагал, что столько магов можно собрать в одном месте. Но не верить своим глазам просто глупо. Вот они стоят, завывают, раскачиваются, как под ударами ветра. И над ними встает голубоватое облако, в котором потрескивая проскакивают небольшие молнии. Все-таки магическая энергия чем-то сроднее электрической. И точно, она один из обычных физических законов природы. Ну вот существует на Земле гравитация, а здесь еще есть и магия. Так что такого? Ну нет ее на Земле, ну и что? Кстати, непонятно, почему на Земле магии не существует. Ведь судя по легендам, сказкам и всякому такому эпосу, магия на Земле определенно была, ведь легенды не создаются на ровном месте. Что-то ведь должно было послужить их основой. Только вот почему эта самая магия исчезла, это вопрос вопросов. И ответа на него, скорее всего, не будет никогда. Может, метеорит, уничтоживший динозавров, ее разметал? Может, Земля, повернувшись вокруг оси и сменив полюса, вдруг лишилась одного из своих физических явлений? Да кто теперь узнает, как и почему это произошло? Здесь магия есть, во всех видах. От самой что ни на есть бытовой, годной для народного хозяйства? И заканчивай вот таким неприятным сюрпризом, по мощи сравнимым с тактическим ядерным зарядом. Да, судя по всему, скоро от замка, а значит, и от нас самих ничего не останется. Если я могу магией поднять здоровенный булыжник и бросить его в супостатов, что же могут несколько сотен магов? Поднять замок и швырнуть его в реку, не менее того. Надежда дна на жадность степняков. Им не нужно превращать замок в груду песка. Им следует проломить стену, а потом ворваться в эту сокровищницу, набитую дорогими рабами и весьма дорогими сокровищами. И как следует набить карманы своих дурацких стеганых халатов, служащих им подобием боевых лад. Да-да, именно так. Как минимум 80% степняков не имеют никаких доспехов, если не считать доспехами толстый простеганный халат, именуемый тут не халат, а как-то иначе. Этот халат еще иногда пропитывают солью, превращая многослойную одежду в доспех, который может задержать не очень сильный рубящий или колющий удар противника. Только процентов 10, а то и меньше имеют кольчуги, шлемы и всякую такую лабуду, способную полноценно предохранить своего хозяина от более-менее сильного удара. Конечно, удар секиры моего телохранителя ни одна кольчуга не выдержит, как и стрелу с бронебойным наконечником, выпущенную из композитного лука. Но секущий удар меча, удар ножа, это все стальная рубашка задержать может. У степняков никогда не было и нет сейчас таких тяжело вооруженных латников, какие имеются у империи. Это закономерно, стальной доспех очень дорог, а еще попробуй-ка поживи в степи, напялив на себя стальную скорлупу. Сваришься заживо, несмотря на то, что ты потомственный степняк, обожженный солнцем и привыкший к лишениям. На стены крепости высыпали все ее защитники, или почти все. Смотрят и на угрюмых лицах понимание и обреченность. Просто таки чувствую, как над людьми висит аура страха и отчаяния. Ничто обмандуя, чтобы все спустились со стен во двор, а лучше всего, чтобы ушли в сам замок. Если стена рухнет, она погребет под собой всех, кто сейчас на нее забрался, а нам будут нужны бойцы, хотя бы для того, чтобы подороже продать свою жизнь. Уга с его подружкой я отправил в тоннели и приказал идти на свободу из замка. Если замок падет, я не хочу, чтобы Угу убили. Находясь сейчас в замке, он мне совершенно ничем не поможет, только настроение испортит, а я все время буду думать о том, что мой кот в опасности и это будет меня отвлекать. Как ни странно, Уга не стал возражать, хотя я ожидал совсем иного. Все-таки он гораздо умнее, чем я о нем думаю. Тут Уга фыркнул и хохотнул. Шаманы нанесли удар минут через двадцать после того, как начали свои завывания. Само собой, я постарался закрыть стену замка щитом уплотненного магией воздуха, но это было примерно так же, как если я постарался закрыться щитом из картона от удара тяжелого копья римского легионера. Мою жалкую защиту буквально разметало, как грязную лужицу от удара копыта ломового жеребца. Бах! И нет никакой защиты. И только по мозгам мне врезало отдачей так, что на секунду помутилось сознание. А когда я пришел с себя, то увидел, как стены замка окутались зеленоватой дымкой, и пущенный магией шаманов таран, сотканный из уплотненных магической энергии молекул воздуха и воды, разбился об эту дымку и разлетелся в стороны, как вода, выплеснутая на стену из здоровенной пивной кружки. И уже через несколько секунд я понял, что дымка возникла как раз в тот момент, когда таран почти коснулся грубых, поросших темным мхом стен этого древнего замка. Через минуту я выдохнул и задышал полной грудью, захлебываясь, стараясь погасить пожар своих легких. Оказывается, я от волнения просто перестал дышать, и похоже, что не дышал битых несколько минут, по крайней мере, судя по тому, как тяжело удалось это погружение. Ударов было еще несколько, пять или шесть, и каждый не менее могучий, чем самый первый. А потом, ударов больше не было. Стрела распалась, шаманы начали отходить вглубь стоянки степняков. Я попытался нанести удар прямо со стены, но до шаманов было далеко, и все, что я смог, запорошить им глаза порывом сильного ветра, который превратился мой сгусток уплотненного воздуха, посланный вслед расходящимся супостатам. Я не острие стрелы, и на таком расстоянии работать по цели у меня никак не получается. Это выше возможностей, даже для такого сильного мага, как я. Да, сильного мага, без ложной скромности. Я сильнее каждого из этих шаманов в отдельности, сильнее, чем даже несколько таких шаманов, но слабее нескольких десятков колдунов. И это, в общем-то, совершенно понятно. Ты знал, что замок защищен магией? Просил я у отца, который все это время стоял рядом со мной. Откуда? Хмыкнул отец и недоверчиво помотал головой. Всю жизнь я прожил в этом замке, и, как оказалось, совершенно не знаю моего дома. На моей памяти замок ни разу не подвергался магической атаке. Его осаждали, штурмовали, но ни разу не применяли шаманов для того, чтобы разрушить эти стены. Мы помолчали, и отец задумчиво протянул. Говорили мне, мол, не все так просто с замком, что это постройка глубокой древности, еще от предтеч. Но я пропустил мимо ушей. Не до того было. Всегда находились какие-то более важные дела. Он посмотрел мне в глаза и усмехнулся. Хе, знаю, что ты скажешь. И про библиотеку, и про то, каким глупым я был, какие недальновинные решения принимал. Все знаю, все понимаю. У меня будто с глаз сняли пелену. Все стал видеть четко, ясно и ужаснулся. Что я творил? Эх, если б вернуть все назад. Если б я мог. Он замолчал, и так молча мы стояли минут десять, глядя на то, как вдали у реки перемещаются группы степняков на конях. То ли готовятся к штурму, то ли просто ездят по каким-то своим делам. Из юрт поднимались дымки, слышались блеяния баранов и ржания лошадей. Орда обосновалась основательно и надолго. Ну, а что им? Вода рядом, город, который они грабят, вынося все подряд, он под боком. Чего бы тут не обосноваться надолго? Я не стал отвечать отцу. Все было сказано, и только я знал причину его глупости. Но надо ли ему это знать? О том, что его целенаправленно отравили столько, сколько я живу на белом свете, вернее, столько, сколько живет на этом свете тело Альгиса, и что будет тогда, когда я открою истину? Сейчас он испытывает чувство вины, можно сказать, поедом себя ест, а когда узнает правду, кого обвинит в своих неприятностях? Кто станет виновным в том, что он потерял сыновей? Император это само собой, а если меня? Я то ведь первопричина всего? Нет уж, пусть пока все побудет так, как оно есть. Организм его я очистил, соображает папаша теперь очень недурно, не успели мозги разложиться, так что вот закончится все это безобразие, тогда ему и расскажу, не сейчас. Они пошли на приступ через неделю, вернее даже не на приступ, а начали подготовку к штурму, и начали ее с того, что привезли здоровенные деревянные хреновины, назначение которых я с первого взгляда не понял. И только когда Кендалл с досадой пояснил мне, что это камнеметные машины, я понял, это что-то вроде наших баллист или анаграф. Я не особо разбираюсь, что и как называется. Честно сказать, мне это никогда не было интересно. Ни в своем мире, ни как Альгису, занятому своей ботаникой. Потому плевать, как эти штуки называются, главное, что они могут кидать булыжники размером с половину письменного стола на расстоянии нескольких сотен метров. Да, без магии тут точно не обошлось. Такой нагрузки на рабочий механизм аппарата не выдержит ни один материал, кроме стали, наверное, или титана, или еще чего-нибудь такого же прочного. А тут просто дерево и что-то вроде огромной ложки. В эту ложку кладут булыган, а потом ложка поднимается и выпускает снаряд по нужной цели. Точность такого орудия, конечно же оставляет желать лучшего, но чтобы промазать по замку чуть-чуть уступающему Кремлю своим размерам, это надо постараться. Да, скорострельность мизерная, как у Большой Берты, но зато эффективность на высоте. Если такой снаряд попадет в стену обычной крепости, скорее всего той придет конец. Ни одна кладка не выдержит невероятной разрушительной энергии снаряда весом в тонну, особенно если он выпущен с такой силой, что летит почти параллельно земле. Да-да, именно параллельно. Я бы не поверил, если бы не видел это своими глазами. Как жахнула эта чертова машина! Я только и успел, чтобы проводить взглядом летящий сундук и скомандовать «Берегись! Всем укрыться!» Я даже испугаться не успел, а снаряд уже врезался в стену чуть левее и ниже того места стены, на котором стоял я с моими соратниками. Гул от удара прокатился по всей округе. Его, наверное, было слышно и за рекой, в горящем покинутом городе. Кстати, никогда этого не пойму. На кой черт поджигать город, если ты еще рассчитываешь его пограбить? Ну вот как ты потом будешь лазить по горящим домам и добывать свои трофеи? Впрочем, возможно, что город подожгли сами горожане, чтобы насолить завоевателям. А что, вполне нормальный ход? Так не доставайся же ты никому. Сноп искр вскрежет и глыба разлетается на куски. Ощущение, будто ее только что подорвали за рядом тротила. Я выдохнул, прикрыл глаза, будто зайчик от сварки нахватался. Очень яркая была вспышка. Проморгался, оглянулся, нашел взглядом отца. Тот стоял, выпучив глаза и челюсть его едва не доставало до груди. Явно не в курсе дела. Кендал рядом с ним застыл в том же состоянии, и я их прекрасно понимаю. Но кто мог подумать, что эта груда камней защищена мощнейшей магией, для которой глыба в тонну весом, летящая со скоростью артиллерийского снаряда, не страшнее собачьей какашки, брошенной в замковую стену. Обитатели замка начали вопить, обниматься, толкать друг друга, выражая высшую степень радости. Рано, радовались, все только начинается. Еще два снаряда один за другим врезались в замок, в стену, в ворот, и третий снаряд угодил прямо в ворота. И это было очень, очень плохо. Ворота, как оказалось, не были защищены магией замка, и удар огромной глыбы оставил в кованой створке приличную такую вмятину. И вот теперь уже вопили и радовались с той стороны. Наша сторона угрюма молчала. Было ясно, что как только ворота крепости будут разбиты, степняки пойдут на штурм. Бегом спускаюсь по лестнице во двор и сдерживая себя, быстрым шагом иду к воротам. Почему быстрым шагом а не бегом? Да вспомнился старый анекдот о том, что бегущий генерал во время боевых действий вызывает панику, а в мирное время смех. Не надо сеять в душах людей панику, особенно если паникуешь сам. Вот и нашлась у нас и лесово пята. Кто бы мог подумать, правда? Подхожу к воротам и тут же начинаю волшбу. Создаю что-то вроде блока из твердого воздуха, который плотно прилегает к воротам. Но все равно как на воротах вдруг выраст толстенный слой бетона, делая из них композитную броню. И только заканчивая работу, напитывая воздушную подушку магией, как в укрепленную сталь врезается следующая глыба. Такое ощущение, как если бы я вдруг оказался головой в здоровенном колоколе, в то время как Билла коснулась его металла. Звуковой удар был такой мощности, что я невольно потрогал уши, не течет ли кровь. Очень не хотелось остаться без слуха в самый что ни на есть неподходящий момент. Следующие несколько часов прошли в непрестанном колокольном звоне. Все метательные машины противника, а их было десять, сосредоточились на воротах замка и били, били, били. Это было тяжело. Да, глыбы отлетали от укрепленных ворот. Да, скорость стрельбы этими глыбами была на уровне выстрелов полчаса, но их было десять. И самое отвратительное, что точность выстрелов очень даже на уровне. Без магии не обошлось, гарантия. Кстати, откуда они взяли камнеметы? Откуда в степи вообще завелись такие машины? Насколько я знаю, для степняков механизации был обычный степной лук, состоящий из рога и дерева? Откуда у них вдруг появились машины, да еще и с персоналом, способным обслуживать эти штуки? Когда я задал этот вопрос моему командному составу, капитан гвардейцев отвел взгляд, а потом угрюмо сказал, что эти самые машины хранились в арсенале гарнизона города в разобранном виде. Собрать их плевое дело. Вот только кто их собрал и обслуживает для него загадка. Хотя, если подумать... Думать тут было нечего. Я все понял после первых его слов. Не знаю, как специалистов инженеров заставили работать на степняков, но разве это что-то меняет? Может, репрессиями, угрозами или пытками, а может, просто предложили хорошенько заработать. Все и так ясно, как божий день. Не ясно только, что с этим всем делать. Я ведь не могу вечно сидеть у ворот, поддерживая магический щит. В конце концов, упаду без сил, и очередной снаряд вынесет ворота, будто они сделаны из картона. Против булыжников тонну весом летящего почти со скоростью снаряда не устоит ни одна преграда. Установить же артефакт, который будет поддерживать, подпитывать щит я просто не могу. Во-первых, на это нет времени, камни летят регулярно и точно. Во-вторых, не хватит никакого артефакта, чтобы он мог поддерживать щит в целостности и сохранности. Во время удары-глыбы тратится такая прорва магической энергии, что я едва не падаю без чувств, столько силы приходится через себя пропустить, чтобы восполнить уровень магии щита. Надолго меня не хватит, о чем я и сообщил моим бравым соратникам, чем поверках в состояние полного уныния. После здравого размышления в промежутках между приступами дурноты, после очередного попадания снаряда я пришел к выводу, что есть единственный способ уберечься от проклятых машин, попросту их уничтожить. Как уничтожить? Добраться до них и превратить в черные головешки. Попросту сжечь. Как сжечь? Чем? Да ходячим огнеметом, который ранее был главой клана Конта. Да, пришло время моего папаши, о чем я ему потихоньку и сообщил, без подробностей, без деталей операции, которая прокручивалась у меня в голове. Я молча нажал на камни в нужной последовательности, на всякий случай заслоняя спиной кнопки. Дверь, как всегда, бесшумно открылась, из прохода дохнула пылью веков и сухой прохладой. В тоннелях всегда было сухо и всегда прохладно, даже холодно. После уличной жары одно удовольствие. Даже ночью температура на улице не снижалась менее 30 градусов. И ни дуновения ветерка. После моих экспериментов с погодой засуха установилась еще та. Кстати, если засуха продержится еще пару недель, стада степняков, а также их лошади начнут умирать от голода. Есть им можно только камыш и осоку на берегу реки. А стоит зайти в воду, они из нее уже не выйдут. Даже пить из реки нельзя, только из ведер или специальной колоды. В противном случае речные твари искалечат животину за считанные секунды. Я оглянулся, отец смотрел на меня с выражением беспредельного удивления, а еще в его глазах было что-то вроде испуга. Похоже, что сейчас окончательно рушилось его представление обо мне, хотя казалось бы, куда еще больше. И так уже я в его глазах выглядел чем-то вроде игрушечного крокодила, внезапно оказавшегося настоящим, очень даже злым и хищным, и вдобавок ко всему и ядовитым. Да, жизнь состоит из маленьких открытий, не правда ли? Живешь ты вот так в своем домике, живешь, и в один прекрасный момент домик встает на куриные лапы и бросается бежать к лесу, кудахче, теряя куриные же яйца размером с сундук. Вот так должно было выглядеть его открытие своего замка, в котором он родился и прожил всю свою жизнь. Замок оказался мало того, что самым настоящим магическим артефактом, так еще и пронизанным сетью тайных тоннелей. А мальчишка ботаник, который по статусу чуть выше управляющего, на самом деле ниже обычного конюха. И кто тут тогда дурак? К чести папаши, он ничего не спросил и ничего не стал говорить на тему, почему ты мне не рассказал про тоннели. Он только лишь посмурнел лицом, хотя куда уж больше, и так был мурачен, как туча, и молча пошел следом за мной, положив мне руку на левое плечо. Это я ему так сказал сделать. В тоннеле ничего не видно, и мне не хотелось потерять моих спутников. Ого, и я видим в темноте, как днем, а вот остальные, а зажигать свет нельзя, ни факелы, ни магические светильники. Нельзя, чтобы кто-то заметил движение по тоннелям, ведь у них имеются маленькие слуховые и смотровые дырочки, а как известно, у дырочек обычно имеются два выхода, если только это правильная дырочка. С собой я взял только Максима и Кендала, только они посвящены в тайну тоннелей. И кроме того, большой отряд нам и не нужен. Самое главное, довести до места нашу ударную силу, мага огня, моего отца. Он спалит проклятый механизм за считанные секунды, чего-чего, опускает всяческие там фаерболы и огненные сетки, он умеет ничуть не хуже, чем орудовать своим прямым мечом, похожим на мой лед. Но чтобы магия не рассеялась в пространство и сработала как следует, нужно, чтобы маг огня был от мишени на расстоянии хотя бы метров ста, а лучше бы мы с полчаса довольно-таки быстрым шагом. Мои вагончики вначале спотыкались, опасались на что-нибудь наткнуться, но потом приспособились и зашагали свободнее. Так что скоро мы оказались у того самого выхода, в который обычно уходит Угу, когда отправляется гулять на волю. Сам он убежал вперед и поджидал нас у двери, а когда мы появились, нажал на кнопки, после чего люк приподнялся и сдвинулся в сторону. Пахнуло речной прохладой, до реки здесь было совсем недалеко, но выход никогда не заливался, даже тогда, когда река выходила из берегов при особо продолжительном и обильном сезоне дождей. Да в принципе, даже если бы заливался, уверен, ни капли воды не попало бы в тоннель, так плотно закрывался люк. Мы выбрались, я нажал нужные места на скале и дверь закрылась. Все, мы на свободе. Теперь только бы подобраться ближе к проклятым механизмам. В ночь, как я и предполагал, они прекратили стрелять. Скорее всего, и кончился запас снарядов, и те шаманы, что обеспечивали скорострельность и мощность камнеметов, в немалой степени утомились. Попробуй-ка обеспечь полет эдакой махины. Глыба в тонну весом, это тебе не речной галькой по волнам запустить. Скорее всего, обстрелы возобновятся только завтра к вечеру, если подвезут снаряды. Я, кстати, так и не понял, откуда они их взяли. Как и откуда они их доставили. Неужели из города? Хотя, не так далеко отсюда есть каменоломня, весь город обеспечивала камнем. Я особо ей не интересовался, так сказать, не входила она в сферу моих интересов. Но логично предположить, что именно оттуда камни и приехали. И, скорее всего, снова тут сработали предатели имперцы. Откуда бы степнякам знать не только о камнеметах, но и о каменоломнях, из которых можно притащить снаряды. Ладно, не до этого сейчас. Откуда-то взяли, значит взяли. Что, у них шаманов нет? Даже я смог бы поднять здоровенную глыбу и притащить по воздуху на какое-то расстояние. Воздухом по воздуху. А у них таких, как я, несколько сотен. Ну, пусть не таких, как я, послабее, но много. Дадим стране угля, хоть мелкого, но до хрена. Примерно так. Выбросив из головы лишние мысли, я почти неслышно скомандовал моим спутником, и мы легким шагом пошли вперед. Угу впереди, дозором. Мы следом, внимательно прислушиваясь, оглядываясь по сторонам. Сияли звезды. От лагеря степняков тянуло дымом и запахом жареного мяса, а до камнеметательных машин по дуге вдоль реки километра полтора. Надеюсь, что мы не наткнемся на скрытый патруль. И Угу наша единственная гарантия против этой неприятности. Глава двадцать первая. Конечно же, нас ждала ловушка. Но кто бы мог сомневаться. Одно только не получилось у неприятеля. Стрелу нельзя держать постоянно. Она формируется достаточно длительное время. А пока она формируется... В общем, я сильнее каждого из них, даже двух или трех сразу. Против пяти десятков, конечно же, не устаю, но вот сдержать разрозненные удары моих противников запросто. Итак, мы ломимся на пролом, пытаясь добраться до метательных машин. Мы — это я и Максим. Он меня бережет от супостатов, которые могут выскочить непонятно откуда. А вот весь остальной отряд идет берегом реки. Там, где их никто не ждет. Я только лишь отвлекаю внимание на себя и не позволяю создать стрелу. Основная ударная сила — отец. Мне нужно продержаться минут десять, то есть целую вечность. Я стоял, как под порывами резинового ветра, окруженной твердой стеной воздуха. Нет, не стоял. Медленно, шаг за шагом, двигался вперед, передвигаясь со скоростью атакующей черепахи. Черепахи не атакуют? Ну, а я вот такая черепаха, атакующая. По крайней мере, тем, к кому я шел, должно было так казаться. Спереди маги, с боков и сзади всадники и пешие степняки. Маги бьют по мне воздушными кулаками, швыряют булыжники размером с кулак, а некоторые даже с человеческую голову. Засыпают острыми, как кинжалы, ледяными сосульками. Моя защита содрогается, принимая на себя удары, но держится, ведь она подпитывается от меня, а я пропускаю через себя невероятное количество силы, чувствуя, что мои мозги едва не кипят от напряжения. И не только мозги. С меня льет пот, температура тела поднялась до критического уровня. Выше уже начнет кипеть и сворачиваться кровь. Если не ошибаюсь, температура, при которой кровь начинает сворачиваться, около 44 градусов Цельсия. Но мне некуда деваться, мне нужно продержаться эти чертовы 10 минут. Степняки, которые, как обезьяны, скачут вокруг и пытаются достать меня и Максима, мне совсем не страшны. Их стрелы, которые дождем сыплются в защитное поле, не более опасны, чем летний дождик. А что говорить о сабельках, которыми они рубят затвердевший в скалу воздух? Меня свистящими, как пули, ледяными стилетами не могут достать. Да куда им, этим вонючим, пахнущим конским потом и немытым телом дикарям, пробивать мою защиту? Дураки, лучше бы силу поберегли для бегства. Ведь когда-то от меня отстанут эти придурки, когда-то они все догадаются, что... догадались. Пока первые ряды продолжали сдерживать меня, засыпая всевозможными снарядами и толкая назад, часть из шаманов все-таки организовалась в стрелу и сейчас начинают раскачиваться, завывать, сливаясь в экстазе. Но и напор на меня ослаб. Я, как тот знаменитый танк КВ, который в начале войны остановил и уничтожил целую колонну немецких танков. Попробуй, пробей мою броню. Не можешь? Тогда на, получи, фашист гранату. Я на секунду снимаю защиту, формирую из нее таранный кулак, который гарантированно достанет до противника. Сзади слышу радостные вопли, тут же сменившиеся с тонами и хрипами, а еще хруст и бульканье. Это Максим со своей секирой угостил тех, кто рано радовался и бросился мне на спину. Но я не обращаю внимания на эти звуки. Только фиксирую, отмечаю где-то на задворках сознание. По большому счету эти степняки мне не страшны. Небольшую, тонкую защиту я все равно оставил. Ни стрелы, ни мечи и копья ее не пробьют. Ну а Максим, одетый в броню гвардейца, нашлась такая, с убитого на поле и принесенного лошади в мой замок. Покойник по размерам соответствовал моему телохранителю. С его чудовищной, просто невероятной силой был настоящим танком на двух ногах. Убить его могли только попав стрелой в щель шлема. Но это очень и очень сложно. Своей гигантской секирой он мог одним ударом отрубить голову к коню и пополам рассесть человека вдоль, так что я за его судьбу не беспокоился. Беспокоиться надо было за судьбу степняков, которые попадутся ему под руку. Ведь не зря я везде с собой таскаю этого бывшего купца, верного, как пес, и могучего, как африканский слон. Мое защитное поле, сформированное из затвердевших газов, сейчас представляло собой некое подобие так называемого «срезня», наконечника стрелы, применявшегося и в земном Средневековье, и здесь, правда в ограниченном количестве. Степняки его почти не применяли, так как для них лошади являлись одним из самых завидных трофеев на поле боя. А зачем своими руками уничтожать трофеи? Срезни, представляющие собой нечто подобное летающим лезвием, наносили резанные раны в непокрытые части тела всадников и пехотинцев, но в основном применялись именно для того, чтобы калечить лошадей. Раненая лошадь так же, как и танк с горящим мотором не может участвовать в бою, а значит и затруднит своему водителю эффективное ведение боя. И момент я выбрал самый, что ни на есть удобный для нападения. Прикрытие стрелы прекратило боевые действия, шаманы прыснули в стороны и передо мной открылся широкий проход метров в пятнадцать по фронту. Гигантский метров десяти в ширину срезень с очень длинным черешком, упирающимся в его хозяина. Я мгновенно удлинил этот самый черешок и наконечник ударил в шаманов, которые выстроились в их чертову стрелу. Они не успели нанести удар. Им не хватило секунды, а может и мгновения. И защититься не могли. Все их силы было направлено в удар, а колдовать под прикрытием поля, как это делал я, они не могли. В стреле или ты колдуешь, чтобы ударить, или всю силу направляешь в защиту, и только так. А я знаю ахиллесову пяту такого колдовства. Все закончилось быстро. Они вначале даже не поняли, что произошло. Я видел такое в фильме про корабль мертвых. Был такой ужастик. Там люди танцевали, веселились, пока лопнувший трос, прошедший через всю танцплощадку, не положил конец их веселью. Они даже боли не ощутили, пока половинки туловищ не стали опадать. Противно, конечно, но лучше ты убьешь, чем убьют тебя. Эти шаманы могли бы лечить людей, лошадей, кошек лечить. А вместо этого они пришли сюда, чтобы убивать. Пусть не сами, по своему желанию. Пусть их сюда привели насильно, но ведь пришли же. У них был выбор, и они его сделали. Я тоже сделал выбор. За мной тысячи людей, которые ждут нашего возвращения. Я снова закрылся, наглухо, готовясь к атаке шаманов. Прикрыл изолитого красным, похожего на демона из ада Максима. Я видел его спиной. Я теперь вижу то, что захочу, и когда захочу. Воздух, эта бесконечная и могучая стихия приносит мне не только звуки, но еще и изображения. Как линза доносит его до глаз. Я будто в экране вижу то, что за моей спиной, и почему-то ничуть этому не удивляюсь. Нет, я не всемогущ, просто у меня прибавилось возможностей. Просто я стал лучше использовать свои способности, вот и все. В небе вспыхнула огненная сеть, багровая, красная, как раскаленное железо. Она возникла как-то вдруг, только что ее не было, и вот она уже есть. Сеть имела в длину метров пятьдесят и в ширину метров двадцать. Она медленно и даже торжественно опускалась на землю, а когда встретилась с тем, ради чего была создана, вполыхнула, расцвела веселыми огоньками, а потом... Потом стало светло, совсем светло. Так что я даже слегка ослеп, и мне пришлось прикрыть глаза. Ведь я не очень хорошо переношу яркий свет любого происхождения. Я ночной зверь, сова, черт меня подери. Но я все равно видел, даже с закрытыми глазами. Мои невидимые руки щупальца были сродни радарам, автоматически определяющим цель и расстояние до цели. Даже если бы я совсем ослеп, лишившись глаз, все равно бы видел, да так, что никакому зрячему это и не снилось. Я видел не только цвет, форму, видел еще и структуру объекта, например, из чего он сделан. Сделав мои щупальца совсем тонкими, я могу теперь проникать на уровень молекул, не уничтожая объекта, если я этого хочу. А если захочу, могу убить, не шевельнув даже пальцем, одним только усилием мысли. Я это знал. И теперь мне не нужно было оружие. Не нужен был меч, кинжал или что-то подобное. Ну, если только для развлечения? Или как физическая подготовка? Ну, никак не реальное оружие, с которым я должен защищать свою жизнь или жизнь своих близких. По крайней мере, с тех пор, как могу черпать из пространства магическую силу, пока эта самая сила в мире совсем не иссякла. Как так произошло, я не знаю. Возможно, что при запредельном усилии по сдерживанию толпы шаманов я перешел на новый уровень магических способностей. Или скорее перескочил на него. На уровень или даже на два. Я еще не разобрался и пока что не знаю предела своих возможностей. Мне еще предстоит в этом разобраться. А возможно, просто пришло время. После того, как в меня попало сваренное мною же зелье, мутация не прекратилась. Просто я ее до сих пор не замечал. Процесс шел, изменения накапливались, вот и получилось то, что получилось. Но об этом я потом подумаю. Когда выберусь отсюда и вытащу отца Викендала. У врага еще слишком много шаманов, слишком. И они точно не все тут были у катапульт. И будто подтверждая мои мысли, в защитное поле ударились здоровенные глыбы, такие большие, что я едва не потерял контроль над защитой. Неужели они успели сделать еще одну стрелу? Неужели это все была ловушка? Огонь, дымные полосы в воздухе, взрыв, еще взрыв. Ого, здорово папаша работает. Это ведь он садит фаерболами. Молодец. Бах! Еще булыжник бьет в меня. И голос Уга в голове. Уходите. Мы все сделали. Уходите. Я начинаю пятиться, скомандовав Максиму. Уходим. Скорей, уходим. Я ускоряю шаг, все еще держа защиту. Глыбы летят и летят, то попадая в защитное поле, то пролетая мимо. Все-таки эти колдуны в темноте видят не так хорошо, как я. А я их вижу. Вон они. Стоят у горящих катапульт. Быстро же выстроились в стрелу, и пяти минут не прошло. Теперь я их не достану, а вот они меня достают. А что это значит? Значит, бежать. И как можно быстрее. О чем я тут же извещаю моего телохранителя. И мы бежим. Быстро, как только можем. Я расчищаю нам путь, отбрасывая попавшихся на пути степняков и стараюсь швырять их через плечо, используя как метательные камни. Ну а что? Такой камень килограммов семьдесят весом уж кого-нибудь да зашибет. Попасть не надеюсь, но вот ужасы нагнать это запросто. Встречаться договорились за замком, там, где выходили из тоннеля. Сомневаюсь, что степняки рискнут преследовать нас ночью, особенно после того, что я только что натворил. Они, конечно, бойцы бесстрашные, прирожденные воины, но я-то не воин, я маг. Значит, меня не стыдно бояться. Против лома нет приема, если нет другого лома. Каждый воюет так, как он умеет. Воины с воинами, шаманы с шаманами и только так. В общем, худо-бедно, но мы все-таки собрались у входа в тоннель, не потеряв ни одного бойца, если не считать моего папаши, в котором торчало сразу три стрелы. Одна в правом плече, другая в бедре, третья, увы, в животе. И вот это было самой опасной, практически смертельной. «Он шарами кидался, уже раненый», мрачно буркнул Кендал, который всю дорогу тащил отца на руках. «Он не умеет ставить защиту, как ты. Может, нам не стоило разделяться?» Я не стал ничего говорить. Стоило, еще как стоило. Иначе просто бы не подошли к нашей цели. Увязли бы в борьбе с шаманами, ну и все. Скорее всего, в конце концов, меня бы раздавили всей толпой, а потом добили и всех остальных. Впрочем, Кендал и сам это все знал. «Но надо ведь поумничать!» Мы открыли люк, аккуратно втащили в тоннель отца и снова закрыли вход. Я не стал терять время и тут же приступил к лечению. «Да, устал, да, у меня разламывалась голова и двоелась в глазах. Результат то ли перенапряжения, то ли последствия моего скачка в мутационном процессе, но что делать?» «Отец вряд ли доживет до лекаря. Он и до этого места непонятно как дожил». Пока Кендал с ним бежал к этому месту, наконечники стрел внутри раненого очень даже порезвились. Кстати сказать, я еще давно читал в достоверных исторических источниках, что раны, нанесенные стрелами, считались у средневековых лекарей самыми что ни на есть опасными. Во-первых, они очень глубоки, и значит, стрелы могут достать и до самых жизненно важных органов. Во-вторых, стрелы не только никогда не бывают стерильными, но многие народы их еще и специально травили самыми что ни на есть погаными способами. Например, вымачивая наконечники в полуразложившемся на солнце человеческом дерьме. Только представить, что будет, когда такая стрела попадет куда-нибудь в живот или в грудь. Реально смертельный номер. А еще стрелы очень трудноизвлекаемы. Все наконечники обязательно зазубрены. Имеют в своей конструкции что-то вроде крючка, цепляющегося за раневой канал, разрывающего его, не позволяющего безболезненно вынуть стрелу из раны. Так что при ранении стрелой человек практически гарантированно умрет. Либо от повреждений внутренних органов и обильного кровотечения, либо от заражения, либо от болевого шока. Если у него рядом нет сильного лекаря-мага, способного предотвратить все эти неблагоприятные моменты. Мда, вот только этому лекарю ужасно хотелось не просто отдохнуть, а просто-таки упасть и забыться, вырубиться минимум часа на три, а не заниматься манипуляциями с потоками магической силы. Но это так, нытье и стинание голодного и уставшего бойца, который все равно сделает то, что сейчас необходимо для дела. Ну, а первое, что необходимо, извлечь эту чертову стрелу вместе с ее наконечником. Да, еще наконечники эти пакостники крепили не очень-то крепко. Потянешь задревко, и ты не только порвешь все по пути движения наконечника, вынешь вместе с ним и кишки пациента, но еще и оставишь наконечник брюшной полости. Он снимется по дороге, и в руках у тебя окажется только лишь деревянная палочка, обломанная покороче предусмотрительным кендалом, чтобы удобнее было нести раненого. Первое, что делаю, погружаю отца в сон. Как? А сам не знаю. Просто провожу над его головой рукой, приказываю спать, и он спит. Посапывает тихонько, аки ребенок. В тоннеле пахнет пылью, кровью, тихо, как в склепе. Тьфу! Че это меня потянуло на такие мысли? А кровью пахнет от Максима, он возвышается рядом, как статуя Петра Первого. Вот же дал бог стать! И без каких-то там магических снадобий, Геракл, да и только. Но мне грех жаловаться. Я получил столько, что унести бы, не просыпать. Достаю кинжал, провожу рукой по его клинку. Лезвие вспыхивает огнем, дезинфекция, однако. Я так-то потом все равно поработаю на уничтожение чуеродных бактерий. Но зачем вносить в организм лишнее? Ему и сейчас не сладко приходится. Грязи в ранах, небось, на пять смертей. Клинок, бритвенно острый, вспорол брюшину так, чтобы туда могла просунуться моя рука. Я раздвинул разрез, осторожно сунул сложенную лодочкой кисть руки прямо туда, в сплетении почти незаметно вздрагивающих, покрытых слизью и кровью, кишок и, пройдя под ревку стрелы, нащупал проклятый наконечник. Он остановился, упершись в позвоночник, и как с таким ранением отец мог еще и пускать фаерболлы, уму непостижимо. Впрочем, может, он получил это ранение уже потом, когда все сделал. Но Кендалл сказал, что вроде как с этим ранением отец колдовал. Да какая разница? Главное сейчас вытащить папашу с того света. Вот гадство. Острый наконечник прошел через кишку, разрезав ее почти пополам, и все содержимое вывалилось в брюшину. Беда. Это все надо вычищать, вымывать, а у меня ведь ни черта нет, ни тампонов, ни обеззараживающих растворов. Хотя, да что я такое говорю? Я сам обеззараживающий раствор. Справлюсь. Вынул стрелу, с отвращением бросил ее на пол. Наконечник покрыт чем-то темным, явно не зеленкой или йодом, чтобы пациенту было проще выжить. Вот, ко всему прочему, еще яд или зараза. Магическим зрением прохожу по кишке, внимательно отслеживая порезы и проколы. Обнаруживаю еще одно повреждение кишечника. Думал, будет больше. Но стрела как-то умудрилась протиснуться между петлями кишок. Теперь аккуратно собираю вместе разорванные концы кишки и начинаю точечными импульсами магии ее сращивать. На руки, на кишку льется, капает липкая жидкость. Это организм борется с ранением и выделяет белок, который должен закрыть и дыры в кишках, и отверстия в брюшине. Пока не останавливаю этот дождь. Мне нужен материал для строительства новой стенки кишки. Заканчиваю, проверяя сделанное, берусь за другую кишку. Тут прокол небольшой, тут полегче. Заканчив, останавливаю белкопад. Вот так спайки между кишками образуются. Достаточно получить даже небольшое ранение брюшины, пусть даже сделали всего лишь прокол, чтобы сунуть туда камеру и усмотреть кишечник. Все равно организм воспринимает это как рану и запускает процесс выделения из крови специального белка, фибрина. Меня некогда учили в медицине, я помню. Все, готово. Теперь, насколько могу, рукой очищаю поверхность сращенных кишок от выпавшего содержимого. Неприятно, да, но куда деваться. Заканчиваю. Сюда бы сейчас налить специального геля, но «бы» мешает. Разрез на животе совсем не проблема, ерунда в сравнении с тем, что я сейчас сделал с кишками. Через 10 минут на месте раны только розовый рубец, а еще через 5 уже и не поймешь, что тут раньше случилось. Так, белая, едва видная зрению полоска. Силен я стал, силен. И это мне нравится больше, чем убивать. Остальные ранения совсем несложные. Тоже разрез, удаленный наконечник и раны, как не бывало. Все вместе заняло около часа, но оно стоило того. Отец мог не дожить до места. И, как-никак, он одно из наших основных боевых орудий, если не считать меня. Нам еще долго тут сидеть, да сдерживать этих чертовых степняков. Господин, к тебе парламентеры от императора. Хотят поговорить только с тобой. Голос за пологом был подобострастно учтив, но сам обладатель голоса заглянуть за полог так и не рискнул. Страшно. Собиратель в последнее время стал совершенно непредсказуем. Прикажет, и тут же вызвавшему его неудовольствие человеку сломают спину. А потом срастят, и снова сломают, и снова срастят. Он однажды приказал так сделать больше тридцати раз. Сидел, ел, улыбался, смотрел и слушал, как выгибается и вопит несчастный, наслаждался хрустом позвонков и судорогами несчастного. Ну, а в конце концов милостив разрешил отрубить ему голову. Что и проделала эта проклятая девка, которая ходит исключительно в одной набедренной повязке, а то и вовсе без нее. Проклятая демоница. А виноват несчастный был только в том, что слишком внимательно, без уважения смотрел на собирателя и, скорее всего, что-то злоумышлял. Ну, это так собиратель сказал. А злоумышлял или нет, теперь уже и не дознаться. Останки бросили в реку, на поживу в конец зажиревшим речным тварям. Им в этом году досталось много корма, очень много. Ясное дело, со мной. Не с тобой же. Похотнул собиратель и у гонца отлегло с души. В хорошем настроении. Не казнит. Прикажешь завести их к тебе? На всякий случай продолжал осторожничать гонец. Заводи, сказал предводитель орды и заговошечески подмигнул Скарле и Барбаре. Тихо сказал. Зашевелились белолицые демоны. Сейчас будут просить покинуть их земли. Как думаешь, тетушка, будут просить? С какого демона они будут просить? Покойно ответила старуха. Помнишь атаку латников-гвардейцев? Так вот, их было всего двести. И сколько они наших положили? А в империи их тысячи, понимаешь? Тысячи. Зачем им просить? Да не, если захотят. Скарла продолжать не стала, видя, как исказилось в злой гримасе лицо ее родича. Она даже немного испугалась. Еще немного, и он начнет дергаться, пускать пену, и в припадке ярости попытается кого-нибудь убить. В первую очередь ее, Скарлу. Безумцу невозможно ничего доказать, но то он и безумец. Как при таком безумии он сумел собрать Орду? Как сумел одержать победы? Над непокорными кланами и над имперскими войсками? Так ведь безумие не предполагает глупости. Как говорится, он безумец, но не дурак. И опять же, а какие такие особые победы он одержал? Над имперцами? Так сколько было имперцев, а сколько степняков? Он в своей глупости полагает, что империя и ее войска ничего не стоят, но это зря. И скоро собиратель в этом убедится. Послышались голоса, полок отдернулся, и в шатер, освещенный магическими шарами-светильниками, вступили пятеро имперцев, одетых в кирасы поверх темно-красных мундиров, и красные же плащи, используемые скорее для красоты, а не ради защиты от дождя и пыли. Выглядело это все немного вычурно и даже глупо. На такой-то жаре ходить затянутыми в мундиры из толстой ткани? Но что есть, то есть. Даже верхнюю пуговицу на мундире не расстегнули. Все соответственно уставному уложению императорской гвардии. Я командующий армией генерал Сехан. Это мои заместители. У меня есть сообщение предводителю Орды, называющему себя собирателем родов, сказал высокий с сединой на висках мужчина, окидывая взглядом алиповатые, будто нарочито богатые убранства юрты, увешанные дорогим оружием, золотыми цепями, перстнями, связанными как бусы, браслетами и медальонами. Я собиратель, надменно выпятил губу мускулистый мужчина, сидящий в одной набедренной повязке на помосте высотой по колено. Помост укрыт дорогими коврами, завален мехами, подушками и покрывалами. Рядом с ним невероятно красивая девушка с золотыми волосами и ярко-фиолетовыми глазами, тоже в одной набедренной повязке, совершенно не стесняющейся своей ноготы, а еще женщина неопределенного возраста, седая, с жестким угрюмым лицом. Женщине на вид от сорока и выше лет, и одета она в обычный степной наряд, используемый и женщинами, и мужчинами. Свободная рубаха, свободные штаны, на ногах кожаные мягкие сапожки. Все серо-коричневого цвета с разводьями. В такой одежде можно залечь возле тропы, и отряд проедет мимо и не заметит. Боевая одежда, настоящая. «Мне бы хотелось поговорить без свидетелей», имперец кивнул на голую девушку, на старуху, на застывших за спиной собирателей телохранителей, но собиратель брезгливо поморщился. «Это мои люди, они верны мне. Говори и убирайся. Мне не досуг болтать с мягкотелыми имперцами. Я слишком занят, чтобы тратить на вас время». Помолчал, подумал, добавил. «Но раз пришел, садись. Сейчас вам подадут кумыса, мяса и сладостей. Раз я вас принял, значит, вы гости. И вас должны встретить, как полагается. В конце концов, мы же не дикари какие-то, не знающие законов гостеприимства». Глава 22 «Уходим, прямо сейчас». «Сейчас?» «Сейчас, пока он не додумался нас остановить, иначе Альгису конец». Они ускорили шаг, но бежать не стали, вызовет подозрение. Собраться пять минут, одеться барбаре, ну, не голышом же бегать. Опять же, надо собрать артефакты, амулеты, тем более, что они еще пригодятся. «Заряд у них маленький, но пару другую стрел задержат. Ну, что еще, деньги? Да на кой демон им деньги? Тут не о деньгах речь, тут ноги бы унести». Вышли вооруженные до зубов, одетые по полевому, и тут же наткнулись на пятерых воинов из числа сотни телохранителей. Пятой сотни, насколько она видела по знаку на плече. Здоровенные, сильные, как звери парни, вооруженные ничуть не хуже, чем с Карлой и Барбарой, но хуже всего за спиной у них маячил шаман и явно готовился к бою. «Куда собрались, тетушка? Барбара, куда собралась? Неужели решили покинуть нашего господина? Он будет очень расстроен, а еще взбешен. А когда он взбешен, происходит много, очень много нехорошего. Нехорошего для тех, кто нарушил его волю. А вы ее сейчас нарушаете. Он ведь приказал вам не покидать лагерь». «А разве холодно-равнодушно ответила Скарла, стоявшая расслабленно, вот-то ей ничего не угрожало. И эти пятеры плюс шаман просто решили с ней побеседовать о видах нарождаемых жеребят, о высоте весенней травы в этом году и о наличии воды в десяти основных колодцах. Ну так, светская беседа, как ее называют в Империи». «Нет, вы его не покинули», выхмыльнулся тот, кого назвали Саланом. «А значит, не нарушили». «Но сдается мне, что вы собрались то, что шел бы ты под хвост кобылы, Салан!» Так же холодно ответила Скарла под хохот телохранителей. «Где хочу, там и гуляю. Если я не нарушила, ты не имеешь права меня задерживать». «Твоя правда», ухмыляясь, кивнул Салан, «не имею права, но у меня есть приказ. И заключается он в том, чтобы я попробовал тебя убедить, если ты соберешься покинуть лагерь, не допуская грубости по отношению к тебе и уважаемой барбаре. Но если ты все-таки покинешь лагерь, я могу поступать так, как захочу, в том числе и убить тебя. Но лучше взять живое и принести моему повелителю, а он уже и решит, как с тобой поступить. Но это если получится. Такой же приказ у меня насчет барбары». Он легонько кивнул девушке, и это должно было означать поклон. «Пожалуйста, не отягощайте свое положение бегством». «Мы гуляем», отрезала Скарла, и, обойдя Салана справа, плечом раздвинула стоящих позади него и широко улыбающихся парней. Каждый из них был гораздо выше, и Скарла, и Барбары. Обе едва доставали им до плеча. И Скарла не строила иллюзий. Если она выйдет на поединок с любым из них, ее участь будет предрешена. Эти парни были и быстрее, и уж точно сильнее ее. Единственное, что могло мешать им победить за считанные секунды, это желание взять ее живьем. За живую собиратель точно даст денег, а за мертвую это большой вопрос. Как бы еще и не казнил за убийство близкой родни. Какая бы ни была, а все-таки родная кровь. Проливать родную кровь он не будет. Скорее всего, просто удавит, предварительно с большим сожалением сообщив, что был вынужден так сделать, так как тетушка его сильно огорчила. А вот с Барбарой все сложнее. Парни видели ее в деле и знают, что живой ее не возьмут, если только не полностью обездвижен. Вот почему с ними этот шаман. Опытный шаман, он сколько амулетов на шее. Это не лекарь, как та, чье сознание сейчас слилось с сознанием Барби. Это настоящий боевой шаман, повелитель стихий, способный расплющить человека одним только своим пожеланием. Пойдем, Барби, мы гуляем и хотим посмотреть на замок, хотя бы издалека. Сообщила Скарла и пошла к саму краю лагеря, с которого был виден замок клана Конта. Она не строила иллюзий. Убежать по этой равнине им не удастся. Вот если б были кони, тогда еще шансы имеются, да и то иллюзорные. До замка отсюда полчаса хорошего шага. Справа река, слева степь. Отожмут к реке, возьмут в полукольцо, тогда им только биться. А с этими бойцами биться очень трудно, почти невозможно. Они все принимают специальные снадобья, которые им готовят шаманы. От этих снадобий увеличивается скорость, сила, а еще у принимающих снадобья всегда хорошее настроение. Они всегда смеются, хохочут или просто улыбаются. И почти не чувствуют боли. Могут сражаться до тех пор, пока совсем не истекут кровью или пока не умрут. Скарла знала об этом снадобье и в юности всегда носила его с собой, на всякий случай, если придется биться, как в последний раз, и другого способа победить у нее не будет. Одноразовый прием никакого вреда не наносит, обычно не наносит. Потом болит голова, и сутки нужно отсыпаться, такой упадок сил. Но если принимать снадобья каждый день, да, ты будешь очень сильным, выносливым, очень быстрым, но проживешь недолго, лет пять или того меньше. Но зато эти пять лет будешь непобедимым бойцом, и о тебе сложат песни, которые станут петь возле костров будущие воины. По крайней мере, так говорит вожак этих, ненормальных, представляющие из себя что-то вроде священника. На груди у них татуировки, профиль собирателя. Такие татуировки означают, что они всю свою жизнь отдали своему господину. У них не будет детей. Снадобья делает их бесплодными, хотя и очень активными, как жеребцов во время гона. Не будет семьи, но они всегда счастливы, всегда смеются, и все девушки в степи принадлежат им. А кто откажет? Такому-то жеребцу, особенно если за его спиной несколько сотен таких же, как он, ненормальных убийц. Скарла с Барбарой нарочито медленно подошли к последнему ряду юрт. Здесь проходила невидимая граница лагеря Орды. Дальше степь, и почти на горизонте кажущийся игрушечным такой знакомый, такой родной замок. Но пешком до него не дойти, это точно. А вот лошадей... «Привет, тетушка Скарла!» Знакомый голос, улыбающееся лицо. Вспомнила, это тот парень, что проводил их в лагерь, когда Скарла едва не была захвачена охотниками за головами. Хороший парнишка. И он держит в руке повод, а позади него второй, и тоже ведет в поводу коня. Скарла шагает к первому, наклоняется и тихо шепчет. «Позволишь прокатиться на коне? Я верну. И попроси своего брата, чтобы он дал коня Барбаре». Сопровождающие стоят метрах в десяти от нее, поглядывают на Скарлу, улыбаются. Они ничего не слышали, но, похоже, догадались о том, что Скарла сказала парню. А парень только удивленно хлопает ресницами. Странная просьба. Вообще-то здесь не принято давать своего коня чужим людям. Хотя... она же не чужая. Она их боевая сестра. Парень коротко кивает, передает повод Скарле. Потом шагает к своему собрату, что-то говорит, берет у него из руки повод и подводит коня Барбаре. Обе женщины молча, не тратя лишних слов, ласточками взлетают в потертые кожаные седла и с места берут галопом. Лошади только что пришли из степи, от них несет конским потом и явно устали. Но тут скакать всего ничего, минут десять, ну, может, чуть больше. Если им только дадут уйти. Но дадут, не успеют. Ведь у сопровождающих нет лошадей, а бегом даже под снадобьем не догонишь всадника. Ну, наверное, не догонишь. Нет, не дали уйти. Тут же из-за юрт вылетает отряд из дюжины всадников и с гиканьем, свистом бросается за беглянками. Нет, не за ними. Они скачут слева, обходя по дуге с явной целью отжать к реке, как, в общем-то, с Карлой предполагал. У нее похолодело в животе и почему-то остро, болезненно заныл коренной зуб. Похоже, что они попались. Лошади догоняющих не только свежие, они еще и явно более резвые, выше, с более длинными ногами. Ясно, что имперские лошади. Такие долго не живут, но зато скачут гораздо быстрее, вот как сейчас, к примеру. Легко обошли слева и зажали у реки там, где еще недавно стояли катапульты, стрелявшие по замку здоровенными глыбами. Несколько дней назад обитатели замка сделали вылазку и сожгли все эти механизмы. Теперь чуть поводок катапульты сделают заново. Пока что завезли бревен и досок. Скоро имперские мастера будут сооружать новые метательные штуковины. Проклятые предатели. Оглянулась и снова похолодела. Сзади их тоже зажали. Теперь ни вперед, ни назад, только в реку. Но лучше уж погибнуть в бою, чем оказаться в реке. Речные твари будут объедать живьем, по кусочкам, вгрызаясь во внутренности, прогрызая норы в мышцах. Известное дело, от одной мысли о купании в реке тут же пробирает дрожь. Спешились, отпустили лошадей, дрожащих, задыхающихся. Похоже, что им и так досталось в отряде разведчиков. Ну и Скарло добавило безумной скачкой. Хлопнуло позаду одной лошади, другой, и обе помчались по степи, возвращаясь к своим хозяевам. Обещало ведь вернуть. Ну что, тетушка, теперь нарушила? Смеется Салан, и стоящие рядом парни хохочут, будто он сейчас отмочил великолепную искрометную шутку. Скарло ничего смешного в шутке не увидела, потому промолчала и только посмотрела на Барбару, как всегда спокойную, даже равнодушную. Странно это получилось, помесь. Шаманка-лекарица и убийца, с детства воспитываемая в духе самоотрещания ради одного, единственного деяния, убийства людей. Что в ней осталось от прежней Барби, от той, что сумела уничтожить целый клан, изрубив более двухсот человек? Сможет ли она? Но додумать ей не дали. Свистнул Аркан, опускаясь на плечи Скарлы, и она едва успела среагировать, разрубая его в воздухе, под радостный смех идиотов-телохранителей. Они сейчас были похожи на умственно отсталых детей, которые выросли, но до сих пор не понимают, что такое плохо, что такое хорошо, и забавляет их все на свете, в том числе убийства и пытки. «Хорошо, тетушка, а еще, ну-ка!» Кохочет Салан, и на Скарлу летит ловчая сеть с широкими ячаями, которая опутывает жертву без всякой надежды выбраться. Но старуха ловко уклоняется, откатываясь в сторону, чем снова вызывает смех этих парней. Боковым зрением Скарла видит, как отбивает сети Барбары, как летит на нее сеть, как в девушку целится из лука, и она небрежно, отмахиваясь, отбивает стрелы, даже не позволив амулету защиты задействовать свои способности. А потом смех весь заканчивается. Барбара бросается вперед с места, одним прыжком, преодолевая расстояние до своих обидчиков, и льется кровь. То, что Скарла видела до этого на поединках с участием Барби, не шло ни в какое сравнение с тем, что происходило сейчас. Возможно, потому, что до этой минуты у прирожденной убийцы не было ни одного настоящего противника, такого, на котором можно было бы показать все свое умение, всю свою ловкость. Что ни говори, но в степи никогда не было культа фехтования. Вот стрельба из лука — это да, или ловля веревкой, или скрытое преследование врага с тем, чтобы всадить стрелу ему в затылок. А вот так, чтобы вихрь стальных клинков — зачем? Стрела? Она все-таки надежнее? Стройная фигурка причудливо извивалась в этом стальном вихре, клинки врагов рубили пустоту, вместо того, чтобы впиться в плоть и выпустить фонтаны горячей крови. Сталь вибрировала от разочарования, клинки выли, свистели, гудели, сталкивались друг с другом в желании поскорее добраться до цели и со сталью двух коротких мечей этой демоницы. Но никак не могли напиться этой пахущей красной жидкости, не получалось, да и все тут. В первые же секунды в бою упали двое парней, все еще улыбаясь, но будучи мертвее мертвых. Одному меч Барбары вскрыл сонную артерию, другому — бедренную. Парни продолжали биться, даже не почувствовав боли. Когда давление крови упало и мозг стал отключаться, так и не поняли, что отправляются на новое перерождение. Следом Барби свалила высоченного парня, самого высокого из всей этой компании. Он был невероятно, фантастически силен, но двигался медленнее других и зато поплатился. Меч девушки со скрежетом и хрустом прошелся по его глазницам, прорубив череп до самого мозга. Не зря имперцы носят шлемы, ох, не зря. Степняки размахивали своими мечами с невероятной скоростью, но Барби все равно была быстрее. И самое главное, она великолепно фехтовала. Большинство ударов она пропускала мимо себя, сберегая свои клинки, уклоняясь, постоянно двигаясь, перетекаясь стойки в стойку, исполняя совершенно немыслимые для обычного человека повороты и нырки. Но иногда ей все-таки приходилось ловить чужой меч на клинок своего, когда не было никакого иного выхода. И вот тогда в воздухе раздавалось «Склаш-дзэ!» Трое упали практически одновременно. И одному Барби умудрилась напрочь отсечь голову. Та покатилась, все еще продолжая идиотически улыбаться. И Скарла вдруг с омерзением заметила, что отрубленная голова пару раз моргнула, а потом уставилась на нее взглядом совершенно живых глаз. Отсеченная голова смотрела взглядом, будто бы с того света и Скарла не выдержала. Пнула, откидывая проклятую башку прямо в реку. И тут же вокруг головы вскипела вода, собравшиеся у берега твари бросились жадно обгладывать доставшуюся им сладкую добычу. Скарла как-то отстранённо вдруг подумала, откуда их сейчас столько набежало? Или они умудряются чуять пролитую на землю кровь? А может, каким-то другим способом узнают о том, что рядом с ними сейчас на землю падёт вкусная плоть? Кстати, тот, чья голова — это Салан, да улыбался, да умничался. Не надо было их останавливать. Скарла даже и не пробовала влезть в эту смертельную круговерть. Точно не её уровень фехтования. Даже по молодости она бы сто раз подумала, прежде чем начать этот танец. А уж теперь... Нет, дорогие. Без неё как-нибудь. Вот добить, чтобы не мучился, это запросто. И она выгнала меч в грудь одного из степняков, который лежал на земле с отрубленными руками. И как эдак умудрилась, демонит стедак и слишком медленно отправлялся на тот свет. А потом рубанула по шее парня, стоящего к ней спиной. Тот уже шатался, но меч в руке всё ещё держал и норовил заехать им по спине Барбары. Чисто отрубить голову не получилось. Парень высокий, а Скарла низенькая, но в затылок она ему хорошенько распахала. Свалился, как травка под лезу им косы. Вот это другое дело. Так-то можно воевать. Барби их рубит, Скарла добивает. Веселее дело пошло. Когда Скарла вонзила меч в грудь последнего из тех, кто их остановил и подняла взгляд, она едва не вздрогнула. Барбара была настолько залита кровью, что совершенно нельзя было распознать черты лица. Одежда висела лохмотьями, прорубленные в нескольких местах, а с кровавой маски лица спокойно и как-то даже безучастно взирали на мир два прекрасных фиолетовых глаза. Скарла даже поёжилась. Что за существо выглядывает из этой девчонки? Что из неё сделали? И что было бы, если бы она не безропотно подчинилась Скарле и Альгису? — Ты в порядке? — просила Скарла, заметив, что Барбара еле заметно покачнулась. — Иди. Ехать можешь? — Могу. — бесстрастно сказала Барбара и, вставив мечи в ножны, на поясе шагнула к лошадям-преследователям. Кони спокойно паслись неподалёку, и наплевать им было на звон мечей, на стоны и хрипы умирающих. У реки травка росла погуще, так что коняги сейчас с наслаждением набивали свои голодные утробы. Барбара одним движением взлетела в седло и слегка покачнулась. Скарла с беспокойством смотрела на её действия и, ударив лошадь пятками под брюхо, устремилась вперёд, к замку, на которого оставалось уже совсем немного. Скарла отстала от неё всего на пару секунд, взлетела в седло соседней лошади и припустила следом. Чёрная громада замка, нависшего над головой, наверное, впервые заставила Скарлу воспринять его как родной дом, а не как место не очень-то желанного обитания. Она вдруг осознала, что другого дома у неё нет и, скорее всего, никогда не будет. Именно дома, а не узилище, как она привыкла в этом думать. Степь давно уже стала ей чужой, а вот замок, замок так и не был родным до этой минуты. По стенам замка ходили вооружённые люди, ров заполнен водой, искорёженные ворота завалены обломками глыб снарядов и едва не слетели с петель. Скорее всего, изнутри их подпирала мощная баррикада. «Эй, на стенах!» — закричала Скарла своим зычным и одновременно сварливо-ехидным голосом. «Хватит там ходить, трясти своими погаными отростками. Забирайте нас к себе и побыстрее!» «Сейчас болт из арбалета пущу, тогда узнаешь, чем мы тут трясём!» Так же зычно и ехидно откликнулся мужчина в блестящей керасе и шлеме на голове. «Чего надо? Идите к своим, пока тут не остались! Чёртовы дикари!» Последний он произнёс тише, но Скарла его услышала. «Сам дикарь! Войду в замок, я тебе морду разобью, идиот! Зови Альгиса или Кендала! Скажи, Скарла приехала и Барбара! И побыстрее, Олух, за нами погоня!» От лагеря Орды, правда, тянулся шлейф пыли. К замку мчались не менее, чем полсотни всадников. «Скарла!» — воскликнул кто-то за спиной стражника, и мужчина в броне, выглянув со стены, довольно хрякнул. «Э, точно она! Быстро к господину главе! Скажите, Скарла здесь! Эй, Скарла, по верёвке подняться сможешь? Сейчас только так, ворота разбили! Эй, а что с твоим спутником?» Скарла оглянулась, Барбару шатала в седле, и она еле удерживалась, чтобы не упасть. Потом легла на луку седла и в этой позе застыла. Скарла досадливо поморщилась и завопила, что ей силы. «Ослы вы тупые! Быстрее! Верёвку бросайте! Сейчас нас тут порубят на куски! Ранена она! Скорее, пока не померла! Ленивые псы! Быстрее!» Скарла соскочила с лошади, подбежала к жеребцу Барбары, стащила девушку на землю. Барби дышала, хотя и прерывиста, но глубоко, и вроде как в груди у неё не клокотала. Скарла боялась, что пробито лёгкое, и пока сейчас возится с верёвками, девушка всё-таки помрёт. В замке ей точно не дадут умереть. Один раз Альгис её уже спас, спасёт и в этот раз. Ров возле ворот был завален обломками подъёмного моста и кусками каменных снарядов, так что подойти к самим воротам не составляло большого труда, если, конечно, ты не тащишь на себе потерявшую сознание тяжеленную девицу. Скарле пришлось снять с неё мечи, кинжалы, ножи и всё это богатство бросить на землю. Уж чего-чего, а такого железа в замке полным-полно, а Скарле легче будет тащить. Она оглянулась. Пылевой шлейф уже был ближе, и стали видны и слышны всадники, которые держали в руках дальнобойные степные луки и явно собирались стрелять. Запретив себя оглядываться, только жути нагонять, Скарла на полусогнутых ногах продолжала бежать к стене, если можно было назвать бегом, ковылянье по корявым глыбам, которые, ко всему прочему, норовили подвернуться под ногой и сбросить хозяйку этой самой ноги и её груз в воду рва, кишащую мерзкими зубастыми тварями. Вода-то набирается из реки, так что тварей здесь более чем достаточно. Верёвки пали рядом как раз в тот момент, когда Скарла, задыхаясь, опустила свою ношу на землю. Ей было уже не до преследователей. Что будет, то и будет. Пришпилят её стрелой, значит, так тому и быть. Слишком устала, чтобы об этом думать. Схватила одну верёвку, обвязала её вокруг пояса Барбары так, чтобы при вытягивании той не переломили позвоночник. Крикнула, придержала девушку, когда та начала подниматься, и стала прилаживать урёвку к своей талии. Затянула в узел, дёрнула за урёвку, и тут же медленно поползла вверх, глядя в макушку бесчувственной Барби, и поняла причину такого дерьмового самочувствия Барбары. Девушку всё-таки зацепили, глубокая, сочащаяся кровью рана на голове. Сердце сразу заныло, задёргалось, будто его сжали сильной ладонью. Она как-то уже и привыкла к девице. Ну, кто ей Барби? Бывшая убийца, едва не уничтожившая и Альгиса, и её саму. Инструмент, меч в руках умелого человека. А вот поди ж ты. Они столько вместе пережили, столько прошли, что уже и не чужая, уже своя, и очень не хочется, чтобы от неё осталась только пустая оболочка, гниющая в земле на радость червям. Свиста стрелы она не услышала, только удар в спину, такой, будто её хорошенько приложили булыжникам. Скарла охнула, но боли не почувствовала, только с сожалением и даже облегчением подумала, глядя на вылезшие из грудины наконечник стрелы. Ну вот и всё. Так хотелось ещё пожить, и сознание её погасло. Быстрей, быстрей! Ну что вы, как сонные мухи! Кто свалится в воду, там и останется! Нарочно отпихну на поживу речным тварям! Ну что за неуклюжие олухи! Быстрее демон вас задери! Огромная баржа была полна людей. Латники, одетые в полную броню, согласно уложению. Лучники в кольчугах, на каждом из которых висело по два колчана полный стрел. Двадцать в каждом. Комплект. Все шумели, ругались, толкались и ещё больше шумели. И каждый норовил как можно быстрее выбраться на сушу, по наведённым заранее подготовленным сходням. На соседней барже всадники в латах, гвардия, несколько сотен бойцов. Эти выгружались спокойнее, без мата и криков командира подразделения. Оно и понятно. Это дворяне. Во время войны дуэли запрещены, но ведь война не вечна. Так что если начнёшь орать и оскорблять, можешь дожить и до вызова. Барж тридцать штук. И выгрузка такого количества людей была эпическим зрелищем. А кони? Тут вообще творилось нечто невообразимое. Две лошади взбесились, вырвались из рук конюхов и каким-то образом умудрились перескочить через высокие борта баржи, в броне, как и были, и оказались в воде, где теперь жалобно ржали, заживо поедаемые мерзкими хищными тварями. Минута, и головы лошадей скрылись под водой, в кровавой пене. Командующий армии наблюдал за всем этим с берега, с коня, тусклый, мрачный, как туча. Они ещё не успели высадиться, а по дороге уже потеряли около пятидесяти человек. Тот умудрился протащить с собой спиртное и рухнул за борт, пытаясь исправить нужду. Несколько человек погибли в драках, неизбежных при такой скученности у людей во время длительного путешествия. Несколько человек умерли от болезней, и командующий молился всем богам, чтобы это были не заразные болезни. А впереди ещё битва, да не одна. Но вначале нужно войти в замок и сделать то, что он должен. И вряд ли кто-то сможет ему помешать. С ним полсотни имперских боевых магов, каждый из которых по силе превосходит любого шамана и даже десяток шаманов. Успех обеспечен. В этом командующий был уверен. Вот только почему на душе так темно и тоскливо? Откуда это предчувствие беды? Кони. Это погибшие кони навели на дурные мысли. Командующий очень любил лошадей. И вот такая страшная смерть. Да, надо выбросить такие мысли из головы и заняться делом. И всё будет хорошо. Глава двадцать третья «Эй, на стене! Кто старший?» Я посмотрел вниз. Говорил мужчина, одетый в богатый камзол, украшенный золотой вышивкой. На шее две золотые цепи в палец толщиной. На каждой что-то вроде медальона. Помню, что эти медальоны должны показывать статус командующего. Выдаются самим императором. Если кто-то наденет такие штуки без должных оснований, ему сразу кирдык. Мол, узурпатор. Ну, это как если б солдат надел маршальские погоны и в них отправился щеголять по плацу. Убить бы не убили, но накостыляли точно. И закатали б в дурку. Но тут время иное. Нравы строгие. Башку с плеч долой и всех делов. В принципе, вполне себе эффектный способ руководства. «Я старший». Говорю спокойно из доли издевки. Ну, сейчас начнется. «А кто спрашивает? Представьтесь. Я командующий армией генерал Сехан». Голос мужчины стал резким и металлическим. «Начальник же, как же ж». А тут какой-то щенок его допрашивает. Бастардская морда. Впрочем, тут я не прав. Скорее всего, о моем бастардстве он и не догадывается. Для него я просто наглый провинциальный щенок из захудалого клана. И меня надо поставить на место. Вот только на какое. То место, которое они приготовили, мне очень не нравится. Перед вами глава клана Конта Альгис Маран Конта. Слушаю, генерал. «Немедленно откройте ворота и впустите наш отряд». Командует генерал, глядя на меня снизу, как леса на ворону с сыром. Смотрю на сопровождающий его отряд. Человек двести гвардейцев в латах и назакованных в металл лошадях. Еще человек двадцать в темной форме. Хм. Похоже, что это боевые маги. Видел я их столице. Красивая форма. Похожа на форму Штирлица. Грех говорить, но гестаповская форма была красивой. Ее, помнится, какой-то известный дизайнер разрабатывал. Так вот эти типы, все как один, похожий на гестаповцев в их черной форме. Только фуражек нет. Все в темных широкополых шляпах, наподобие тех, что носили путешественники. Ну и плащи за спиной, зацеплены за шею. Как раз на коне укрыться от дождя или солнца. Кстати, сезон дождей уже на носу. Вчера неплохо ливануло с самого утра. А скоро так польется, как и положено. Интересно, что тогда будет делать Орда? Хлюпать возле замка, пытаясь под дождем забраться на стены. Так сложновато под дождем-то. А зачем нам тут ваш отряд? Нарочито недоуменно спрашиваю, и отмечаю, как перестали тихонько переговариваться гестаповцы. Хм, а ведь это не боевые маги. Это же Инквизиция. Вот я дурак. Это они приехали скверну выжигать. То есть надо понимать меня, несчастного, каленым железом. — Открывай, щенок, иначе мы возьмем приступом твою жалкую халупу. Уже рычит генерал, а мне делается смешно. Ну где твой ум? А как ты теперь войдешь, если оскорбляешь хозяина замка? Как ты вообще смеешь оскорблять хозяина замка, главу клана? Да кто ты такой вообще? И халупы мой замок никак нельзя назвать. Вот сейчас прям-таки обидно было. — Генерал! — кричу я со стены. — Вы оскорбили главу клана, и я официально вызываю вас на поединок чести. Фу, глупость какая. Ну какой к черту поединок? Если только спустить меня со стены на веревках или поднять генерала сюда. Ну почему бы не развлечься этой чушью? Пусть тебе побесятся. У меня тут мало развлечений, если не считать постельных утех с моими рабынями. Впрочем, они уже и не рабыни, я же их официально отпустил. Теперь они просто работают на меня, как из Карла, с которой я все-таки снял дурацкий ошейник. И что она за него так держалась? И сама объяснить не смогла. Или не захотела? — Какой поединок с тобой, мерзкий чернокнижник? Позор своего отца! — Это с чего это он мой позор? — звучит голос папаши, и я невольно ухмыляюсь. — Сейчас что будет? — Он моя гордость, мой любимый и единственный сын. А позор — это твой император и его сынок. Лучше скажи, предатель, как ты посмел договариваться со степняками. Отдать на растерзание целый клан. Простить степнякам гибель города. Расскажи своим бойцам, как ты продал собирателю эти земли. Как ты едва не лизал к зад главе Орды, сидя у него в шатре. — Ты лжешь, самозванец! — краснев то ли от стыда, то ли от гнева кричит генерал. — Отец этого парня мертв! И насчет степняков ты лжешь! — Не лжет! — голос Барбары звонок и спокоен. — Я была в шатре, когда ты договаривался с собирателями. Я все слышала, и могу подтвердить это под присягой создателю. — И я была. — каркает Скарло, стоя рядом с Барби и грозит кулаком предателю. — Ты договорился с собирателем, что он со своей Ордой навсегда останется здесь, на землях Конта. А зато он позволит тебе убить главу клана Конта, отдав замок на разграбление. И еще позволит империи хозяйничать на золотых и алмазных россыпях за процент от добычи. — Я все слышала, все помню, до слова. И помню, как вы плевали на ладони и соединяли их, скрепляя договор на века вечные. Что, скажешь, не так было? Что ты не отдал город во владение собирателю? Проклятый предатель, лживый осел! — Лживая тварь! — речит генерал и поворачивает коня. — Вы пожалеете о том, что не впустили нас, проклятые чернокнижники! — Его голос делается тише, заглушаемый топотом копыт и лязгом доспехов всадников. А я кричу вслед, стараясь усилить свой голос с помощью волшебства. — Уходите отсюда! Придете к нам с войной тут и останетесь! Замок Конта никогда вам не покорится! — Хорошо, — сказал, — бормочет Скарло и незаметно мне подмигивает. — Даже я лучше бы не сказала. — Ага, хорошо, — вздыхаю я. — Теперь между двух огней. Мало нам было степняков. Теперь нами занялась настоящая регулярная армия. Отборные бойцы. И что с этим делать, мне пока не ясно. — А что делать? Бить их? — усмехается Скарло. — А то ты не умеешь. — И про дуэль ты хорошо сказал. Жалко, что генерал не согласился. — Теперь они построят камнеметалки, поставят их напротив ворот и начнут долбить, пока ворота не сломают. — Кстати, я тебе еще тогда говорил. Это имперцы им построили камнеметалки. Сами бы степняки не сумели. — Кстати, у них боевых магов как тараканов. Они и без камнеметалки могут обойтись. Сами камни станут швырять. Это тебе не шаманы. — Думай, как с ними всеми сладить. — Это уже Кендал. Я не стал отвечать Кендалу, говорить о том, что я только и думаю, как бы сладить. Глупо говорить. Просто повернулся и пошел прочь, сопровождаемый взглядами и шепотками обитателей замка. Похоже, что в замке назревает брожение. Бунтом назвать это еще нельзя, но похоже, что дела мои не очень. — Не одобряет народ моего противостояния с императором. Боятся, что и по ним ударит. — Кстати, вот интересно, а чего вы хотели, когда тащились сюда, в мой замок? — Зная при этом, что я беглец, что меня разыскивают по всей империи. — Разыскивают? Ага, неуловимый Джо. Никак найти не могут. — Ладно, раз так, раз вы хотите, надо вскрывать этот нарыв. Иначе он сам вскроется в самый неподходящий момент. — Да, потеряю часть людей. Так что, лучше, если они ударят мне в спину? Резко поворачиваюсь, иду к лестнице, ведущей на стену. Поднимаюсь, говорю Кендалу. — Мастер, собери весь народ, что у нас есть в замке. Пусть идут во двор, я говорить буду. — Само собой, кроме тех, что дежурят на стенах. Ну и чтоб поварихи не сожгли обед, проследи. — Через час. — Иду к себе в покое, сопровождаемый Максимом и Барбарой, которые теперь служат моим телохранителем, как и Максим. Максим весь закованный в сталь, эдакая шагающая стальная башня с секирой на плече. Барбара, стройная, в темной свободной одежде, напоминающей одежду степняков. Скарл одевала. На поясе рукоятями вниз два меча. Почему вниз, не знаю. Говорит, что так удобнее. Правой рукой вынимает меч тот, что слева. Левой — правой. Они жестко закреплены. Что-то вроде специальной перевязи. К бедру. И к поясу. На спине тоже то ли меч, то ли такой кинжал. И тоже рукоятью вниз. Завел руку за спину и выдернул из ножен. Метательные ножи. В сапоге нож. На спине, у затылка, в специальном кармашке еще один. В общем, ходячий арсенал, а не девица. И это при абсолютно совершенном, прекрасном лице ангела. Как гляну, так вздрогну. Даже сердце боит. Но до чего красивая девка. Кстати сказать, брони на ней, в отличие от Максима, нет никакой. Есть амулет физзащиты на пару ударов. И амулет магической защиты тоже на пару. Когда ее хотели завалить те, кто со Скарлой остановил у реки, одним из первых, кого она вывела из строя, был шаман. И он все-таки успел нанести по ней удар магией. Попытался ее сковать, но не вышло. Умер. А брони на ней нет потому, что кольчуга и все остальное ей только мешает. Главная ее защита — скорость движений и умения. Так она мне сказала, когда я потребовал что-то из брони все-таки нацепить. Хоть кольчужку без рукавку. А когда я сказал, что скорость не очень-то ей помогла в бою у реки, рассердилась, хотя виду особо не подала. И сообщила, что рану она получила из-за шамана, который все-таки на миг затормозил ее движение. Но рана не помешала ей уложить больше десятка лучших бойцов-собирателя. И, в общем-то, была права. Я пообедал, пока Кендалл собирал народ, а потом пошел во двор с некоторым замиранием в сердце и даже тоской думая о том, сколько народу сейчас ломанется из замка. Пусть будет так, как оно должно быть. Я сделал все, что мог, и пусть другой сделает лучше меня. Так вроде говорили римские сенаторы, сдавая свои полномочия. Народу во дворе битком стоят, прижавшись друг к другу, напихано, как шпрот в банке. И на стенах стоят толпами, и на крыше конюшни, обрушат же черти драповые. И на террасе, но, похоже, все-таки места всем не хватило. Но ничего, передадут мои слова, если что, тем, кого тут не было. Осматриваю толпу и магическим способом усиливаю голос, ветер мне в помощь. Начинаю. Господа! Товарищи! Вот же привычка. Я вас собрал, чтобы предупредить. Нас предали. Предал император. Предала страна. Гул, охи-ахи. Имперское войско, которое сюда прибыло, не собирается нас спасать. Они договорились со степняками, отдав им на разграбление и поселение наш город. Крики, ругань. На вечное поселение. То есть степняки здесь останутся навсегда. А за это степняки не тронут имперское войско, когда оно начнет штурмовать наш замок. Снова крики, ругательства, проклятия. Вы все знаете, что я нахожусь в имперском розыске. Добавлю. По надуманному обвинению. Император и его приближенные убили моих братьев. Подло, вероломно, не оставив им никакого шанса. Им даже не дали погибнуть с оружием в руках. Убили, как свиней в забое. Отец, стоящий рядом, побледнел и закрыл глаза. И вот теперь имперцы пришли за мной и моим отцом. И плевать им, что погибли ваши близкие. Плевать, что степняки убили тысячи и тысячи людей империи. Сейчас сюда подошел отряд во главе с генералом, командующим армией. С ним было две сотни латников и двадцать инквизиторов. Как вы думаете, для чего приехали инквизиторы? Правильно, искать ересь. Пытать вас, убивать и мучить. Я не открыл им ворота и не открою. И вот, что я вам скажу. Дело наше сложное. Степняков мы отбросим, они не смогут взять замок. Но имперскую армию... Это будет очень трудно. Очень. Если вообще возможно, шепнул Кендалл. Потому я предлагаю. Те, кто не хочет участвовать в обороне замка, могут его покинуть. Уйти к имперцам. Сегодня вечером мы разберем баррикаду, откроем проход наружу и вы уйдете. Но сразу хочу предупредить. Сюда вы больше не вернетесь. Даже если будете упрашивать. Вот все, что я хотел вам сказать. Можете спросить, я отвечу. Если смогу. Молчание. Лица бледные, лица красные, лица хмурые, оживленные. Люди думают. Стихли разговоры, никто даже не кашляет и не чихает. Только слитное сопенье сотен и сотен глоток, да глухой звук ударов в копыт лошадей, доносящихся из конюшни. М-да, может наступить момент, когда эти лошади превратятся в живые консервы. А что делать? Если есть будет нечего. А осада, похоже, что затянется очень надолго. А куда мы пойдем? К степнякам, что ли? Кричит парнишка из задних рядов. И армия нас кормить не будет. А то мы не знаем армию. И дома у нас уже нет. Не гони нас, глава. Да я и не гоню, отвечаю искренне, без малейшей фальши. Но мне здесь не нужны те, кто будет смотреть на ту сторону. Мне нужны верные люди. Мы верные, верные! Закричали сразу несколько голосов, и толпа загудела. И тогда я повернулся к капитану латников, которых принял вместе с беженцами. А вы что скажете, господа? Вы давали присягу императору. Я вам обещал, что не буду вас неволить. Вы вольны уйти, когда хотите. И вот ваш шанс уйти и сохранить свою жизнь. Сохранить ли? Криво усмехнулся капитан и с сомнением мотает головой. Инквизиторы в нас точно вцепятся. Карьера наша разрушена, а то и сама жизнь. Нас сразу спросят, почему мы не предпочли погибнуть в бою, почему пришли в замок опального чернокнижника. И не важно, что мы спасали свои семьи и семьи своих товарищей. Я знаю инквизиторов, с ними ничего хорошего не сваришь. Так что я остаюсь, но те из моих подчиненных, кто готов уйти, я протестовать не буду. Пусть уходят. Остальные остаются с тобой, глава, и будут тебе служить, как и я. А с помощью Создателя как-нибудь отобьемся, ведь с нами правда. А те, с кем правда побеждают. Латники согласно ударили в грудь стальными перчатками, и толпа довольно загудела. Я кивнул и продолжил. И все-таки я вечером открою ворота. Те, кто захочет уйти, должны стоять возле ворот с вещами в руках. Вам дадут продуктов на два дня, и вы можете унести своих вещей столько, сколько сумеете поднять и вынести. Никто вам не будет препятствовать. И опять же, подумайте, прежде чем сделаете этот шаг. Назад дороги не будет. Ворота для вас закроются навсегда. Я повернулся и пошел в замок, не слушая крика и шума. У меня были очень важные дела. Гораздо более важные, чем этот митинг. Максим, ты чего гремишь? Досаду и я, когда слышу очередной скрежет. Барби вон ничем не цепляется. Так она и поменьше. И видит в темноте, как кошка, не хуже тебя, господин. А я на ощупь иду. Молчу. Забываю точно. Я-то вижу в темноте почти как днем. Угу, само собой, видит не хуже. И Барби, правда, видит, как кошка. Как снежка, которая увязалась с нами и радостно скачет рядом с Угу, набрасываясь на него сбоку и яростно пытаясь закусать. Весело засранцам. Для них все весело. Играют. Идем долго, незнакомыми переходами. Тут я еще не ходил. Поднимаемся, спускаемся, снова поднимаемся. Это самый дальний угол замка. Уга подходит к стене, тычет в нее лапой. Я запоминаю, как и что он тычет. Стена отодвигается, бесшумно, как по намазанным солидолом рельсам. Мы проходим вперед, и я невольно ахаю. Ух ты! Ну, ни хрена себе! Огромное, на самом деле, огромное помещение. Мы стоим на самом его дне, а потолок теряется в вышине. Этот зал... нет, ангар. Он похож на амфитеатр, вроде Колизея. Только без трибун. А еще я вижу четко обозначенный квадрат на стене напротив нас. В сотне метров от нас. Или больше, чем сотня. А еще арена имеет что-то вроде пандуса, снижающегося... к боксам. Я не знаю, как это назвать. Но ведь это боксы. И тут же вдруг вспоминаю примерную схему замка. Стена, которая его окружает, сам замок. И что там снаружи? Опа! Снаружи площадка. Большая такая терраса. Я еще некогда удивлялся, и зачем ее сделали. Кто это додумался делать такую площадку? Какой в ней смысл? Если и забраться на нее нельзя, стены отвесные, никакой лестницы нет. — Смотри, брат! — радостно возопил Уга, и черной молнией бросился через всю арену, тому самому квадратному пятну на стене. За ним, следом, жалобно мяукая и мысленно ругая своего парня, помчалась Снежка, но явно за ним не успевала. Уга превратился в совершеннейшую черную пантеру, и скорость у него была подстать этому хищнику. Примчавшись на место, Уга снова потыкал лапой в стену, и позади меня тихо пискнула Барби и прикрыла глаза ладонями, как и я. После тьмы подземелья, хлынувшей в пещеру свет, нас просто-таки ослепил. Дверь открывалась все шире и шире, и вот перед нами уже ровная площадка аэродрома. А чем еще можно назвать это? Или вертолетной площадкой на худой конец? Я знал, я так и знал, вот почему этот замок такой крепкий, так пропитан магией. И вот откуда здесь взялись яйца драконов, если только это яйца. Это их дом. Тут они жили, отсюда вылетали на простор. Тут они рождались, а может и умирали. И сейчас я в этом постараюсь убедиться. И я зашагал туда, к боксам, каждый из которых легко мог в себя вместить как минимум здоровенный грузовик, а по высоте так и океанскую яхту очень даже приличного размера. Вездесущий угол уже был здесь и открыл нам один из боксов. До других, как он сказал, лапы еще не дошли. Но, скорее всего, комбинации кода будут абсолютно одинаковы с этим кодом. Но он еще не пробовал. И час не меньше мы рассматривали площадку, на которой когда-то спал дракон, кормушку, в которую ему клали еду. Как они ее сюда доставляли, надо еще разобраться. Туалет. Да, тут был туалет. Здоровенная дыра, уходившая куда-то в стену. Подозреваю, труба уходила в ров, где речные твари с удовольствием позавтракают драконием дерьмом. В общем, все было великолепно продумано, и я думаю, мы еще не все здесь увидели. Должны быть ясли для молодых драконов, должны быть склады, в которых хранятся туши для кормления этих живых штурмовиков. Уверен, здесь есть что-то вроде лифта, который нужен, чтобы доставить туши наверх, в гнездо. Да, так и буду его звать, гнездо, иначе не назовешь. А потом мы пошли туда, где лежит то, что я назвал драконьями яйцами. Пыльвиков, груды ящиков, и вот они, коробки с этими прекрасными яйцами. Я сажусь перед ними и смотрю в освещенные магическим светильником бока драгоценных сфер. Максима и Барби отправил шариться по ящикам и подобрать себе что-нибудь из древнего неубиваемого оружия, которое в конце концов может стать живым, как мой лед. Кстати, давно с ним не разговаривал. Лежит бедолага в моей комнате, в шкафу. Спит себе. Давно он не пил ничьей крови. Ну что ж, никогда не говори никогда. Все-таки надо его брать с собой, мало ли что. Магия может и не сработать, а добрый меч всегда поможет выжить. Или почти всегда. Сижу и смотрю в радужную поверхность яйца, до слез, до покраснений глаз. Уже в который раз смотрю. И кажется мне, что вот-вот все получится. Вот-вот ухвачу, пойму, раскрою секрет этих сфер. Каждый раз ухожу разочарованный, едва не завывая от досады. Ну не получается, да и все тут. Не получается. Так и в этот раз. Просидел два часа, пока сзади не постучали по плечу. Господин, вечер скоро, я чувствую. Да, Барби прекрасно чувствовал время. Впрочем, как и я. Мне пора идти. Сейчас я открою ворота, предварительно убедившись, что нас никто за ними не подстерегает. Если есть те, кто хочет уйти, пусть уходят. А еще я поправлю перекосившиеся ворота и укреплю их. Все-таки ведь я ботаник, кое-что понимаю в структуре предметов. Особенно после того, как скакнул на новый уровень магии. Меня теперь можно назвать архимагом. Настолько выросли мои силы и умения. Да, я не справлюсь с большой толпой обычных имперских боевых магов, но любого из них просто порву, уверен. И ни одного. Так что пусть только попробуют сюда полезть. Они будут очень удивлены. Неприятно удивлены. Только в кино, когда вызывают добровольцев, весь строй делает шаг вперед. Все готовы умереть. Это неправда. Все хотят жить. И люди здешнего мира не исключение. У ворот стояли человек 150, и среди них я с сожалением и досадой увидел несколько гвардейцев. Но ничего не сказал. Бог им судья. Верят им перцам. Хотят выжить. Пусть идут. Назад не приму. Дверь сейчас закрою наглухо. Разобрать завал для меня плевое дело. Отодвинул телеги, загруженные булыжниками и придвинутые к воротам. Убрал здоровенные камни, которые некогда лежали возле конюшни. Непонятно зачем. Может, именно на этот случай. Убрал подпирающие ворота здоровенные бревна. Не руками, конечно. Невидимыми щупальцами воздуха. Легко убрал, как соломинки и мусор. В приоткрытые ворота желающие спастись выходили колонной. Молча. Пряча глаза от тех, кто наблюдал их исход. Хотя, в общем-то, стыдиться было нечего. Если бы у меня была семья, и я был бы уверен, что они так спасутся вернее, тоже отправил бы их из замка. Вот только это был неверный ход. Но когда они поймут, будет поздно. Каждый человек сам кузнец своего несчастья. Захлопнул ворота за беглецами и стал править толстенную сталь петель. Что тоже было несложно. Воздух, затвердев, работает не хуже той самой стали. А потом я срастил стены, замка и ворота. Как это сделал, не знаю. Просто мне пришло в голову, что было бы неплохо, если бы сталь ворот и перекрытие стали одним целым. И когда открыл глаза и перевел дух, увидел, что ворота теперь являются частью камня. Они будто утонули в камне. Так как если бы он размягчился и стал пластичным. Ощупал место соединения и едва не обжег руку. Настолько оно было горячим. Подумалось, а как потом будем выходить? И тут же отбросил эти мысли. Чтобы выйти, надо еще и существовать, то бишь выжить. А это все под большим вопросом. Вот выживем, тогда и подумаем, как выйти. В крайнем случае пройдем через тоннели. Но замок теперь взять гораздо труднее. Его ахиллесовую пяту я сейчас закрыл. Глава двадцать четвертая. Стрела. — Стрела. — задумчиво заметил Кендалл. — Стрела. — мрачно подтвердил отец. — Стрела. — буркнула Скарла, как-то так подозрительно посмотрев на моего папашу. Она очнулась после моего лечения, открыла глаза, а тут мой папенька, собственной персоной. Я ведь Скарле не говорил, что он жив, а просто отдыхает в склепе. Вот как же она завопила. Видать, решила, что уже на том свете. И надо отдать ей должное. Не стала молиться создателю или степным богам, а схватила кружку, стоящую возле кровати, и запустила ей в призрака. Хорошо еще, что папаша, обладающий отменной реакцией, успел все-таки поймать этот снаряд. Буквально вынул его из воздуха. Иначе пришлось бы лечить и папеньку. Рука у Скарла сильна не по годам, а глазомер, как у лучника. Кстати, почему как? Она и есть лучник. Вернее, лучница. Степники с детства учатся этому искусству, и они славятся своим мастерством. Их могучие луки не всякие натянуть-то сможет. Не то, что из них куда-то попасть. А они попадают. В общем, стоило большого труда убедить старуху в том, что сей индивидуум — не продукт ее воспаленного разума, не призрак, не зомби, а всего лишь результат стратегического маневра некоего ботаника. Ботанику, кстати, прилетело. Даже папаша, вечно мрачный и никогда не улыбающийся, в этот раз улыбнулся, оценив фонтан ругани, которую исторгла Скарла. Ну что ж, умеет она. Че тут еще сказать? До сих пор никак не привыкнет, и сдается мне время от времени борется с желанием потыкать папашу пальцем. Теплый он или холодный, рассыплется в прах или нет. Однако сдерживается, не препарирует бывшего хозяина. Три дня после визита командующего армии ничего не происходило. Имперцы обосновались возле реки, не очень далеко от замка, но и не так близко, чтобы достать стрелой или магией. Разбили шатры, все как положено нормальной воинской части. Шатры ровненько, по струночке. Вокруг шатров вал, чистокол. Ясное дело, опасаются степняков. И нас тоже. Вдруг устроим вылазку. Да и вообще, как сказал Кендалл, по армейскому уставу положено именно так оборудовать лагерь. Я припомнил, что римские легионы даже на марше всегда обустраивали временные крепости, если можно их так назвать. Валы, чистокол и все такое. Возможно, потому они всегда и побеждали. Так почему здешняя армия должна состоять из идиотов? Чего-чего, воевать имперцы умеют очень даже неплохо. Чего стоит одна только атака двухсот? Скарла нам рассказала, как бесился собиратель, узнав о гибели своих бойцов под ударом всего лишь двух сотен латников. Кстати, всех впечатлило и нас тоже. А капитан наших гвардейцев, по-моему, даже прослезился. Оно и понятно. Это же были его товарищи. На четвертый день с рассвета в лагере потенциального противника было замечено нездоровое шевеление. В замок доносились звуки труп горнов, свистки отделенных командиров. И когда солнце окончательно поднялось над горизонтом, перед лагерем имперцев стояло, выстроившись в растянутой коре, все их войско, начиная с легких пехотинцев и заканчивая латниками на закованных в броню лошадях. Эти стояли впереди, блестящие, сверкающие на солнце. Ну, боевые роботы, да и только. Я видел войско рыцарей только в кино, и, несмотря на серьезность момента, с интересом разглядывал выстроившуюся перед нами армию, на короткое время забыв о том, что, собственно, это наши самые что ни на есть заклятые враги, притом гораздо более опасные, чем чертовы степняки. Войско стояло, а перед ним на белом коне разъезжал тот самый генерал, который втирал в уши своим подчиненным явно что-то невероятно духоподъемное. Иначе как их заставить лезть на высоченную черную стену, на которой стоят проклятые чернокнижники? Я! Которые явно умеют обращаться как с магией, так и с острыми стальными предметами. Мы ждали, а войско все не шло и не шло. Ожидание смерти хуже самой смерти? Наверное, в этом что-то есть, но мне не нравится как смерть, так и ее ожидание. Почему-то я думал, что генерал сделает еще одну попытку со мной договориться. Например, начнет воздействовать на моих подчиненных, рассказывая, что если я сдамся, то всех простят, и эти все заживут с счастливой, сытой жизнью. Но генерал ничего такого не сделал. Или ума не хватило, или он совершенно уверен в своей боевой мощи. Вернее, в мощи приведенного им сюда имперского войска. Войско продолжало стоять еще примерно с полчаса, а потом вся эта масса народа пришла в движение. Вымпелы трепетали по ветру, латы блестели, копья смотрели в небо, красота! Вот только за каким чертом эти гвардейцы взгромоздились на лошадей? Где они видят войско, которое нужно разбирать танками? Каждый из этих рыцарей точно танк, а танки по штурмовым лестницам не лазают. Просил Кендала, он пояснил, что, скорее всего, конные латники нужны для защиты от фланговых ударов. Степняки известны своей вероломностью, вдруг нападут. А так будет им сразу же дан укорот. Подойдя на расстояние двух полетов стрелы, войско снова остановилось. Теперь было видно, что пехотинцы тащат какую-то хрень. Камни, что ли? Откуда только их взяли? Ночью возили, что ли? Может, с собой были? На боржах? В виде балласта? Катапульты они пока что не делали. Видимо, решили штурмовать так, без артиллерийской подготовки. Но я ошибался. Пушки вышли вперед, как только войско остановилось, вне пределов досягаемости наших стрелков и нашей магии. Шестьдесят боевых магов и инквизиторов выстроились стрелой и приготовились начать эту свою медитацию. Кстати, способ достижения единения у них ничем не отличается от того способа, каким пользовались степные шаманы. Завывание, раскачивание, какие-то заунывные речитативы. Больше всего это мне напоминало чеченский зикр, ритуальный танец, который служит единению людей, которые его исполняют. Под ритмичную мантру люди раскачиваются, ходят, бегают по кругу, приводя себя в состояние религиозного экстаза. Так сказать, заряжаются энергией с помощью определенных ритуальных действий. Здесь происходило примерно то же самое, только маги оставались на месте, а не ходили и не кружились. Мы заранее убрали со стен, со всех открытых мест тех, кто не нужен в отражении штурма. Женщины, дети, старики во внутренних помещениях замка. Ими всеми командует моя сестра, как и папаша, благополучно восставшая из мертвых. Как оказалось, у нее великолепный организаторский талант, и я с облегчением перевалил на нее заботы по хозяйственной деятельности, подчинив ей всех, начиная от конюхов и заканчивая самим комендантом замка. Ее знали и уважали, а тот факт, что она каким-то чудом восстала из мертвых, придавал ей некую ауру загадочности и даже заставлял побаиваться. Сестра чернокнижника проклянет еще. И сдохнешь, покрывшись черными бубонами. Я думал, что боевые маги ударят воздухом, как это было со степными шаманами, или начнут засыпать нас кинжально-острыми сосульками. Но все оказалось гораздо хуже. Если бы не магические свойства замка, скорее всего, нам бы пришел конец. Это была огненная сеть. Зародилась сеть над шпилем главной башни, и стала опускаться, видимая даже в солнечных лучах. По ее толстенным нитям время от времени пробегали огоньки пламени, а пару раз я видел, как ударившись о сеть, вспыхнули и мгновенно сгорели пролетевшие над замком птички. То ли стрижи, то ли ласточки. Вспышка, искры. И на землю падает уже угольно-черный комочек. Представляю, что будет, если сети коснется человек. «Прячься! Все в укрытие!» Кричу я, и бойцы бегут со стен, укрывшись в нишах, забегают на террасу замка. Я пытаюсь остановить мерцающую огнем сеть магий, и у меня ничего не получается. Тогда тоже бегу под своды замка, и с тоской смотрю на то, как это плазменное плетение медленно, но верно опускается, опускается, опускается. И тут случилось то, чего я подсознательно ожидал, и на что надеялся. Коснувшись башни, сеть замерцала, стала пульсировать, раздуваясь и сужаясь. А потом... В воздухе раздался звон, будто лопнула струна, и сеть попросту исчезла. Показалось мне или нет, но стены замка просто втянули, впитали сеть, как впитывает капли дождя сухой песок пустыни. Была и нет этой чертовой сети. Люди закричали, зашумели, потрясали в воздухе оружием, щитами, радовались так, будто не чудом избежали смерти, а выиграли некую эпическую битву. Но у меня тоже с души отлегло. Да, мой замок совсем не прост. Но я ведь наверняка не знал, что будет, если на него набросить такую пакость. — Никогда бы не подумал. — Пробромотал под нос мой отец. А когда увидел, что я смотрю на него и улыбаюсь, тоже улыбнул с одними уголками губ и пожал плечами. — Нас никогда не осаждали, не били магией. Мы всех били, а до нас никто не добрался. И тут же посерьезнел. — Это еще не все. Сейчас... Да говорить не успел. Сжахнуло так, что под ногами ощутимо тряхнуло. Вспышка ослепила и так слезящиеся на солнце глаза. — Бах-бах! Еще удар, еще! Шарами начали кидаться, — прокомментировал отец очевидное, и показал на пронесшийся над нашими головами огненный шар, оставляющий за собой светящийся след. Шар врезался в крышу башни, и с нее посыпались осколки черепицы. Из чего я сделал вывод, что черепица не входит в состав структуры замка, что тут же подтвердил отец. — Вот суки! Два года назад черепицу обновили, теперь течь будет. А скоро сезон дождей! Супер-шмель долбил по башне еще минут пятнадцать, вконец уничтожив крышу и не добившись ничего, даже самого маленького пожара. Замок гасил пожар на корню, ну а потом прогудели трубы, послышали стрелий свистков, все понятно, начинается штурм. Но, как оказалось, это еще был не штурм, а, так сказать, предштурмия. Осторожно выглядывая из-за выступов стены, не зубцы, как на Кремле, но похоже. Я увидел, как пехотинцы медленно, но верно движутся к стене, держа в руках. Я вначале и не разглядел, что у них в руках, а потом... потом сообразил. И мне почему-то стало смешно. Вспомнился старый рекламный ролик, давно почившего в Бозе банка «Империал». Банка давно уже не было, а ролик нередко вспоминали. Делал его некий режиссер Бекмамбетов, прославившийся потом дозорами. Так вот, в ролике воины Чингисхана, или Цимирлана, я их все время путаю, никогда особо не интересовался этими персонажами истории. Бросают в одну кучу камней, каждый по камню. А потом, возвращаясь из битвы, поднимают по одному камню. Но не все вернулись, осталась куча камней. И к оставшимся камням идет Тамерлан, и... И поднимал он камни, и вспоминал он их имена. Потом даже пародию сделали, анекдот. И была стройка, и был обед, и была водка. И шел прораб, и поднимал он их, и вспоминал он их имена. Хе-хе-хе. Но вообще-то смешного мало. Каждый брошенный в ров камень, это наша беда, заполнят ров, вот и будет площадка для штурмовых лестниц. Наши лучники начали осыпать стрелами этих... каменщиков. Но все оказалось бесполезным. В их рядах, прикрытые высоченными щитами, стояли боевые маги, прикрывающие, в свою очередь, пехотинцев прочным щитом магии. Я попытался достать магии и пехотинцев, и магов, но все было бесполезно. Не пробиваю. Папаша тоже поколдовал, и сеть выпустил, и фаерболами покидался. И попытался поджечь землю под ногами супостатов, раскалив ее до красна. Бесполезно. Боевые маги гасили все наши усилия в ноль. Через полчаса наш ров на участке метров десять в длину был засыпан в склень, по самые края берегов. Но пехотинцы не стали лезть на стены. Откатились назад, так как прикрываемые невидимыми защитами магами к ним уже двигались повозки, колеса которых глубоко уходили в твердую землю. Точно, балласт со своих барж притащили. Вон и отсюда видно, как такие повозки загружают возле реки. Продуманные суки. Впрочем, а что я думал? Если здесь средневековедка, это не означает, что хроноаборигены полные идиоты. Хорошо, еще пушек нет. Не знаю, выдержали бы стены замка пушечную пальбу. А еще беспокоит вопрос, а если способность отбивать магические и физические удары ограничена неким аккумулятором? Если закончится запас энергии, тогда что будет? У меня есть подозрение, что запас этого самого аккумулятора не вечен, и что наполняется он не так быстро, как бы мне хотелось. И это самая большая опасность в настоящий момент. Если враг догадается и будет долбить стены замка сутками напролет, эдак можно и в самом деле лишиться головы. Было еще два каменных захода. Потом пехотинцы отошли, и все это время латники стояли поодаль и смотрели на манипуляции с камнями. Кстати, как же им жарко в латах под палящим солнцем. Ох, не завидую. На штурм они пошли уже под вечер. Я даже думал, что в этот день штурмовать не решаться. Решились. Штурмовые лестницы в руках, магия, как обычно, за щитами, и понеслось. Стрелы не берут, магия не берет, прикрылись гады. Остается только отбиваться, так, как и в обычном средневековье. Мечами, топорами, копьями. Всем, что имеется в арсенале. Когда пехотинцы полезут на стены, маги уже не смогут их прикрыть. Мои телохранители принарядились согласно моменту. Оба были в кольчугах, тех самых, из хранилища Притечь. Нашлись размеры и на Барби, и на Максима. Все-таки заставил Барби надеть кольчугу. Она вначале протестовала, потом подчинилась моему приказу. И не пожалела. Что это был за материал, не знаю. Подозреваю, что какой-то титановый сплав. Можно и мифрилом назвать. От этого ничего не изменится. Кольчуга была невероятно легкой, и ее не могла пробить секира Максима. Специально клали на камень и рубили. Обычной секиры, конечно, не той, что у него сейчас. Так вот, даже царапины на кольчуге не было. А секира слегка зазубрилась, как в камень ударил. Сейчас у Максима секира из хранилища, острая, как бритва, и способная легко разрубить обычную броню, как масло. Тоже проверено. Одна сторона секиры полукруглый топор, заканчивающийся мечеобразным выступом, как у алебарды. Вверху острый штырь, рукоять тоже заканчивается штырем, ну и как противовес топору длинный клюв. Если таким врезать по броне, в общем, не завидую латнику, до которого доберется Максим с этой секирой. У Барби все проще. Меч, аналог моего льда, кинжал, тоже из хранилища, и еще один кинжал на спине. Метательные ножи, сюрикены, все из хранилища, чего беречь-то? Примерно так же одетый вооружен кендал. Отец взял только меч и кинжал. Кольчугу ему нельзя, как и мне. Блокирует магию. Броня — это для простых людей. Мы готовы. Бойцы на стенах, но самое главное — мы с отцом на стене. Все остальные получили приказ, как только эти олухи полезут на стену, бросать все и бежать вниз. Почему бежать? Да потому что участок, который замостили эти придурки, в длину был всего метров двадцать, не больше. Два мага, я и отец, устроившись в середине этого участка, сможем уничтожить всех, кто поднимется на стену. Или я смету их магией воздуха, или отец сожжет фаерболами, а те, кто уцелеет, побегут вниз, во внутрь территории замка, там их и встретят наши бойцы. Кендал будет прикрывать спину отца, Барби и Максим мою спину. Черт-то с два они пройдут. На крош им мало не покажется. Но штурма не было. Пехотинцы организованно по звуку трупа свистку откатились назад и отошли на расстояние, с которого мы их не достанем. Фактически к реке, и там вроде как залегли. Латники на конях тоже ушли, ускакали. И еще дальше, чем пехотинцы, почти в степь. Что это такое было? Зачем надо было изображать штурм? Убей меня, не могу понять. Зачем мастили ров? Зачем все это вакханали со штурмовыми лестницами? Разведка боем, послышался голос Кендала. Теперь они знают, как мы будем их встречать. Ну, знают и что. Как-то они все равно должны нас штурмовать. Как? Посмотрели, потренировались и в лагерь. Сейчас начнут сооружать метательные машины. А как соорудят? Начнут долбить замок. Перебил я его. А смысл какой? Замок, скорее всего, подпитывается из некоего мощного артефакта. И чтобы этот артефакт опустошить, чтобы снять защиту замка, нужно приложить огромное усилие. Ты себе представляешь объем замка? Представляешь, что они должны сделать, чтобы снять защиту? Я вот не представляю. И меня это очень, очень беспокоит. Я ведь не боевой имперский маг. Отец, а ты что думаешь по этому поводу? Ничего хорошего не думаю, мрачно ответил папаша. Все ты правильно сказал. И я тоже не могу понять, что они задумали. Дело в том, что я ведь тоже не боевой имперский маг. Мне всегда хватало моей силы и силы сыновей. И я никогда не интересовался всеми этими боевыми приемами, которыми владеют имперские боевые маги. они, я тебе скажу, могут многое. Есть такие приемщики, которые знают только они, и узнать о них можно, только дав специальную присягу их сообществу. И это кроме присяги императору, которую дают все без исключения. В общем, парни, мутное дело. Единственное, что скажу, не пойдут они в лагерь делать камнеметалки. Смотрите, вон, стоят, будто чего-то ждут. Все со стен, уходите прокричал я, сам не знаю почему. Возникло такое состояние, как перед грозой. Что-то нависает, что-то давит, гнетет, и ты сам не знаешь, в чем дело. Темное небо, молнии на горизонте, ветер, бросающийся пылью и песком, все это действует на психику подавляюще. То же состояние у меня здесь и сейчас. Почти все успели убраться со стен, мы с отцом и телохранителями последними. И тогда ударило. Так ударило, что те удары, что мы получали в виде фаерболов, с сотрясением земли и все такое, это было детскими играми. Поздно я сообразил, что случилось, но даже если бы сообразил, а что я мог изменить? Я отдаю должное имперским магам и стратегам, сделано, можно сказать, гениально. Замок буквально заколыхался. Если бы он не был прикрыт магическим щитом, от него поднялась туча камней, кипящая вода, земля, все это перемешалось и обрушилось на замок, ранее убивая его защитников. Я не мог их прикрыть, сам валялся на земле, ошеломленный, оглушенный, не способный на какие-либо действия. Я на какое-то время оглох, и похоже, что не только я. У Кендала из уха текла кровь, а еще над левой бровью обильно кровоточил неприятный порез, через которую можно было рассмотреть белую кость черепа. Барбара и Максим, как ни странно, практически не пострадали, только вымазались в земле и выглядели совершеннейшими заморашками, впрочем, как и мы все. Отец вытирал кровь с губы, разбитые ударом булыжника, и, по-моему, лишился двух передних зубов, но, в общем и целом, выглядел вполне себе нормально. Что это было? Хрипло и громко, как говорят глухие, спросил Кендалл. Камни! Они бросали камни! Сказал я и закашлялся, выплевывая изо рта невесть, как туда попавшую землю. Бросали под стены, а потом каким-то образом камни взорвали. Полагаю, что с помощью магии. Они заранее были заряжены магией. Фактически артефакты. А я думал, что нам просто хотят засыпать ров. Боюсь, у нас теперь нет магической защиты, мрачно сказал отец, и в подтверждение его слов в башню замка врезался здоровенный фаербол, выбив из кладки горячее крошево камней. Удар огненного шара оставил после себя заметное пятно углубления в стене. Следующий фаербол угодил стальные ворота, и на них появилось небольшое красное пятно, будто кто-то долго грел это место газовым резаком. Если они сумеют долго бомбардировать ворота таким вот образом, ворота не будут успевать остыть, и в конце концов просто-напросто расплавиться, и тогда нам всем придет конец. «Я должен кое-что сделать», сообщаю деревянным голосом и снова плюю на землю черной слюной. «Мне нужно отойти, организуйте людей». Отец посмотрел на меня долгим внимательным взглядом, потом медленно кивнул. Интересно, что он сейчас подумал? Что я хочу свалить через тоннели? Оставить замок людей и сбежать? А что, запросто ведь могу? Сооружу себе личину, уеду подальше от этих мест, и меня никто и никогда не найдет. И буду жить, поживать и добра наживать. Кстати, добра у меня более чем достаточно, и золотишко, и алмазы, все у меня есть. Хватит на безбедную жизнь. Вот только стоит об этом подумать, так сразу начинает тошнить. Нет, я не буду говорить банальности вроде «русские своих на войне не бросают». Будто не своих бросать можно, фиг с ними. «Просто я не могу уйти и бросить всех на ротерзание». «Брат, я пойду и всех их разгоню». В мозг врывается голос Угу, и ему подмяукивает Снежка. «Мы их всех разгоним, разгоним». Разгоняльщица фигова. Вот за последние дни она заметно выросла, хоть и не до размеров Угу. С ней теперь ни одна собака не справится. Скорее эта девчонка разгонит стаю собак. Растут детишки. «Запрещаю!» Резко отвечаю я. «Это тебе не шаманы. Этих уродов слишком много, и они гораздо сильнее». Угу слегка обиженно замолкает, я же мысленно его понимаю, и отсылаю картинку, истыканный стрелами растерзанный Угу, рядом с ним я, плачущий и схватившийся за голову, и другую картинку, с мертвой снежкой, на белой шерсти, которая леет кровавые пятна. «Успокойтесь, дети, и никуда не лезьте». Молчат, присутствуя где-то на периферии сознания. «Погибнуть с честью мы всегда успеем, нам бы выжить, так вот как? И людей побило, лечить надо?» И тут я понял, я все понял, как мне надо сделать. «Барби, Максим, остаетесь здесь!» «Я сказал здесь!» «Вы две боевые единицы, каждая из которых равна целому полку, а со мной будет Угу со Снежкой, с ними ничего не страшно». «Да, со мной ничего не страшно», рявкнул Угу. «И со мной», пискнула Снежка, которая уже очень даже недурно научилась говорить, мысленно говорить. И я, с трудом себя сдерживая, шагаю к входу в замок, по дороге отмечая полученные замком раны. Вздыбленная вывернутая брусчатка, усыпанная осколками камня и черепицы площадь, темно-красные лужи крови, такие, что, кажется, истекает кровью сам замок. Досталось ему, придется хорошенько потратиться на ремонт. И ведь я все равно верю в победу, иначе о ремонте у меня и мысли бы не возникло». Глава двадцать пятая «Я погладил это, и моя ладонь ощутила едва уловимое, едва заметное покалывание. Раньше я такого не ощущал. Мутация продвигается все дальше. Интересно, что будет, когда она все-таки закончится? В кого или во что я превращусь? В Бога? А что будет с мозгом? Не стану ли холодной равнодушной сущностью, которой глубоко плевать на людей и вообще на все в мире? У меня такое ощущение, что если есть Бог, то Ему на нас плевать с высокой колокольни, иначе бы Он не допустил те ужасы, что творятся в мире или в мирах. Но я здесь не для того, чтобы рассуждать о теологии и прочей теософии. Я вообще до мозга костей практик, и сейчас мне нужна не помощь божественных сущностей, а хорошенький такой штурмовик с огнеметом, иначе хорошим людям скоро будет плохо. А чтобы избежать этого, мне надо просто следовать интуиции. А интуиция гласит... Хм... Ничего она, собственно говоря, не гласит. Просто мне хочется гладить эту прекрасную сферу, гладить, касаться ее ладонями, пальцами, мыслями. За спиной взрывел луга. Завыл, как пожарная сирена. Ему вторила снежка. Голос у нее мелодичнее, но завывает, ох, как умело. Женщины всегда умели завывать, тем более, если женщина кошка. И взвоешь тут. Я очумело смотрю на то, как из яйца, разбухшего, развернувшегося до размера шара, появилась когтистая лапа. Появилась и тут же втянулась обратно, а на месте лапы появился глаз, оранжевый глаз с вертикальным зрачком. Глаз смотрел на меня внимательно, будто оценивая, вкусен я или нет, а потом на него наползла прозрачная перепонка, века, наползла и снова исчезла. Глаз в диаметре был как раз разбухшее яйцо, но этого и следовало ожидать. Появившаяся ранее лапа едва пролезла в портал или что-то иное, я не знаю, как назвать это явление. А яйцо все раздувалось, раздувалось, сделалось туманным, в нем что-то вихрилось, и похоже это все было на метель где-нибудь в Оренбургских степях. Красиво и жутко. Я на всякий случай отбежал, поднялся на пандус амфитеатра и смотрел, смотрел. Уга и Снежка стояли рядом со мной, и хвосты их бешено христали по бокам. Шерсть поднялась, глаза сверкают, настоящие звери. Сейчас даже нежная Снежка никак не выглядела домашним котенком. Разъяренный полярный лис, вот какая она сейчас. Секунда, две, пять, десять, и вот он во всей красе. Красные крылья и спина, синие брюхо. Кстати, крылья снизу тоже синие. И я мгновенно догадался, почему. Если посмотреть на него снизу, то сразу так и не заметишь в синем-то небе. А вот зачем весь верх красный, этого я не знаю. И зачем ему рога? Бодаться, что ли? Поводырь! Громыхнул голос чудовища у меня в голове. Поводырь, приветствую тебя. Я чуть не оглянулся. Что, с ним еще и Поводырь вылез? Сейчас засадит стрелу из арбалета, и а-ля улю, несите меня четверо. И только потом сообразил, что дракон-то обращается ко мне. Это я, Поводырь. Ну, якобы. Поводырь, освободи моих соплеменников. Голос дракона был спокоен, но я вдруг ощутил в нем нотки мольбы и беспокойства. Мы слишком долго находились в коконе. Кокон, 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 яйцо. Вот что он называет коконом. Интересно, кто их туда засадил? — Предводитель поводырей Массаглин. На мой незаданный вопрос ответил дракон. — Поводырь, освободи. — Я не поводырь? Решаюсь напрямую речь. Я не знаю, как освободить твоих собратьев. Мне очень жаль. — Ты поводырь, упорствует дракон. — Только поводырь может слышать наши голоса. И только поводырь может открыть кокон. Ты открыл, значит, ты поводырь. И только так. — Как тебя звать? Не комментирую я его мысли слова. — Даган, отвечает дракон и удивляется. — Разве ты не слышишь мою память? — Я слышу твою всю. — Ты странный поводырь. В тебе два поводыря, один не нашего мира. Как мне тебя звать? — Альгис, после секундной запинки ответил я. — Зови меня Альгисом. Я попробую освободить твоих братьев, но может ты подскажешь, как это сделать? — Подскажешь? — Дракон явно смеется. — Просто пожелаю их освободить, да и все тут. Подожди, сейчас я попробую кое-что сделать. Дракон смотрит мне в лицо своими огромными оранжевыми фонарями. Я чувствую какое-то движение, будто кто-то огромной рукой забирается мне под череп, а потом, потом я утопаю в этих глазах, проваливаю с них. Я родился в одном из этих гнезд. Мать мою звали Генза. Я помню, как она вылизала меня раздвоенным горячим языком. Помню я горячее дыхание и ласковое поглаживание родной лапы. Помню своего первого поводыря. Он вырос на моих глазах, из мальчика превратившись в мужчину, а потом в дряхлого старика. Новый поводырь всегда опускал его ко мне, и мы лежали вместе. Он на моей спине, я на полу, а потом он умер. Умер и второй поводырь, и третий. Люди так мало живут. Мы драконы по сравнению с людьми вечны. Тысячи и тысячи лет, десятки и сотни поводырей, но я помню каждого, и каждого люблю. Когда я уйду к звездам, надеюсь, что там меня встретят все мои поводыри. Молодые, здоровые, веселые, и мы будем летать межзвезд, купаться в солнечных лучах и нырять в океан тумана. А потом была война, и драконы убивали драконов, убивали поводырей, и последний оставшийся поводырь, старший из них и самый старый, заключил нас в кокон, где мы могли бы лежать вечно до скончания веков, или до тех пор, пока нас не освободит поводырь. Новый поводырь, молодой, здоровый, сильный, и мы будем служить, потому что вся цель нашей жизни служить поводырю. Мы созданы богами, чтобы служить поводырю, людям, и только так. Голова страшно болела, тошнила. Я открыл глаза, и первое, что увидел, темную голову с мерцающими глазами. А над ней силуэт чего-то огромного и живого. Уго и дракон. Прости, поводырь, мыслей голос отдавал куском вины, раскаяния, печали. Я не хотел причинить тебе боль. Сейчас я заберу ее у тебя. Оп! В голове стало ясно и звонко, как на лугу ранним июньским утром. Ох, хорошо! И я все вспомнил. Всю жизнь этого дракона. Всю его длинную предлинную жизнь. И мне опять подурнело. Оклемался я минут через тридцать. Ноги дрожали, руки дрожали, но я уже был в силах не только ходить, но и мыслить как следует. И первой мыслью было «Дагон, ты сыт?» «Сыт», громыхнул дракон. И в голове у меня явственно послышался его смех, как раскат грома. «Мы легли в кокон сытыми». «Тогда попробуем заняться твоими соплеменниками. Агни, Зиргой, Аматой, Станом и Керком». «Займись, пожалуйста», громыхнул дракон, и в его словах было столько надежды, столько отчаянной радости, что я не выдержал. Захохотал, чувствую, как отступает ощущение безнадёги. «Всё же впереди! Поживём ещё, братцы!» «Плохо дело», тяжело сказал Кендал, как только увидел меня. «Смотри, ворота уже красные, чуть не добела, скоро потекут. А если они ещё догадаются их заморозить, а потом ударят камнем?» Гигантское облако пара поднялось, когда пущенная из той стороны ледяная глыба ударила прямо в центр, между стальных створок. Облако пара было таким большим, что казалось, на замок опустилось огромное пушистое облако. Запахло так, как если бы кто-то пролил на плиту кружку воды. «Найдите белую простыню!» Скомандовал я сквозь сквозь что-то понял. Понял и отец. Он замолчал и поджал губы, как делал всегда, когда ему не нравилось решение, но его приходилось применять. Мы поднялись на стену, и Кендалл стал размахивать привязанным к копью флагом. Минут двадцать ничего не происходило, но обстрел ворот прекратился. В принципе, имперцы уже сделали, что хотели. Осталось только ударить тараном или тяжелой глыбой, что скорее. И перекаленная сталь расколется, как стеклянная. Она потеряла пластичность, как и любое железо, закаленное в ледяной воде. Имперские маги настоящие мастера, в этом спора нет. Наконец, к стенам замка подъехала делегация из трех имперцев, одетых в армейские мундиры, с нашивками, соответствующими званию полковников и майоров, видимо, заместителей командующего. Младший по званию, который тоже держал белый «Переговорить!» «Я глава клана Конта», ответил, усиливая голос магии, «хочу встретиться с генералом Сехном, хочу избежать бессмысленного кровопролития. Я спущусь со стен и пойду в ваш лагерь на переговоры, если гарантируете безопасность». «Мы гарантируем безопасность», ответил глашатый парламентеров, коротко переговорив со своими спутниками. Я, кстати, слышал их разговоры, как будто они стояли рядом. Шпион из меня получился бы очень недурной. В принципе, они ничего особого друг друга не сказали, мол, полномочия пригласить у них есть, и еще... Все, как и предполагал генерал Сехн. Штаны наложили, и теперь будут выторговывать условия сдачи. «Хорошо», крикнул я и спросил. «Два человека будут со мной, мои телохранители». «Договорились», ответили снизу, и отъехали шагов на пятьдесят, так давая понять, что мешать моему десантированию не будут. Я был одет соответственно моменту в новый черный мундир костюм со знаками клана, на поясе мой лед и один из старых кинжалов. Больше ничего из вооружения, даже метательных ножей не взял, и без кольчуги. Мне же обещали безопасность, я ведь глупый совсем. «Максим и Барбара, со мной!» Командуя я и мои телохранители кивают, не выражая ни малейших эмоций, будто отправиться в стан врага для них самое, что ни на есть обычное дело. Хотя, и на самом деле обычное, по крайней мере, для Барби. Веревки со специальными петлями уже висят за стеной, я ставлю ногу в петлю, и веревкой, сдерживаемой несколькими бойцами, медленно ползет вниз. Следом также спускаются Максим и Барби. На Максима пришлось больше бойцов, чем на нас с Барбарой вместе взятых, при его-то бычьем весе. Веревка аж звенела, когда опускали этого железного дровосека с его секирой. Отойдя от стены замка, критически осмотрел состояние ворот и самой стены. Почерневшие пятна там, где ударили фаерболлы, огромная воронка на месте рва, будто здесь рванул по меньшей мере вагон тротила. Если б не защита замка, скорее всего, нас бы сейчас и не было. Родной дом из последних сил нас защитил и, скорее всего, умер, а может, просто полностью разрядился. Неважно, результат один. Мы спускались прямо в воронку. Выбросом земли перегородила ров и обнажила скалу, на которой, собственно, и стоял весь замок. Пришлось потрудиться, чтобы подняться по скату воронки и не вывозиться, как свинья. Максим помог. Он буквально выволок меня наверх, лязгая, рычая, работая ножищами, будто хороший трактор гусеницами. Барби выпрохнула сама и, по-моему, даже не заметила высоты валов. Стальная девушка. Всадники дожидались нас на прежнем месте и, когда мы подошли, вежливо поздоровались, сделав то ли поклон, то ли кивок, что меня немного удивило, ведь я же опальный, беглый чернокнижник. А потом сообразил, какой бы я ни был опальный сто раз чернокнижник, но принадлежу к самой высшей категории подданных империи. Мало того, что дворянин, так я еще и глава клана. А каждый из них какому-нибудь клану да принадлежит. Пусть может и самому захудалому, но клану. И в них с молоком матери вбили уважение к родовитости и дворянству. И, кстати, мне это очень понравилось. Похоже, что все у нас может и сладиться. Идти пришлось довольно-таки долго, и я едва не вспотел в своем черном мундире. И вспотел бы, если бы просто не захотел, чтобы вокруг меня было прохладно. Я все-таки маг стихии воздуха, воды и земли. Так почему бы не устроить себе кондиционер в отдельно взятом мундире? В общем, когда мы подошли к лагерю противника, на моем лбу не было ни бисеринки пота. И почему я раньше до такого не додумался. Впрочем, знаю почему. Просто не мог. Это сейчас я перескочил на новый уровень магии и могу вытворять такие фокусы. Всякому овощу свое время. Меня встречали чуть ли не с оркестром. Встроенные ряды мокрых от пота пехотинцев и живые консервы на лошадях хорошо хоть шлем им разрешили открыть. Забрало торчат вверх, но и сейчас латникам точно не сладко. Даже посочувствовал такую-то жару стоять на санцепёке. И лошадей жалко. Они, как всегда, страдают по воле мерзких людишек. Коняшкам-то война совсем ни к чему. А они тоже жарятся на солнце и тоже в броне. Всадники хоть зарплату за это получают. И не дурную. Генерал сидел за столиком под установленным для него зонтом. Демонстративно что-то попивал из хрустального бокала синего стекла и совершенно, ну что называется, вовсе не обращал внимания на подошедших к нему каких-то там инсургентов. Говно всякое. Ходить тут, ходить, ногами поганить. Ишь, распустились, бухать мешают. Наконец, будто только что увидел нас, повернулся. Ну что, наконец-то? Все-таки надумали сдаться? Только сразу предупреждаю, никаких условий. Вы не имеете никаких шансов на победу, так что сдавайтесь, и наши мужи инквизиции рассмотрят ваше дело. Возможно, что даже останетесь жить. Генерал, не вставая, довольно откинулся на спинку кресла, принесенного, наверное, из барж, и с улыбкой посмотрел на меня, жалкого и раздавленного, как ему думалось. И тут же нахмурился. Я тоже улыбался. А ведь побежденные так себя не ведут. Генерал, сказал я негромко, но усиливая голос магии и так, чтобы мои слова разнесло на территорию вокруг, по меньшей мере в радиусе километра. Я предлагаю вашей армии сдаться, чтобы исключить пролитие крови. Я обещаю, что всем солдатам и офицерам вашей армии будет сохранена жизнь. Более того, в городе погибло много людей, так что ваши солдаты смогут занять свободные дома и жить там. Мы поможем отстроиться, дадим работу, дадим землю. Офицеры смогут получить свои феоды под моим вассалитетом. Само собой, генерал не дал мне договорить. Он захохотал так, что покраснел и слезы полились из глаз. А когда прохохотался, вытер лицо и медленно отчетливо сказал. «Наглый, пакостный мальчишка, грязный чернокнижник, ты жалкое дерьмо. Ты даже не понимаешь по своей глупости, насколько ты влип. Встань на колени и молись, чтобы я не зарубил тебя прямо сейчас». «Генерал, вы невоспитанный и наглый невежа». Прогремел я на всю округу. «Вы уже дважды нанесли мне смертельную обиду. Мне, главе клана Конта, одного из старейших и влиятельнейших кланов империи». «Я вызываю вас на дуэль до смерти и пусть Создатель рассудит, кто из нас жалкое дерьмо, вы или я». Генерал побагровел, потом вскочил с места и приказал «Взять его! Арестовать!» На нас нацелились несколько арбалетов, а из строя выдвинулись десятка-два пеших латников, повинуясь команде командиров. Кто-то из заместителей командующего тихо сказал, стоя его за него. «Господин генерал, это неправильно, он глава клана, что подумают люди. Это же унижение всех кланов!» «Опять же, он парламентер, и мы обещали ему неприкосновенность, как и положено». «Молчать!» завопил генерал, оглядываясь на говорившего. «Взять чернокнижника! Арестовать!» Максим снял секиру с плеча, Барбара взялась за руку и от меча, готовясь к бою. И тут... Да-да, тот самый момент, когда, дудя в трубы и цокая копытами, прилетает кавалерия. Именно прилетает, расправив широченные, покрытые непробиваемой чешуей крылья. Драконы пронеслись над головами ошеломленных, перепуганных солдат, поднимая вихри, засыпая пылью и сухой травой строй пехотинцев, с ужасом смотрящих вверх на летающих чудовищ и распугивая шалелых лошадей, приземлились рядом со мной. За спиной и с боков взрыв могучими когтями твердую, как стол, полстепную землю. «Генерал, я же сказал вам, сдавайтесь, иначе я сожгу всех, кто здесь есть!» С усмешкой лениво сказал я и демонстративно поковырялся в зубах, якобы там застряло волоконце после сытного обеда. «Взять! Взять! Взять их! Убить их! Всех убить!» Истошно, явно ничего не соображая, завопил генерал, и какой-то такой же дурной боевой маг все-таки решился, выпустил в меня фаербол. Я мгновенно уклонился, как хороший боксер от удара соперника, и фаербол ударил стоящего позади меня Даггана. Дракон даже не поморщился. Фаербол просто всосался в чешую, будто капелька воды в губку. Драконы, как написано во всех источниках, которые я читал, совершенно не подвержены воздействию магии. Они ее просто пожирают. А потом маг пожалел, что это сделал. Струя огня была совсем не такой, как ее представляют по сказкам. Она совсем прозрачная, чуть синеватого оттенка, и почти не видна на солнце. Только когда в этой струе что-то сгорает, например, враг, становится видно, что объект поджаривают на плазменной горелке. Вот так и маг сгорел в перегретой плазме и даже не понял, что совершил свою самую страшную ошибку в жизни. Вспыхнул и опал на землю жалкой кучкой пепла. Остальные драконы заревеяли, захлопали крыльями. А это страшно, когда Боинг вдруг начинает хлопать крыльями, реветь и рыхлить аэродром когтями. Так что войско имперцев, как мне думается, благополучно напустило в штаны. Никто и не помышлял, чтобы сделать нечто такое, что может разозлить драконов. Да, хорошо иметь под боком шесть бронированных штурмовиков с огнеметами. Итак, продолжаем разговор, сказал я, морщись от запаха горелой человечины. Я вас вызываю на дуэль, генерал. Если выживете, мы сдаемся, драконы улетают. Если умрете, ваше войско сдается. Обещаю, никто не пострадает. Все пленные будут устроены самым лучшим образом. А с войском степняков я разберусь. Ну же, генерал, не надо трусить. Перед вами просто мальчишка, не забыли? Негодяй, я тебя убью, спокойно сказал генерал и, обращаясь к стоящему рядом бледному лейтенанту, приказал. Мой меч! Так вы подтверждаете условия? Спросил я, но ответа не дождался. Генерал напал, мгновенно, как только рукоять меча оказалась у него в ладони и умер через три секунды. Лед просто завопил от радости, вскрывая ему глотку. Я своими глазами видел то, как исчезали встали клинка, упавшие на него капли крови, убитого мной генерала. Лед же трепетал от наслаждения и передавал это наслаждение мне. И было что-то такое постыдное в том, как мы вместе с ним наслаждались смертью человека, будто я только что позанимался сексом, а не вскрыл горло своей очередной жертве. Закон дуэли просто незамысловат. Напал первым, значит, подтвердил условия дуэли, выдвинутые соперником. Ты ведь эти условия не отрицал. Латники спешивались, клали оружие на землю. И хотинцы делали то же самое, в молчании, мрачно ошеломленные. Тысячи людей, которые по моему желанию могут сейчас же обратиться в пепел. Да, неприятно зависеть от воли одного человека и по слухам очень неприятного черного человека от моей воли. А потом я снова закатил речь, в которой рассказывал о счастье и жить под началом такого человека, как я. О том, что страна покроется сетью больниц и зоопарков, что в каждой семье анчурии будет граммофон и все такое прочее. Да, вспомнилась незабвенная книжка о Генри, Короле и Капуста. Политик должен обещать как можно больше, чтобы потом сделать из высказанного хоть что-то. Иначе какой он политик? Вот только я не врал. Я и в самом деле собирался делать то, что говорил. Я вообще не имею привычки врать своим подчиненным, если только это не государственная тайна. Единственное, о чем я не сказал, так это о том, что, скорее всего, перевешиваю всех инквизиторов. Уж больно они мне не нравятся. Мерзкие типчики. Но это будет потом. А пока пусть бойцы поднимают свое оружие, теперь они мое войско. А кто не хочет служить, отходят в сторону, чтобы не провонять остальных своих товарищей, когда будут гореть. Я намерен основать здесь свое государство. И будет оно называться... Да пусть будет та же анчурья. Хотя смеюсь, конечно. Придумаю название стране. Хорошее свое название. И будем жить, хорошо жить. У нас есть рудники и золотые россыпи. У нас есть земля, много земли. И никто, никто не посмеет на нас напасть с такими-то крылатыми ребятами. Да я вообще весь мир могу захватить. Вот только зачем он мне, этот мир? Со своей бы землей разобраться. Ну, а с империей потом разберусь окончательно. Не до нее сейчас. Не полечу я захватывать трон моего кровного папаши. Мне это лениво. Но приедет сюда, тут и ляжет. Кстати, мое новое войско даже обрадовалось, когда я сказал, что жалование против прежнего будет в полтора раза, и основная их работа не допускать всяческого криминального беспредела. А еще взял, да и сказал им, кто я такой по происхождению. Хошь, верь, хошь, не верь. Все-таки легче, когда ты служишь не провинциальному клану, а наследнику трона, пусть даже и бастарду. Все-таки какой-никакой я принц? Даже если сразу не поверят, в конце концов примут это известие как надо. Главное, что у меня в руках сила. Шесть драконов, это вам не кот наплакал. И, кстати, пока шесть. Я намерен увеличить это количество как минимум до девяти на первое время. И драконы очень даже не против такого дела. Кстати, я бы тоже размножился. Барби? Нравится она мне, чертовка, но уж больно холодна. Но красиво, просто божественно. Подумаю, времени у меня впереди море. Вот со степняками разберусь и решу. И надо быстрее с ними решать. И драконов заодно можно будет покормить. Завтра займусь, сегодня не до того. А Кендала сейчас пришлю сюда, пусть эту черту в армию под свое крыло берет. Теперь он генерал, командующий армией. Ну а папаша снова глава клана. Хватит ему горевать, пусть за дело берется. А дело у нас делать. Папашу вообще недурно было бы женить. Где иначе взять наследников клана? Есть у меня на примере пара девиц из хороших семейств. Поговорю с ними после того, как разберусь с неотложными делами. Будем жить, господа товарищи, будем жить. Эпилог Орда бежала, теряя шатры, стада и рабов. Фактически умчались, в чем были, вскочив на коня и нахлестывая их так, как если б за ними гнался весь ад. Фактически так оно и было. Адским пламенем был сожжен шатер собирателя. На месте шатра остался только пепел. Сгорели еще несколько сотен отважных бойцов, пытавшихся остановить крылатую смерть. Остальные ускакали в степь, с тем, чтобы затеряться в ней и умереть от голода и жажды. Но это судьба каждого труса и глупца. Умные и смелые или сдались на милость победителей, или умерли в бою, сожженные в неравной схватке. На удивление степнякам победители не стали строить пирамиды из срубленных голов. Казни были, но только тех, кто дурно обращался со своими рабами. Рабы на них и указали. Но, в общем-то, у степняков не приветствовались зверства над рабами. Любителей поиздеваться над домашними разумными животными здесь не любили и даже презирали. Зачем мучить раба, если это не приносит пользы? Наказать, если отлынивает от работы, это да, но калечить и наслаждаться его муками просто глупо и недостойно настоящего воина. Так что эти казни приняли без особого ропота. Новый император, живущий в черном замке, предложил сдавшимся степнякам перейти под его руку, обещая им спокойную сытую жизнь, пастбище для скота и самое главное защиту от диких племен, которые нередко их доставали своими набегами, угоняя скот, захватывая людей в рабство. Степняки согласились, а куда им было деваться? Лучше так, чем быть сожженными крылатыми посланцами преисподней. А то, что новый император, якобы чернокнижник и колдун, так это ж просто замечательно, значит сильный воин, а сильному подчиниться совсем не зазорно. Старый император еще дважды присылал свое войско для того, чтобы наказать самозваного императора и дважды его войско пополнило ряды армии России. Так назвал новый император свою землю Рось. Часть солдат осталось служить в армии, часть ушли, осев на землях, которые им предоставили новые вассалы клана конта. Старые вассалы, которые предали клан, были или низложены или уничтожены полностью. Их места заняли верные конта люди. Активно разрабатывались золотые и алмазные россыпи, серебряные рудники, медные и железные. Город рос как на дрожжах. В него пребывали все новые и новые поселенцы, привлеченные славой о богатстве города и о безопасности проживания в нем. Преступность в городе была практически уничтожена, в самом, что ни на есть буквальном смысле. Пойманных преступников или казнили, или обращали в рабство на длительные сроки или пожизненно. И откупиться было невозможно. Стражника, взявшего откуп преступника, казнили, какой бы ничтожной ни была сумма взятки. Император знал все обо всех. Говорили, что он тайно бродит по городу и смотрит, как кто в нем живет. Нередко видели в городе и странных зверей, похожих то ли на пантер, то ли на огромных кошек. Обычно они ходили по двое, черное и белое, но иногда и стаей, по восемь, десять штук. Эти были мельче и пестрые, но никто не боялся. Странные существа не трогали людей, если те не выказывали агрессии, если не совершили преступления. Звери даже стали чем-то вроде достопримечательности города, волшебные звери императора. Пока они есть, городу ничто не угрожает, и на гербе города, который теперь звался Максимус, как и на гербе империи Рось, красовались две фигурки, драконы и кошки, как символы благополучия и могущества. Нередко над городом проплывали драконы, такие маленькие с земли и такие огромные на самом деле. Поговаривали, что каждый из драконов может целиком заглотить лошадь, но никто этого не проверял. Может, это были придумки сказочников бардов. Драконы жили в Черном Замке и жителей никак не касались. Быстро развивались ремесла, промышленный район города дымил, не переставая, сутки напролет. Многие из этих мастерских принадлежали самому императору Альгису и делали такие вещи, о которых люди раньше никогда и не слышали, например, ружья и пушки, стреляющие круглыми шарами, а еще странные механизмы, работающие на пару. И много чего еще, явно сделанного с помощью магии, ведь император был самым сильным магом на свете. По велениям императора всех сирот империи Рось собрали вместе и стали обучать грамоте и наукам, с тем, чтобы они стали военными, мастерами и учеными, в том числе и девочек, что людям было совершенно странно, ведь девочкам уготована другая участь. Покалеченным на войне оказали помощь некоторым даже отрастили новые ноги, руки, глаза и все бесплатно. Лучшие имперские маги-лекари, прибывшие вместе с карательными армиями, работали бесплатно, искупая свою вину перед народом России. Для городского населения и всех подданных России построены бесплатные медицинские клиники, где практикуют лекари, находящиеся на содержании империи Рось. Налоги платят все, так как император столь же неумолим, как и добр. Если человека ловят на том, что он уклоняется от налогов, его могут и высечь, и повесить. Все зависит от того, какую сумму он задолжал империи, почему и насколько важен этот человек для процветания Родины. После нескольких показательных порок, конфискации имущества и казней злостных нарушителей налогового закона, подданные империи быстро поняли, что платить налоги есть их почетная обязанность, ибо эти деньги идут на на горящие ночью фонари, на стражу, которая заботится о том, чтобы ночью по улицам могли гулять даже молоденькие девушки, не рискуя подвергнуться никакому насилию. В этом городе стражники не скрывались, услышав шум драки и крики о помощи, обижали разбираться и пресекать преступления, ибо жалование их высоко, а на место стражника уже стоит очередь претендентов. Так что потерять выгодную должность можно очень даже легко, если забыть о своих обязанностях. Стражники стали одной из самых уважаемых профессий города. На императора Альгиса подданные просто молились, ведь его им послал создатель, и любого иностранца или жителя России, который о нем плохо отзывался, могли просто забить до смерти. И такое было не раз и не два. Одного южанина, посмеявшегося над тем, что император по слухам живет в замке с гаремом из десятка женщин, избили так, что он был весь синим, как протухшее мясо, за то, что он делал грязные намехи в адрес нашего великого императора. А когда купец обратился с жалобой на действия завсегдатой в таверны в городской управлении стражи, его выдворили из города и сказали, чтобы радовался такому легкому приговору. Могли и отправить в рабство за оскорбление самого Альгиса Первого, уважаемого и любимого народом императора. Спасло то, что купцу уже досталось от разъяренных посетителей трактира. Десять лет пролетели как мгновения. Когда человек хорошо живет, он не замечает прожитых лет. Ему просто хорошо жить. И все это благодаря одному человеку, императору Альгису Первому. Но человек ли он? Возникло даже религиозное общество, вокруг лидера которого объединились люди, считающие Альгиса Первого ангелом во плоти, одержимым божественной сущностью. И что по их мнению нужно считать императора богом, аватарой создателя в этом мире. Храм создателя, как и сам император, не приветствовали эту ересь, но и не подвергали гонениям ее приверженцев. Как сказал сам император на празднике урожая, проводимым каждый год в одно и то же время, «Каждый мой подданный имеет право на любые верования, если это не мешает жить другим людям, и не является никогда под страхом уголовного преследования не смел подвергать гонениям людей за их религиозные убеждения. Ни степняков, которых уже нельзя было отличить от горожан, ни южан, чернокожих, высоченных, сверкающих белозубой улыбкой, ни даже островных людей с севера, которые молились своим богам и выглядели свирепо в своих меховых одеждах. «Верь во что хочешь, но не мешай никому жить». Вот те слова императора, «Империя Альгиса процветала и, конечно же, вызывала зависть и злобу у соседей, которые время от времени пытались попробовать ее на прочность, о чем потом горько жалели, лишившись земель и большой части подданных, которые быстро становились подданными императора Альгиса. Ну а он жил и радовался жизни, все такой же молодой, стройный и прекрасный, великий император, о котором складывают песни». Цитата из учебника «Краткая история империи Рось для первого класса начальной школы введение в курс». Редакция «Синакра при содействии Академии наук России». Издание «Второе тираж 2000 экземпляров». Издательство «Императорский дом знаний». «Императорский «Императорский наук в тираж